Григорий Бакланов. Мертвое сраму не имут. Пять земли. Повести. Читает Валентин Аксентюк. Мертвое сраму не имут. В полночь была перехвачена немецкая радиограмма. При свете керосиновых ламп ее расшифровали. Это был приказ командующего группой, посланный в догон. Немцы меняли направление танкового удара. Нужно было срочно закрыть намечавшийся прорыв. Из артиллерийских частей, стоявших поблизости, был только дивизион тяжелых гаубиц пушек и зенитный дивизион. Ночью они получили приказ спешно выдвинуться в район деревень Новой и Старой Тарасовки, занять позиции и преградить путь танкам. Но когда приказ был отдан и получен, немцы с марша перенесли южнее острие танкового удара. Однако об этом уже никто не знал. Глава первая. То, что называлось тяжелым артиллерийским дивизионом, было на самом деле две неполные батареи, три пушки и четыре трактора. Утром только они вышли из боя и стояли в ремонте. У одного трактора был разобран мотор и сняты гусеницы, три других ожидали своей очереди. Впервые за долгое время бойцы выжирели и выстирали с себя все, и после многих суток непрерывных боев спали в жарко натопленных хатах, раздетые во всем чистом. А по снежной, сильно схолмленной равнине, холодно освещенной высокой луной, двигались уже немецкие танки. Но люди спали, раскинувшись в одном белье, даже во сне, всем телом ощущая покой и тепло. Белый дым подымался над крышами, на улицах было светло от луны, и часовые, вдыхая на морозе запахи жилья, тепла и дыма, мечтали, как вскоре сменится и, поев горячего, раздевшись, тоже завалится спать. Только в одном доме еще не спали. Ярко горела прочищенная ординарцем керосиновая лампа, на всех гвоздях по стенам висели шинели, и на кровати и в углу, куда свет достигал слабо, шинели и оружие были свалены в ногах. За столом сидели командир дивизиона майор Ушаков, невысокий, крепкого сложения, с обветренным, грубым, сильным лицом, замполит капитан Васич и начальник штаба капитан Ищенко. И с ними была военврач другого полка. Она догоняла свою часть и заночевала в деревне. А тут как раз стопили баню. Редкое счастье на фронте зимой. И вот с непросохшей после мытья вьющейся черноволосой, коротко постриженной головой, свежей гимнастерки, она сидела за столом, чувствуя ежеминутно внимание всех троих мужчин. А пятым за столом был восьмилетний мальчик, хозяйкин сын. Он стоял у Васича между колен. Кончиком финского ножа, вырезая для него птицу из дерева, Васич перехватил его робкий взгляд. Мальчик смотрел на ярко-синюю консервную банку, на которой была нарисована розовая, глянцевая, нарезанная ломтиками колбаса. Он смотрел на эту нарисованную колбасу. Васич взял банку, ножом выложил колбасный фарш на тарелку, подвинул хлеб. — Ешь! — сказал он. Босые ноги мальчика нерешительно переступили в темноте на глиняном полу между сапогами Васича. Два глаза, блестевшие в свете лампы, шмыгнули по лицам. Потом коричневая обветренная лапка быстро взяла колбасу с тарелки. Жевал он с закрытым ртом, опустив глаза. Васич не смотрел на него. Сейчас мальчик все же привык, а когда первый раз его угощать стали, он, взяв еду и глядя в пол, сразу же ушел за кровать и там, в темноте, затихнув, ел беззвучно и быстро. — Комиссар! — крикнул Ушаков через стол. — Она, оказывается, тоже под Одессой была. Он указал на врача, и, считая нужным немедленно отметить такое дело, хозяйский оглядел стол. Арчил! В дырях возник ординарец Баградзе. Гимнастерка его была засалена на карманах и на животе. Рукава завернуты, сильные волосатые руки он держал отставленными, и пальцы и ладони блестели от жира. Пахло от Баградзе жареным луком. — Две минуты, товарищ майор! — заговорил он, сильно двигая усами и тараща глаза. Повернув черноволосую голову, зная, что она хороша в профиль, военврач с интересом смотрела на ординарца. Она понимала, что все эти приготовления и суета из-за нее, и была оживлена, и щеки у нее горели. Из-за спины ординарца, потеснив его, просунулась хозяйка-украинка в длинном фартуке. — Он же ж не жарить положил на вугле, то и смалить. Там мясо черно зарубелось, як вугель. И улыбнулась, мол, такая чудна людына. Баградзе живостью обернулся к ней, глаза его горели яростью, но еще живей ушаков скомандовал. — Одна нога здесь, другая там. И оглянулся победителем. Васич, понимавший, для кого это представление, не подал виду. Они давно воевали вместе, и он знал Ушакова. Жесткой рукой с короткими пальцами, пригладив светлую челку на лбу, Ушаков сказал. — Помнишь, комиссар Одессу, атака, пилотку на бровь, каску на бруствер? Глаза его сдержанно блестели, и военврач смотрела на него. — Молодые были дураки, — сказал Васич. Коленями он чувствовал, как мальчик ест, глотает большие куски, весь напрягаясь. Он глянул на военврача и Ушакова, и, добродушно улыбнувшись, пошутил только. — Человека почему-то без запчастей выпускают. Отобьют голову, после пилотку надевать не на что. — Брось, брось, — перебил Ушаков, обнажая стальные зубы, вставленные после ранения. — Брось, комиссар. Он пристукнул ладонью по столу твердостью, снимая любые возражения. Ему нравилось говорить «комиссар». Это был комиссар его дивизиона и его дивизион, а он — командир дивизиона. И еще в слове «комиссар» было со времен революции нечто такое, что не вмещалось в теперешнее слово «замполит». Это вот Ищенко так говорит. А ты сам такого духа, я знаю. Тебе только разные там теории мешают. Ищенко, не принимавший участие в разговоре, поскольку разговор не касался его лично, спокойно улыбался и разглядывал на свет лампы свой наборный мундштучок из алюминиевых и прозрачных пластмассовых колец. Он любил вещи, и ему, начальнику штаба, часто дарили их. Этот мундштучок выточил для него артмастер. Он курил, улыбался и чувствовал превосходство над обоями, наблюдая, как они ухаживают за врачом. Он был женат. Ужаков повернулся в его сторону, и ремни на сильном теле скрипнули. — А ты чего смеешься? — Письмо из дому получил? — Как ты там жене описываешь? — Митсна, тилюю, тви, сэмен. Так что ли? Но и сейчас Ищенко не смутился, а Васич, осторожно вырезая клюв птицы, улыбнулся бессознательной, но верной тактике Ушакова. Тот поединочке разбивал своих возможных соперников. — А ну, покажи фотографии, — приказал Ушаков взглядом, пригласил врача посмотреть, как бы обещая нечто смешное. — Показывай, показывай. Все с той же улыбкой превосходства Ищенко стряхнул пепел в консервную банку, положил мундштучок на стол, под ним сразу же начал растекаться молочное пятно дыма. Из нагрудного кармана он достал записную книжку, из записной книжки конверт, а из конверта потертые фотографии. Пока он их вынимал, слышно было, как за дверью ссорятся ординарец и хозяйка. Потом, качая головой и неодобрительно улыбаясь, вошла хозяйка, видимо, изгнанная из кухни. Это были обычные предвоенные фотографии. В лодке Ищенко в трусах с прилипшими к колбу мокрыми волосами, сощурившейся от солнца его жена в белом платье с белыми линиями на коленях, уложенными так, чтобы не запачкать платье на пляже. Лежа рядом в песке, подперев щеки ладонями, оба они смотрят в объектив. У нее загорелое ровное, почти без стали, сильное тело в узеньком лифчике и узеньких трусиках, и, наконец, в своем окне. Он и жена выглядывают из-за тюлевой занавески. И тоже солнечный день, и она опять в этом белом платье, которое она несет на себе как символ чистоты, а лейтенант Ищенко, в сознании человека, давшего ей все это, заложил руку за портупею. «Вот здесь», — сказал Ищенко, показывая пальцем за рамку фотографии. «Здесь жил командир полка, полковник товарищ Сметанин, через стену от нас, правда, в другом подъезде. Он всегда говорил это, когда показывал фотографии. И еще он охотно и подробно рассказывал, как он любил свою жену и как все ей покупал. Военврач взяла одну карточку в руки, и когда она в погонах, сапогах и портупея глянула при свете керосиновой лампы на молодую женщину в окне, что-то грустное, как тень сожаления, промелькнуло в ее лице. Но она тут же отдала карточку, и лицо ее приняло насмешливое выражение, какое бывало у нее, когда за ней ухаживали. А на фронте за ней ухаживали всегда. «Отце было життя», — сказала хозяйка, стоя за спинами и тоже глядя на фотокарточки. «Боже ж, мей, да навжешь правду было такое життя». Васич посмотрел на нее. Сколько раз он слышал, как вот так вспоминали о прошлой, довоенной жизни. И хотя не все тогда было хорошо и не всего хватало, вспоминали о нем сейчас, как о великом счастье. Потому что был мир, и все были вместе. Пригнувшись в двери, влез в хату старшина дивизиона, гаркнул простуженным голосом. «Товарищ майор, старшина Иванов прибыл по вашему приказанию». Мальчик испуганно вздрогнул, и плечи его затрясли, словно он схлипывал. «А кто тебе приказывал?» Откинувшись на стуле, поверх погона, глядя назад на старшину, удивился Ушаков. «Ну, голос у тебя, старшина», — сказал Васич, недовольно, и погладил рукой худые лопатки мальчика. «Орешь, как на кавалерийском смотру? Ты ж в хате». А хозяйка, оправдывая мальчика перед людьми, говорила. «Ляка не вин у нас. Тут очки немец-то я в ухате. Ладні таки з себе. Лаївся все. Чому потолок нізький? І не сказати, щоб лютий був. Другий, знаєте, який були. А цей ні. Суворій тільки. Порядок любив. А воно ж мале, дурне, їсти хоче. І як на гріх взяло со стола кусок хліва. Привих, що своя хата взять можна. А німец схопив його. «Вор, каже, вор, красти не можна!» «Просить треба!» З того часу сяде за стіл. Покліче його, як цутеня. Дасть хліба. І все учить, учить пальцем. А так погрузує. Йому данки сказать. А воно з переляку усі слова позабуло. Мовчить тільки. А німець гнівається. Поставить його вон туда, в угол. Пістолет наводить. «Пух!» каже. Воно і зайкаться стало. Уж я ховала його. «Німець на мене ногами топочу!» «Мамка!» «Сын мене гиб!» «Гиб!» «Воспитавай!» Она рассказывала просто, почти спокойно. Только по щекам сами собой привычно текли слезы. И, видя их, мальчик волновался, что-то хотел сказать, но у него сильно вздрагивала грудь и западала под ключицами. «Вы не напоминайте ему!» Становила ее военврач. «Видите, он волнуется!» «Чого нагадувать?» «Того не забудешь!» И уже выходя в дверь вместе со старшиной, Васич слышал, как она говорила. «Век, пішли до бани, вен сашиняли ваши нюхау!» «Малайще!» «Батька не памятая, а запах ридный не забул с того часу, як батька на фронт и шел. До дому забегал попрощайтесь!» «В темноте синеих, где сильно пахло жареным бараньим мясом», Васич сказал, плохо различая лицо старшины. «Вот что, старшина, это я тебя вызывал. Сапоги надо найти, поменьше какие-нибудь. Есть у нас? Кто их знает? Может, есть бывшие в употреблении? Сорок третий размер!» Старшина рукой потирал подбородок, в глаза не глядел. Из осторожности он всегда вначале бывал непонятлив. «Думай, что говоришь, старшина, ты же умный человек!» Сапоги-то уже другим осмысленным голосом переспросил старшина, поняв, что речь идет не о военвраче, который сидел с ними за столом, а о мальчике. «Сапоги должны быть. Там для мальца и одежонки кое-какой найти можно, если поискать». «Поищи», — сказал Васич убедительно, «и пришлешь. Лучше, когда уходить будем». На столе Ищенко аккуратно складывал фотографии. Мальчик держал в руках недоконченную игрушку, встретил Васича ожидающим взглядом. Васич сел, и они вместе продолжали вырезать. У него в самом деле что-то получалось. Парнишка он научился этому у отца. С тех пор, как живет человечество, сын учится от отца, перенимает каждый его шаг и гордится, становясь похожим на него. Между сапогами Васича стоял на глиняном полу босой мальчик, солдатский сын. И Васич осторожно касался коленями его худого тела. «И где сейчас его отец? По каким дорогам идет с винтовкой? А может, уже и нет его в живых?» Волна нежности затопила вдруг Васича. Такая сильная, что глазам стало горячо, и у него задрожали руки, державшие нож. Но он справился с собой, мальчик смотрел на его руки. Кто-то в синях пытался с той стороны открыть дверь, видимо, баградзе. Хозяйка поспешила помочь, и через порог, чуть не сбив ее, шагнул солдат в заметенных снегом, каменных от мороза валенках, в опущенной и завязанной ушанке. Ослепленными после темноты ярким светом лампы глазами, он обижал хату, увидел командира дивизиона и, приложив одну рукавицу к ушанке, другой рукой выдернул из-за борта шинели пакет. Ушаков читал стоя, и все смотрели на него и на солдата, и уже знали, что отдых кончен. На валенках солдата таял снег. В открытую дверь вошел баградзе, торжественно неся перед собой в поднятых руках доску, и на ней жареное куском, блестящее от растопленного жира, сильно пахнущее баранье мясо. Он поставил его посреди стола и скромно отступил на шаг. Но никто, кроме мальчика и солдата, пришедшего с морозом, на это мясо сейчас не смотрел. Ушаков положил приказ на стол, обернулся к солдату. «Командиров батарей, командиров взводов ко мне!» Клопнула дверь за связным. Твердой рукой Ушаков налил из фляжки в четыре стакана, все еще не говоря никому, что в приказе. Увидел хозяйку и ей тоже налил. «Выпейте с нами, посошок на дорогу», — сказал он, подавая ей стакан. И усмехнулся. Он усмехнулся над самим собой, что понадеялся обмануть судьбу. Знал же он по собственному опыту, что приказ сняться с позиций приходит в тот момент, когда, наконец, закончена землянка, и впервые затопили в ней печь. Ну что ж, попарились в банке. И на том спасибо. Это тоже не перед каждым боем случается. Нет, он не жаловался на свою судьбу. Он солдат. Он выбрал ее добровольно. И он гордился ею. И, чокаясь своим врачом, Ушаков, не хитряя, ничего не скрывая, с откровенным сожалением посмотрел в глаза ей. И она ответила ему таким же взглядом. Ну, чтоб дома не журились. Они выпили стоя, а мальчик снизу смотрел на них, и в детских глазах его была взрослая тревога. Ушаков стрекнул капли на пол, поставил стакан, потом через стол кинул пакет Васичу. Читай. И уже другими, чужими глазами, оглядел дом, в котором пробыли они недолго. Глава вторая. Поднятые по тревоге люди выскакивали с оружием на мороз, застегиваясь на ходу. В селе кричали. Первая батарея! Огневики третий! Филимонов! Филимонов! Заводи так твою так! Равняйсь! Трещал где-то плетень. Ржала лошадь. Испуганные наскоро одетые жители стояли у домов. Дети жались к матерям. Мимо них, бухая сапогами, отовсюду бежали вооруженные бойцы. В одной улице уже строились. Поднятые со сна и теперь сразу продрогшие на морозе, люди тут же затягивали ремни, стукаясь друг о друга оружием, нервно зевали. Ветер выдувал из шинелей остатки тепла. За спинами строящихся бегал с жалкими глазами молодой боец в хлюпающих сапогах. — Ребята, портянки мои кто взял? Портянки за печку вешал. И тут наткнулся на старшину. Старшина со всей верой в порядок строил батарею. И вдруг увидел человека, который это построение нарушал. — Опять ты, Родионов? — спросил он зловеще и тихо. И Родионов, ни в чем ни разу не замеченный, покорно принял это опять, поскольку в такую минуту был без портянок. Бухнул близкий винтовочный выстрел. Цепочка трассирующих пуль беззвучно потянулась к звездам, внимуя ввысь. После донесся треск автоматной очереди. Несколько бойцов, остановившись на бегу, глянули вверх и побежали еще быстрее. Как всегда в таких случаях, оказалось, что ни в одних портянок Родионова не хватает в дивизионе. Почти одновременно с Васичем Кушакову подбежал командир второй батареи Кривошеин. Не отрывая пальцев от края ушанки, вытягиваясь тем старательной, чем более виноватым себя чувствовал, начал докладывать, что трактор, у которого разобрали мотор, это его трактор, и больше тракторов батареи нет, и пушку тянуть нечем. К тому же у пушки сломана стрела, а командир огневого взвода отравился консервами. Словом, получалось, что сам он готов выступить хоть сейчас, но батарея его раньше утра выступить не может. Ушаков маленький в кавалерийской шине ледопят, которая должна была делать его выше ростом, туго затянутые ремнями, круглой кубанки, коренастый, стоял на снегу рядом со своей короткой тенью, снизу вверх, щурясь, смотрел на командира батареи. По опыту он давно знал несложную истину. Если все неполадки, нехватки собрать вместе, выяснится, что при таком положении воевать нельзя. Однако воевали. Со стороны Васич наблюдал за ними обоими. Видал артиллериста? Ушаков недобро повеселел. Дай ему платок слезы утереть. Стоит в таком виде перед командиром дивизиона. Интеллигенция. Между прочим, сказал Васич, ты тоже интеллигенция. По всем штатным расписаниям. Тем более артиллерийский офицер. Брось, брось. Ушаков погрозил ему шерстяным перчатки коротким пальцем. Артиллерист, не отрекаюсь. А это ты брось. Ты мне давно эту статью припаять хочешь. Васич заметил благодарный взгляд Кривошейна. Тот, кажется, принял его слова в защиту себе. И это было неприятно, как неприятен был ему сейчас сам этот человек, в трудную минуту пришедший просить снисхождения. Мимо пробежал тракторист третьей батареи разогревать трактор. Подняты руке его, на палке, обмотанной тряпьем, металось красное с черной копотью пламя солярки. Горящие капли падали в снег. И оружие, и лица бойцов, попадавшихся навстречу, тревожно освещались этим светом. Ты что пришел, собственно? Пожалеть тебя? Сказать немца, мол, обождите воевать, командир второй батареи не собрался. Маленькие глаза Ушакова блестели презрительно. Он отвернул рука в шинели, глянул на часы, забранные круглой решеткой. Десять минут сроку, ясно? Командир второй батареи молча козырнул. Толпой, что-то жуя на ходу, прошли разведчики. Все без шинели, в ватниках, со стереотрубами, биноклями, у каждого под рукой, дулом книзу автомат. И с ними, наголову выше всех, начальник разведки дивизиона, капитан мостовой. Бесшумные и ловкие, привыкшие в любой обстановке полагаться на себя и на свой автомат, они раньше всех снялись и уходили вперед. А уже дрожала земля под ногами, по улице двигалось орудие с трактором. Рядом с гусеницей бежал сержант, что-то крича и показывая трактористу, но голоса его за рокотом мотора не было слышно. С лязгом, грохотом, обдавая теплом, прошел второй трактор. За рудием спешили огневики, взволнованные и сосредоточенные. С крыльца, придерживая на груди распахнутую шинель, сбежала военврач. «Уходите!» Ушаков повернулся к ней. «Такая наша служба», сказал он с веселым и каким-то особенным выражением, блестя глазами, потому что за спиной его в это время проходил дивизион. И вдруг позвал, как в песне поется, «Едем, Галю, с нами, с нами, с козаками». Она засмеялась и под взглядами проходивших мимо солдат ответила в тон ему, «А коня дадите?» «Двух дадим. Поехала б, да нельзя. Служба». И хотя ничего особенного не было сказано, солдаты, спешившие мимо, почему-то улыбались и глядели молодцевато. По закаменевшей грязи тарахтели уже колеса повозок, когда вдруг низко просвистело и за домами с грохотом, сотрясая землю, четыре раза взлетело рваное пламя. Все обернулись в ту сторону. И тогда военмрач совсем по бабье, по-сестрински притянула к себе Ушакова, он был ниже ее ростом, «Дай я тебя поцелую». Она крепко поцеловала его при всех. За все, что не было у них, что могло быть и уже не будет. Дайте ж я и вас поцелую. И Васича она тоже поцеловала. От ее непросохших, коротко подстриженных волос пахло на морозе земляничным мылом. Васич еще долго чувствовал этот запах. За селом они догнали дивизион. Он медленно двигался, растянувшись по снежной дороге. Темные пушки темные, цепочкой люди. Ветер, незаметный среди домов, в открытом поле был силен. Он косо сдувал снег, заметая пушки в чехлах, и люди на ходу отворачивались от ветра. И вскоре за снегом и ветром пропало из глаз село, словно опустилось за колу, вместе с заметенными крышами и верхушками тополей. Только холодная луна светила сверху и двигалась вместе с ними в голую снежную равнину. Глава третья — Дайте ж я вас поцелую. — Дай я тебя поцелую. Став на носки, она горячими ладонями взяла его за лицо, притянула к себе. Боже, какой ты огромный! Я, кажется, никогда не привыкну. И лицо огромное, как у волка. Шапкой в руке, в шинели подпоясанный, Васич стоял перед ней, сутулись от неловкости и от своего большого роста. — И пахнет от тебя сапогами и кожей. Он увидел у нее слезы в глазах. Она отвернулась. — Мать моя провожала отца на фронт, когда меня еще не было. И вот я тебя провожаю. Неужели это всегда так? Из поколения в поколение? Она стояла лицом к окну, маленькая, смуглая, в своем белом халатике, сунув руки в карманы, такая родная, что у него сдавилось сердце. В дверь заглянула операционная сестра. — Дина Яковлевна! Она повернулась от окна, глаза были уже сухие, только сильнее обычного горели щеки. Отогнув завязанный рукав халатика, сняла с руки часы, положила на стеклянный столик. — У меня сейчас операция, на двадцать минут. Ты сиди, жди здесь, потом я провожу тебя. Он не решился ничего сказать ей, чтоб не волновать перед операцией. В маленьком, сильно заставленном кабинете тылового госпиталя, среди стекла, никеля, белой масляной краски, от белого снежного света из окна все это сверкало холодной чистотой. Васич осторожно сидел на краешке стула, держа шапку на колене. Ему хотелось курить, но он не решался здесь. И так и сидел, все двадцать минут, почти не меняя положение, а рядом с ним на стекле тикали ее часы. Потом быстро вошла Дина. Васич сразу же встал, возбужденный, немного погледневшая, пахнущая лекарствами и спиртом, повернулась к нему спиной. Развяжи. А сама уже стягивала рукава халата. «Дина», — сказал он, со всей убедительностью прижимая шапку к сердцу, потому что хорошо знал ее характер, и на лицо его сейчас было жалко смотреть со стороны. Понимаешь? За окном было сорок градусов мороза, и до станции три километра полем. Мысленно он видел, как она возвращается полем по такому морозу. «Я понимаю», — сказала она, — «развяжи». Он покорно начал развязывать, надеясь только на чудо. И чудо в образе операционной сестры заглянуло в дверь. «Дина Яковлевна!» Ей пришлось опять идти делать срочную операцию, а он остался ждать. «Дай слово, что ты будешь ждать!» Он дал слово и сидел, мучая, слушая тиканье часиков на стекле. За окном остановилась скрытая грузовая машина. Выписанные из госпиталя солдаты прыгали в кузов, кидая через борт вещь-мешки. В дверь ворвался Ночко с халатом поверх шинели. «Тоишь, капитан, что ж вы делаете? Я бегаю, бегаю, ищу, ищу!» «Тихо!» Сказал Васич. «Тихо!» «Тихо!» На клочке бумаги он написал коротенькую записку. «Дина, понимаешь, машина пришла. Я ничего не мог сделать. Все равно дальние проводы, лишние слезы». Положил на записку часы, и на носках вышел тихонько. И вот уже год, как он осторожно притворил за собой ту дверь. Была тогда зима, уральская зима. И вот опять зима, но только на Украине. Метет поземка по сапогам, по колесам, идущих впереди пушек, горбятся на ходу солдаты в шинелях, с вещмешками на спинах, с торчащими над погоном вверх, за индивелами дулами карабинов. Сколько тысяч километров снегов отсюда до Урала разделило их? Она любила спать, сжавшись. Сожмется вся, подберет колени к подбородку и вот так спит. Наверное, от того, что ночью комната быстро выстывала, и она во сне мерзла под суконным солдатским одеялом. Маленькая, сжавшаяся в комочек, она лежала сейчас в его сердце, и ему тепло было ее нести сквозь в южную зимнюю ночь. — Комиссар, ты чего улыбаешься? Спишь? Под корявым деревом, росшим у обочины, заложив руки за спину, стоял Ушаков. Идеал-то улыбается. Сон, что ли, приснился? — говорил он, пока Васич шел к нему. Похоже на сон. Сквозь облака луна, мутным пятном, ветер по целине и дымящаяся на всем пространстве снежная равнина. — Ты по карте не интересовался, сколько до фронта осталось? — спросил Ушаков. — И чего они там молчат, не стреляют? Перерывный обед или война кончилась? Васич ласково смотрел на него. Он хорошо знал Ушакова, но сам он сейчас никакой тревоги не чувствовал и потому состояние его не понимал. — Слушай, — сказал он, просто желая сделать Ушакову приятное. — Давай-ка я, правда, с разведчиками вперед схожу, погляжу, что там. Холмы, холмы, холмы. Бездомный свист поземки по буграм, темное низкое небо, ближний лес, как эхо гудит под напором ветра. Сквозь летящий снег они втроем шли от леса. Васич глянул на мостового, глянул на разведчика со странной фамилией Халатура. Заметенные плечи, шапки, белые лица, нахлестанные ветром, горят. Мостовой вдруг сел на снег. — Обожди, капитан, переобуться надо. Пока он снимал сапог, Васич, слезящимися от ветра глазами, вглядывался в сторону передовой. Там, за холмом, как в дыму, изредка подымалось тусклое свечение. А когда ракета гасла, из снегов доносила грубый стук пулемета, стерегшего тишину. Повторенный лесом он обрывался, и опять только поземка свистала над головой равнины. В самом деле, почему такая тишина? Васич нетерпеливо оглянулся на мостового. Сидя на снегу, начальник разведки дивизиона с осторожностью разворачивал сбившуюся портянку, словно отдирал от раны. И тут Васич увидел его ногу. Она была обмороженная, распухшая, синяя. «Где это ты?» спросил он, сморщась, как от боли. Мостовой с сухим концом портянки обернул ногу. А вот когда автоматчики прорвались, валенках был, промокли, а тут же морозом схватило. Самая поганая обувь. Покатые сильные плечи его шевелились под натянувшейся телогрейкой. И спина под телогрейкой была мускулистая, и кисти длинных рук мускулистые. Думал, завтра в санбат смотаться, пока вы тут воюете, спиртику культурно попить, с сестрами за жизнь поразговаривать. Он снизу весело подмигнул Васичу одним глазом, другой, с оторванным веком, оставался в это время все так же неподвижен и строг. Давний след пули застарел, и неровно затянувшийся шрам рассек его левую половину лица от подбородка до перебитой клочками торчащей вверх брови. И у мостового было два лица, одно веселое, бесстрашное, молодое, и другое, изуродованное лицо войны. Когда мостовой хохотал, это лицо с оголенным глазом только морщилось, горько и умудренно. Вот тоже, без особой связи, а просто потому, что думал об этом, заговорил мостовой. В сорок первом под хомутовкой выходили мы из окружения. Слыхал хомутовку? Ну, окружение, окружение. А тут захотелось молочка холодненького попить. Взяли мы с сержантом Власенко и котелок. Хороший был парень. После ему, когда прорывалось, мины обе ноги оторвало. И по подсолнухам огородами в деревню. А немцев в деревне не было. Только мы кринку выпили, хозяйка за второй в подвал полезла. Ребятам думали принести, когда два немца в двери. И автоматы на нас наставили. Мы даже за оружие схватиться не успели. А жара была, я тебе говорю. Мундиры на них мокрые от пота. Тоже, видно, шли молока попить. Сидим. Они стоят. Хозяйка сунулась была из-под пола, увидела, и крышку над собой захлопнула. Тогда немец постарше, который сказал чего-то другому по-своему, подходит ко мне, взял за плечо и ведет к двери. А я иду. И вот скажи, как это получается, до сих пор понять не могу. Немец мне этот до уха. Там его вместе с автоматом взять, делать нечего. И брал же их после. А в тот раз иду послушно. Тем же манером выводит Власенку на крыльцо, показывает нам на лес. Эй! Иди, мол. Думали, спину стрельнет. Ничего. Приходим к своим, рассказываем. А был у нас капитан Смирнов. Первый ПНШ. Он еще до войны. Лет десять. Капитану. Мостовой, весь покраснев от усилия и боли, за ушки натягивал сапог на распухшую ногу, говорил прерывисто. Сбоку стоял разведчик, готовый помочь, и каждое усилие мостового отражалось на его лице. Так тот Смирнов услышал, приказал арестовать нас. За подрыв морального нога проскочила, наконец, в сапог. Мостовой перевел дух, кровь медленно отливал от лица. «Теперь пойдет», — говорил он, поднявшись и наступая на ногу с осторожностью. Главное дело было впихнуть. Теперь разойдется. «Вот что ты мне скажи, комиссар. Кончится война, ладно. Ну, в мировом масштабе дело ясное. Кто тут прав, кто виноват, кому чего. А один человек, хоть этот немец, который нас отпустил, как думаешь, смогут после войны с каждым разобраться, с каждым. Или он за эти годы такого наворочил на нашей земле, что про то забывать надо, а? Забывать ничего не надо, сказал Васич. Ты хлопчика видел в хате у нас. Тоже не надо забывать. Немец его учил не воровать, на всю жизнь заик и сделал. Его в хату пришел, за его стол хозяин, его хлеб ест. А когда хлопчик с голоду к своему хлебу потянулся, вор, свой хлеб надо у немца просить, да еще данке сказать. Вот так. И кто честности учит? Фашист, который всю Европу ограбил. Давно уже забыл, какого он вкуса, свой немецкий хлеб. И то правильно, и другое не откинешь, сказал мостовой. Вот я живой здесь стою, а мог бы давно в концлагерях сгнить. Немцы тоже разные, и один за другого отвечать не должен. Были б одинаковые, дело б легче решалось. Тут и думать нечего. Вся беда, что они разные, и хорошие, и плохие, одно поганое дело сообща делают. Для Васича разговор это был трудный. Он был убежден, что никакой Гитлер за восемь лет не сможет сделать со страной то, что сделал, если нет к тому подходящих социальных условий. Надо хорошенько вглядеться в прошлое Германии, чтобы понять, как на жирной почве воинствующего мещанства за крошечный срок всего за восемь последних лет пышный и зловеще расцвел фашизм. Но он сказал только. Вот он отпустил тебя, может, не хотел свои руки пачкать кровью. Все равно война кончится, может, на самом деле честный человек. Но честный, самый честный немецкий солдат, который Гитлера ненавидит, нам победы желает. Он же все равно идет против нас, стреляет в нас, Гитлеру добывает победу. То так, сказал Мостовой, видно было, что какая-то своя мысль прочно засела в нем. Если война, которой хлебнул он достаточно, раны, испятнавшие его сплошь, не смогли разубедить и озлобить, слова не разубедят. Да, Васич, и не хотел разубеждать. Лучше эта крайность, чем другая. Ветер, набегом хлынувший с холмов в лощину, закружился. Взвихрил чавшийся снег, что-то мягко ударило Васича по ногам и метнулась темная струя снега. Разведчик свистнул, кинулся следом и скрылся в белом вихре. Вернулся он, неся надетую на ствол автомата шапку-ушанку. Думал, заяц, говорил он, запыхавшийся, довольный, что догнал. Ушанка была нахолодавшая, забитая снегом, но внутри, где засаленная подкладка лоснилась, она хранила невыветренный на морозе запах головы хозяина, запах пота, волос и мыла. И две иголки с белой, и защитного цвета нитками были воткнуты в ее дно. Васич и Мостовой, державший ушанку в руке, переглянулись. Потом все трое цепью пошли в сторону передовой, откуда ветер принес ее. Они шли медленно, вглядываясь в несущийся под ноги снег. Хромая, Мостовой нес в одной руке ушанку, в другой автомат, и вскоре они увидели свеженаметенный холмик. Подошли ближе. Из-под снега виднелись плечи, непокрытые голова, насунувшиеся на нее воротник шинели. Убитый лежал ничком. Ветер гнал через него скользящие струи снега шевелил мертвые волосы, и они были вытянуты в ту сторону, куда бежал человек, к лесу. Став на колени, разведчик перевернул убитого. Со спины пересекла его пулеметная очередь. В четырех местах на груди шинель вырвана клоками. Лопнула перебитая портупея. Трое живых стояли над ним, держа в руках его ушанку, самодельной, вырезанной из консервной банки звездочкой. Васич прислушался. Из-за холма уже явственно доносился захлебывающийся на ветру прерывистый рокот моторов. Это подтягивался дивизион. Трое двинулись дальше. Не пройдя пятидесяти метров, нашли второго убитого. Он был раздавлен танком. Васич и мостовой разведчик двинулись по заметенным следам танка и вскоре наткнулись на бронетранспортер. Подбитый стоял он в низине в снегу без гусеницы сильно обметенной с наветренной стороны. «Товарищ капитан, тут гильзы стрелянные, патронов до хрена!» кричал халатура, успевший все облазить и теперь возившийся около щетверенного зенитного пулемета. На передовой все так же редко постреливали, взлетали и гасли ракеты. Там было тихо, а здесь в тылу в трех километрах от передовой стоял недавно подбитый немцами бронетранспортер. «Танковая разведка прошла», глухо сказал мостовой, и изуродованная щека его дернулась несколько раз подряд. «Можем угодить между танками и разведкой». Васич еще раз оглядел это место и тяжелое предчувствие шевельнулось в нем, а с холма, перевалив его, стреляя в низкое небо искрами из выхлопной трубы, уже спускался первый трактор с орудием. На огромном пологом снежном склоне маленький черный трактор, маленькое черное орудие и крошечные люди, бегущие под уклон по бокам его. Все это приближалось сюда. С обнаженной ясностью Васич увидел, как малочислен дивизион для такого боя с танками. И вместе с этой отчетливой мыслью была другая, взволновавшая его. Он подумал вдруг, глянув на этих радостно бегущих по снежному склону людей, из скольких деревень, городов собрали их, сведя в крошечное подразделение войны. Один из трех дивизионов 1318-го артиллерийского полка. Во скольких концах России слезами и болью отдастся каждый снаряд, который разорвется здесь сегодня. Пять километров холмов было позади, и три еще оставалось до места. И на каждой из этих холмов по обдутому ветрами обледенелому склону пушки тянули вверх лебедками, вниз осторожно спускали на тормозах. Светящаяся зеленая как волчий глаз стрелка компаса указывала навстречу ветру, дула с севера. Ушаков, носивший компас на руке как часы, обдернул рука в шинели, заложил руки за спину. Так что думает начальник штаба? В длинной шинели с биноклем на груди Ушаков стоял на холме, серая каракулевая кубанка с наветренной стороны была белой, снег набился в ворс в шинели. Спит и видит себя генералом, подумал Ищенко неприязненно. Мимо них, спеша покурить на ходу, проходили батарейцы. Надвигался рокот последнего трактора, взявшего подъем. А мне везло, говорил чей-то веселый голос, как зима ранит. Отлеживаюсь с госпиталя до тепла. Вот не пришлось в этот раз. Другой пожаловался виноватой скороговоркой. Я, ребята, себя рубашку постирал. Поначалу-то она с печи теплой показалась, а теперь облегла, не согреюсь никак. Он тебя согреет, хохотнул в темноте прокуренный махорочный босок. У него враз просохнешь. Ушаков всем туловищем обернулся на голоса. Проходивший мимо командир второй батареи Кривошейн, заметив, что товарищ майор кого-то ищет, понимая, что ищет, конечно, его, со всей старательностью подсчитав ногу, козырнул, нарочно попадаясь на глаза. Обычно он сторонился командира дивизиона и не понимал его. В самые сильные морозы Ушаков ходил вот в этой кубанке. Даже на уши ее не натянет. Крайнее, что мог позволить себе, это потереть ухо перчаткой. Кривошейн был обыкновенный человек, и у него на морозе мерзли уши, и, между прочим, он не считал это таким уж большим преступлением. Но после того, как он прибежал сообщить, что батарея его не может выступить в срок, говорил тогда правду, и тем не менее сейчас шел вместе со всеми, Кривошейну хотелось загладить как-то неприятное впечатление о себе, и, проходя рядом с пушкой в грохоте трактора, чувствуя себя выше ростом и сильней, он приветствовал товарища майора. Ушаков отвернулся, лицо у него было кислое, и в его лице, как в зеркале, командир второй батареи с безжалостной ясностью увидел себя таким, каким был на самом деле. Немолодой уже, интеллигентный, неловкий человек, завязанный под подбородком ушанки, почему-то старающийся казаться строевиком, и то, как он криво сдернул плечо, козырнул. А Ушаков тут же забыл о нем, среди забот одолевавших его, эта забота была не того сорта, чтоб он о ней помнил. «Я не слышал, что думает начальник штаба», повторил он, все так же держа руки за спиной. Ветер хлестал полыми его шинели по голенищам сапог. «По имеющимся данным, сказал Ищенко, противник должен сейчас выходить в район старой и новой Тарасовки». И против воли получилось это у него вопросительно. Ушаков почувствовал его неуверенность. «Умный у меня начальник штаба», восхитился он, глянув в глаза Ищенко. «Не боевой, правда, но голова». Ему казалось, что раздражает его Ищенко, а раздражала его неясная обстановка и местность, выгодная для него со всех сторон. Он уже выслал вперед командира первой батареи и огневиков с кирками и лопатами рыть огневые позиции. Успеет он прийти туда раньше немцев, сможет принять бой с танками, каким бы тяжелым этот бой ни был. Он сам выбрал эти позиции. На них можно было драться. Но если не успеет, Ушаков посмотрел вниз. Там, на другой стороне врага неуклюжий пояс, трактор и орудие. Одолев глубокий снег в низине, начал карабкаться сквозь метель по обледенелому склону. Собственная тяжесть влекла его вниз. Если танки настигнут их на походе, Ушаков даже не сможет открыть огонь, потому что верх орудия тянут лебедками. Вниз спускают на тормозах. Непривычное состояние собственного бессилия раздражало его, и это раздражение он срывал на Ищенко. Ну, а еще какие у нас имеющиеся данные? Он шевелил пальцами за спиной. Лицо его с маленькими глазами и толстыми губами было красно от ветра, но прежде чем Ищенко успел ответить, Ушаков увидел подымавшегося к ним Васича. Он наверное упал где-то и сейчас снятый с головы ушанкой на ходу отбивал в себя снег. Ну, а ты, комиссар, какую мысль толкнешь? спросил Ушаков еще издали. Васич подошел, тяжело дыша после подъема, обождал, пока пройдут солдаты, и тогда только сказал, понизив голос. Там внизу бронетранспортер подбитый. Чей бронетранспортер? Наш. Подбит недавно. Ушаков внимательно посмотрел на него. Некоторое время в тишине слышен был отдалявшийся рог от трактора, тяжелое дыхание идущих мимо людей и свист ветра. И в этом свисте ветра за холмом, куда двигался дивизион, вспыхнула вдруг беспорядочная автоматная стрельба. Глава четвертая. Первыми увидели немцев разведчики. Из нескошенного засыпанного снегом пшеничного поля стали подниматься головы. Черные, колеблющиеся на ходу, изломанные цепью, они приближались сквозь снег. Головы в касках, плечи, руки с автоматами. Все это поднималось из пшеницы по мере того, как немцы приближались. Разведчиков вместе с мостовым было четверо. Они лежали замерзшие водомоине, разбросав ноги. ждали. Потом их осталось трое. Одного мостовой послал назад предупредить дивизион. Ветер дул от немцев, и напряженным ухом уже различимы были шаги и шуршания мертвых колосьев, сквозь которые они шли. А может, это казалось. Лежавший рядом с мостовым разведчик то и дело хватал земли снег сохнущими губами и оглядывался назад, где громко ракетали в низине тракторы. Взлетевшая далеко ракета не поднялась над гребнем, только осветила край низкого неба, словно из-за туч. И на этом осветившемся небе хорошо и крупно стали видны земли приближающиеся немцы. Они шли сюда на звук трактора. Начав с левого фланга, мостовой успел насчитать двенадцать голов, и свет погас. Он зубами стянул с правой руки перчатку, прижал к щеке холодный приклад автомата, повозившись надежно упер локти. Немцы приближались, черные, наклоненные вперед тени, по мушке смещаясь вправо. Они сдвигались с нее, другие всходили на мушку. А в это время на середине подъема трактор лебедкой тянул снизу пушку. На гусенице его сидел на корточках тракторист Никитенко, черных от солярки и масла подшитых валенках. У радиатора грел руки солдат, беспокойно оглядываясь. Оказался он тут по той самой причине, по какой во время боя обязательно кто-нибудь окажется возле кухни. Боясь, что его прогонят, он всячески старался услужить трактористу. Заметил, что тот хочет прикурить, посмешно достал из кармана катюшу, высек искры и раздув шнур поднес к папироске. Одновременно рассказывал, крича как глухому, потому что работал мотор, и трактор и Никитенко, сидевшие на гусенице, мелко дрожали. Это заспорение немец русским, чья техника сильнее. Вот немец достает зажигалку щелк и подносит прикурить, а наш русский дунул нее, только дымом завоняло. Теперь говорит, погаси ты мою. Достал из кармана катюшу, высек огонь. Уж немец дул-дул, дул-надувался, она только ярче разгорается. И он помахал в темноте ярко тлевшим шнуром. Брось огонь. Разведчик ватники с автоматом на шее, неслышно появившийся перед ними, ударил его по руке, сапогом втоптал огонь снег. Тракторист сам поспешно примял папироску в пальцах. Бешеный, богу бешеный, обиженно говорил солдат, ползая по снегу на коленях, отыскивая свое раскиданное имущество. Он наконец нашел и кремень, и кусок напильника, и шнур в патронной гильзе, вымокшие в снегу. Сожалением, отряхивая его, погрозился в ту сторону, куда ушел разведчик. Брось! Связываться не хотелось, а то б я тебя такого храброго. И тут оба, и солдат, и тракторист услышали близкую автоматную очередь. Тракторист поднялся во весь рост на гусенице, пытаясь понять, откуда это, когда он оглянулся, солдат исчез. А еще ниже, на другом конце троса, толкали в это время орудие. Облепив его со всех сторон, крича окрепшими голосами, с напряженными от усилия зверскими лицами, упираясь дрожащими ногами в землю, батарейцы толкали орудие вверх, руками, плечами, грудью. Под напором ног земля медленно отъезжала вниз. Шаг, шаг, шаг. Медленно, с усилием, поворачивается огромное, облепленное и снегом колесо пушки. Оскаленные рты, горячее прерывистое дыхание, пот заливает глаза, щиплет растревскавшиеся губы. От крови, давящей на уши, рокот мотора наверху глохнет, глохнет, отдаляется, тяжелые толчки в висках, сердце пухнет, распирает грудь, и нет воздуха, а ноги все упираются и переступают в общем усилии. Пошло, пошло, само пошло, кричит командир второй батареи Кривошейн. Ему жарко, он развязал ушанку, одной рукой упирается в щит орудия, другой машет. Ему кажется, что жесты его голос возбуждают людей, и он сам возбуждается от своего голоса. В этот момент он не думает ни о немцах, ни о предстоящем бою. Все мысли его, все душевные усилия сосредоточены на одном. Вытянуть наверх пушку, шаг, еще, еще один шаг. Мостовой задержал на мушке высокого немца, тот шел цепи озираясь, повел ствол автомата с ним вместе. Палец плавно нажимал на спуск, проходя тот отмеренный срок, который еще оставалось жить немцу. У самой черты он задержался, чем-то этот немец напомнил мостовому того пожилого немца, который в сорок первом году застиг их с Власенко в хате и отпустил. За это короткое мгновение, что он колебался, высокий немец сдвинулся вправо и на мушку взошел другой, поменьше ростом, в глубокой каске, сидевшей у него почти на плечах. Палец нажал спуск. На батарею видели бегущую сверху от трактора солдата. Он что-то кричал и махал руками, словно хотел остановить батарею. Вдруг он упал. И сейчас же по станине со звоном сыпанул железный горох. Один из солдат, толкавших пушку, тоже упал и отъехал вниз вместе с землей, по которой, упираясь в общем усилии, продолжали переступать ноги батарейцев. Но ударил сверху трассирующими пулемет, и люди отклынули за пушку, не слыша, что кричит их командир батареи. Попадав в снег, срывая себя карабин, они клацали затворами, озирались, не понимая, откуда стреляют по ним. Наверху, надрываясь, ракотал трактор, дрожал натянутый трос, и пушка еле-еле ползла вверх, гребла снег колесами. Опять ударил сверху пулемет. Солдат, бежавший от трактора, переждав, вскочил и побежал, и еще несколько человек сорвались и побежали. А ну, стой, 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 кто бежит? Снизу, хмурясь, с прутиком в руке, шел Ушаков. Среди тех, кто бежал от пушки и тех, кто бежал навстречу им, чтобы остановить, он один шел своим обычным шагом, и по мере того, как он проходил, люди подымались из снега, облепляли пушку, которую до этого момента толкал один командир батареи. Похлёстывая себя прутиком по голенищу сапога, Ушаков прошел мимо орудия, словно заговоренный, навстречу трассирующим очередям, единственный из всех, очевидно, знавший в этот момент что делать. Но и он в этот момент тоже еще не знал, что надо делать, и потому шел властно уверенный, холодный, собранный, похлёстывал прутиком по голенищу, множество глаз смотрело на него, он чувствовал их. С того времени, как Ушаков услышал стрельбу, он понял, что самое страшное, чего он боялся, случилось. Танки настигли дивизион. И настигли его здесь, в лощине, когда две пушки висят на тросах, а третий трактор тянет по глубокому снегу. Спустить пушки вниз, занять круговую оборону, танки обойдут их, и с короткой дистанции, прикрываясь холмами, расстреляют тяжелое, малоподвижное орудие, стоящее открыто. И Ушаков впервые пожалел, что часть батарейцев с одним командиром батареи отправил вперед рыть орудийные окопы. Он поступил правильно, иначе он не успел бы в срок занять огневые позиции, но сейчас эти люди нужны были ему здесь. Ушаков не был суеверен, но когда он увидел подбитый бронетранспортер, место это показалось ему дурным, и на него неприятно подействовало то, что именно здесь немецкие танки настигли дивизион. Пулеметная очередь ветром тронула кубанку на его голове, Ушаков поправил ее рукой, но когда поднялся над гребнем оврага, пришлось лечь. Над полем сквозь дым поземки неслась огненная метель, и снег под нею освещался мгновенно и ярко. Это в хлебах безостановочно работали два пулемета, и множество автоматов светящимися нитями прошивали ночь. Лежа за гребнем оврага, как за бруствером, Ушаков глядывался в темноту трезвыми глазами. С остановившегося, смутно маячившего бронетранспортера прыгали пшеницу немцы, рассыпались по ней, стреляя из автоматов. Нескольких над землей срезали короткие очереди. Мостовой, понял Ушаков, и сейчас же вся масса огня, сверкавшего над полем, дрогнула, метнулась туда, откуда стреляли разведчики. Трассы пуль остро врезали в землю, шли по ней. Оттуда никто не отвечал, и Ушаков догадался, немцы растеряны, они напоролись на разведчиков, они слышат из-за врага рокот моторов и, ощетинясь огнем, стреляя из всех автоматов, ждут в хлебах, пока подойдут танки, выиграют время, даром отдает это время ему. Эх, лопухи, лопухи, быстро подумал он, заражаясь азартом боя, снова веря в свою счастливую звезду. Он оглянулся, Баграт залежал рядом, притянув его к себе забор шинели, вырезая свой взгляд в его синевато мерцавшие в темноте косившие от волнения глаза, Ушаков говорил, передашь комбатом, орудие отводить к лесу, к лесу, ищенка найди, он поведет. Баграт забеззвучно шевеля губами повторял, как загипнотизированный, взвода управления ко мне, с гранатами, ясно, беги, автомат дай сюда. И взяв автомат ординарца, Ушаков выглянул из-за гребня. Там, где невидимые отсюда лежали разведчики, мелькнуло над землей что-то темное и быстрое, упало, еще один скачал под огнем, быстро, быстро перебирая ногами, вжав голову в плечи. Брызнувшая из темноты под ноги ему пулеметная струя смела его. Ушаков дал очередь туда, где билось короткое пламя пулемета. Он слал очередь за очередью, прикрывая отход разведчика, вызывая огонь на себя, и вскрикивал всякий раз, когда перебегавший немец падал под его огнем. Потом он услышал дыхание и голоса множества людей, лезших к нему снизу, оглянулся между выстрелами. Васич со взводом спешил сюда. — Диск! — крикнул Ушаков. Чья-то рука, заросшая черными волосами, страшно знакомая рука, подала диск. Ушаков бил его ладонью. Низко по гребню, задымив снежком, резанула пулеметная очередь. Несколько голов пригнулось, Ушаков увидел Васича близко, потное, влажно блестевшее при вспышках лицо. Он говорил что-то, Ушаков не разбирал слов, оборвав Васича, показал рукой на поле. — Гряди! Лочинку видишь? — Поперек поле! Он кричал так, что вены напряглись на шее. Васич увидел Лочинку. Она шла параллельно немцам, преграждала им путь к дивизиону. И он понял план Ушакова. Туда? Ушаков кивнул, крепко взял его за плечи. — Задержишь танки гранатами, зубами, чем хочешь. Не отходить, пока не отойдут орудия. Ясно? Беги! Пять человек оставишь со мной. Васич поднялся со снегом. До Лочинки метров десять открытого места. Он глядывался в него, и первый, пригибаясь с длинной шинели, перебежал этот кусочек поля. Хлестнула запоздалая очередь. Пустота, голый снег. Пулей проскочил по нему солдат и скрылся. — Огонь! — крикнул Ушаков. Пятеро они прикрывали огнем взвод. Солдат за солдатом согнувшиеся тени мелькали на виду и скрывались в лощинке. Оторвавшись от автомата, Ушаков глянул назад. Две пушки еще спускали на тросах, и только третью тянул внизу трактор. Медленно, медленно! — Товарищ майор! Товарищ майор! Баградзе совал ему в руки автоматный диск. У немцев пшеница сверкнула, и сейчас же знакомой низко завыла над полем. Ищенко где? Начальник штаба сказал, обеспечу отход, яростно сверкая глазами, кричал Баградзе. Воймины был уже нестерпимо близким, гнул к земле. Беги назад, скажи Ищенке, быстрей! Как мертвые там! Быстрей, пока танков нет! Он слышал, как вместе с осыпавшейся землей покатился вниз Баградзе, оборвался по весну воймины. Тишина. И грохот разрыва. Блеснувший в глаза огонь. Вместе с грохотом разрыва кто-то большой, дышащий с хрипом, упал рядом с Ушаковым. Они поднялись одновременно. Голубев, командир взвода управления третьей батареи, сосредоточенное по молодому взволнованное лицо, расстегнутое бурой от ветра могучее шея. Адич майор! Пришипетовы докладывал Голубев, задохнувшийся от быстрого бега. Прибыл со взводом. По одному. Ушаков ткнул в сторону лачинки. Давай! Новая мина уже выла над головой. Голубев скочил. В левой руке маленький при его огромном росте ручной пулемет. Ушаков жадно глянул на него. Он еще ничего не успел сказать, как Голубев понялся. Возьмите, товарищ майор, говорил он, по-мальчишески радуясь возможности отдать то, что самому дорого. У ребят еще есть. Врет, подумал Ушаков. И ему приятно было сейчас смотреть на этого здорового видно боевого парня. А молодец! Внизу двое солдат согнувшись бегом пронесли длинное противотанковое ружье. Они одновременно присели от близкого разрыва, потом побежали еще быстрее. Голубев выхватил из кубуры пистолет, махнул взводу. За мной! Голос его заглушил разрыв мины. Устанавливая подсошки пулемета, Ушаков видел, как Голубев бежал огромными прыжками. И со злой яростью, со сладким мстительным чувством он дал из пулемета длинную очередь по немцам. За вспышками пламени, бившегося на конце ствола, коротко освещавшего темноту, он не сразу увидел танки. Раньше он услышал, почувствовал их. Стало вдруг смолкать ружейная автоматная стрельба, становилось тихо, и вскоре только железное лязганье и рычание властвовали над полем. Сквозь дым поземки танки ворочались нескошенной высокой пшеницы. Ушаков схватил пулемет, крикнул пятерым «Не отставать!» и они, маскируясь за гребнем, во фланг немца. Уже у самой лощинки пуля догнала мостового. Он спрыгнул вниз, рывком расстегнул широкий ремень с пистолетом и гранатами, висевшими на нем, скинул телогрейку, шапку сунул на бруствер. Ее сейчас же сбило оттуда. Над головой немцы сыпали из автоматов светящимися пулями. Здоровой рукой мостовой стянул себя гимнастерку, еле пролезшую через его широкие плечи. Левый рукав бязевой рубашки, черный от крови, лип к руке. Торопясь, пока немцы не пошли, он стащил рубашку через голову. Из маленькой пулевой ранки толчками выбивала кровь. Он понял, перебита артерия. Кровь текла по руке, капала с локтя. Сидя на земле, он поддерживал раненую руку. От его потного голову по пояс тела на морозе шел пар. Разведчик изо всех сел перетягивал ему жгутом руку у плеча, чтобы остановить кровь. «Сильней, сильней!» просел мостовой, краем глаза, наблюдая за полем. Он увидел, как в хлебах зашевелились танки. Заметенные снегом они двинулись, смутно различимые сквозь поземку. Они шли, ощупывая впереди себя землю пулеметным огнем. Близкая очередь рубанула по краю лощинки. «Быстрей!» крикнул мостовой, а сам уже надевал на одну руку телогрейку, тянулся к противотанковому ружью. Танки шли властно подминая все звуки боя. У переднего огнем сверкнула пушка. Тугой горячий звон ударил мостовому в голову и к горлу подкатила тошнота, рот наполнился слюной. На минуту в дыму разрыва он потерял танк и сейчас же опять увидел его. Лощинки все время переползали, лезли по ногам. Не отрываясь, мостовой вел за танком ствол длинного ружья, нажал спуск, вместе с сильным толчком в плечо увидел, как по башне танка чиркнул синий сернистый огонек и пуля косо ушла вверх. Он выстрелил еще раз и опять на танке сверкнул длинный синий огонь. Пули чиркали по броне как спички о коробку и косо уносились вверх, догорая на лету. Мельком истовой увидел свою левую руку и удивился, что она не чувствует холода. Он упирался в снег голым локтем и не чувствовал холода. Он вообще не чувствовал руку, но она крепко держала ружье и он успокоился. А танк несся на него вместе с белой метелью, она кутала его гусениц и оттуда из метели острые косо вылетали огненные трассы пуль. Что-то крикнул разведчик. Че он кричит? В одной телогрейке на голом теле мостовой обливался потом. Или это снег таял на груди? Приклад ударил его в плечо. Патрон! Как чужую мостовой увидел на снегу свою кровь. Странно, что ее так много. Весь снег, где он упирался локтем, был черным от крови. От его крови, но боли не было, и рука держала ружье. Какие-то голоса кричали около него, он слышал их сквозь звон в ушах. Близкая пулеметная очередь огненной плетью хлестнула перед ним. Кто-то перебегая наступил на его раскинутые обмороженные ноги, мостовой не отрываясь целился. Среди выстрелов огня он вел на конце ружья танк. Че они кричат. Кто бежит? Стрелять надо тех, кто бежит. Но он не разжимал стиснутых челюстей. Он целился. Мелькнуло рядом испуганное лицо разведчика. Танк поворачивал башню. Заметил. В глаза, в сердце мертвой пустотой глянуло дуло орудия. Прыгнуло вверх, закачалось. Только не спешить. Чурясь, он сдерживал палец, нажимавший спуск. И уже не дышал. Он задержался, нажал, и спусковой крючок сорвался легко и бессильно. И в тот же миг перед сощуренными глазами мостового сверкнул огонь. Ему показалось, что это ружье взорвалось в его руках. Ослепительно сверкнувший огонь и еще что-то острое вошло в него, в мозг его, в тело. Вошло безбольно и мягко, словно не было в нем ни костей, ни нервов. И мостовой почувствовал странную невесомость, кружение и пустоту. Но и летя в пустоте, он еще боролся, он чувствовал, что его отрывают и не давал оторвать себя от земли, хватался за нее руками, которых у него уже не было. Вечность, в течение которой он еще осознавал, больно, трудно расставаясь с жизнью, так и не поняв, что расстается с ней, все это для постороннего глаза слилось в короткое мгновение. Люди с гранатами, прижавшиеся к земле, пока башня танка поворачивалась, дулом выбирая кого-то из них, видели, как орудие остановилось, сверкнуло пламенем. И сейчас же перед головой мостового, слившейся с ружьем, в тот самый момент, как ружье выстрелило по танку, взлетел огонь. Потом с земли, держа руками окровавленную голову, поднялся солдат. Танк сходу ударил его в грудь, подмял, пронесся над лощиной. Но тут вихри снега, несшегося с ним вместе, все осветилось изнутри, сотряслось от взрыва, и люди упали на землю. А когда поднялись, танк стоял без башни, и красное пламя с черной каймой копоти развернулось и махнуло над ним, как воткнутый в него флаг. Куда? Назад! Ищенко на бегу размахивал в воздухе пистолетом, но за грохотом мотора тракторист не слышал его, и трактор продолжал идти. Железный, обдающий жаром, запахом горячего масла и солярки, он прошел близко, укладывая под себя на снег дрожащие гусеницы. За ним шло орудие на высоких колесах, отбежал расчет с охапками хвороста, с какими-то жердями, подпихивали, подкладывали, некоторые срывали себя шинели, стелили под колеса пушки. А в черном небе над лощиной, над этими людьми, неслись светящиеся пули. Где комбат? Несколько голов обернулось. Из-за станины выскочил командир взвода в шапке, в гимнастерке, с протупеей через плечо, весь новенький, как пряжки, на его амуниции. Ищенко смутно помнил его в лицо и не помнил фамилии. Один из тех лейтенантов, которых после боя присылают пополнять убыль в дивизионе и которых после следующего боя уже не хватает. Почему орудие здесь? Где командир батареи? Туда нельзя, товарищ капитан. Крутой подъем. Оторвав руку от виска, лейтенант указывал на высоту, заградившую дорогу. Низом быстрей, обойти. Все было правильно. Они отходили к лесу. Ищенко только показалось, что они повернули обратно в бой. «Тянетесь, как мертвые!» закричал он. «Там люди погибают, а вы тянетесь, черт бы вас взял! Где командир батареи?» «За командира батареи я, лейтенант Званцев», докладывал командир взвода, дыша паром, и от него гимнастерки подымался пар. Командир батареи послан вперед выбрать огневые позиции. И он был счастлив и горд, когда говорил, «За командира батареи я, лейтенант Званцев». От того, что он впервые в своей жизни остался за командира батареи, от того, что его орудие раньше всех выйдет сейчас на позицию и откроет огонь по танкам и даст всем отойти. Сутулись длиннополой шинели с опущенным пистолетом в руке, Ищенко стоял перед лейтенантом, шире его и выше ростом, с ненавистью глядя в его залитые крутым румянцем, пышущее здоровьем лицо. Из-за того, что его орудие еще здесь, а не в лесу, он, Ищенко, тоже должен быть здесь. А там позади еще два орудия, и за спиной Ищенко, как напоминание, что нужно идти туда под обстрел, дышал разведчик, которого он взял сопровождать себя. «Быстро к лесу!» приказал Ищенко и крупно зашагал назад. Он шел в сторону боя, и разведчик с автоматом, не отставая, шел за ним, словно вел его под конвоем. И чем ближе подходили они, взбираясь по крутому боку оврага, тем сильнее накипало в Ищенко раздражение против этого разведчика, свидетеля каждого его шага, каждого движения. А тот шел, положив руки на ствол и приклад автомата, висевшего у него на шее, чувствовал себя постыдно. Там, на поле, под разрывами, под огнем танков, дрались и умирали ребята, его товарищи. А он здесь, в безопасности, бегал за капитаном с батареей на батарею, и на каждой батарее капитан кричал и тряс пистолетом. Вдруг Ищенко, онемев, увидел немецкие танки. Они стояли, стояли открыто, заметаемые снегом, и ждали, как раз там, за высотой, куда званцев вел орудие. Еще не успел ничего подумать, решить, подчиняясь инстинкту, Ищенко молча, на полусогнутых ногах, пригибаясь, побежал вниз. Он побежал не на батарею, которая продолжала идти, не подозревая, что идет прямо на танке, ожидающие ее. Он кинулся в сторону, в сторону от людей, кого обязан был вывести или с кем вместе умереть. Инстинктом, опытом, некогда передан ему другими, обострившимся умом, Ищенко осознал мгновенно, что сейчас легче уцелеть одному, уцелеть, вырваться. Он бежал и знал, что начнется позади него. «Товарищ капитан!» «Товарищ капитан!» «Куда вы?» Не понимая, что случилось, единственная тревожность за начальника штаба, которого ему было поручено охранять, кричал сверху разведчик. Он не видел танков и стоял открыто спиной к ним. Оттуда блеснула длинная молния, позже донесло стук пулеметной очереди. Но это когда разведчик уже лежал на снегу. Долго еще Ищенко слышал его голос, пронизанный болью, зовущий на помощь. «Товарищ капитан!» Он звал, не верил, что его могут бросить. Задыхаясь, хватая ртом воздух, Ищенко бежал через кусты. Одного только жаждал он сейчас страстно, чтобы разведчик замолчал, замолчал, наконец, не стонал так громко. И исполнилось. Он услышал близкую автоматную очередь и голос разведчика присякся. Ищенко упал в снег. Сердце колотилось в горле, в висках. Он не мог бежать, только бессильно вытирал шапкой лицо. В той стороне, куда званцев вел орудие, хлистали уже пулеметные трассы. И все там было в этом мгновенно сверкающем, несущемся отовсюду стремительном огне. Ищенко метнулся в другую сторону, упал, прополз открытое место, коленями, руками, гребя снег. В кустах опять вскочил, бежал, согнувшись с зажатым руке пистолетом. Пули низко летели над ним, над его спиной, над хлястиком шинели, и он бросался из стороны в сторону. Он знал, если не вырваться сейчас, конец, танки с фронта и с тыла двинутся теперь навстречу друг другу, и все, что окажется между ними, будет раздавлено. Но еще есть щель, еще можно проскочить, и он бежал по стрельбе, угадывая направление. Не туда, где сейчас тихо, там, в темноте, тоже танки. К ним под гусеницей, пулеметным огнем, погонят немцы, сбившихся в кучу людей. Ищенко бежал кустами, пережидал, нырял под трассой и снова бежал, молча, со взведенным пистолетом в руке. Немец вскочил, темный свет зарево, пригнувшись, метнулся к воронке. Короткой очередью ушаков пришил его к земле, оглянулся назад, сквозь снег, увидел, что дальнее отсюда орудие подходит уже к лесу, метров пятьдесят еще, и оно станет на опушке, и под прикрытием его огня отойдут остальные, и тогда он снимет цепь и тоже отойдет к лесу, а там можно драться, когда спина защищена. «Гляди!» — крикнул он Васичу, подползшему к нему в этот момент. Лицо Ушакова было возбуждено, стальные мокрые от слюны зубы блестели в красном заливе. «Видишь?» Приподнявшись, он рукой в перчатке указал назад, и тут из-за поворота лощины почти от леса огненным веером ударили по орудию пулеметные трассы, что-то мутное сквозь метель, темная низко вышла на перерез, сверкнула огнем, и прежде чем донесло выстрел, все увидели, как там у орудия заметались на снегу люди, а по ним в упор бил танк из пулемета, и снова сверкнула его пушка, и снова разрыв. Ушаков скачал с земли, он не видел, что по нему стреляют, скрипнув зубами, он побежал под уклон вниз туда, где стоял подбитый бронетранспортер, там зенитный пулемет, бронебойные патроны, успел развернуть, успел, прикрыть людей огнем, мысль эта билась с нем, пока он бежал вниз, под гор, Васич увидел, как справа, слева от Ушакова возникли две параллельные огненные трассы, он бежал в середине, без шапки, прижимая локти к бока, между двумя трассами возникла третья струя огненного металла, она вонзилась в Ушакова, прошла через него, и он упал, трассы погасли, танки в пшенице зашевелились, лязгая, стреляяя огнем, двинулись на людей, лежавших с автоматами в ямах, в воронках от снарядов, двинулись, чтобы сомкнуться с другими танками, вышедшими на перерез от леса. А Ушаков еще бежал, мысли он бежал туда, к бронетранспортеру, где был зенитный пулемет. Его надо развернуть, и Ушаков полз по снегу, приподымался, падал, опять полз весь снегу, оставляя за собой широкий кровавый след. Он еще не чувствовал, что убит, он жил, и ему повезло в последние секунды его жизни. С яростной силой над ним заклокотал зенитный пулемет. Кто стрелял, быть может, он сам? Все мешалось в его мутнеющем сознании, только одно было явственно, над полем, над бегущими людьми, прикрывая их, неслись к танку огненные трассы. Ушаков закричал, вскочил, весь устремляясь туда. Умирающий человек едва заметно зашевелился со стоном и поднялась голова, волосы в снегу, мокрое от растаявшего снега лицо, мутные глаза. Он еще увидел ими, как там, куда бил пулемет, вспыхнуло ярко и загорелось. Горел немецкий танк. Это было последнее, что видел Ушаков и умер он счастливый. Он не знал, что это горит наш трактор, подожженный немецким снарядом. Глава пятая. Он не видел, как уже по всему полю, по открытому месту, проваливая снег, бежали люди к лесу, к лесу, а танки сквозь метель гнались за ними, спины били из пулеметов и люди падали и некоторые еще ползали. Сорвав голос, Васич пытался собрать людей. Сюда, в овраг! Но люди не слышали, смерть была за спиной. Сюда! Он дал очередь над головами бегущих. Несколько человек, поняв, изменили направление, кинулись к оврагу. Падая, закувыркались через головы в облаке снежной пыли. Внизу, вскочив, затравленно отряхивались, кто-то смеялся не кстати, нервным лающим смешком. И сейчас же над краем оврага, отрезая темное небо, понеслись светящимся веером пули. «Стой!» крикнул Васич, пересекая первое инстинктивное стремление людей бежать, и тряхнул поднятым автоматом. Близко горел трактор, овраг был залит дрожащим красным светом, и в этом мутном свете косо неслась красная метель. Люди стояли, обступив Васича. Запавшие виски, проварившиеся щеки, в блестящих глазах отражался пожар. Они смотрели на Васича этими иступленно блестевшими глазами. Он остановил их, он крикнул «Стой!» Он должен знать, что делать дальше. Наверху, среди разрывов и рева танков, пулеметные очереди выкашивали живых, тех, кто еще метался по полю. Они сбились здесь, освещенные пожаром, и танки могли появиться в любой момент. Низко все снижаясь, принеслись в догон друг к другу стаи огненных пуль. Из метели надвигался к краю оврага танк. «Кто бежит?» Васич тряхнул над собой автоматом. Он видел, как несколько человек присели под пулями, беспокойно озираясь. «Никому не бежать! Вон пушки!» Он указывал автоматом в сторону пожара. Одна пушка, брошенная всеми, завалилась на бок, левое колесо было отбито, трактор, державший ее на тросе, горел наверху. Около другой суетился расчет. Они на руках скатывали ее вниз, надеясь открыть огонь, но уже видно было, что не успеют. Они понимали это и только сжались вокруг, не решаясь бросить. «Подрывай пушки!» крикнул Васич. «Кто побежит от пушек, стреляю!» Из лиц, с одинаковым выражением смотревших на него, глазами выхватил лицо старшины. «Старшина, иди!» А сам побежал ко второй пушке, на ту сторону оврага. По ней уже косо навесным огнем рубили пулеметные трассы. «Подрывай!» Он издали на бегу махал рукой. «Подрывай пушку!» Они поняли. Кто-то рослый, торопясь, кинул гранату в ствол, и все в рассыпную бросились от орудия, попадали в снег. Почти одновременно ударили два взрыва. Вскочив, люди побежали дальше, освещенные со спин, и вместе с ними по красному от пожара снегу бежали вытянутые вперед их тени. Когда достигли замерзшего русла ручья, Васич оглянулся. Пот из-под шапки заливал глаза. Он вытер его жестким рукавом шинели. Туда, где стояли пушки, уже вышел танк, и башни других танков смутно маячили сквозь метель и залива. От них, сверкая, неслись длинные огненные струи, неслись вдоль оврага сюда. Бежавший впереди солдат остановился, выпрямился, пошел боком-боком, схватился за деревце. Он стоял в снегу качаясь, и деревце все ниже гнулось под его тяжестью. В тот момент, когда Васич подбежал, макушка деревца стремительно взлетела вверх, и он едва не споткнулся об упавшего поперек дороги человека. На откинутой руке его еще шевелились пальцы, гребли снег, но глаза уже мертво закатились под лоб. Русло ручья, заваленное снегом, петляло. Задыхаясь, обливающиеся потом люди бежали, пригибаясь в кустах. По ним догонку били пулеметы, и над согнутыми спинами мгновенно сверкало. Но лес был рядом, темный, он приближался из метели, лес, жизнь, и вдруг оттуда в упор ударили автоматы, и люди заметались в красных, зеленых, желтых, огненных струях, бьющих отовсюду. Вспышки на исказившихся лицах, вспышки на снегу, крик ужаса и боли. За мной! Властно закричал Васич, заглушая все голоса. И те, кто упал на снег, и те, кто полз, увидели, как он встал перед ними во весь свой рост с яростным лицом и автоматом в поднятой руке, словно заслонив их с собою от пуль и немцев. За мной! Васич бежал, прижав к боку бьющийся в ладонях автомат. Он не видел, знал, чувствовал, что за ним, рядом с ним, в едином слившемся крике, бегут люди на выстрелы, выставив перед собой огненные трассы пуль. В метеле все сшиблось, смешалось, каски, распяленные в крике рты рвущейся земли огненной вспышки гранат, чье-то черное, вскинутое взрывом тело. Среди деревьев с шипением, вливаясь в стволы, неслись расплавленные струи металла. Но это уже вслед, вслед лес распахнулся навстречу. А в трех километрах отсюда огневики, посланные вперед рыть орудийные окопы, все еще долбили мерзлую землю. Скинув шинели на снег, распоясанные в одних шапках, с ремнями через плечо, они работали без перекура. Командир батареи торопил их, поглядывая на часы. Потом и он сам взялся за кирку. И когда взмахивал ею над головой, под мышками обнажались темные все увеличивающиеся круги. У солдат от потных спин шел пар, и от земли там, где пробили мерзлый слой, тоже подымался пар, и она казалась теплой на ощупь. Все время, пока не работали, южнее недалеко где-то слышен был бой, разрывы снарядов и частая пулеметная и автоматная стрельба. Но здесь, перед ними, где ожидался прорыв танков, фронт был устойчив, только чаще обычного взлетали над передовой ракеты. Это непонятно, отчего возникшая южнее и все усиливающаяся стрельба будила тревогу. К пяти часам, когда окопы были закончены, бой прекратился. Солдаты разобрали шинели, сидя в свежих ровиках, горячими от лопат и кирок руками, свертывали цигарки, курили, жадно насасываясь табачным дымом впервые за много часов. Притоптав сапогом окурок, командир батареи вылез на бруствер, долго стоял, слушаясь в ночь. Северный ветер свистел над равниной, пустые орудийные окопы порошило снежком. Еще гуще стала темнота перед утром, время близилось к шести, дивизион все не шел. И никто из них, ни командир батареи, ни эти солдаты, отдыхавшие в затишке, не знали, что и они сами, и вырытые ими окопы, все это было уже в тылу у немцев. Двадцать шесть человек собрал Васич в лесу, двадцать шесть оставшихся в живых, не понимающие хорошенько, как после всего они еще живы. В порванных, обожженных шинелях они сидели на снегу, держа автоматы на коленях, не отдышавшиеся размазывали по лицам пот, грязь и кровь, и многие даже не чувствовали еще, что ранены. Кто-то страшно знакомый без шапки стоял под деревом на коленях, горстью хватал снег и прикладывал к виску. Снег тут же напитывался кровью, он отбрасывал его, сгребал горстью новой и прижимал к виску. По щеке его текли растаявший снег и кровь, телогрейка на груди и колени ватных брюк были мокры. Проходя мимо, глянув лицо, Васич узнал его. Халатура. Тот самый разведчик, который ходил с ним и с мостовым. И Васич обрадовался, увидев его живым. Рядом с Халатурой солдат, хрипло смеясь, свертывал трясущимися пальцами цигарку, нервно дергал головой. Как он нас, а? Как он нас! И прыгающие пальцы просыпали табак. Другой, взведя пружины, хмурясь, заряжал на коленях автоматный диск, торопился, поглядывая в сторону выстрелов. Еще слышны были танки и далеко где-то немецкие голоса, перекликавшиеся по лесу. Бил с бронетранспортера миномет, и мины, задевая заветки, рвались в воздухе, как шрапнель. Сюда, в глубину леса, пока еще достигали редкие пули. Васич стоял под деревом спиной, опершись о ствол, сунув руки в карманы шинели. Он знал, что немцы продвигаются по лесу, скоро они будут здесь, но он все не давал приказа отойти. Где-то еще должны быть люди, отбившиеся, прорвавшиеся поодиночке. Не может быть, что это все и больше никого не осталось. Он отходил последним, где-то бродят поблизости те, кто раньше пробился в лес. И он все ждал и не уводил остатки дивизиона. Люди, сидя на снегу, прислушивались к голосам и выстрелам. Они как будто приблизились. Подошел Ищенко. Люди беспокоятся, чего мы ждем. Васич поднял на него глаза. Он смотрел на него и что-то хотел вспомнить, что-то важное, с ним связанное. Ты отходил с первой батареи? Нет, быстро сказал Ищенко. Первую вел званцев. Я как раз был у них перед этим, перед тем, как танки прорвались. А что? Ты почему спрашиваешь? Но Васич не заметил его беспокойства. Он думал о своем. Должен был еще кто-то пробиться в лес. Не могли все погибнуть. Из тех, что с тобой отходили, жив кто-нибудь? Ищенко молчал. Он боялся этого вопроса. Постой, ты с какой батареей? Тогда Ищенко закричал. Ты что, проверяешь меня? Васич посмотрел на него и тяжелое подозрение шевельнулось в нем. Он опустил глаза. Он медленно вспоминал. Ищенко не было ни на второй, ни на третьей батарее, когда он приказал подорвать пушки. Вот-вот, кричал Ищенко, показывая на шинели дырки от пули осколков, просовывая них палец. Вот где я был. Неужели бросил людей? Васич стоял, глядя вниз. Послать разбитый дивизион под гусеницей танков без рекогностировки? Ни разведав, не уточнив, бразуру чужим телом. Кто отвечает за это? Они проехали по нас, давили людей танками, рядом со мной срезала связного, очередю с танка, вот. Он опять проткнул дыру на рукаве, и когда его палец прошел тем путем, каким вот здесь прошла пуля, случайно только не убивший его, он содорогнулся. Содорогнулся от ненависти к людям, пославшим его под танки, и от жалости к себе. Им никакого дела не было до всей его прожитой жизни. Он, безупречно прослуживший столько лет, провоевавший всю войну, мог сейчас, как те порезанные из пулеметов, раздавленные танками, валяться на снегу, и теперь за то, что он жив, его хотят сделать виновным. Вспыхнула над лесом ракета, и Васич близко увидел его лицо, бледное, зеленоватое, при падающем сверху химическом свете, оно дрожало от нервной судороги, комкавшей его, и странный лес окружал их, черный, движущийся вокруг деревьев тени, на зеленом снегу. «Ты что предлагаешь?» Он спросил, тихо сдерживаясь. «Раньше надо было предлагать, когда отправляли, разбитый с тремя пушками дивизион против тигров, у меня пять патронов в пистолете, кто отвечает за это?» А в самой глубине сознания билась мысль отвлечь, отвлечь Васича, пока подозрение не укрепилось в нем, и рядом с этим жалость к себе, такая, что ломило сердце. «Если его жизнь для них ничто, так он сам должен бороться за нее, сам!» «Что ты сейчас предлагаешь? Судить за все, что произошло здесь?» Длинная автоматная очередь пронеслась над ними, и при ее мгновенном огненном свете глаза Ищенко блеснули. «Замолчи!» От тяжелых толчков крови в ушах Васич плохо слышал. Приблизившиеся, выкрикивающие безумные слова лицо Ищенко, близкие выстрелы, ночь, осветившаяся вдруг трассами пуль, засверкавшими среди деревьев. Люди уже вскочили на ноги и стояли сгрудясь. Если они услышат то, что кричит этот человек, если поверят, что кто-то виноват во всем происшедшем здесь, они не смогут бороться, не выйдут, погибнут здесь. «Замолчи!» Голос, которым Васич сказал это, испугал Ищенко, но выстрелы приближались, и отчаяние придало ему несмелости. «Правды боишься?» закричала Ищенко. «Поздно!» С единственным желанием спасти этих людей, которых он вывел сюда из-под огня, Васич потянулся к обуре. В тот момент, когда он почувствовал пистолет в своей руке, лицо Ищенко, белое расплывшееся пятно отшатнулось от него, и горячие пальцы вцепились в его руку. Вместо глаз Ищенко чьи-то другие, испуганные глаза. «Товарищ капитан!» «Товарищ капитан!» Лейтенант Голубев держал его за руку. А уже бежали под выстрелами солдаты, и вслед им в черноте ночи сверкали меж стволов огненной трассы пуль. Люди, пригибаясь на бегу, отстреливались назад. Васич вырвал руку с пистолетом, но Голубев еще крепче схватил ее. Мимо пробежали трое. Средний, кривошеян, прыгал на одной ноге, обняв за шеей двух других, и солдаты почти несли его. «Пусти!» сказал Васич. С пистолетом в руке он отступал последним, и всякий раз, перебегая от дерева к дереву, видел, что Голубев ждет его. Обойма кончилась. Он сорвал с шеи автомат. Целись из-за деревьев, бил короткими очередями по вспышкам и снова отбегал, пригибаясь, метя по снегу полыми шинели. В густом, засыпанном снегом сосняке Васич опять собрал людей и повел их на северо-запад. На карте, лежащей у него планшетке, поместился только краешек этого леса, а пушка, где они прорвались, опрокинув немецкую засаду. Дальше карты не было. Он вел людей по компасу, и люди, с доверием следовавшие за ним, не подозревали, что он ведет их наугад. Знал об этом один Ищенко, но он теперь молчал. Васич шел впереди, сутулись больше обычного, словно всю тяжесть разгрома нес на своих плечах. И когда он оглядывался, всякий раз ловил на себе отчужденный, испуганно недоумевающий взгляд от Голубева. Тот поспешно отворачивался. Все дальше от выстрела уводил Васич остатки дивизиона. Он вел их в тыл к немцам в глубину обороны. Там не на пути передвигающиеся массы войск было сейчас безопасней. Солдаты несли на себе раненых и их оружие. Последним шел Багранзе с длинным, туго набитым белым мешочком в руке. Даже когда прорывались в лес, он потерял автомат, оставшись с одним наганом. Не бросил этот мешочек. В нем завернутая в промасленную бумагу лежала целая вареная курица, жареное баранье мясо, хлеб, несколько крутых яиц и соль в плоской коробке. А на поясе Баградзе пулькла обшитая сукном немецкая пляжка с водкой. Все это он нес для командира дивизиона. Он шел последним и оглядывался назад. Он все еще надеялся, не мог поверить, что майора Ушакова нет в живых. Багровое пламя горящих танков долго в эту ночь металось по ветру, смутные отцветы его освещая поле и край леса, дрожали на снегу, на стволах деревьев, на лицах и шинелях убитых. Бой отодвинулся, но здесь по временам еще раздавались взрывы, и пламя и искры высоко вскидывались вверх. Потом пламя погасло, и лес и поле опустились во тьму. Еще светился раскаленный металл, и от земли вокруг догоревших танков шел пар, и снег таял на ней, но он уже не таял на лицах убитых. Разбуженные в теплых хатах, где они после многих суток боев впервые спали раздеты, во всем чистом, даже во сне ощущая покой и тепло, поднятые среди ночи по тревоге, они этой же ночью досыпали на снегу вечным сном под свист поземки. А ветер выл и выл тоскливо по-зимнему. В небесной выси за облаками своим путем плыла холодная луна, еще недавно освещавшая этим людям путь. Поле под ней то светлело, то кмурилось, и снег все мило и мило между крошечными коченеющими на ветру бугорками тел. Глава шестая Высунув бинокли из хвои, Васич и Голубев наблюдали за черной точкой, медленно приближающейся к ним. В безмолвии лежала снежная равнина под низким зимним небом. Было позднее утро, но солнце еще не показывалось. Только по временам сквозь облака ощущалось тепло его, и тогда снег светлел, и резче видна была на нем движущаяся черная точка. У Васича мерзли ноги. Он шевелил пальцами в тесных сапогах. Рядом возился Голубев. От голода у него глухо урчало в животе, он всякий раз сбоку испуганно поглядывал на Васича, нарочно громко сморкался, крякал, терся боком о ствол сосенки, и на шапку на спину ему падал сверху снег. Вдобавок ему нестерпимо хотелось курить, так что рот был полон слюны. Он сплевывал голодную слюну в снег и опять приставлял бинокль к глазам. Черная точка увеличившись разделилась на две и они вместе приближались. С той стороны откуда двигались они шла через поле линия связи на шестах. Провод был зеленый немецкий, у нас тоже пользовались этим трофейным проводом. Оставалась маленькая надежда, что это могут быть наши связисты. Далеко за краем поля возник звук мотора. Он приближался и земля начинала дрожать. С низким рычанием прошла за складкой снегов тяжело груженная машина, невидимая отсюда. Только снежный дымок с вихреной колесами поднялся над гребнем, заслонив связистов. Когда он рассеялся, уже отчетливо видны были две человеческие фигуры на снегу. Они то сходились, сливаясь вместе, то узенький просвет возникал между ними. Вдали затихал звук мотора. «Товарищ капитан», зашептал Голубев озявшими губами, «разрешите? Возьмем его? Перережем связь? Сами в руки придут». Васич глянул на него. От холода лицо Голубева было бурым, придавленной шапкой, свешивался на бровь курчавый чуб, весь в снегу. Молодой здоровый парень. А тут еще замерз. «Лежи», сказал Васич. Из-за двух немцев не мог он рисковать всеми людьми. Этих двух взять нетрудно, но за ними придут другие, а впереди целый день. И опять с тяжелым гудением, так что земля под ними начала дрожать, прошла внизу машина, невидимая за складкой снегов. Когда она в облаке движущегося снега показалась на поле, то была далеко, ее невозможно было рассмотреть. Но те двое уже различались простым глазом, а в бинокле видны были даже светлые пятна, лиц между шапками и туловищем. Друг проглянуло солнце, на короткий миг осветив снежное поле. И при этом ярком зимнем солнце еще мрачнее стало низко нависшее пасмурное небо. Теперь в бинокле виден был и цвет шинели. Это были немцы. Васич смотрел на немцев и уже не чувствовал холода. «Товарищ капитан, разрешите?» попросил опять голубев, дрожа всем телом от нетерпения. «Мы их запросто возьмем». Он говорил шепотом, потому что в бинокль немцы казались совсем близко. «Лежи», сказал Васич не сразу. Солнце опять скрылось, и шинели немцев стали черными. Оба они стояли на месте, словно не решаясь идти дальше. Так они стояли долго, потом начали удаляться. Оставив голубева наблюдать, Васич слез во враг, отряхиваясь. Люди, спавшие на снегу в повалку, зябко натянув на уши воротники шинели, просыпались. После того, что произошло ночью, после короткого сна на снегу, во время которого они только промерзали, они просыпались подавленные. При белом зимнем свете лица были желтые, несвежие. У Баградзе за одну ночь щеки заросли черной щетиной до глаз. Он потерянно сидел один, и у Васича, когда он глянул на него, что-то больно сжалось в груди. Смерть у Шакова еще больше сблизила их. «Корми людей», арчил, сказал он. Тот поднял на него глаза и сейчас же опустил их. В этих словах для него другой смысл был главным. Приказывая раздать всем то, что он ординарец нес для командира дивизиона, Васич впервые сказал вслух, что у Шакова нет. Расстелив на снегу плащ-палатку, Баград зарезал курицу, и губы у него дрожали. Кто-то перевязал уже халатуру, в маске свежих бинтов, промокших и запекшихся на виске, его желтое монгольское типа лицо было маленьким. Один глаз затек, но другой узкий черный живой глядел весело. Васич подошел к Ривошейну, сел рядом с ним на снег, тот лежал на спине с закрытыми глазами. Сквозь сильную бледность уже явственно около губы носа проступила синева. Он истекал кровью. А она все шла и шла, наполняя брюшину. Всем ночи, и только одному ему нельзя было ждать. Если что-либо еще могло спасти его, так это немедленная операция. Кривошейн открыл глаза, долго смотрел, не узнавая, потом издалека и из глубины вернулось сознание, и взгляд осмыслился. Вот видите, сказал он, и улыбнулся бескромными губами. Я лежал и думал, как мелочи вырастают в глазах людей, когда нет настоящего несчастья. Он говорил тихо, с перерывами, с усилием. Перед самым боем меня больше всего волновало, что я неумело поприветствовал командира дивизиона. Не сам бой, не возможность вот этого, слабой рукой он указал на себя, а то, что я смешон, неловок. Сущность это даже правильно, люди не идут в бой умирать, живые думают о жизни. Ему лет тридцать пять, думал Васич. Есть ли у него семья? Но он не решился спросить об этом. Если бы Кривошейн попал сейчас на операционный стол, хорошие руки. Васич увидел руки Дины, крупные, с длинными пальцами, ногти острижены до мяса, руки, которых характер виден не меньше, чем в лице. Он никогда прежде не встречал таких умных, одухотворенных рук. А может, он просто любил их? Странно, что все началось с неприязни. После операции она вошла в палату, глубоко сунув руки в карманы, так что на плечах под халатом остро проступили углы узких погон. За ней исследовала палатный врач с историями болезни на согнутой руке, как с младенцем. Обе они остановились у его кровати. она долго уверенно отдавала распоряжение, а его тошнило после наркоза и до холодного бешенства раздражал резкий властный голос этой женщины. Ни он, ни она в тот момент не думали, что два с половиной месяца спустя, лежа у него на руке, похорошевшая жарко горящими щеками, она скажет ему, «Ты помнишь, с какой ты ненавистью смотрел на меня?» А после, приподнявшись на локти, долго вглядываясь его лицо влажно блестевшему в темноте глазами, она сказала, «Подумай только, что ты мог попасть не в мои руки». При зеленом свете месяца сквозь морозное окно у нее зябко вздрогнули голые плечи. «Ведь я сшила тебя из кусков». И часто ночью, раскрыв на его груди ворот бязевой рубашки, она гладила ладони рубцы на его теле, рассказывала ему про каждое из них и целовала. «Какие у тебя мощные ключицы», говорила она с гордостью, любовно трогая их. А он говорил, что она изучает на нем анатомию. Она брала в свои руки кисть его руки, пыталась их хватить пальцами запястье, и пальцы ее не сходились. Знаешь, в форме ты даже не выглядишь таким сильным. Но когда один за другим прибывали санитарные поезда, еще ничего не сообщалось о сводках, но здесь, в госпитале, все уже знали, что начались сильные бои, быть может, наше наступление. Она возвращалась после операции, немая от усталости, с синевой под глазами, быстро засыпала на его руке. Тогда он осторожно вставал, садился у окна, обмерзшего доверху курил и смотрел на нее. Она спала, а он смотрел на нее. Он чувствовал себя сильным от того, что есть на свете эта маленькая женщина, от того, что она спит, сжавшись в комок, и ей спокойно спать, зная, что он здесь. К полуночи комната выстывала, он бесшумно открывал железную дверцу печи, складывал костериком с вечера приготовленные дрова и щепки и, седя на корточках, поджигал их. Она просыпалась от потрескивания березовых полей. Мне стыдно, говорила она, поеживаясь в степле под одеялом, но я ничего не могу с собой сделать, это защитная реакция организма после всех бессонных ночей. И она опять засыпала и просыпалась, когда уже пел чайник на раскалившейся до малинового свечения плите, и в комнате было жарко. Ночью вдвоем, не зажигая огня, только открыв дверцу печи, не пили чай. Трещали дрова, трещали на улице деревья от мороза, мохнатое от ини окно было синим, а скатерть на столе и сахар в сахарнице красными от пляшущего огня. — Я растрепанная, да? — спрашивала Дина, трогая рукой волосы, и глаза ее счастливо блестели. — Ты не смотри, а хочешь, смотри, все равно я счастливая. И на руках ее, на губах, на лице были отцветы печного огня. Дина пишет, у них сын. — Такой твой сын, ты даже представить себя не можешь, даже мизинец на ноге твой, подвернутый, даже родинка на правом плече, на том же самом месте, только крошечная. Маленький Васич, будь жив, родной, без тебя ему по каким-то законам даже не хотят дать твоей фамилии. — Я хотел попросить вас, сказал Кривошейн, тут внизу весной вода во враге, размывает все, так, чтоб не внизу похоронили, не хочется, знаете ли. Васич сказал, вечером мы прорвемся к своим, я уже не дождусь. Он сказал это с твердым сознанием, спокойно, своим тихим голосом, и после долго смотрел на вершину сосны сквозь облака скупо освещенную солнцем. — У вас семья? — решился спросить Васич. Кривошейн не слышал. Он все так же лежал на спине и смотрел на снеговую вершину сосны. Тут ничем не поможешь. Я думал, если прорветесь, сообщите, где похоронен, а может быть, и этого не надо. И он закрыл глаза, потому что очень устал. А кругом во враге солдаты в это время ели. Держав черных от пороховой копоти и грязи руках холодную баранину, жадностью рвали ее зубами, громко высасывали куриные кости, грызли сухари. Они ели впервые после боя, после этой страшной ночи. Кто поел раньше всех, сворачивал цигарку сальными пальцами, стараясь не смотреть на тех, кто еще ест. Васич отошел от Кривошейна, сел на скате оврага. Сейчас же Баградзе на промасленной бумаги принес ему кусок мяса, соль и хлеб. За лесом, за снегами на юго-восток отсюда шел бой. Глухо, как удары о землю, доносило разрывы снарядов. Васич ел и слушал этот дальний бой, не удаляющийся и не приближающийся. Сверху скатился голубев весь снегу. Он был рад, что его сменили, что сейчас поест, что можно наконец двигаться, Эдин производил шуму больше, чем все остальные. Скотинкой обзаводимся. Он радостно хлопал себя руками по застывшим бокам, подмигивал. И тут только Васич заметил вертевшуюся во враге среди солдат, неизвестно, как попавшую сюда деревенскую собаку, тощую, рыжую, с острой, как у лисы, мордой. Должно быть, она пришла из леса, куда загнала ее война. Поблизости нигде деревни не было. Кто-то бросил ей высосанную кость, и она, поджимая хвост между ног, дрожа худым телом, на котором проступали все ребра, поползла к ней. Грызла ее на снегу, рыча и скалис. И люди, сидевшие по боям ската оврага, смотрели на нее и прислушивались к звукам дальнего боя, глухим ударом разрывов и едва внятной, на таком расстоянии, пулеметной стрельбе. По временам за складкой снегов с низким гудением проходила тяжело груженная немецкая машина, было пасмурно, как перед вечером, а день еще только начинался. Васич сидел, опершись локтями о колени. После еды в животе согрелось, тепло потекло по всему телу, горячие глаза слепались, он положил тяжелую голову на руки и перестал бороться со сном. Вздрогнув, он проснулся, как от толчка, огляделся вокруг налитыми кровью, встревоженными глазами. Но все было такое же, и пасмурный день, и обраг, и люди в нем, иные из них дремали, иные, томясь, ходили взад-вперед. После короткого сна, в котором все неслось, рушилось, кричало и сталкивалось, он проснулся внезапно, и время остановилось, на его оно текло нестерпимо медленно. И снова тяжесть случившегося легла Васичу на плечи. Неужели нет ушек кова? И опять он увидел, как тот бежал без шапки, с прижатыми локтями, и две пулеметные струи, возникшие по бокам его, и третью, сверкнувшую посредине. Васич сидел на скате оврага, на снегу, положил руки на колени, нахмуренный, и, хотя он ничего не говорил, люди чувствовали силу, исходившую от него, и подчинялись ей. И силу эту чувствовал Ищенко, все время наблюдавший за ним. Теперь, когда непосредственной опасности не было, когда по ним не стреляли, он жалел о том, что говорил в лесу. Как это у него вырвалось? И ему поверят, думал Ищенко, одно слово и жизнь человека может быть перечеркнуто. Восемь лет беспорочной службы вырос до капитана, учился. Даже сейчас о годах учебы он думал как о тяжелом подвиге своей жизни. Трудом и терпением брал он то, что некоторые умники хватали на лету. И они открыто смеялись над ним, смеялись до тех пор, пока ему дисциплинированному, требовательному курсанту, хорошему строевику не присвоили звание младшего сержанта. Два эмалевых треугольничка привинтил он к своим петлицам два крошечных символа власти. И сразу все эти умники увидели, что он не глупее их. От двух треугольников до четырех капитанских звездочек целая жизнь. А сколько терпения! Его прислали в полк одним из восемнадцати командиров взводов. Он стал одним из десяти командиров батарей, потом поднялся до одного из трех начальников штаба дивизионов. Вверх пирамида сужалась, но он все время рос. И вдруг вся жизнь, все его будущее в руках этого человека. Он ненавидел сейчас Васича смертельно. И вместе с тем понимал, надо что-то сделать, как-то изменить это впечатление о себе, может быть, еще не укрепившееся. В тот момент он готов был предать всех, совершенно точно подумал Васич, вспомнив снова лес, ночь, лицо Ищенко и то, как он кричал. Теперь поздно, надо было раньше думать, что поздно, с немцами воевать. Предал бы, факт, и уже предал, потому что бежал из жалости к себе, за тех, кто жалеет себя в бою, другие расплачиваются кровью, это закон войны. Васича вдруг поразила мысль, вот Ищенко одетый в форму, охраняемый званием. За каждым его приказанием подчиненному, приказанием, которое не обсуждается, стоит вся власть и моральный авторитет армии слава живых и мертвых. Их именем приказывает он, их власть в этот момент в его руках, и вот он же раздетый страхом до своей сущности, такому доверены жизни людей. И Васич подумал холодным, выйдем, будем его судить. Вскоре Ищенко увидел, как Васич подозвал к себе Голубева, и они вместе стали совещаться о чем-то, растерив карту на колени. Мне надо подойти, думал Ищенко, он не имеет права отстранять меня, я начальник штаба, в конце концов, я капитан, и он капитан. Но хотя оба не были равны по званию, даже в известном военном смысле положение Ищенко было предпочтительнее, он чувствовал, что не может встать и подойти, хотя имеет на это все права. Что-то другое, что не выдается вместе с очередным званием, заставляло людей подчиняться Васичу. Эту силу, исходившую сейчас от него, Ищенко чувствовал на расстоянии, и он все сидел, страдая, мучаясь, понукая себя, и все же не решаясь встать и подойти. К полудню потеплело, густо повалил снег, он опускался в безветрии большими мягкими хлопьями. Далее исчезло, как в густом тумане, опустилось с неба, а снег все падал беззвучно, поглощая звуки вокруг. На черное остров сгоревших танков и тракторов на выжженную до корней трав землю вокруг них на шинели, на лица мертвых, на замерзшую кровь. Он ложился на поле боя, хороня убитых, расстрелянных из пулеметов, и к полудню только свежие холмики белели на нем. А враг, извилисто разрубивший лес, раздвинул его своими боками, и в небе среди голых вершин дубов, среди дымчатых, отягченных снегом вершин сосен образовалась широкая просека. Оттуда из шевелящегося белого пространства падали крупные серые хлопья. Шапки людей, спины людей, сидящих во враге, были белы под слоем снега. Одни сидели в позе долгого ожидания, сунув рукава, зябшие руки, другие спали, натянув воротники шинели на уши. В густом снегопаде бой за лесом стал гуще, отдаленнее, но он не прекращался весь день, и весь день к фронту, к фронту проносились немецкие машины, и земля сотрясалась. Пользуясь плохой видимостью, наблюдатели наверху подползли близко к дороге и лежали в кустах. У них не было белых масс с халатом, но они лежали неподвижно, и снег закрыл их. Только лица, бинокли и руки виднелись из снега, и перед их биноклями машины проносились по дороге, машины со снарядами, машины с немцами, дрова в костер незатухавшего боя. Под артиллерийскую далекую канонаду медленно текло время во браге. Внезапно собака села на снег и завыла, и его, ее, низкий, протяжно-тоскливый, повторил зимний лес. Это умер Кривошейн, тихо, словно заснул. Подню вверх острую морду, собака выла по покойнику, а снег все шел и шел. Глава седьмая Накурили по последней цигарке. Между деревьями морозно дымилась багровая заря, она гасла, и снег на лапах сосен был уже синий, холодный. Быстро темнело. Посидим перед дорогой. Насидели за день. В сумерках голоса звучали негромко, в них трудно сдерживаемое нетерпение. Пошли! Васич посмотрел вверх, над вершинами леса гаснущее небо. Ни одна звезда не освещала им путь. Он махнул рукой. Пошли! И все полезли из оврага по крутому боку, спеша, осыпая ногами снег. Только один остался там. Навсегда остался в мерзлой земле, которую днем живые выдолбили для него ножами и кинжалами. Наверху, отдышавшись, двинулись через лес в синих густеющих тенях, держа оружие наготове. Молодые сосны, росшие густо, царапали иглами по шинели, и долго еще после того, как люди прошли, качались потревоженные ветки. С них падал снег. На пушке Васич остановил всех. — Никитенко, Чеботарев! Негромко позвал он. Лица уже плохо различались. Подошел Никитенко в черных от машинного масла и копоти подшитых валенках ватном бушлате. Вторым, в развалку, отодвинув плечом стоявшего на дороге солдата, по стороне издруг, подошел Чеботарев. Он был поменьше ростом, но молодцеватый снизу вверх смело глянул в глаза. Эти двое могли везти машину, и Васич не хотел рисковать ими в ночном суматошном бою, когда все пули шальные. Он оглядел обоих. У Чеботарева был автомат. — Поменяйся с ним, приказал Васич, кивнул на бойца с карабином. — Гранаты есть? Чеботарев неохотно достал из кармана две гранаты лимонки, еще неохотней отдавал свой автомат. — Что мы, товарищ капитан, красивее всех? — самолюбиво говорил он, чувствуя перед остальными неловкость. — Ждите здесь, сказал Васич. В бой не ввязываться, захватим машины, позовем. И он увел остальных дальше. У дороги в кустах замерзшие наблюдатели встретили их. Старший, трудно двигая непослушными от холода губами, докладывал скрип отцой. Идут все в ту сторону. За час он щелкнул ногтем по наручным часам зелеными фосфорическими цифрами. Три штуки проскочили. Бойцы стояли с грудя, слушались напряженными лицами. За спиной Васичи по-детски открыв рот дышал голубев. Блестела в темноте пряжка портупея на груди ищенков. Последняя крытая была. Под брезентом немцы пели по-своему и улыбнулся, рад был, что кончилось их одинокое сидение в кустах. Уже стемнело, и только поле впереди светилось от выпавшего недавно снега. Темное небо, поднявшись над лесом, легло одним краем на поле, придавило его. И в ту сторону стремилась накатанная, слабо мерцавшая дорога. От нее доносило ветром едва внятный на морозе запах бензина. Запах этот сейчас будил тревогу. Васич разделил людей на две группы. Одну увел голубев, с другой он сам залег у дороги. Лежали молча, слушая тишину. Дыхание морозным инеем садилось на шапки. Помню запрет, никто не решался курить. От этого еще медленнее текло время. Позади погромыхивал в фронт. Ночью он словно приблизился. Бухали орудийные выстрелы, мгновенными зорницами вспыхивали за лесом разрывы. Вдруг кому-то послышалось «Едут!» Приподымаясь взглядывали слепыми в темноте глазами, но собака, сидевшая на снегу, опершись на вытянутые передние лапы, не обнаруживала беспокойства. И чем напряженнее слушались, тем только сильней шумела кровь в ушах и уже ничего невозможно было разобрать. Опять лежали. Ожидание томило людей. Начали сползаться по двое, по трое, шепотом зашелестели рассыпанные отрывочные разговоры, готовые смолкнуть в любой момент. Два раза прибегал от Голубева связной, пригибаясь в темноте, как под пулями. Там, видно, тоже не терпелось. Когда услышали наконец с захлестнувшим сердцем волнением, боясь ошибиться, какое-то время берегли тишину. В шуме ветра над равниной явственно слышалось далекое, по комаринному тонкое завывание мотора. «Рассыпся!» скомандовал Васич. Но люди уже сами перебегали на свои места. Повизгивая, беспокойно вертелась собака. «Лежать!» крикнули ей. Рядом с Васичем разведчик, сидя на снегу по-татарски, телефонным проводом спешно связывал три гранаты вместе. Рукавицы он скинул, и они болтались у рукавов телогрейки на шнуре. Снова прибежал от Голубева связной. «Товарищ капитан, лейтенант велел передать, мы до вас пропускаем». «Нехай пропускают», затягивая зубами узел, невнятно буркнул разведчик, и единственный сожмуренный от усилия глаз его блеснул из бинтов холодно и трезво. Теперь отчетливо слышно было нарастающее гудение нескольких моторов, далеко где-то бравших подъем. Замерзшая земля, на которой лежали люди, чугунно гудела под ними, тряслась все сильней, и это дрожание неприятно передавалось всему телу, всем внутренностям, стало трудно удерживать собаку. Ей сжимали челюсти, и она скулила жалобно со слезой. Машины смутно возникли на дороге и опять исчезли в лощине. Они долго гудели там. Временами, казалось, они удаляются, потом на подъеме возник передний опель, широко разнесенные черные колеса, давившие толстыми шинами снег, мощный радиатор, широкий бампер. Все это, перевалив гребень, двинулось по дороге, быстро увеличиваясь. Васич смотрел с земли, и машина казалась огромной. Она стремительно приближалась, снежную пыль, поднятую ею, доверху кутались кабины двух других, шедших следом. В черном стекле передней вспыхнул уголек сигареты, смутно светив кабину изнутри. И Васич увидел лицо немца, сидевшего за стеклом. Он уверенно сидел в машине, мчавший его, властно смотрел на дорогу перед собой, как он, наверное, смотрел уже на сотни других дорог. Васич не мог на таком расстоянии ночью видеть его, и тем не менее, с обострившейся ненавистью он отчетливо увидел это лицо врага. Заскрежетало в коробке передач, переключали скорость. Опять вспыхнула в стекле сигарета и, прочертив в воздухе красную дугу, подхваченную ветром, полетела в снег. В тот же момент Васич приподнялся на одной руке, пересиливая голосом рев трех моторов, крикнул «Огонь!» Он кинул гранату, целев кузов, и упал ничком. Ни он, ни рядом упавший разведчик не видели, как под черным днищем машины и за нею вырвались из земли два куста пламени. Грохот взрывов, виск тормозов, треск ломающегося дерева, крики, и все это прошило автоматная очередь, зазвенели разбитые стекла. Едва просвистели над головой осколки гранат, Васич скачил, взорванная машина поперек загородила дорогу, с нее под выстрелами прыгали черные фигуры в шинелях. Но во второй машине, твердо ступив сапогом на подножку, в полный рост стоял в открытой кабине немец и, уперев в живот автомат, веером сел над дорогой трассирующие пули, а шофер под прикрытием огня пытался развернуть машину. По ним стреляли. «Машину береги!» закричал Васич, подняв над собой растопыренную пятерню. Под самые ноги ему брызнула трассирующая очередь. Он выстрелил из пистолета и побежал к немцу. Еще несколько человек бежали за ним, стреляя. Немец стоял, держась рукой за дверцу, качался вместе с нею. Когда Васич подбежал, он плашмя рухнул на дорогу. Выбитый при падении автомат скользнул по снегу в сторону. На другую подножку вспрыгнул разведчик, забинтованный головой, в упор через стекло застрелил шофера. Стреляли отовсюду, из-под машин, из кювета, прыгали в кузов, стуча сапогами, оттуда били по немцам. Не успев закрепиться, они бежали по полю в своих широких шинелях, проваливаясь в снег, падали, стаи светящихся пуль неслись оттуда. Но на дороге люди открыто перебегали от машины к машине, снимали оружие с убитых, в нескольких голосов звали куда-то за пропавшего Никитенко. Выстрелы еще раздавались, но все было кончено. Так быстро, что где-то по снежной целине, подгоняемой ветром, еще скакал уголек выброшенной сигареты, рассыпая красные искры. Тот, кто выбросил его, по-прежнему сидел в кабине. Подбежав, держа пистолет в левой руке, Васич дернул дверцу, немец мягко вывалился под ноги ему. Он не был похож на того властно уверенного врага, которого представил себя Васич. Этот немец был старый, сохшийся, как гриб маленький. При падении шапка слетела с него, и о дорогу с костяным стуком ударилась голая, совершенно лысая голова. Ей уже не могло быть холодно даже на снегу, и все-таки Васич испытал неприятное чувство, обыскивая его. Он взял документы, снял полевую сумку, немец был в каких-то чинах. Поднявшись, увидел суетившихся на дороге людей и среди них рослого Голубева. Крикнул «По машинам! Голубев! Проезжай вперед!» Когда Васич вскочил в кабину, Чеботарев уже сидел за рулем. Стоя на подножке, держась рукой за открытую дверцу, точно так же, как до него стоял здесь убитый им из пистолета немец, Васич махнул Голубеву проезжать, пока они разворачиваются. Последние солдаты прыгали с оружием в кузова машин. И тут Васич заметил мечущуюся на дороге собаку. Она металась между машинами и лесом, словно звала людей в лес. Несколько голосов стало кликать ее. Она радостно залаяла, побежала к лесу. Но, видя, что никто не следует за ней, остановилась. Боялась ли она немецких машин или не хотела покидать эти места, где, может быть, лежало под снегом остывшее пепелище деревни или уже лес власно манил ее, но она все стояла в отдалении и лаяла. И тут раздался хлопок выстрела. Васич увидел из-за кабины, как в небо светящейся звездой косо взлетела ракета и вспыхнула там. Яркий свет опускался сверху на дорогу, и все, что было на ней, словно вырастало навстречу ему. Проезжай! Васич махнул рукой. Машина Голубева тронулась, минуя тела убитых. Держась за ее борт, бежал, подпрыгивая отставший солдат. Его поспешно втянули в кузов. Как только Чеботарев тронулся следом, медленно обходя взорванную машину, с поля, где залегли уцелевшие немцы, брызнули огненные трассы пуль, засверкали около бортов, и впереди светящиеся кто-то вскрикнул в кузове. Люди попадали на дно. Жаб Гобыч Батарев вел машину, заставляя себя смотреть на дорогу. От пуль его защищало сбоку только пробитое стекло кабины. Мотор рычал все сильнее, машина дрожала от напряжения, но левое заднее колесо ползло с дороги в рыхлый снег. «Бей по вспышкам!» закричал Васич сорванным голосом. «Прижимай к земле!» Он не видел, слышал только, что с передней машины тоже стреляют. «Огонь! Огонь! Не давай головы поднять!» И, подталкиваемые его криком, люди стреляли из-за борта в поле, где вспыхивало в темноте короткое пульсирующее пламя. Содрогаясь, как живая машина медленно выползла на дорогу, и как только оба задних колеса зацепились за твердое вся сила, клокотавшая в моторе, рванула полившись белую полосу, понеслась под сапогами Васича, стоявшего на подножке. Ветер толкнул лицо, едва не сбив с него шапку, и люди, перебегая на ходу к заднему борту, их швыряло в кузове, стреляли назад. Там при свете догоравшей ракеты выскочили на дорогу несколько немцев, поливших из автоматов, но и они, и дорога, взорванная машина на ней, все это стремительно откатывалось уменьшалось. В стекле кабины с тремя полевыми пробоинами и брызнувшими во все стороны белыми трещинами качалась снежная дорога. Она неслась навстречу из темноты, полевые пробоины в стекле скакали вверх-вниз, не давая вглядеться, ветер гудел в них, как горлышки бутылки. Васич открыл дверцу, ветром толкнуло в лицо, он зажмурился. Впереди по дороге тряско бежали высокие немецкие фуры, запряженные каждые двумя першеронами. Машины быстро нагоняли их. Придержав шапку, Васич заглянул в кузов. На полу, сидя спинами к ветру, солдаты жадно курили из рукавов первую с тех пор цигарку. «Живы!» крикнул Васич. «Живы!» ответили ему разноголосо и весело. Глаза лица людей дышали неостывшим азартом боя. «Прикройсь!» Быстрая езда, ветер, бивший в ноздри так, что трудно было дышать, холодок близкой опасности. Васич захлопнул дверцу, поднял стекло. Ветер пресекся, и на минуту исчезло ощущение быстрой езды, только гудел мотор и давило на уши. В боковом стекле замелькали повозки с крутящимися колесами, тяжело бегущие мохнатые лошади с передних сидений оборачивались лица немцев. Все это возникнув исчезало. Глаза Васича через стекло на короткое мгновение встретились с глазами немца издового, и тот с изменившимся лицом закричал вдруг что-то, указывая на машину рукой. Разглядел, обожгла мысль. Он сбоку глянул на Чеботарева, тот лежал на руле, носком «Разглядел немец», сказал Васич слух. Узкие глаза Чеботарева азартно блеснули. «Разглядел полдела, догони!» Неслась навстречу дорога. Ветер, угрожающий гудел в пулевых пробоинах, клочьями рвался по сторонам. Васич отодвинулся к глубину кабины в темноту. Радостный холодок теснил сердце. С правой стороны понеслись деревца посадки. Мелькнула машина с поднятым капотом и двое немцев, влезших головами в мотор. Дорога была здесь сильно изрыта гусеницами. Васич сматривался в темноту, но стекло блестело в глаза. Он опустил его. Сквозь кинувшийся в лицо ветер увидел в посадке мрачные темные тела танков. Немцы сновали между ними. Один немец с ведром перебежал дорогу перед самыми колесами, добродушно погрозил кулаком. Сбавь газ, приказал Васич. И поймав удивленный непонимающий взгляд Чеботарева объяснил дорога к фронту. Немцу туда торопиться незачем, он гнать не станет. Близкий орудийный залп ударил в уши, в темноте сверкнули длинные молнии. Легкая батарея, определил Васич, мысленно отмечая место, где она стоит, так же, как в посадке он считал танки. Только б дорога не перекопана, тогда проскочим. Он верил, что не успели перекопать, фронт не установился, шли подвижные бои, и еще раз подумал, тогда проскочим. Они уже опять мчались во всю мощность мотора и не чувствовали этого, потому что мыслью они мчались еще быстрее. Дорога летела под колеса, в свисте ветра проскакивали назад километры, но фронта все не было видно. Вдруг засигналил им впереди красный огонь фонарика. Это регулировщик требовал остановиться. Быстрый взгляд Чеботарева, Васич кивнул. Весь слившись с машины, он знал, чувствовал, как сейчас будет. Они не остановятся, удар, и проскочит дальше, и ждал этого удара. Но тут сознание толкнуло его. Тормози! Впереди на дороге могла быть пробка. Тормози! крикнул он. Его бросило на стекло, откинуло назад, виск тормозов второй, мчавшейся за ними машины, и тишина. Они стояли. На щеках, в ушах Васич еще чувствовал ветер, он тяжело дышал. К машине шел немец. Васич открыл дверцу и сразу услышал фронт. Близкий грубый стук пулеметов, частую строчку автоматов и потрячший в воздух разрыв снаряда. Фронт был рядом. Васич спрыгнул на землю, он увидел немца, подходившего к машине, это был офицер, увидел стоящий с краю дороги мотоцикл с коляской. От этого места, протоптанный множеством колес, отходил в поле съезд и столб с прибитыми стрелками указывал направление. Но главное он увидел, что дорога впереди свободна. А немец подходил и на груди его, пристегнутой кожаной петлей за пуговицу, покачивался фонарик. Он шел к машине на затоптанной снегом подножке, которой была примершая кровь немца. И на железном полу кабины, смешавшись с растаявшим снегом от сапог, была кровь. И немец шел сюда. Он смотрел на Васича. Он не мог не видеть его, но Васич спокойно стоял рядом с немецкой машиной, а немец был так уверен, что в сознании привычное впечатление заслоняло то, что видели глаза. Васич подпустил его ближе, шагнул навстречу и в упор выстрелил в грудь. Он не заметил, что из-за машины сбоку подходил к нему еще автоматчик. Тот момент, когда немец отшатнулся, падая, Васича сильно ударило. Вздрогнув от толчка, он обернулся, увидел перед с собой присевшего солдата немца и в его руках брыжущий огнем автомат. Это была смерть, он понял сразу, но отчего-то не мог ничего сделать, ни крикнуть, ни отскочить, а только стоял и прикованно смотрел на этот брыжущий в него огонь. Огромная черная тень сзади прыгнула на немца и все покатилось. Потом Васич чувствовал, что его подмышки тащат куда-то вверх. Сознание возникало и обрывалось, и то, что видел он, не было связано. Он увидел потолок кабины, увидел над собой лицо Голубева прекрасной вспышки огня. Что-то нужно было сказать Голубеву, важное что-то. Васичи больно тряхнуло и потом уже все время трясло, и от боли он терял мелькавшую мысль. Ветер хлынул ему навстречу. Он почувствовал этот холодный ветер, и ему стало легче. Голова восьмая Таяла за окном на маленькой деревенской площади грязь и снег размешаны колесами. У коновязи рыжий блестящий на солнце жеребенок, задрав пушистый хвост, пугливо делал свое дело. От свежего навоза шел пар. Жеребенок вдруг отпрыгнул в сторону и скрылся из виду. Через площадь, разбрызгивая сапогами жидкий снег, быстро прошел озабоченный баградзе с охапкой хвороста. Ищенко остро позавидовал ему. Он сидел посреди комнаты за столом. По-весеннему горячее солнце ломилось сквозь пыльные стекла, блестело в графине с водой. В дымной накуренной комнате было жарко от солнца. Ищенко сказали сесть, как только он вошел. А трое командир полка полковник Стеценко, капитан Смерша Елютин и замполит майор Кораблинов, хмуро сидевшие до этих пор за столом, встали сразу же и отошли в разные углы комнаты. Они встали, чтя память погибшего дивизиона, стали перед ним живым, вышедшим из этого боя, потому что бой, в котором они сами участвовали, был несравним с тем, из которого вышел он с горстью уцелевших людей. Но Ищенко не почувствовал этого, он шел сюда на допрос, боялся этого допроса, и когда ему сказали сесть, он сел как подсудимый. Его настораживала их какое-то непонятное отношение к нему. Он не доверял им, сидел напряженный и на вопросы отвечал точно, ни больше, ни меньше того, о чем его спрашивали. В какой-то момент отношение к Ищенко переменилось, он это почувствовал сразу. Командир полка странно глянул на него темными прижмуренными глазами и отвернулся к окну. И с тех пор молча курил у окна. Ищенко видна была его прямая спина, мускулистая прямая шея, лысеющий затылок, которым он едва не доставал до низкого потолка хаты. Каждый раз, отвечая на вопрос, Ищенко взглядывал на командира полка, в нем инстинктивно искал защиты, но видел только смуглую щеку, сожмуренный табачного дыма глаз и кончик его черного уса. Зампалит нервно ходил по комнате и вдруг садился на кровать, раскачивался, сутулись, зажав ладони в коленях. Он был самый молодой, недавно назначен на эту должность, и его Ищенко не боялся. Вопросы с обдуманной последовательностью задавал Елютин. Обнив себя руками за могучие плечи, он почесывал спину об угол этажерки, но глаза из-под крупного с залысинами лба смотрели холодно и пристально. Всякий раз, встречая их взгляд, Ищенко чувствовал перебои сердца и противную слабость в коленях. Он помнил Елютина еще в погонах летчика, в хромовых сапогах на меху. Его прислали к ним в полк из авиационной части. Сейчас на Елютине были армейские кирзовые сапоги, на плечах артиллерийские погоны. Значит, третья батарея к лесу уже подходила, спросил Елютин. Первая терпеливо поправил Ищенко. Елютин все время путал номера батарей и распоряжения. Но Ищенко казалось, что он не случайно путает и весь напрягаясь старался следовать за его мыслью предугадать дальнейший вопрос. Ну да, первая, а танки уже видны были? Стрелять можно было по танкам? На деревне придавив все на земле гулом моторов шла большая волна бомбардировщиков. Стекла в хате тонко зазвенели. Слышно было, как в сенях и по крыльцу затопали сапоги ординарцев. Побежали глядеть. Елютин, улыбаясь, подмигнул к кораблинову на окно, за которым проходили в небе бомбардировщики. Мол, вот оно, его родное, кровное. И хотя Ищенко понимал, что это не ему дружеские улыбаются. Ему так хотелось быть равным среди них, что губы его сами непроизвольно и унизительно растянулись в ответную улыбку. Он тут же погасил ее, пользуясь тем, что никто на него не смотрит. Быстро вытер пот с лица. По танкам, говорю, могли уже стрелять? повторил Илютин вопрос, когда гул отдалился и снова стало возможно разговаривать. Орудие было в походном положении, надо было привести в боевое, стать на позицию. Если бы об этом бое, во время которого почти безоружные люди сожгли шесть танков, дрались до последней возможности, дрались и умирали, не пропуская немцев, если бы об этом бое рассказывал Ушаков, которому нечего было стыдиться, он бы рассказывал с болью, но и с гордостью. Ищенко оправдывался, он мог оправдываться только за себя, но он рассказывал о дивизионе, и получалось, что в действиях всего дивизиона и тех, кто жив, и тех, кто погиб в бою, было что-то постыдное, что он старался скрыть, а за окном стояли две пробитые пулями немецкие грузовые машины, и в кузове одной из них на плащ-палатке лежал убитый Васич. Мы хотели успеть отойти к лесу, чтобы спина была прикрыта, и там встать на позицию, а то танки могли встыло войти. Встать на позицию, походное боевое положение, перебил Елютин. Вот в соседней бригаде, когда Запорожье брали, тоже ваши системы, сто пятидесяти двух. Комбат, как его? Протянул руку в сторону замполита. Елютин нетерпеливо щелкал пальцами, прося подсказать. Еще он в оккупации был. Харсун? Харсун. Вел батарею в походном, как ты говоришь, положении, виде танки. Ни в какое боевое положение он ее не приводил, времени у него на это не оставалось. Развернулся, ахнул, ахнул, восемь снарядов, два танка горят, получай орден. С точки зрения артиллериста Елютин говорил немыслимые вещи. Когда пушка в походном положении, ствол специальным механизмом оттянут назад. Из нее не то что стрелять, ее зарядить в таком виде невозможно. В артиллерии это знает последний повозочный. Елютину кто-то что-то рассказывал об этом случае, и он уверенно говорит сейчас вещи, которых ухо артиллериста просто слышать не может. Первое движение Ищенко было объяснить, что так не бывает, но он вовремя сдержался. Он понял этого Елютин ему не простит слишком уж это стыдно, и он побоялся возбудить в нем личную неприязнь к себе. Ищенко глянул беспомощно на замполита, на командира полка. Никто из них почему-то не поправил Елютина, словно они не слышали. Стеценко все так же стоял у окна. Вынув трубку изо рта, он постучал ее о подоконник, выбил пепел, зарядил табаком и снова раскурил хмурясь. Так, с одним вопросом как будто разобрались Маненька, удовлетворенно подытожил Елютин. И от этого Маненька от общего молчания Ищенко стало страшно. Елютин подошел к столу, переложил какие-то бумаги и, отойдя к этажерке, опять обнул себя за плечи. Издалека донесся грохот бомбежки. В хате все затряслось, вода в графине покрылась рябью. Это добивали прорвавшуюся немецкую группировку. Сутки подходившие артиллерийские части вели бой с танками, с марша в бой, с марша в бой и преградили им путь. Сегодня с утра распогодилось, и при ярком весеннем солнце авиация доканчивала дело. Волна за волной бомбардировщики шли туда и сбрасывали груз сверху. Стеценко обернулся от окна с трубкой в руке. Теперь уже, когда операция заканчивалась и смысл ее был ясен, он знал о судьбе дивизиона то, чего не мог знать Ищенко. Когда ночью была перехвачена радиограмма и обозначилась направление немецкого танкового удара, он получил приказ срочно выдвинуть в район старой Новой Тарасовки 3-й дивизион своего полка, находившийся ближе всех к месту прорыва. И хотя тремопушками невозможно было остановить всю эту массу двигавшихся танков, с военной точки зрения приказ, полученный Стеценко, был правилен. Задержать немцев хотя бы на короткий срок, выиграть время, пока подойдут артиллерии и танки, задержать теми силами, которые имелись поблизости, иначе прорыв мог разрастись и стоил бы еще многих и многих жизней. Уже для командира корпуса подразделений, которое он приказал срочно вести в бой, было просто третьим дивизионом 1318-го артиллерийского полка, но для Стеценко это был дивизион его полка. С этими людьми он прошел войну и многих из них любил, и он понимал, в какой бой посылает их, но война есть война, а не так же, как и он, солдат, и вдруг случилось непредвиденное. Немцы изменили направление танкового удара. С военной точки зрения это тоже было понятно и объяснимо. Внезапность, инициатива в бою, ради них жертвуют чем угодно. Но там были его люди, не успевшие копаться, зарыть орудия в землю. Ночью на походе столкнулись они с немецкими танками. Командир полка знал это в масштабе всей операции, но то, что произошло в дивизионе, видел Ищенко, и об этом он спрашивал его. Он ничего уже не мог изменить сейчас, но он хотел знать, как дрался дивизион, как погиб Ушаков. Слава живет и посмертно, с труса даже смерть не смывает позором, и не безразлично, как люди будут вспоминать твое имя, люди, ради которых ты жил и погиб. Понимал ли Ушаков, что бойцы его дерутся не зря? Не в их ли силах был остановить танки, но тот, кто с честью погиб в этом трудном бою, не ведает срама после смерти? Как погиб Ушаков? Ищенко хотел сказать, что сам он в этот момент с ним не был, знает только со слов других, но подумал о следующем вопросе, который сейчас же задаст ему Елютин. А где вы были? И ответил, опустив глаза. Ушаков пал смертью храбрых. Ушаков был любимцем Стеценко, Ищенко Ищенко знал это. Он помнил, как летом прошлого года их отвели на формировку и в лесу они праздновали годовщину полка. Ушаков пивший много, но не пьяневший, он только становился медлительнее в движениях и глаза у него тяжелели. Среди общего шума налил себе полный стакан водки и, блестя четырьмя орденами на широкой груди, блестя стальными зубами, поднял стакан над головой в красной обмороженной руке. Батько, пьем за тебя. Стаценко двинулся к нему, они чокнулись, выпили, лысевящий, но все еще по-кавалерийски стройный Стаценко и небольшой грубого крепкого сложения ушаков. Ладонью разгладив усы, Стаценко губы поцеловал Ушакова и глаза у него были покрасневшие и влажные, и у многих офицеров глаза были влажными от слез. У Ищенко тоже стояли в глазах слезы сквозь них радужным. Видел он мир и только завидовал Ушакову. Ты видел, как он погиб? спросил Стаценко, глядя на него тяжелым взглядом. Ищенко ответил, видел. Но что-то в голосе его было такое, что командир полка отвернулся к окну, сильно дымя трубкой. Опять вопросы задавал Елючил. Как отходили в лес? Кто отходил последним? Так, так. И по мере того, как Ищенко отвечал, неясное подозрение все больше укреплялось у Елютина. Ну, а люди еще могли оставаться в лесу? Или все вышли? могли? Могли, сказал Ищенко подавленно. Он вдруг почувствовал, что отсюда бой видится иными глазами. Как объяснить Елютину, когда он не был в этом бою? А Елютин задавал железные вопросы. Вы, офицер, имеете вы право отойти, пока не отошли все люди? Бросить людей? Когда капитан покидает корабль? Но в лесу командование принял на себя Васич, сказал Ищенко. Люди выполняли его приказ. Он не помнил в этот момент, что Васич до последней возможности не хотел уходить, что он Ищенко торопил его. Он чувствовал сейчас только жалость к себе. Ушаков убит, Васич убит, и все хотят свалить на него. Почему теперь он должен отвечать за всех? К столу подошел Кораблинов. Понятно, он замполит, хочет выгородить замполита. Ищенко никто не будет выгораживать. Кораблинов налил стакан воды, звучно в три глотка выпил, поставил стакан и сразу же отошел, словно брезгуя быть с Ищенко рядом. На граненом стакане сверкала в солнечном луче капля воды. Ищенко хотел и спить, сухой язык еле ворочался в пересохшем рту, но он боялся налить себе воды, чтоб не увидели, как у него дрожат руки. Он держал их под столом на коленях и от потных ладоней коленям было жарко. Астыценко все так же курил у окна и не оборачивался. И Кораблинов отошел как можно дальше в угол. Никто не хочет делить с ним ответственность. Все на него. Ищенко друг заговорил о том, о чем даже не думал за минуту перед этим. Он говорил теперь, вели ближе к лесу, то, может быть, они успели бы развернуться и открыть огонь по танкам. О том, что около леса снег был глубокий и трактор не прошли бы там, он уже не помнил сейчас. Он говорил, что разведка, с которой Васич ходил, только в последний момент предупредила их, когда уже было поздно. Он никого не думал подводить, он только не хотел отвечать за всех. Елютин оживился. Так, так, говорил он заинтересованно словно докопавшись наконец до истины. Торопясь и захлебываясь, Ищенко говорил не то, что было, и не то даже, что он думал сейчас, а то, что, как ему казалось, ждал от него Елютин. И только одно выходило явственно, если бы его Ищенко спросили раньше, с ним посоветовались, всего бы этого не случилось. Ну, а вы-то, вы-то, где были, перебил его Елютин. Я в бою был, я все время в бою был, сказал он пересохшим голосом. И, боясь, что ему не поверят, стал показывать пробитую пулями и осколками шинель. Со мной рядом очередью станка убила связного. В этот момент он сам верил, что это было так. Вот, вот, и он опять протыкал палец пробоины. Он показывал не раны даже, а всего лишь дыры в шинели. Стеценко обернулся от окна, смугло лицо и было коричневым от прилившей крови. Идите! И столько брезгливости было в его голосе, в глазах, глядевших на него, что Ищенко поспешно вышел, захватил с собой шапку. Кто-то в коридоре отскочил от двери, кто-то уступил ему синяк дорогу. Не разбирая дороги по мокрому снегу, Ищенко пошел от крыльца. Судить будут, подумал он, но как-то тупо, очень болела голова. Он сам не заметил, как оказался около машин. На одной из них в кузове с открытым бортом, видно, подходили смотреть, смутное сознание вины перед ним мертвым шевельнулось у Ищенко. Он уже не чувствовал ни ненависти к Васичу, ни обиды на него. Было только нехорошо, что он что-то там не так говорил про него, но он тут же успокоил свою совесть. Васич мертв, ему уже ничего не нужно и не страшно. Мертвые сраму не имут. Что бы там ни было, дома у них получат обычное извещение. не пал смертью храбрых. А вот он Ищенко, живой. А за что меня судить? Какие у них доказательства? И опять в душе у него защемило от страха, когда он вспомнил, какими глазами командир полка смотрел на него и как он сказал ему «Идите». Но день был по-весеннему ярок, а Васич лежал желтый, запекшимися кровью губами, и на руках его почему-то тоже была засохшая кровь. Глядя на него холодного мертвого, Ищенко с особенной животной силой почувствовал, что сам он жив, жив, и этот радостный слепящий блеск солнца и запах весны в воздухе, что уже никогда не почувствует Васич, все это для него, живого, и рядом с этим сознанием, все остальное, даже страх его, все это было неглавным. Кто-то звал его, товарищ капитан, товарищ капитан. Он оглянулся, у разрушенного сарая на снегу горел бесцветный при ярком солнце костер, а вокруг костра, стелющимся по сырому воздуху дыму, сидели солдаты, все те, кто ночью вырвался с ним вместе на этих машинах. Прокопченые, обросшие с красными от недосыпания дыма глазами, они, надев на шампала куски сала, жарили над огнем шашлык. Ищенко пошел к ним. Он увидел жарящееся сало, капли жира с треском падающие в огонь, услышал запах, и с особенной силой, с которой он воспринимал сейчас окружающий его весенний мир, почувствовал, как он хочет есть. Ему пододвинули перевернутое ведро, он сел у костра на лучшее место, и Баградзе прямо из огня дал ему в руки шомпол с нанизанными на него кусками прожарившегося сала. Ну что, как, товарищ капитан, робко заглядывая ему в лицо, спросил голубя. Все, не сидевшие здесь у костра, чувствовали смутную вину от того, что из всего дивизиона только они вырвались и живы, и они надеялись, что с часу на час подойдут еще люди, и даже перед ним они чувствовали некоторую вину, потому что пока они здесь ели, его допрашивали там за всех. Ищенко понял это и понял, какими глазами они взглянули бы на него, если бы знали сейчас, что там произошло, и ему стало не по себе, но он все же ел их сало, ему очень хотелось есть, и жир капал с его пальцев, тек по подбородку, издали донесся глухой гром бомбежки, возвращаясь самолет, облегченные весело взблескивали на солнце металлическими крыльями. Как там, товарищ капитан, повторил голубев свой робкий вопрос, когда опять стало слышно голоса и кивнул головой в сторону штаба полка. Ищенко не смотрел на него, он ел и смотрел в костер. С полным ртом он ответил неразборчиво. Пять земли повесть Моей матери Иде Григорьевне Кантор Придет день, когда настоящее станет прошедшим, когда будут говорить о великом времени и безымянных героях, творивших историю. Я хотел бы, чтобы все знали, что не было безымянных героев, а были люди, которые имели свое имя, свой облик, свои чаяния и надежды, и поэтому муки самого незаметного из них были не меньше, чем муки того, чье имя войдет в историю. Пусть же эти люди будут всегда близки вам как друзья, как родные, как вы сами. Юлиус Фучик. Глава первая Жизнь на плацдарме начинается ночью. Ночью мы вылезаем из щели и блиндажей, потягиваемся, с хрустом разминаем суставы. Мы ходим по земле во весь рост, как до войны ходили по земле люди, как они будут ходить после войны. Мы ложимся на землю и дышимся и грудью. Роса уже пала, и ночной воздух пахнет влажными травами. Над нами черное небо и крупные южные звезды. Когда я воевал на севере, звезды там были синеватые, мелкие, а здесь они все яркие, словно отсюда ближе до звезд. Дует ветер, и звезды мигают, свет их дрожит. А может быть правда, есть жизнь какой-то из этих звезд? Луна еще не всходила, она теперь всходит поздно, на фланге у немцев, и тогда у нас все освещается, и росный луг, и лес над Днестром, тихий и дымчатый в лунном свете. Но скат высоты, на которой сидят немцы, долго еще в тени, луна осветит его перед утром. Вот в этот промежуток до восхода луны к нам из-за Днестра каждую ночь переправляются разведчики, они привозят в глиняных корчашках горячую баранину и во флягах холодное, темное, как чернило, молдавское вино. Хлеб чаще ячменный, синеватый, удивительно вкусный в первый день, на вторые сутки он черствеет и сыплется, но иногда привозят кукурузный, янтарно-желтые кирпичики и вот так и остаются лежать на брустверах окопов. И уже кто-то пустил шутку, выбьют нас немцы отсюда, скажут, вот русские хорошо живут, чем лошадей кормят. Мы едим баранину, запиваем ледяным вином, от которого ломят зубы и в первый момент не можем отдышаться, небо, горло, язык все сжет огнем. Это готовил порцвание. Он готовит с душой, а душа в него горячая. Она не признает кушание без перца. Убеждать его бессмысленно, он только укоризненно смотрит своими добрыми, масляными и черными, как у грека, круглыми глазами. Ай, товарищ лейтенант, помидор молодой барашек, как можно без перца. Барашек любит перец. Пока мы едим, порцвание сидит тут же на земле, по-восточному поджал под себя полные ноги. Он острижен под машинку. Сквозь отросший ежик волос на его круглой и загорелой голове блестят бисеринки пота. И весь он небольшой, приятно полный, почти немыслимый случай на фронте. Даже в мирное время считалось, кто пришел в армию худой, поправится. Пришел полный, похудеет. Но порцвание не похудел и на фронте. Бойцы зовут его батоно порцвание. Мало кто знает, что в переводе с грузинского батона означает господин. До войны порцвание был директором универмага где-то в Сухуме, Поти или Зугдиде. Сейчас он в связи с самой старательной. Когда прокладывает связь, взваливает на себя по три катушки сразу и только потеет под ними и таращит свои круглые глаза. Но на дежурстве спит. Засыпает он незаметно для самого себя, потом схрапывает, вздрогнул, просыпается. Испуганно оглядывается вокруг мутным взглядом, но не успел еще другой связист папироску свернуть, как порцвание опять уже спит. Мы едим баранину и хвалим. Порцвание приятно смущается, прямо тает от наших похвал. Не похвалить нельзя, обидишь. Также приятно смущается он, когда говорит о женщинах. Из его деликатных рассказов в общем можно понять, что у них в Зугдиде женщины не признавали за его женой монопольного права на порцвание. Что-то долго сегодня нет ни порцвания, ни разведчиков. Мы лежим на земле и смотрим на звезды. Саянка, Васин и я. У Васина от солнца и волосы, и брови, и ресницы выгорели, как у деревенского парнишки. Саянка зовет его детка и держится покровительственно. Он самый ленивый из всех моих разведчиков. У него круглое лицо, толстые губы, толстые икры ног. Сейчас он рядом со мной лениво потягивается на земле всем своим большим телом. Я смотрю на звезды. Интересно, понимал ли я до войны какое удовольствие вот так бездумно лежать и смотреть на звезды. У немцев ударил миномет. Слышно, как над нами в темноте проходит мина. Разрыв в стороне берега. Мы как раз между батареей и берегом. Если прочертить мысли на траекторию, мы окажемся под ее высшей точкой. Удивительно хорошо потягиваться после целого дня сидения в окопе. Каждый мускул ноет сладко. Саенко поднимает руку над глазами смотрит на часы. Они у него большие со множеством зеленых светящихся стрелок и цифр. Так что мне со стороны можно разглядеть время. Долго не идут черти, говорит он своим тягучим голосом. Жрать охота аж тошнит и Саенко сплевывает в пыльную траву. Скоро взойдет луна. У немцев уже заметно светлеет за гребнем. А миномет все бьет и мины ложатся по дороге, по которой должны сейчас идти к нам разведчики и порцвания. Мысленно я вижу ее всю. Она начинается у берега, в том месте, где мы с лодок впервые высадились на этот плацдарм. И начинается она могилой лейтенанта Гривы. Помню, как он, охрипший от крика, с ручным пулеметом в руках, бежал вверх по откосу, увязая сапогами, высыпающимся песке. На самом верху, под сосной, где его убило миной, теперь могила. Отсюда песчаная дорога сворачивает в лес, а там безопасный участок. Дорога петляет среди воронок, но это не прицельный огонь. Немец бьет слепую, по площади, даже днем не видя своих разрывов. В одном месте на земле лежит неразорвавшийся реактивный снаряд нашего Андрюши, длинный в рост человека с огромной круглой головой. Он упал здесь, когда мы были еще заднестром, и теперь уже начал ржаветь и зарастать травой. На всякий раз, когда идешь мимо него, становится жутковато и весело. В лесу обычно перекуривают, прежде чем идти дальше, последние шестьсот метрам по открытому месту. Наверное, сидят сейчас разведчики и курят, а порцвания торопит их. Он боится, что остынет баранина в глиняных корчашках, и потому укутывает корчашки одеялами, обвязывает веревками. Собственно, он мог бы не ходить сюда, но он не доверяет никому из разведчиков и сам каждый раз конвоирует баранину. К тому же он должен видеть, как ее будут есть. Луна одним краем показалась уже из-за гребня. В лесу сейчас черные тени деревьев и полосами дымный лунный свет. Капли росы зажигаются в нем и пахнет повлажневшими лесными цветами и туманом. Он скоро начнет подниматься из кустов. Хорошо сейчас идти по лесу, пересекая тени и полосы лунного света. Саенка приподнимается на локте. Какие-то трое идут в нашу сторону. Может быть разведчики? До них метров сто, но мы не окликаем их. На плацдарме ночью никого не окликают издали. Трое доходят до поворота дороги и сейчас же рассыпавшаяся стайка красных пуль низко-низко проносится над их головами. Земли нам это хорошо видно. Саенка опять ложится на спину. Пехота. Позавчера это самое место днем на Виллисе пытался проскочить пехотный шофер. Под обстрелом он резко крутанул на повороте дороги и вывалил полковника. Пехотинцы кинулись к нему немцы ударили из минометов наша дивизионная артиллерия ответила и полчаса длился обстрел так что под конец все перемешалось и за Днестром прошел слух что немцы наступают. Вытащить Виллис днем конечно не удалось и до ночи немцы тренировались по нему из пулеметов как по мишени всаживая очередь за очередью пока не подожгли наконец. Мы после гадали пошлют шофера в штрафную роту или не пошлют. Луна поднимается еще выше вот-вот оторвется от гребня а разведчиков все нет непонятно наконец появляется Панченко ординарец мой издали вижу что он идет один и в руке несет что-то странное подходит ближе унылое лицо в правой руке на веревке горлышко глиняной корчашки Панченко угрюмо стоит перед нами а мы сидим на земле все трое и молчим становится вдруг так обидно что я даже не говорю ничего а только смотрю на Панченко на этот черепок у него в руках единственное что уцелело от корчашки разведчики тоже молчат мы целый день прожили в сухомятку и до следующей ночи нам уже никто ничего не принесет мы едим по-настоящему раз в сутки а завтра опять целый день обстрел слепящее солнце стекло стереотрубы жара и кури кури свои щели до удурения разгоняя дым рукой потому что на плацдарме немец и по дыму бьет какой дурак придумал носить мясо в корчашках спрашиваю я Панченко смотрит на меня укоризненно порцвание порцвание туманит голову мы жуем хлеб и думаем о порцвании его убило когда он нес нам свои корчашки завязанные в одеяло чтоб не дай бог в них не остыло за дорогу обычно он сидел вот здесь по-восточному поджав полные ноги и пока мы ели смотрел на нас своими добрыми масляными и черными как у грека круглыми глазами то и дело вытирая сильно потевшую после ходьбы загорелую голову он ждал когда мы начнем хвалить тебя не ранило спрашиваю я Панченко тот обрадованно пододвигается к нам вот показывает он штанину у кармана на вылет пробитую осколком и для убедительности продевает сквозь две дыры палец и вдруг спохватившись поспешно достает из кармана завернутый в тряпочку желтый листовой табак чуть было не забылся совсем мы крошим ладонях сухие невесомые листья стараясь не просыпать табак вдруг я замечаю у тебя на ладони кровь и прилипшую к ней табачную пыль откуда она я не ранен я только резал хлеб на нижней корке хлеба тоже кровь все смотрят на нее это кровь порцвании где вас накрыло спрашивает Саенко вместе со словами табачный дым идет у него изо рта он всегда глубоко затягивается в лесу как раз где снаряд Андрюша лежит вот так мы шли вот так он лежит Панченко чертит все это на земле вот здесь мина упала а порцвание как раз с той стороны шел это та самая минометная батарея которую мы никак не можем засечь ночью мы лежим с Васиным в одной щели Саенко и отправил вместе с Панченко надо донести порцванию до лодки надо переправить его на ту сторону щель узкая но внизу у самого дна мы подрыли ее с боков так что вполне можно спать вдвоем ночи все же холодные вдвоем даже под плащ палаткой тепло трудно только переворачиваться на другой бок пока один переворачивается второй стоит на четвереньках но больше подрыть нельзя иначе снарядом может обрушить щель через равные промежутки бьет тяжелая немецкая батарея наши отвечают ей из-за днестра через нас почему-то под землей разрывы всегда кажутся близкими это так называемый тревожащий огонь всю ночь до утра интересно до войны люди страдали бессонницей жаловались целую ночь не мог уснуть у нас под полом скребется мышь а сверчок так тот был целым бедствием мы каждую ночь спим под артиллерийским обстрелом и просыпаемся от внезапной тишины я лежу сейчас и думаю о порцвании о хлебе на котором осталась его кровь перед самой войной когда я учился в 10 классе был у нас вечер и нам бесплатно раздавали булочки с колбасой они были свежие круглые разрезанные наискость через верхнюю корку и туда ставлено по толстому розовому куску любительской колбасы пока нам их раздавали директор школы стоял рядом с буфетчицей гордой это было его инициатива мы съели колбасу а булочки после валялись во всех углах за урнами под лестницей мне вспоминается это сейчас как преступление Васин спит посапывая мне хочется закурить но табак у меня в правом кармане а мы лежим на правом боку каждый раз когда всплывает немецкая ракета я вижу заросшую шею Васиной маленькое раскрасневшееся во сне ухо странно у меня к нему почему-то почти отцовское чувство глава вторая жарко против солнца все как в дыму горячий воздух дрожит над ближними высотами они пустынны будто вымершие там немецкий передний край пехотинцы отсыпаются за ночь скорчившись на дне окопов сунув руки в рукава шинели каждую ночь они как кроты роют ход сообщения соединяют окопы в траншеи а когда будет построена прочная оборона все придется бросать и переходить на новое место это уже проверено немцы тоже спят только наблюдатели с обеих сторон высматривают где шевелится живое редко простучит пулемет сухие вспышки его почти не видны против солнца и опять тишина дым разрыва подолгу плывет над передовой в знойном воздухе позади позади нас за лесом днестр весь залитый солнцем хорошо бы сейчас искупаться в днестре но на войне другой раз сидишь в воды и не то что искупаться напиться до ночь не можешь на белых песчаных отмелях днестра не найдешь сейчас следа босой пятки только следы сапог следы колес уходящие в воду и воронки разрывов а выше по берегу среди виноградников наливающихся теплым соком греются на припеке молдавские хутора я смотрю на пологие высоты стереотрубу смотрю каждый день до тошноты ах как они нужны нам если бы мы их взяли здесь сразу переменилась бы вся жизнь восьмем тем временем готовит завтрак зрезал ножом банку свиной тушенки поставил на бруствер лезвие вытирает а штаны мы едим ее ложками намазывая на хлеб едим не спеша впереди целый день а банка последняя и оставлять мы тоже не любим где-то близко слышны голоса я поворачиваю стереотрубу два пехотинца идут по полю с винтовками за плечами и разговаривают вот так просто идут себе и разговаривают как будто ни немцам ни войны на свете конечно недавно мобилизованные из-за Днестра у этих удивительная особенность где никакой опасности перебегают прячутся от каждого снаряда летящего мимо падают на землю вот она смерть а где все живое носа не высунет ходят в полный рост я однажды видел как вот такой только что присланный на фронт солдат смелый по глупости шел по минному полю в тылу у нас и рвал ромашки опытный повоевавший пехотинец с умом не пройдет там а этот ставил ногу не выбирая место и ни одна мина не взорвалась под ним метра два оставалось до края минного поля когда ему крикнули и он поняв где находится больше уже шагу ступить не смог пришлось его оттуда снимать мало их дураков учит злиться Васин мы оба бросив есть следим за пехотинцами кто-то крикнул им из своего окопа они вовсе стали на открытом месте на жаре оглядываются не поймут откуда был голос и немец почему-то не стреляет от нас до них метров тридцать пройдут еще немного и утренние длинные тени обоих головами достанут до нашего бруствера так и не поняв кто звал их пошли эй кумовья бегом не выдержал Васин опять встали обе головы повернулись на голос в нашу сторону изменим направление идут теперь к нам Васин даже высунулся бегом мать Вашу я едва успеваю сдернуть его за ремень грохот сверху на нас рушится земля зажмурившись сидим на дне окопа разрыв сжались еще разрыв над нами проносит дым живы кажется в первый момент мы не можем отдышаться только глядим друг на друга и улыбаемся как мальчишки живы вот сволочь говорю я Васин грязным платком вытирает лицо оно у него все в земле смотрит мне на колено глаза становятся испуганными смотрит на мой сапог на землю и поднимает перевернутую банку тушенки там все перемешалось с песком на колене у меня тает белый жир по пыльному голенищу сапога ползет вниз кусок мяса оставляя сальный след берегли еле не спеша таких убивать надо Васин зло швырнул банку воевать не умеет только других демаскирует и тут мы слышим стон жалкий такой будто не взрослый человек стонет а ребенок мы высовываемся осторожно один пехотинец лежит неподвижно ничком на неловко подогнутой руке плечом зарывшись в землю да пояс он весь целый они же черные и кровь и ботинки с обмотками на белом расщепленном прикладе винтовки тоже кровь и тень от него на земле стала короткая вся рядом с ним другой пехотинец шевелится ползет это он стонет мы кричим ему что он ползет в другую сторону пропадет дурак быстро говорит Васин и зачем-то начинает снимать сапоги надавливая носком на задник босиком скиновремень приготовился ползти за раненым но из другого окопа высовывается рука и втягивает раненого под землю оттуда стоны слышны глуши винтовка его так и остается на поле и опять тишина и зной растаял дым разрывов жирное пятно у меня на колени стало огромным и грязным я глянул на убитого в стереотрубу свежая кровь блестит на солнце и на нее уже липнут мухи роятся над ним здесь на плацдарме великое множество мух от огорчения что не удалось позавтракать Васин берется за трофейный телефонный аппарат что-то чинит в нем он сидит на дне окопа поджав под себя босые ноги голова наклонена шея мускульстая загорелая ресницы у него длинные выгоревшие на концах а уши по-мальчишески отопырены и тяжелые от прилившей крови потные волосы зачесаны под пилотку отрастил чуб под моей мягкой рукой я люблю смотреть на него когда он работает у него не по возрасту крупные умелые руки они редко бывают без дела если рассказывают анекдот Васин подняв от работы глаза слушает напряженно на чистом лбу его обозначается одна единственная морщина между бровей и когда анекдот окончен он все еще ждет надеюсь узнать нечто поучительное что можно было бы применить в жизни ты кем был до войны Васин я переспрашивает он и поднимает на меня кария позолоченные солнцем глаза с синеватыми белками жестянщик потом подносит к лицу ладони нюхает их вот уже не пахнут а то все бывало жестью пахли и улыбается грустно и умудренно война обдирая зубами изоляцию с провода говорит сколько на войне всякого добра пропадает так это привыкнуть невозможно опять бьет немецкая минометная батарея та самая на теперь разрывы ложатся левей вот она била с вечера шарю шарю стерю трубой ни вспышки ни пыли над огневыми позициями все скрыто гребнем высот кажется руку бы отдал только бы уничтожить ее я примерно чувствую место где она стоит и уже несколько раз пытался ее уничтожить но она меняет позиции вот если бы высоты были наши но мы сидим в кювете дороги выставил над собой стереотрубу и весь наш обзор до гребня мы вырыли этот окоп когда земля была еще мягкая сейчас дорога развороченная гусеницами со следами ног колес по свежей грязи закаменела и растрескалась не только мина легкий снаряд почти не оставляет на ней воронки так солнце прокалило ее когда мы высадились на этот плацдарм у нас не хватило сил взять высоты под огнем пехота залегла у подножия и спешно начала окапываться возникла оборона она возникла так упал пехотинец прижатый пулеметной струей и прежде всего подрыл землю под сердцем насыпал холмик впереди головы защищая ее от пули к утру на этом месте он уже ходил в полный рост в своем окопе зарылся в землю не так-то просто вырвать его отсюда из этих окопов мы несколько раз поднимались в атаку но немцы опять укладывали нас огнем пулеметов шквальным минометным и артиллерийским огнем мы даже не можем подавить их минометы потому что не видим их а немцы с высот просматривают и весь плацдарм и переправу и тот берег мы держимся зацепившись за подножие мы уже пустили корни и все же странно что они до сих пор не сбросили нас в Днестр мне кажется будто мы на тех высотах они здесь мы бы уже искупали их даже оторвавшись от стереотрубы и закрыв глаза даже во сне я вижу эти высоты неровный гребень со всеми ориентирами кривыми деревцами воронками белыми камнями проступившими с земли словно это обнажается вымытый ливнем скелет высоты когда кончится война и люди будут вспоминать о ней наверное вспомнят великие сражения в которых решался исход войны решались судьбы человечества войны всегда остаются в памяти великими сражениями и среди них не будет места нашему плацдарму судьба его как судьба одного человека когда решаются судьбы миллионов но между прочим нередко судьбы и трагедии миллионов начинаются судьбой одного человека только об этом забывают почему-то с тех пор как мы начали наступать сотни таких плацдармов захватывали мы на всех реках и немцы сейчас же пытались сбросить нас а мы держались зубами руками вцепившись в берег иногда немцам удавалось это тогда не жалея сил мы захватывали новый плацдарм и после наступали с него я не знаю будем ли мы наступать с этого плацдарма и никто из нас не может знать этого наступление начинается там где легче прорвать оборону где есть для танков оперативный простор но уже одно то что мы сидим здесь немцы чувствуют и днем и ночью недаром они дважды пытались скинуть нас в Днестр и еще попытаются теперь уже все даже немцы знают что война скоро кончится и как она кончится они тоже знают и наверное потому так сильно у нас желание выжить самые трудные месяцы сорок первого года в окружении заодно то чтобы остановить немцев перед Москвой каждый не задумываясь отдал бы жизнь но сейчас вся война позади большинство из нас увидит победу и так обидно погибнуть в последние месяцы в мире творятся великие события вышла Италия из войны высадились наконец союзники во Франции делить победу все лето пока мы сидим на плацдарме один за другим наступают фронты севернее нас значит скоро и здесь что-то начнется Васин кончил чинить аппарат любуется своей работой в окопе косое солнце и тень разложив на голенищих портянки протянув босые ноги Васин шевелит пальцами под солнцем смотрит на них давайте подежурю товарищ лейтенант обожди мне показалось что над немецкими окопами возник желтый дымок стереотрубу приближенной увеличительными стеклами хорошо виден травянистый передний скат высоты желтые извилистые отвалы траншей опять в том же месте возникает над бруствером летучий желтый дымок роют какой-то немец роет средь бела дня блеснула лопата лопата у них замечательная сами идут в грунт вровень с бруствером пошевелилась серая мышиная кепка тесно тесно копать а каску от жары снял вызывай второго стрелять будем оживляется Васин и сидя перед телефоном на своих босых пятках вызывает второй это командир дивизион он сейчас на той стороне днестра в хуторе голос поутрину хрипловато и строк спал наверное окна завешаны одеялами от земляного пола побрызганного водой прохладно в комнате мух ординарицу выгнал можно спать в жару а снарядов конечно не даст я иду на хитрость товарищ второй обнаружил немецкий артиллерийский МП скажи просто обнаружил наблюдателя наверняка не разрешит стрелять откуда знаешь что это артиллерийский МП сомневается и оценка и тон уже мрачный раздраженный от того что надо принимать какое-то решение засек стереотрубу по брезку стекол вру я честным голосом а может быть и не вру может быть он кончит рыть и установит стереотрубу значит НП говоришь и оценка колеблется лучше не надеяться а то потом вовсе обидно что за жизнь в самом деле сидишь на плацдарме голову высунуть нельзя а обнаружил цель и тебе снарядов не дают если бы немец обнаружил меня он бы не стал спрашивать разрешения этой ночи уже прислали бы сюда другого командира взвода три снарядика товарищ второй спешу я пока он еще не передумал и голос мой мне самому противен в этот момент расхвастался воздух сотрясать хочешь или стрелять злиться вдруг яценко и черт меня дернул выскочить с этими тремя снарядами все в полку знают что яценко стреляет неважно и грамотно и подготовку данных знает но как говорится если таланта нет это надолго однажды он пристреливал цель и зарасходовал восемь снарядов но так и не увидел своего разрыва с тех пор яценко всегда держит на своем НП одного из комбатов на случай если придется стрелять с ним всегда так хочешь лучше сделать а наступаешь на больную мозоль так вы ж больше не дадите товарищ комдив оправдываюсь я поспешно это хитрость непонятная человеку штатскому командир дивизии командир артиллерийского дивизиона сокращенно звучит одинаково комдив хотя дивизией командует полковник а то и генерал а дивизионом в лучшем случае майор яценко любит когда его называют сокращенно и звучно товарищ комдив и я иду на эту хитрость как бы забыв что по телефону не положено ни звания ни должности есть только позывные тебе что мой позывной неизвестен обрывает яценко но слышно по голосу доволен это главное что угодно говорить лишь бы снарядов дал мне начинает казаться даст а ты знаешь сколько наш снаряд стоит пятьдесят килограммов ты знаешь сколько это в пересчете на рубли все ясно точка опоры найдена когда пошло в пересчете на рубли яценко уже не сдвинешь он говорит долго и поучительном он любит себя послушать и постепенно успокаивается от собственного голоса под конец даже добрее нанесешь этот нп на разведсхему пришлешь мне с разведчиком и наблюдай за ним мотовилов наблюдай молодец что засек хочется выругаться страшно мы напугали немца что нанесем его на разведсхему это все равно что убить его мысленно а он вот пока что роет я знал что комдив снарядов не даст говорит Васин когда я возвращаю ему трубку он как будто даже доволен что его предвидение сбылось тоже мне ясновидящий ты лучше сапоги надень срываю я на нем зло и ноги подбери расселся как на пляже а немец теперь обнаглел окончательно роет на глазах у всех словно знает что по нему не будут стрелять я стараюсь не глядеть в его сторону от этого меня еще больше все раздражает сейчас и окоп тесный и вода во фляжке теплая пить противно и еще Васин с аппаратом расселся так что повернуться невозможно этой же ночью заставлю его рыть себе отдельный окоп чтоб не торчал перед глазами меня еще потому все раздражает сейчас что выход есть снаряды добыть можно но для этого надо пробежать по открытому месту шестьдесят метров в шестидесяти метрах от нас кукуруза там НП дивизионной артиллерии они все же не так трясутся над снарядами и командир взвода там Никольский мальчик еще страшно вежливый этот не откажет главное перебежать шестьдесят метров до кукурузы я уже знаю что не перестану думать об этом удивительно голая местность только несколько минных воронок ни одного окопа даже трава жесткая стелющаяся упадешь и весь виден но сидеть так целый день смотреть как немец роет на глазах у тебя тоже терпения не хватит от немца у нас загораживает гребень кювета можно хоть изготовиться скрытно затягиваю ту же ремень передвигаю пистолет за спину вешаю бинокль на шею будут спрашивать отдувайся за обоих а если комдив будет ругаться Васин очень не любит когда начальство ругается прямо-таки грустнеет на глазах вот ты и скажешь комдиву что в следующий раз снаряды давал Васин моргает жалобно мне мол хорошо говорить отдуваться ему не бойся комдив сюда не придет еще раз оглядываю высоты занятые немцами тихо выскакиваю из окопа и бегу ветер кидается навстречу нечем дышать впереди воронка только бы добежать до нее не стреляет не стреляет падаю не добежа сердце колотится в горле пиу пиу чип чип словно плетью хлестнуло по земле перед самой воронкой отдергиваю руки так близко дурак не надо было шевелиться изо всех сил вжимаю в землю она сухая каменистая чип-чип-чип только б не в голову всей кожей головы чувствую как могут попасть пиу-пиу-пиу это уже свистят поверху осторожно приоткрываю один глаз и тут же зажмуриваюсь от вспышки вот он откуда бьет на переднем скате высоты крошечный холмик яблоня и в круглой тени ее окоп не могу удержать дрожь глаза когда там бьются белые вспышки хочется зажмуриться лучше не видеть как по тебе стреляют впереди меня у края воронки каким-то образом уцелевший желтый подсолнух смотрит на солнце отвернувшись от немцев ведь падает шляпка ведь падает стебель перебитый у основания я лежу на неудобно подогнутых руках щекой плечами прижавшись к земле земли высота кажется огромной только краешек неба виден над ней я стараюсь запомнить место где сидят пулеметчика чтоб из кукурузы откуда оно будет выглядеть иначе узнать его если он не попадет меня и я добегу до кукурузы тогда уж он будет в моем положении против артиллерии бьющей закрытой позиции из-за Днестра пулеметчик то же что я безоружный сейчас против него я лежу под его пулями распростертый из суверного чувства стараясь не думать о том что будет с пулеметчиком если я останусь жив и добегу до кукурузы последняя очередь проносится надо мной тишина только теперь чувствую как устали все время сжимающиеся мускулы отчего-то болит затылок и шея край бинокля врезался в грудь это я упал на него жаль если побили стекла у меня замечательный цейсовский бинокль насколько у пулеметчика хватит терпения минут десять будет караулит потом устанут глаза главное чтобы немец не начал швырять мины если рядом упадет снаряд еще можно остаться в живых у меня был уже случай и взорвало голенище сапога а когда я вскочил и побежал хромая обнаружил что еще каблук срезало снаряд рвется в земле и осколки выбрасывает вверх особенно фугасный но от мины на ровном месте спасения нет она разрывается едва ударившись в землю осколки ее сбривают даже голову осторожно за ремешок тянул из-под себя бинокль врезался в кость терпения нет никакого потом лежу закрыв глаза в висках кровь тяжелыми ударами отсчитывает время наверное прошло уже десять минут больше я не могу во всяком случае скакиваю бегу бинокль раскачивается на шее бьет по груди никак не удается поймать его на бегу падаю уже в кукурузе пулемет запоздало строчит догонку лежа на животе еще не отдышавшись просовываю бинокль меж стеблей слепящее солнце синеватый дымок затянувшие высоты все это прорезают увеличительные стекла и я вижу пулеметчиков десятикратно приближенными их двое оказывается за реденьким частоколом натыканного бруствер бурого конского щевеля шевелятся две железные каски два желтых пятна вместо лиц теперь я их не потеряю из виду по кукурузе близкой от меня пробегает пригнувшись пехотинец ладонью прижимая к груди медали кажется ординарец Никольского когда я спрыгиваю в траншею наблюдательного пункта он уже развешивает на колышках битых в стену мокрые тряпки платки подворотнички и радостно улыбается мне крепкими зубами стараясь показать свое расположение это по вас стреляли товарищ лейтенант все это время пока я лежал мечтая только чтоб не в голову попало он под скатом в бомбовой воронке стирал сидя на корточках и прислушивался по ком это никто даже огня не открыл вот черти лейтенант где болеет лейтенант той щели лежит Никольский лежит на земле с головой укрытой шинелью дрожит так что под сукном видно я долго тормошу его за плечо наконец он садится откидывает с головы шинель расширенным зрачкам его даже в сумраке перекрытой щели больно от света он жмурится от лица от шеи его пышет жаром а руки ледяные и ногти синие Никольский говорю я вглядываю с его горячечно блестящие влажные глаза и встряхиваю его легонько потому что не уверен понимает ли он меня вполне не кури просит он рукой отгоняя дым от лица тошнит от запаха и зябко кутает плечи шинелью застегивает крючок у горла как погреб здесь лицо у него желтые губы от жары растрескались до крови зрачки точно смолой налиты малярия саша я притягиваю его к себе и чувствую на лице его горячее резкое дыхание пулемет обнаружил слышишь меня обоих пулеметчика видно не накроем уйдут сволочи я вижу понять меня стоит ему усилия он даже поморщился от того что больно подымать глаза с глазами что-то делается признался он то лицо у тебя огромное то где-то далеко все не попаду я я буду стрелять у нас там товарищ лейтенант цель номер два правее немного внезапно поддерживает меня ординарец а ну соединяй с комбатом уже приказываю я телефонисту все на НП сразу приходят в движение я иду по траншеи расправив плечи и встречные почтительно прижимаются к стенам давай дорогу что-что а стрелять артиллеристы любят может быть потому что мы всегда экономим снаряды по нас бьют а мы экономим хуже нет когда сидишь в окопе и ловишь ухом перелет и долет вот он твой кажется и вжимаешься в стенку и выйти хочется от бессильной злобы я сажусь к стереотрубе прилаживаю ее по глазам вот они оба своих касках как птенчики в гнезде только не спугнуть и вдруг замечаю что и команду передаю тихо словно они могут услышать цель номер два звучно лихо радостно повторяет за мной телефонист правее ноль двенадцать над головой шуршит земля это двое разведчиков с биноклями вылезли наверх лежат кукурузия на животах ждут первого разрыва я медлю сильный ветер он неминуемо снесет дым разрыва а мне хочется быстро вывести снаряд на цель чтобы сразу перейти на поражение пока они не сообразили что к чему первый дал перелет я командую взрыватель фугасный позади пулемета овражек плоский осколочный разрыв не будет виден фугасный же выбросит столбом телефонист озадаченно повторяет взрыватель фугасный он привык что фугасными снарядами бьют только по укреплениям по дотам под зотам а здесь окоп и вдруг вся эта продуманная комбинация рушится пулемет внезапно начинает строчить я вижу ясно вспышки в круглой тени яблоней а сверху над головой у меня раздаются какие-то крики огонь очередь обрывается каски исчезли в окопе грязный ватный разрыв встает позади сверху опять кричат левее левее ползи кому они кричат огонь дымом заволакивает окоп когда его сносит каски осторожно приподнимаются и тут я замечаю на поле ползущего человека к одной ноге привязана катушка к другой телефонный аппарат Васин ползет сюда ему кричат и я тоже кричу диким голосом лежать лежать мерзавец он как будто услышал замер обеими руками глубже натянул пилотку на голову опять пополз и сейчас же та-та-та-та-та-та-та огонь разрывы сильно сносит ветром замолкнув на минуту пулемет опять начинает работать цепился в Васина не отпускает живым больше я не смотрю туда иначе не попаду наверху тоже затихли убит страшная эта тишина батарея четыре снаряда беглый огонь грохот кипящий дым над окопом и в нем мгновенные вспышки огня даже здесь все трясется со стен на ручьями течет песок и сразу все обрывается тишина давит на уши когда ветром относит дым вижу срубленную яблоню сапог выброшенный из окопа пулемета нет и окоп почти целый он теперь не в тени на ярком солнце тень исчезла вместе с яблоней из него медленно исходит дым наверху над головой у меня раздается рев как на стадионе и под этот рев вваливается Васин с катушкой и телефонным аппаратом пыльный потный запыхавшийся живой черт окаянный у меня до сих пор из-за него дрожат колени Васин быстро подключает телефонный аппарат ругались одна нога здесь другая там чтоб найти Вас я сижу на снарядном ящике у стере трубы смотрю на него сверху на его шею красную блестящую от пота заросшую темными волосами на его круглые плечи мускулы под натянувшейся гимнастеркой на его тяжелые от прилипшей крови уши оттопыренные как у мальчишки молодой здоровый горячий весь в полной жизни если б одна из пуль одна только пуля попала в него сейчас кажется пора бы уж привыкнуть но как подумаешь невозможно не привыкнуть не понять это Васин снизу подает мне трубку в ней голос начальника артснабжения полка клепикова мотовилов у тебя какой пистолет понимаешь отечественный трофейный я понимаешь специально приехал инвентаризацию понимаешь провожу снизу на меня смотрит Васин в глазах сознания важности состоявшегося наконец разговора он ждет ради этого разговора он полз сюда привязав катушку к одной телефонной аппарат к другой ноге я молчу мотовилов ты меня слышишь понимаешь ты что понимаешь шутки шутить понимаешь когда он волнуется он с этим понимаешь как заика он очень обидчив клепиков он капитан но ему все кажется что строевые офицеры недостаточно уважительно относятся к этому факту командиру батареи тоже капитану они относятся с большим уважением чем к нему начальнику артснабжения хотя должность его выше и даже единственное в полку я специально приехал понимаешь инвентаризацию отечественного понимаешь оружие произвожу я не могу даже обругать его потому что рядом Васин для этого разговора он тащил сюда телефонный аппарат у меня это еще перед глазами как он полз и как стреляли по нему а ну отойди отсюда приказываю я Васин когда он отходит я прикрываю трубку ладонью и говорю Клепикову все что думаю о нем и его инвентаризации он кричит что будет жаловаться что я пользуюсь тем обстоятельством что между нами днест и голос у него жалкий и мне вдруг становится жаль его не надо было его оскорблять тем более что он все равно меня не поймет чтобы понять ему надо побыть здесь но здесь он никогда не бывал и не будет на войне всегда между нами днестр и говорим мы с Клепиковым на разных языках он действительно самыми лучшими намерениями прибыл из тыла в хутор на той стране и чувствует себя там на передовой он производит инвентаризацию личного оружия потому что из честных побуждений хочет принять самое деятельное и непосредственное участие в войне а в то же время из-за этой его внезапной старательности только что чуть не погиб хороший человек наверное Клепиковы нужны на фронте раз даже должность для них есть и в жизни наверное без них не обойтись не знаю тут есть что-то несовместимое что совершенно понять нельзя и хотя мы служим с Клепиковым в одном полку и все время на одном фронте у нас с ним нет общих воспоминаний война для нас настолько различна словно это две разных войны у меня гораздо больше общего с незнакомым мне случайно встреченным пехотинцем с которым мы закурим вместе перекинемся парой ничего не значащих слов и окажется вдруг что мы и понимаем друг друга с полуслова и чувствуем многое одинаково я уже не сержусь на Клепикова я действительно на него не сержусь я отвечаю на его вопросы у меня не отечественный пистолет трофейный парабеллу Клепиков еще некоторое время ворчит потом успокаивается в общем он не злобивый человек хотя и обидчив главное он любит чтобы к его делу относились уважительно я доставляю ему это удовольствие терпеливо слушаю его оказывается трофейные пистолеты он не включает на интеризацию и чтоб у меня не осталось неясности на этот счет он разъясняет почему он так делает очень логично но что-то надо сказать Васину не мог же он зря проделать весь этот путь и я благодарю его пять минут назад когда он полз под огнем я не знаю что мог бы с ним сделать сейчас я его благодарю но если еще раз так полезешь не немца бойся а меня Васин доволен до вечера мы остаемся здесь Васин угощается у разведчиков я иду к командиру батальона Бабину которого поддерживает наша батарея с яркого солнца спекла спускаюсь вниз прохладный сумрак землянки где желтым огоньком горит свеча начальству привет Бабин только глянул и продолжает лежа думать над шахматной доской подперев ладонью крепкую черноволосую голову он в кельняшке в одном хромовом сапоге другая вытянутая нога в носке про него говорят это тот комбат который лежа воюет даже те кто не знают его по фамилии в лицо ни разу не видели про такого комбата слышали Бабина ранила в ногу осколком мины еще когда мы высаживались на плацдар с тех пор он и воюет лежа и немцам ни разу не удалось потеснить его батальон рассказывает был тут сначала военфельдшер отчаянная девка она и ухаживала за ним при желтом огне свечи руки шеи лицо Бабина кажется коричневыми лицо у него крупное жесткие щеки давно уже бреющегося человека напротив него на других нарах сбив фуражку на затылок как она у него там держится непонятно горбоносый командир второй роты мак лицов негромко чтоб не мешать комбату думать наигрывает на гитаре и поет прощайте скалистые горы песни комбат любит морские до войны он плавал на севере капитаном рыбачьего сейнера я сажусь рядом с мак лицовым достаю портсигар в общем-то конечно Яценко прав что не дал снарядов стрелять и сто пятидесяти двухмиллиметрового орудия по отдельным наблюдателям это все равно что из пушки по воробьям но рассуждать объективно можно когда ты спокоен а не в тот момент когда сидишь в щели и голову нельзя высунуть а тебе еще снарядов не дают привыкшими к темноте глазами замечаю в дальнем углу у дверей худощавого щуплого телефониста надевает на голову телефонную трубку усаживаясь рядом с телефонным аппаратом старается не шуршать он явно смущен еще бы не смущен когда выиграл у начальства где-то тут я что-то просмотрел неуверенно говорит бабин мне он нравится спокойный упорный мужик но на человека хорошо играющего в шахматы способен смотреть как на бога бабин ложится на спину берет со стола свечу в плошке прикуривая втягивает весь огонек в трубку из-за чего война была спрашивает он отнеся огонь от лица пулемет уничтожили говорю я так словно каждый день уничтожаю по пулемету двух пулеметчиков ухлопали глаза бабина веселеют сквозь дым ну все скоро война кончится он вытягивает из-под бока скользкую планшетку с картой под целлулоидом покажи я показываю где стоял пулемет рядом с яблоней радуется он что зрительно помнит местность так и надо дуракам не лезь под ориентир он прячет планшетку а ну расставляй еще так что же товарищ капитан опять сердиться будете предупреждая телефониста заранее снимая всякую ответственность расставляй расставляй бабин уже сердится телефонист пожимает одним плечом что ж я лицо подчиненное и расставляет фигуры и себе и комбату они успевают сделать первые ходы когда начинается бомбежка бабин со стола берет трубку в рот трубку эту он завел с тех пор как начал воевать лежа думает над ходом подперев лоб пальцами наверху тяжелые удары подпрыгивает на столе огонек словно хочет оторваться от свечи пыль как дым подымается из углов наполняет воздух грохот давит на уши голова становится мутной откуда-то сверху скатывается связной козыряет у дверей вытянувшись он весь обсыпан землей глаза вытращены товарищ комбат прислан для связи командиром третьей роты на участке нашей роты бомбит солнце не видать из-за частокола пешек бабин осторожно вытянул коня держа на весу сказал возьми карандаш на столе возьми бумагу напиши слово бомбит связной нерешительно двинулся к столу взял карандаш отвыкшими пальцами на бумагу с треском посыпалась земля сверху он уважительно смелую ладонью ты стояла в белом платье наигрывал маклецов заглядывая через плечо связного и платком махала осторожно положил гитару на сено вышел из землянки до своего НП ему бежать недалеко метров сорок у связного на первой же букве ломается карандаш дайте ему нож карандаша чинить говорит бабин не отрываясь от доски от взрывов приходит движение бревна наката над головой они скрипят трутся друг от друга и все это сооружение начинает казаться непрочным с потолка вниз по стене стремглав проносится мышь связной старательно выводит букву за буквой согнувшись над столом то и дело дуя на бумагу бабин негромко переговаривается по телефону с командиром рот кульчицкий у тебя как даже мне на других нарах слышно как кричит в трубку кульчицкий его бомбят сейчас и он собственного голоса не слышит точно ученик связной подал бумагу бабин зачеркнул н надписал сверху м перепиши три раза и опять задумался над ходом с трубкой в зубах лицо напряженное глаза остро блестят я выхожу из землянки в небе над головой зайдя в хвост друг к другу кружат хенкели их круг в небе это наш плацдарм на земле какой же он крошечный согнувшись бегу по кукурузе к НП падаю не добежав звенящий вой входит в меня как штык закрываю глаза земля вздрагивает подо мной как живая на минуту глохну от грохота когда поднимаюсь спереди черная серая стена дыма и на фоне этой черной клубящейся грозовой стены особенно зелено сочно блестят листья кукурузы и сейчас же новый взрыв кидает меня на землю становится темно и удушливо потом хенкели улетают сквозь черный дым проглядывает солнце и уже вскоре над головой у нас летнее синее небо с белыми облаками и яркое солнце оно кажется сейчас особенно ярким даже не верится что пять минут назад оно тоже светило над головой и только дым заслонял его я отряхиваюсь кого-то уносят согнувшись по кукурузе еще пахнет взрывчаткой и везде разбросаны свежие комья земли неужели кончится война и с такой же легкостью с какой проглянуло сейчас солнце забудется все и зарастут молодой травой и окопы и воронки и память глава третья ночью нас внезапно сменяют являются командир отделения разведки генералов с ним Синюков и Коханюк Коханюк во взводе новый я его еще толком не знаю острый пестренький носик в веснушках пестрые рыжеватые глаза тонкой шеи кто ж тебя так кахал Коханюк что заворот тебе еще и кулак можно засунуть генералова я не видел десять дней он еще больше раздался вширь лицо заблестело по его комплекции ему бы усы да орденов полную грудь да под знамя гвардеец я ли вас нашли говорит он радостно от того что все-таки нашли на НП нету мы уж по связи сюда он садится на землю сняв с головы кладет рядом с собой новую фуражку ого даже фуражку завел офицерскую я пока что выгоревший пилотки хожу платком вытирает лицо волосы от него пахнет одеколоном пока мы едим он рассказывает новости ну товарищ лейтенант с вас вина бочонок комбатом вас хотят назначить а монахов куда малярии до канала в госпиталь увезли старшего лейтенанта странно устроен человек вот и не нужно мне это кончится война буду жив демобилизуюсь а все равно приятно Васин уже собрался он и есть почти не стал дома поедим действительно мы же домой идем я встаю так вот генералов делать тебе вот что и как только я встаю и начинаю вводить его в круг обязанности генералов сразу тускнеет а на лице Коханюка отражается тревога до сих пор они шли спешили один раз попали в болото чуть не угодили под разрыв мины бежали искали нас потеряли нашли наконец они возбуждены и радостны но постепенно возбуждение остыло сейчас мы уйдем и они останутся одни только синяков этот уже бывал на плацдарме спокойно перебывается на траве в огневом взводе есть несколько человек старше его но у меня во взводе их только двое таких он и шумилин он из тех солдат что ни от чего не отказываются но и сами никуда не напрашиваются обошлось без них и ладно ты что ж без шинели говорю я генералову я так понимаю нас скоро сменят это получается у него вопросительно смотри какой понятливый должны были прислать сюда командира взвода восьмой батареи младший лейтенант фамилия у него еще такая запоминающаяся в географии встречается чечеланов во во пролив такой в школе изучали чечеланов магелланов ты видно сильный был ученик нет чего я это дело любил понятно так что чечеланов штаб дивизии для связи забрали в последний момент я понимаю я тут временный но раз временный гимнастерские не замерзнешь да у тебя ж еще и фуражка новая генералы улыбаются заискивающие он мол понимает что товарищ лейтенант шутит не нравится он мне сегодня и мне бы надо с ним быть строгим но отчего-то в душе мне неловко перед ним оттого наверное что я ухожу и скоро буду на той стороне а он остается здесь и генералов чувствует это ладно оставлю тебе свою шинель и потому что мне хочется скорее уйти я словно стыдясь этого все медлю ребята от моего сочувствия окончательно погрустнели генералов еще несколько раз к слову говорит что должны были прислать сюда младшего лейтенанта а вот прислали его а когда я приказываю вырыть новый НП в кукурузе он выслушивает это угрюмо словно и вать его заставили вместо кого-то ничего это до тех пор пока есть старший над ними кто отвечает за все я уйду останутся одни разберутся сразу и вырыт и сделают все напоследок захожу к бабину проститься и потом вместе с Васиным быстро идем через поле к лесу под низкими тучами то и дело вспыхивают огненные зорницы орудийных выстрелов и в воздухе над нами воет удаляясь опять по берегу бьет в лесу сильные перед дождем запахи цветов и трав хлынули на нас и мы замедляем шаг теперь уже нас никто не задержит мы отошли порядочно когда на плацдарме сменяют самое сильное желание скорее выбраться отсюда вдруг в последний момент случится непредвиденное и тебе придется остаться в лесу темней чем в поле и душно здесь я чего-то беспокойно как бывает перед грозой а тут еще генералов испортил настроение не следовало оставлять ему шинель от близкого болота ночи здесь бывают свежие померзнет в одной гимнастерке так иная ночь в шинели раем покажется и уж не станет думать о том что он временный здесь мне на пронде никто свою шинель не подстилал и правильно делали но с полдороги и генералов и мысли о нем все это остается позади мы возвращаемся домой радостно снова идти по лесу по которому десять суток назад мы шли сюда радостно узнавать каждое дерево лес с тех пор сильно поредел множество деревьев расщепленных словно от удара молнии белеет в темноте у иных сломаны вершины иные вырваны с корнем и валяются на земле мертвые среди живых наверное здесь нет ни одного нераненого дерева пройдет время затянутся осколки белым мясом да еще долго упил будут ломаться зубья еще не раз человек срубив дерево вынет на ладонь осколок или пулю и что-то защемит в душе и вспомнится пережитое далекие сходящие у нас за спиной ракеты освещают черноту впереди и блестящие листья на кустах и по мере того как мы идем по лесу к запахам цветовый трав присоединяется свежий все более сильный запах близкой уже реки сейчас будет поворот а там рукой подать до днестра за поворотом мы обычно отдыхаем здесь песчаный косогор на котором растут сосны держа его корнями врыта землянка связистов хорошая землянка под самой сосной потолок с водом как в русской печи и пахнет здесь как в старушке едой махоркой даже дверь поставили настоящую а от двери три ступеньки вниз и дорога нет такого человека который бы шел на плацдарм или с плацдарм и не поднялся бы по этим ступенекам не выкурил бы цигарку связистов на промежуточном пункте и пока курит не раз позавидует их тихому лесному житью а представить себе место куда идет сам так и вовсе раем покажется эта землянка гася цигарку а подуш пошутит вам бы поросеночка завести или сразу корову раз хозяйство такое и однажды связисты в самом деле перевезли из-за днестра корову привязали к сосне около землянки в полукилометре от берега в километре от передовой даже навес орудили над ней чтоб незаметно было с воздуха а травы в лесу только ленивый не накосит но у коровы как только она оказалась на плацдарме почему-то пропало молоко а вскоре ее убило снарядом сейчас мы тоже перекурим у связистов здесь как бы рубеж все новости с того и с этого берега собираются на промежуточном пункте если ты идешь на плацдарм самую первую точную информацию получаешь здесь сильный синий свет разрывает черноту над лесом на миг осветились закачавшиеся вершины деревьев и я вижу впереди себя в том месте где была землянка огромную бомбовую воронку из корня вырванную поваленную на дорогу сосну что-то торчит из песка но я не успеваю разглядеть что это свет гаснет и уже в темноте над головами у нас над зашумевшими вершинами выше туч тяжело и глухо грохочет привыкшие к артиллерийскому обстрелу мы не сразу догадываемся что это гром при новой вспышке молнии подойдя ближе мы видим полушинели мешком повисший шинельный карман и ногу в сапоге согнутую в колени поднявшийся ветер уже раскачивает их над бомбовой воронкой на уровне наших голов прямое попадание и сюда достал говорит Васин мы привыкли к тому что на плацдарме убивает без этого еще дня не было и прямые попадания не такая уж редкость когда простреливается каждый метр здесь безопасное место здесь наш тыл а когда убивает в тылу это почему-то всегда действует неожиданно через Днестр мы переправляемся под проливным дождем он по-летнему теплый пахнут дождем наши гимнастерки которые столько дней жарило солнце теперь дождь вымывает из них соли пот пахнет просмоленная дощатая лодка сильно пахнет река и нам весело от этих запахов от того что мы гребем изо всех сил до боли в мускулах от того что соленые струи дождя бегут по лицу на плацдарме теперь уже далеко от нас всходят в дожде ракеты свет их туманен хлещет синие молнии ослепительно отражаясь в воде мы гребем спиной к тому берегу лицами к плацдарму он все больше отдаляется от нас и как бы опускается за воду и чем дальше отплываем мы тем меньше кажется он издали наш плацдарм но сколько жизни стоил иной метр его зальет ребят кричу я Васин из-за плеча поворачивает ко мне мокрое веселое лицо в которое хлещет дождь просохнут лодка скребет по песку мы выпрыгиваем в воду вытягиваем лодку носом на берег искупаемся мокрые сидя на мокром песке стаскиваем через голову гимнастерки а дождь шлепает нас по спинам из всего что есть на мне только партбилет не промок он прорезиненной обертки от индивидуального пакета я закатываю его в гимнастерку Васин тянет у меня с ноги сапог и вместе сапогом везет меня по песку и мы оба хохочем потом он голый мускулистый скачет на одной ноге срываясь с другой мокрые брюки рядом с ним я худой длинный я немного стесняюсь этого ведь я же лейтенант мы пробегаем по лодке раскачивающейся под ногами и один за другим прыгаем головами вниз в черную воду ух ты даже дух захватывает так хорошо когда я выныриваю из глубины рядом отфыркивается Васин трясет круглой головой река вся залита зеленым светом ракеты что-то холодное скользит у меня по животу обвивает ногу вздрогнул от гадливого чувства ныряю водоросли мягкие шелковистые я кидаю ими в Васина он кидает меня и брызгаясь и смеясь расплываемся в разные стороны только вырвавшись с плацдарма чувствуешь как же хорошо жить на свете а с берега и закопов что-то кричат нам приглушенными голосами кажется злятся захватив подмышки сапоги гимнастерки брюки мы босиком бежим по песку вверх спрыгиваем в траншею и сидя на корточках в одних трусах курим от мокрых пальцев наших цигарки шипят у Васина на мокром теле то вспыхивают и разгораются то гаснут капли воды а вокруг стоят пехотинцы и лейтенант все в плач-палатках капюшонах голоса у них недовольные но че крик подняли он тут на голос бьет я подмигиваю Васину и мы оба хохочем на голос бьет а с их сумрачных капюшонов на наши голые спины капает вода в этих ребят обороняющих траншеи за Днестром здесь передавая кто же для них тогда мы переплывшие с плацдарма смертники а ведь для пехоты сидящей на плацдарме наш НП расположенный метров ста позади них тыл крепко бы здесь окопались проволоку бы еще надо колючую все-таки фронт обиделись мы таких видали вы то вот сейчас уйдете а он по нас бить будет пожалуй не стоило их обижать позади них еще ого сколько народу на фронте у каждого свой передний край и в жизни наверное тоже дождь постепенно стихает мы натягиваем на себя все мокрое идем в хутор на этой стороне даже воздух легкий какой-то совсем по-другому дышится у первых домов из тени дерева наперерез нам выходит патруль двое разведчиков нашего дивизиона у каждого из-за плеча торчит приклад автомата узнав пропускают просят только прикурить а курить на посту нельзя говорит Васин строго он любит иногда поучать смеются это не знают как знают и то что прикурить мы дадим уходят они от нас уносим мокрых рукавах шинелей тлеющие огоньки цигары в хуторе сон и тишина мы идем вдоль низкого белого под луной заборика по южному сложенного из плоского дикого камня на другой стороне улицы до половины дороги тень несколько луж блестит в разъезженных колеях такое чувство словно и родился я здесь и прожил здесь жизнь и теперь возвращаюсь домой вот она деревянная калитка на кожаных петлях ее нельзя открыть ее надо приподнять и перенести мы делаем проще мы перепрыгиваем через забор кулаком бью в раму окна нечего спать раз мы вернулись окошко крошечное четыре стекла вмазаны в белую глиняную стену дома и рама крест накрест все это сотрясается под ударами и сейчас же распахнулась дощатая дверь панченко ординарец мой сонный зевающий в трусах и босиком стоит на пороге заходьте товарищ лейтенант в доме сонное тепло воздух густой спертый разведчики спавшие на полу садятся на своих плащ палатках жмурясь от света лампы голоса до первой цигарки хриплые вы бы хоть окно открыли то они здесь такие окна что не открываются прикладом выбить это можно вместе с рамой и ухмыляются довольные я скидываю себя все мокрое в одних трусах босиком иду к столу по теплому глиняному полу и только сейчас всем своим голым отогревающимся телом чувствую что прозяб на столе всего столько что страшно начинать лежат три фляжки обшитые сукном стоит посереди стола высокая мутноватная бутылка с прилившими к стеклу крошкам не соломы самогонка по запаху виноградная вот с нее мы и начнем панченко наливает в граненые стаканы мне и Васину мы только двое сидим за столом остальные разведчики кто боком на подоконнике кто на кровати кто на полу поджав под себя ноги сочувствуют издали их панченко к столу не допускает не они вернулись плацдарна а мы ну за то чтоб всегда возвращаться и мы пьем самогонка крепкая до слез взяв по куску холодного мяса жуем медленно ждем пока дойдет и постепенно становится тепло у стола хозяйничает панченко кухонным ножом режет хлеб не кукурузный не ячменный высокий пшеничный хлеб с пропеченной мучной коркой потом появляется из печи горячая баранина и коричневые от подливки картошка все почти такое же как бывало готовил порцевание только перца не хватает эх порцевание порцевание мы наливаем по второй хорошо вот так ночью живым вернуться с плацдарма домой об этом не думаешь там это здесь со всей силой чувствуешь мне никогда до войны не приходилось возвращаться домой после долгой разлуки и уезжать надолго не приходилось первый раз я уезжал из дома в пионерский лагерь второй раз уже на фронт но и тот кто до войны возвращался домой после долгой разлуки не испытывал того что испытываем мы сейчас они возвращались соскучившимися мы возвращаемся живые сидя на подоконниках спинами подпирая стены разведчики смотрят как мы двое едим и глаза у них добрые а в углу стоит широкая деревенская кровать с деревянными шарами белая наволочка набитая сеном белая простыня в ногах поперек положена шинель конечно это панченко все приготовил угрюмый мой ординарец он на год моложе меня у него маленькие вечно озабоченные глаза и крупный нос нос у меня от деда говорит он брови тоже от деда панченко единственный в батарее кубанский казак откуда-то из усть лабинской я смотрю на его озабоченную грюмую милую морду и в душе у меня к нему нежность но ему об этом знать не положено много вы не понимали до войны люди разве в мирное время понимает человек что такое чистые простыни за всю войну только в госпитале я спал на простынях но тогда они не радовали так бывало в детстве стоит тяжело заболеть и тебе готовят самое лучшее самое вкусное а ты не можешь есть и выздоровев всегда жалеешь об этом ну по последней потом я ложусь на свою царскую кровать пахнущую сеном свежим бельем и проваливаюсь как в пух такую широкую деревенскую кровать невозможно ни вынести через дверь ни внести ее вносят наверное один раз до того как построен дом ставят а потом уж воздвигают саманные стены сегодня я сплю на ней один но отчего-то никак не могу заснуть жарко мне или не хватает чего-то я ворочаюсь натягиваю на ухо шинель закрытыми глазами считаю до ста едва задремываю как сдрогнув просыпаюсь опять я просыпаюсь от тишины даже во сне я привык прислушиваться к разрывам снарядов привык чтобы кто-то в тесноте дышал мне в затылок и сейчас на широкой кровати на чистых простынях не могу заснуть и мысли лезут в голову о ребятах оставшихся на плацдарме зажмурюсь и опять все это перед глазами землянка связистов в которую попала бомба дорога в лесу до последнего кустика и черные высоты занятые немцами при свете плывущей над ними ракетой нет кажется не усну я надеваю сапоги накидываю на голые плечи шинель и осторожно чтоб не разбудить ребят выхожу во двор весь он покатый гнестру освещен как днем стена дома ярко-белая а черные стекла в окне блестят и воздух свежий после дождя пьяный и тихо как тихо словно и нет войны на земле я сижу на камне запахнув колени шинелью что-то дышит рядом лохматый пес близко от меня сидит на задних лапах косится настороженно давай подружимся пес он тихонько рычит в ответ и черная губа приподнимается над синеватыми клыками потом подболзает все же мокрый нос тычется мне в колено я запускаю пальцы в его теплую свалявшуюся шерсть впереди оранжевая луна садится за глиняную трубу дома свет ее как два бельма отражается в глазах собаки и что-то такое древнее бесконечное в этом что было до нас и после нас будет в школе за один урок мы успевали пройти несколько фараонов 45 минут урока были длиннее двух веков Персия Александр Македонский Песестрат законы Ликурга Рим Пунические войны что-то сказал Газдрубал Столетняя война государства возникали и рушились и нам казалось что время до нас бежало с удивительной быстротой и вот теперь только пошло своим нормальным ходом Впереди у каждого из нас целая человеческая жизнь с которой мы прожили по 14-15 лет Как это много если помнишь каждый прожитый день если 45 минут урока за партой кажутся бесконечными если давно мечтаешь стать взрослым а время тянется так медленно Я уже воюю третий год Неужели и прежде годы были такие длинные Луна опустилась за трубу только краешек ее светится над крышей Сколько миллионов лет она уже вот так восходит и садится Сколько миллионов лет после нас она будет совершать свой еженочный ход Или миллиардов Впрочем это все равно Продробну я встаю с камня и вместе со мной до половины подымается из-за крыши Луна В доме в тепле я укрываюсь головой и подража под шинелью засыпаю Глава четвертая Утром просыпаюсь поздно один во всем доме и первое чувство Никуда мне не нужно спешить Ни о чем не надо думать Хорошо Где-то война а я в отпуску И что-то вчера еще было радостное А да Яком Бат ночью вызывал командир дивизиона Яценко и при начальнике штаба при множестве свечей торжественно объявил мне об этом Вот я лежу на широкой деревянной кровати уже в новом качестве не взводной а командир батареи Окно завешано с уколным одеялом в доме прохладно сумеречно от побрызганного пола пахнет сырой глиной Мух ординария цвыгнул чтоб не будили только одна жужжит где-то под потолком я лежу и прислушиваюсь к своим новым ощущениям Странно их почти нет наверное потому что я просто еще не знаю как должен чувствовать себя командир батареи Я откидываю ногами шинель потягиваюсь на сене простыня уже сбилась зеваю до слез отдаленно бухает заднестром орудие по звуку немецкое ста пяти босиком иду к столу по глиняному полу наливаю искринки молока оно даже желтое такое жирное пью с пшеничным хлебом все же хорошо быть комбатом был бы я сейчас взводным нужно было бы бежать докладывать а теперь можно не спешить хоть маленький а хозяин одно неприятно предстоит разговор с командиром огневого взвода Кондратюком Кондратюк старше меня и годами и по службе он еще до войны окончил Одесское артиллерийское училище и до сих пор лейтенант он по-крестьянски кряжистый ноги кривоватые сильные сапоги носят сорок пятый размер широк не столько в плечах как в бедрах и в талии и очень силен ему уже двадцать пять лет ясно представляешь себе каким он был в детстве парнишка еще есть люди которых просто невозможно вообразить детьми словно они такими прямо и родились на свет значительными солидными лысеющими с установившимися манерами и походкой словно они никогда не пачкали пеленок никогда их не звали Петечка Вовочка а уже в детстве величали Петром Георгиевичем Владимиром Аксентьевичем Кондратюка же видишь был он наверное сопливый уши отопыренные они отопыренные сейчас и говорит он не ушами а ушима своими ушима слышал передний зуб сколот коса волосы на лбу торчат вверх словно их корова языком лизнула вот уж действительно у кого чего нет тому именно этого хочется носить бы Кондратюку волосы назад раз они сами туда указывают так нет старательно зачесывают костяной расческой набок а уже через минуту на затылке и на лбу они у него торчат я даже не понимаю толком почему к нему никто не относится всерьез он самый старый в полку да что в полку во всей армии самый старый командир взвода всю войну командует взводом за этот срок на фронте взводного либо успевает убить либо он становится генералом ну старшим лейтенантом на худой конец Кондратюк все в тех же чинах его прислали к нам в сорок первом году когда мы еще стояли на формировке а он уже прибыл с фронта из разбитого попавшего в окружение пушечного полка большой мощности и все первые дни Кондратюк рассказывал нам о фронте о бомбежках о немецких танках с крестами об автоматчиках лезущих сквозь огонь о том как мессера на дорогах гоняются за каждым человеком за ним тоже гонялся вот так мессер шмидт Кондратюк кювет мессер шмидт крутит над кюветом Кондратюк врож и мессер шмидт врож поливает из пулемета кубики увидел меня на петлицах не дают житья что так что так конец приходит тогда я тоже разозлился выхватываю наган и с третьего патрона снял его и вместе с этим несчастным мессер шмидтом сбитым с третьего патрона рухнул и в древеске разбился весь фронтовой авторитет Кондратюка сколько раз уже собирались назначить его командиром батареи но в последний момент обязательно передумают не везет человеку и вот теперь тоже назначили не его а меня и мне придется разговаривать с ним и с этого первого разговора твердо расставить все по местам а в общем че это я с утра буду портить себе настроение успею еще вызвать и поговорить война не сегодня кончается я наливаю второй стакан молока снова бухает орудие за Днестром ложусь на кровати лежа на спине курю и прислушиваюсь не к орудиной надоевшей стрельбе а к непривычным мирным звукам деревенского утра где-то скрипотцой прокричал петух жив уцелел на войне с такими голосовыми данными очень просто в борщ попасть на Украине в одной хозяйке видел я петуха которая пережил немцев утром взлетал на плетень бил себя в грудь крыльями но молча так что даже непонятно было в каком смысле бил он себя в грудь и сейчас же опрометью кидался под сарай сколько раз немцы лазили туда за ним но так и не нашли только начихаются от пыли лезут обратно и для того прочно засела в нем эта привычка не кукарекать что немцы ушли а он и после них не подает голоса старуха не нахвалится такой разумный такой разумный но як людына словом всем хорош петух только кур не топчет и кур от чего-то к нему не идут и старуха хваля и вздыхая бесславно прирезала петуха на лапшу этот по всему видно решил лучше жизнь лишиться но не бросить кукарекать и кукарекать себя на здоровье с улицы несется веселый утренний звон молотка по железу даже здесь в сумеречной комнате чувствуется что за окном яркое после дождя утро когда ветром отдувает одеяло плоский солнечный луч пронзив сумрак упирается в печь и побелка вспыхивает табачный дым сразу же устремляется по лучу в щель окна из-за дома слышны голоса разведчиков смех смех почему-то женский странно на 25 километров от Днестра нет мирных жителей откуда женский смех я еще некоторое время курю лежа но мне это уже не доставляет удовольствия потом вовсе становится скучно валяться здесь одному одеваюсь натягиваю гимнастерку она еще влажная на швах и пахнет каленым утюгом панченко старался позаранку и стоячий воротник тоже влажен и тесен когда я застегиваю пуговицы в сенях сухо и жарко солнце бьет из-под выщербленной двери глиняный пол стертый деревянный порог и вся дверь в солнечных полосах я распахиваю ее и зажмуриваюсь после сумрака глазам больно от солнца белая слепящая стена дома желтый песок зеленые листва деревья в сверкающих каплях и синие летнее небо над головой в воздухе жарко и влажно от земли парит на непросохшем песке еще незатоптанные следы крупных капель издали вижу за домом двух военных девчат в погонах младших лейтенантов сидят на заваленке вот отчего тут собрался весь взвод одна из девчат полная блондинка с большой грудью лениво улыбаясь она полуха слушает саенко при ее достоинствах и это награда а тот ерзая оглядываясь что-то шепчет ей блестя всем лицом у другой живые черные глаза крупная родинка на верхней губе и вместо пилотки синий берет со звездочкой я почему-то сначала подхожу не к ним а к Васину босиком в летнем галифе завязанных у щиколоток в синей майке тело у него белое молодое здоровое а шея и кисти рук коричневые от загара он оседлал железный лом на табуретке и вдохновенно стучит по нему молотком что-то сгибая из жести на земле уже стоят несколько жестяных кружек совсем маленькая больше больше дорвался до работы когда он все это успел сделать я беру с земли самую маленькую кружку верчу в руках а это зачем Васин подымает от работы веселое все как в рассе лицо норма сто грамм чтоб старшина не обмерил и смеется был обрезок и я согнул че жести пропадать зря я верчу кружку в руках рассматриваю внимательно и дно и внутри в душе я завидую развязности Саенко и девушкам наверное с ним легко вот это и есть начальство из-за которого нельзя шуметь громко спрашивает младший лейтенант с родинкой черные насмешливые глаза смотрят с вызовом сейчас надо бы на лету подхватить этот тон брошенный мне и тогда все будет легко и просто но у меня с детства неприятная особенность с которой я не могу справиться я краснею причем всякий раз не в попад и даже бывает неожиданно для самого себя краснею так мучительно что вокруг всем делается неловко и сейчас вдруг чувствую что могу покраснеть и сразу теряю уверенность я беру с земли вторую кружку хмурясь строго осматриваю ее словно принимаю у Васина работу глупо ну глупо же Васин смотрит на меня ждет и все смотрят на меня начальство строгое только бы не покраснеть кажется один панченко одобряет мой строгий вид он вообще ревниво печется моем авторитете я становлюсь еще строже выручил меня связной командира дивизиона верещака в пилотке поперек головы с карабином из которого он за всю войну так кажется и не выстрелил по немцу верещака козыряет запыхавшись товарищ лейтенант вас той командир дивизиона звуч глаза как всегда обалделы пилотку поправьте верещака хватается за нее обеими руками из-за отворота падает на землю окурок верещака подхватывает и его прячет обратно начальственно строгий как журавль я иду за связным штаб дивизиона и слышу позади голос блондинки слишком серьезные девушки не интересуются а я ненавижу себя в этот момент и настроение у меня окончательно испорчено зато у Яценко настроение хорошее это видно сразу в новом жарком кителе из английского сукна в широченных глифе с напуском на колени и кантами в сверкающих сапогах фуражке со сверкающим козырьком он победителем стоит посреди штаба под низким побеленным потолком хаты слушает писаря тот не подмигивая политично прижмуривая глаз и понижая голос в особо тонких местах рассказывает по каким соображениям костюм Яценко был шит раньше чем командиру первого дивизиона тут оказывается тоже своя субординация с недавних пор завелись полку двое портных и зеленоватые мягкого сукна английские шинели стали срочно перешиваться на офицерские кителя и брюки в начале были шиты костюмы командованию полка теперь дошла очередь до командиров дивизионов причем шили не по какому либо порядку а в виде поощрения так что тот кто обмундировался первым мог считать себя в некотором роде награжденным и писарь вел свой рассказ так что многое в нем щекотало Яценкина самолюбие видал химика Яценко в ответ на мое приветствие кивком головы приглашает послушать это тоже поощрение своего рода что меня приглашают послушать был бы я сейчас командиром взвода Яценко не пригласил бы с командирами взводован строк а теперь сразу видно меня приблизили на определенную дистанцию для писаря поощрение в словечке химик так Яценко называет людей ловких оборотистых и почему-то всегда писарей химик шепотом повторяет верещак с восторгом рвения словно хочет запомнить и хихикает смешно никакой химии товарищ капитан честно таращится писарь сразу видно врет Яценко доволен «Отвоевался» в другую армию, и говорили, наградные затерялись, а может быть нашлись? Бывают такие случаи? Или за ингулец? Множество честолюбивых надежд проносятся в голове моей, пока я со сладко замершим сердцем беру список из рук писали. Что? Звездочка? Отечественная война? А может быть, знамя? Под Запорожьем, говорят, красному знамени? Представляли? Я успеваю даже подумать, что об этом узнает младший лейтенант с родинкой, перед которой я только что смущался, и это приятно мне сознавать. Буквы скачут у меня перед глазами. Орден красного знамени один человек. Красной звезды трое. Меня нет. Растерянно смотрю список награжденных медалями. Последняя фамилия как черта над обрывом, а дальше пустота. Как же так? Я шел сюда, ничего не имея и сейчас не имею ничего. Но я чувствую себя ограбленным. И тут от отчаяния, наверное, я делаю то, о чем после много раз вспоминался стыдом. Я переворачиваю список и смотрю на обороте на чистой стороне. Яценко хохочет. Тебе что, мало? Сколько из его взвода награждено? Трое, товарищ капитан? Видишь, трое. Яценко чистой рукой отбирает у меня список. Васин твой? Мой. За отвагу. Панченко твой? Мой. За отвагу. Порцевание твой? Был мой. Он как-то говорил мне в откровенную минуту, ласково блестя своими круглыми черными, будто слезой подернутыми глазами. Ай, товарищ лейтенант, на Кавказе сколько орденами награждено? За табак, за чайный лист, за цитрусовые. Все женщины с орденами стыдно на войне быть и без ордена приехать. Скажут, не воевал? На нем, на торговом работнике, боевая серебряная медаль на черном костюме была бы заметнее, чем орден на летчике. Убит Порцевание. А Шумилин награжден? Я что-то не видел его фамилию. Шумилин? Яценко бросил в рот ягоду, сверху вниз ведет пальцем по строчкам. Шумилин. Шумилин. Бросил еще несколько ягод в рот, быстро прожевывает. Прямые подбритые брови сошлись у переносицы. Это какой же Шумилин? Связист. Лет сорок пять. Пожилой такой. Шумилин. Палец срывается с бумаги. Нет, нету. Он что, подвиг какой-нибудь совершил? Никакого он такого подвига не совершал. Мне вдруг так обидно становится за Шумилина, что я уже не могу себя удержать. С сорок первого года воюет человек. Какой еще подвиг нужен? За труд? За свеклу? За лен? Орденами награждают. Что ж, он на фронте меньше потрудился, меньше земли лопаткой перекопал. Под бомбами, под снарядами ранен три раза. Такой связист, что куда угодно бери с собой. Пойдет, слова не скажет. Хоть на этом же, на плацдарме. Писарь, сразу став серьезным, выражает официальное сочувствие. Он грустно кивает головой, медаль на его груди, качается и поблескивает. Постой, постой! Останавливает меня Яценко, поражаясь такой горячности. Да ты что, собственно, меня за советскую власть агитируешь? И хохочет на весь штаб, начальственно уверенный в своем остроумии. За советскую власть агитируешь, шепчет Верещага, будто заучивая. Товарищ капитан, если скажет, так уж правда, скажут. И хихикает. Смешно. Яценко веселеет от успеха. Что ты меня, говорю, агитируешь за советскую власть? Повторяет он уже для слушателей. Я и вполне предан. У писарей связного оживления. А то, говорю я, с ненавистью глянув на них, что я шумили на четвертый раз, представляю, опять какой-нибудь писарь потерял наградные. Писарь с медалью обиженно обрывает смех, смотрит на командира дивизиона, как бы ожидая, что тот оградит его от оскорблений. Тоже удивил четыре раза. Вот этого еще из твоего взвода представляли. Музыкант. Фамилию забыл. Так что ни один шумилин. Да если б каждый из нас за каждое представление получал по ордену... Яценко уже хотела расхохотаться, но вдруг нахмурился. Получилось не совсем удачно. Дело в том, что за Барвенкова и Яценко представляли к ордену Отечественной войны второй степени, как и многих других. Прошло время, полк опять перекинули в другую армию, и все решили, что наградные потерялись. Это уже бывало не раз. Тогда Яценко за то же самое представили вторично, но теперь уже к ордену Отечественной войны первой степени, как бы возмещая долгое ожидание. И еще потому, что из трех командиров дивизионов он единственный в ту пору не был награжден. И вдруг приходят сразу оба ордена, и первой, и второй степени, одному Яценко. Вот они оба на его груди, винченные в сукно, блестят золотыми и серебряными лучами. Неловко получилось. Собственно, я, когда говорил, никак его не имел в виду. Но с Яценко почему-то всегда неловко выходит. Дальнейший разговор строго официален. К 16.00 построить батарею. Будут вручаться награды. Заправка, обмундирование, чтоб все как следует быть. Слушаюсь, слушаюсь, козыряю. Разрешите идти? На улице уже жарко. В ней, дозабравшись на недосягаемую высоту, кружится и воет и блестит в лучах солнца крошечный металлический самолет. Рама. Белые дымки зенитных разрывов. Отставая, кучно вспыхивают в небе. Странно, как многое из того, что не имеет цены там, на плацдарме, здесь становится важным. Мы ни разу не говорили там об орденах, а сейчас я не нашел себя в списке и расстроился. Перед кем, правда, неловко? Так это перед стариком Шумилиным. Он, конечно, ничего не скажет и виду не подаст, но, пожалуй, даже лучше, что меня нет в списке. По крайней мере, не так неловко перед ним. От ближнего дома мне машут и кричат что-то. Это разведчики второй батареи. Я машу им в ответ. Если посмотреть вверх по склону, хутор безлюден. Глянуть вниз к днестру. За каждым домом народ. Лежат, сидят на земле. Иные, задрав голову, приставил ладонь козыряком, наблюдают за стрельбой зенитчиков. Иные без рубашек жарят спины на солнце. Летом даже на фронте хорошо. В воздухе лень, зной. Высоко над хутором, сбираюсь еще выше. Гудит самолет. Меня вдруг словно током кольнуло. Какого это музыканта из моего взвода представляли к награде? Музыкант у меня один. Мезенцев. Я его не представлял. Комбат? Комбат в госпитале. У него не спросишь. Яценко? Первое желание идти обратно к командиру дивизиона. Нет, не пойду. И так поговорили достаточно. Дело ведь не в медали, дело в справедливости. Во взводе у меня есть человек, которого я ненавижу. Мезенцев. Он рядовой. Я офицер. Я должен относиться к нему справедливо. Я ненавижу его. Он двадцать первого года рождения, на два года старше меня. И когда началась война, и когда немцы подошли к Днепропетровску, он был призывного возраста, но почему-то не в армии. И как-то так получилось, что остался в Днепропетровске. Говорит, нельзя уже было выехать. Не знаю, может быть, до войны он играл в оркестре на волторне. Он это произносит так. На волторне. И головой, и рукой делает красивый жест. При немцах он тоже играл в оркестре. Люди воевали, а он играл на волторне. Говорит, было очень тяжело. Тем не менее, женился при немцах и даже двоих детей народил. И освободили мы его не в Днепропетровске, а в Одессе. Вон уже где. Полку прослышали, что он может играть на трубе, и два раза пытались его забрать. Я не отдал. Мезенцев знает об этом и тоже ненавидит меня. Если меня ранит или убьет, он очень скоро, я уверен в этом, окажется в оркестре дивизии, а то и в армии. Я ненавижу его не столько за то, что он был у немцев и даже детей там народил, чет с ним, в конце концов. Но он из той породы людей, за которых все трудное, все опасное в жизни делают другие. И воевали за него до сих пор другие, и умирали за него другие. И он даже уверен в этом своем праве. Потому он играет на волторне. Когда я возвращаюсь, Васин все еще звенит молотком по ломику, только рядом с кружками уже сверкает на солнце новый жестяной котелок. Шея и грудь Васина блестят от пота, а на носу вздрагивает при каждом ударе мутная капля. Но утереть некогда. Счастлив. И, глядя сверху на его белые, осыпанные веснушками плечи, глядя, как он увлеченно работает, я твердо решаю, что больше не возьму его на плацдарм. А ну, бросай эту ерунду. Старшину зови ко мне. Быстро. Я вдруг замечаю Мельзинцева. Вышел из-за дома, ждет. Уже прослышал что-то. Он в немецких сапогах с короткими широкими голенищами на худых ногах, плечи покаты, руки разболтаны в кистях, как у барабанщика, на длинной с кадыком шеи узкая голова, вдавленные виски, плоские волосы. Совсем иначе он выглядел бы в вечернем костюме с подложенными широкими плечами. Брюки скрывали бы худобой ног. Но здесь, на фронте, каждый выглядит так, как он есть в действительности. Я с удовольствием говорю ему. На плацдарм со мной пойдете вы, связистом. Я, товарищ лейтенант, радист. Что-что о права свои он знает хорошо. Он радист. Рация сейчас в ремонте. Следовательно, пусть пока воюют другие. А вот вы с ихния повоюете, тогда будете рассуждать, кто вы, радист или связист. Вы тем будете, кем я вас сделаю. Ясно? Молчит. Глаз не опускает. Они у него выпуклые, блестящие. Ясно. Тогда я возвращаю его. Повторите приказание. Здесь не строевая подготовка. Здесь фронт. Ни с одним из своих бойцов я бы не стал делать этого. Но Мезенцев еще не воевал. А уже кто-то представляет его к награде. На глазах у взвода я возвращаю его два раза подряд. Старшина батареи старый, хитрый, мудрый, прижимистый Астапенко, от которого почему-то всегда пахнет конским потом, хотя орудие наше на механической тяге, подходит ко мне с опаской. Он пережил уже пятерых комбатов, знает, что на все его возражения у комбатов существует одно, что было, и боится нововведений, от которых обычно страдает имущество батареи. Я приказываю ему построить батарею к 16.00, лично проверить амбунтирование оружия. То так? Так. Слушаюсь, товарищ лейтенант, — бормочет он, довольный пока что. Товарищ комбат, — кричат мне из соседнего дома, едва видного за абрикосовыми деревьями. Голос младшего лейтенанта с родинкой. — Идите к нам вареники делать с шелковицей. И машет мне из окна. — Вот сахару отпустишь на вареники? — приказываю я. — Сахарю? — пугается Астапенко, но не возражает. Комбату возражать нельзя. Он старшина дисциплинированный. Кто-то уже принес новость из штаба, и взвод приходит в движение. Васин срочно вырезает из жести недостающие звездочки для пилоток, артиллерийские эмблемы на погоны. Их тут же пришивают нитками. Срочно чистятся сапоги, разбирают и смазывают оружие. Я иду в соседний дом, едва видный за абрикосовыми деревьями. Глава пятая. Младшего лейтенанта с родинкой, оказывается, зовут Рита. Рита Тамашова. И мы с ней почти земляки. Я из Воронежа, она, правда, из Тагангрога. Но зато дед ее, тот действительно был из Воронежа. А родинка у нее потому, что они с сестрой двойняшки, Рита и Люся. И совершенно похожи друг на друга, только по родинке ее отличали от Люси. Мне почему-то страшно нравится, что она двойняшка и что с родинкой. Среди знакомых моих никогда не было двойняшек. И я не знал, что они бывают такие крупные. Оказывается, бывают. А у Люси тоже такой завиток на лбу? Рукой в муке тыльной стороной Рита откидывает волосы с лба, смеется. Нет, у Люси такого завитка нету. Люся талантлива. Прошлой весной, когда шли бои под Никополем, Люся поступила в училище при консерватории. Был как раз объявлен дополнительный набор, и она поступила. Помните, какая под Никополем была грязь? Я смотрю сбоку на ее руки, месящее тесто на вареники, на ее коротко остриженную темноволосую головку, раскрасневшиеся щеки, оживленно блестящие глаза. Рита Томашова. Нет, я не помню, какая под Никополем была грязь. В то время я лежал в госпитале. Меня под Запорожьем ранило. Но к нам привозили раненых из-под Никополя. Они рассказывали про эту грязь. Жуткая грязь, говорит она весело. Танки то вязли. Нам все сбрасывали с самолетов, и снаряды, и продовольствия, и патроны. И Люсина это письмо тоже сбросили с самолетом. Меня как раз ранило, я лежала на плащ палатки и ревела, как дура, потому что уже несколько дней все на мне было мокрое, а тут еще холод, и я крови много потеряла. И вот тогда, чтобы развеселить, мне принесли Люсина письмо. Она тоже была мокрая, чернила местами расплылись. Я прочла про консерваторию и подумала, что умру, наверное, потому что такая грязь, что раненых вынести было невозможно. Как странно, она, оказывается, лежала в том же госпитале, что и я. Эвако-госпиталь, 1688, полевая почта, 24332. Помните, там был хирург, грузин с усиками, большой такой, черный, руки огромные, такие руки, что сразу веришь. Конечно, помню, три операции он ей делал, мы переходим с Ритой на ты. Так это ты только сейчас едешь из госпиталя? Нет, я уже второй раз с тех пор. Я уже на этот плацдарм высаживалась. А я в марте выписался. Надо же, целый месяц находились в одном госпитале, и я не знал, наверное, потому что она была лежачая, больная. Лита подсучивает мне рукава гимнастерки. Ты же весь в муке вымазался. Вымазался, подвязывает какую-то тряпку вместо фартука. И пока завязывает тесемки у меня за спиной, прижимается щекой к пуговице моей гимнастерки на груди. Я стою, задерживая дыхание, подняв руки в муке, словно добровольно в плен сдаюсь. Завиток у нее тоже в муке, на затылке у нее короткие волосы. А Люси вареники не умеет делать, говорю я уверенно. Рита смеется глупой. Люся талантлива. Удивительно неприятное лисье имя. Люся. Я знал одну Люсю с длинным, всегда озябшим носом, малокровно и рассуждала о живописи. Спорит. Вся красными пятнами покроется. А мать говорит грустно, так, чтобы она не слышала. Вы уж, пожалуйста, не возражайте ей. Не спорьте. У нее после кровь носом идет. Люся с самого рождения талантлива. Рита смеется. У нее, конечно, здоровье слабое. И в детстве у нее был плохой аппетит. Да что ты к Люсе пристал? Ты же не знаешь ее. Что она тебе не нравится? Почему? Наоборот. Мне это все нравится. Я сам толком не знаю, чего злюсь на эту Люсю. Тебя в детстве звали девочка с изюминкой? Нет. Понятно. А я бы звал. У тебя родинка похожа на изюминку. У Риты слезы на глазах. От смеха и от дыма. Уже не видно потолка. Дым стоит на уровне наших голов, и мы пригибаемся. Мы вместе пригибаем головы. Руки наши месят одно тесто, и от чего-то делается страшно немного. Вы топите, в конце концов, или не топите? Саенка и его дамы сидят на корточках перед печью, зажмуриваясь, почередно дуют в нее изо всех сил. Вырывающееся оттуда пламя освещает то его, то ее лицо, и дым все сильнее заполняет хату. Оба хохочут, оба довольны. Широкие спины обоих одинаково перетянуты портупеями, плечи одинаково широки, икры одинаково толсты. Блондинка как раз в Саенкином вкусе. Они взялись вместе растапливать печь, имеется в виду в дальнейшем варить вареники. И вот уже добрых полчаса сидят перед нею на корточках, и дуют, и хохочут, и толкают друг друга боками. При таком старании мы, кажется, останемся без вареников. Мы ее топим, а она не топится, блондинка кокетливо улыбается мне. Да вы же трубу не открыли. Вон дым течет изо всех щелей. Мы открыли ее, только завалило, кажется. Так что вы дуете? Смотрят друг на друга, смеются. У Саенко, освещенная пламенем печь, блестят толстые губы. Дым уже опустился до верхней кромки окна, и через разбитое стекло его вытягивает сад. Мы под ним, как под низким потолком. И еще дым вытягивает через отверстие в крыше и стене. Вчера в эту хату попал немецкий 105-мм снаряд из-за днистра. Пробил соломенную крышу, саманную стену, не разорвался, и теперь валяется посреди дворика длинной, новой, величиной с молочного поросенка. Если посмотреть на нашу хату с улицы, дым из нее валит, наверное, отовсюду, и сквозь солому тоже. Вы досмеетесь, что он опять начнет бить по дому, говорит Рита. Второй раз не попадет, заверяет Саенко. На то и существует закон рассеивания снарядов. Где это такой закон существует, интересуюсь я. Давно уже замечено, что при первом знакомстве Саенко прямо-таки на повал убивает девчат своей ученостью. В артиллерии существует и вообще в природе. Разве вы не знаете? Он усиленно подмигивает мне. Все же в артиллерии или в природе? В артиллерии. Так, ну раз ты такой грамотный, бери кастрюлю и вдвоем шагом марш за шелковицей. У нас шелковицы достаточно. Глаза Риты смотрит на меня насмешливо и твердо. Нет, у нас недостаточно шелковицы, говорю я еще тверже. Саенко хватает ведрою и вместе с блондинкой выбегает в сад. И как только не уходят за окном при ярком солнце, обрушивается белый ливень с градом. И как только не уходят, становится вдруг не о чем говорить, и вся моя смелость куда-то улетучивается. Град со звоном бьет по стеклам. Белые горошины его отскакивают от железного подоконника. Брызги летят на руки нам. Я опять ненавижу себя и стараюсь не смотреть на Риту. Теперь они на час пропадут, говорю я трусливо. Я хочу сказать это весело, но голос у меня ненатуральный. Она, конечно, все понимает и в душе смеется надо мной. На плацдарме начинается сильный обстрел. Даже здесь дрожат остатки стекол. Изредка над хутором свистят снаряды и рвутся на виноградниках. Я различаю их по звуку. Сто пятидесяти пяти. Сто пяти... Чтоб только говорить что-то. Очень ей нужны эти мои познания. Стоило для этого оставаться вдвоем. Печь, кажется, совсем погасла, говорит Рита. Это звучит как вызов. Я готов провалиться со стыда. Она идет к печи. Я тоже иду к печи. Рита садится перед ней на корточки. Я тоже сажусь на корточки. Рита дует в печь, и я дую в печь. Пламя освещает наши лица. Наши колени касаются. Между голенищем сапога и юбкой вижу близко ее полное круглое колено. Дрова трещат и стреляют искрами. Печь разгорается. Лицам становится жарко. Сбоку я вижу Ритины глаза, сощуренные на огонь. Пушок на ее, прозовевшей щеке, и губы, освещенные пламенем. Я вдруг целую эти теплые от огня губы. Мы подымаемся одновременно. Она кажется рассерженная. Я испугавшийся собственной смелости. — Физкульт-привет, — говорит Рита, — предупреждаю. Аплодисменты будут по щекам. Я готов пострадать. Я даже рад жертвовать собой. И, охватив ее рукой за плечи, ринулся навстречу аплодисментам. Губами я чувствую ее влажные зубы. Родинка колет мне щеку. Ритин, поднявшийся торчком в погон, упирается мне в ухо. И тут оба мы слышим приближающийся вой снаряда. Ритины глаза раскрываются, насмешливо следят за мной снизу. Поцелуй наш затягивается. Снаряд уже воет над нами. Тишина. Я крепче прижимаю Риту к себе, спиной заслоняя ее от окна. Трах! Вылетают последние стекла. Мы еще не можем отдышаться от поцелуя. Все вареники, все тесто в осколках стекол, крошечные осколки блестят у Риты в волосах. Постой, говорю я, и осторожно выбираю их пальцами. В доме пахнет разорвавшимся снарядом. Саду разорвался, говорит Рита. Она стоит передо мной, наклонив голову. Врывается в дверь Саенко. Сапоги, колени, руки, грудь, гимнастерки, лицо. Все в жидкой глине, словно он плашмя полз. — Муся убила. Идите скорее. Мы выбегаем за ним в сад под дождь. Муся лежит в траве у корня огромной шелковицы. Рядом опрокинутое ведро, рассыпанная ягода. Ни крови, ни раны, ни даже царапины не видно на ней. Она лежит на боку. Рита становится перед ней на колени, приникает ухом, поворачивает ее на спину, и тогда я вижу, что весь левый бок ее гимнастерки в крови. — Я на дереве был, — словно оправдываясь, говорит Саенко. Она внизу стояла с ведром. Меня оттуда взрывом скинуло. Поднимаюсь. Она лежит. Он вытирает руки от штаны. Рита встает с колен, подходит к нам. Сейчас, когда она лежит в траве, Муся не кажется ни такой крупной, ни такой толстой. Светлые волосы, лицо, гимнастерка ее, в чернильных пятнах осыпавшиеся шелковицы. Дождь смывает их, и множество спелой шелковицы, стрясенной взрывом, под ногами у нас. Так вот, оказывается, как ее зовут? — Муся. — Ее звали Паша, — говорит Рита. Но она почему-то стеснялась и, когда знакомились, говорила, что ее Мусей зовут. И вспомнила. Это она придумала делать вареники. Она сладкое любила. Главное, так все хорошо начиналось. А на плацдарме происходит что-то странное. Огонь там достиг такой силы, что уже не слышно отдельных выстрелов и разрывов, а только сплошной слитный грохот. Наша артиллерия бьет уже с этой стороны. А из-за Днестра временами доносятся пулеметные очереди. И вдруг, при чувстве какой-то беды, охватывает меня. — Мезенцева ко мне! — кричу я с Аянкой, бегу в дом, где оставил автомат. Навстречу мне бежит Панченко со своим и моим автоматами. — Товарищ лейтенант, вас комдив требует! И, оглянувшись, не слышит ли нас, говорит тихо. Слух прошел. Немец наступает. Я глянул на Риту. Она смотрела на меня. И все, что было и не было, хоть, может, и могло бы быть, всего этого уже не будет. И так вдруг защемило в душе Яценко встречается мне на полдороге. — Связи с твоими нет. Что, не спят, сволочи? Кондратюка гони на плацдарм. Кондратюк там ничего не знает. Я сам. — Сам? Давай сам. Быстро. И связь, связь. Стрельбу ведем в белый свет. Никто не корректирует. Каждое слово он отрубает взмахом кулака. На кулаке даже косточки побелели. Так, сжат. Подбегает Мезенцев, сопровождаемый Панченко. Мы вместе бежим с ним к переправе. Вдруг я замечаю, что Панченко не отстает от нас. А ты куда? Молчи. Назад сейчас же. Он остается под дождем, обиженный, недовольный. Даже издали я вижу, как он весь дрожит и не уходит. У тех, кто попадается навстречу нам, лица тревожные. В глазах один и тот же вопрос. Что там? А там все сильней обстрел и нет связи. На перекрестке двух улиц застряла в грязи повозка. Повозочный яростно хлещет лошадь по морде. Просвистел снаряд. Повозочный срывает с себя карабин, бьет лошадь прикладом в пах. Я сворачиваю к нему. Но тут за домами с грохотом взлетает дым разрывом. Лошадь обезумием рванулась, вырвала повозку из грязи и мчится по улице. Вся лоснящаяся от дождя, влача возжи. Повозочный с криком бежит за ней. На переправе пехота уже в боевой готовности. Стоят в траншеях молчаливые, вглядываются в тот берег, пулеметы наведены на реку. Какой-то артиллерист в плащ-палатке в капюшоне под дождем кричит команды в телефонную трубку. Мы сбегаем к лодке. Веревка, которой она привязана к колу, намокла и не отвязывается. А ну, помоги! Вдвоем, на ту жесть, мы вырываем кол из песка, вместе с веревкой кидаем в лодку, спихиваем ее с берега, и, когда лодка уже качается на воде, прыгаем в нее через борта, разбираем весла. Тот берег закрыт от нас дождем. И этот берег постепенно отступает, мутнеет, скрывается из глаз. Мы уже мокры насквозь, и в сапогах у меня хлюпает, и скамейка, на которой я сижу, мокрая. Передо мной узкий затылок мезенцева шея с ложбинкой и прилипшими к ней мокрыми косицами волос, по которым вода бежит за воротник. Напряженная сутулая спина его с немецким автоматом, косо висящим на ней, то отклоняется, то валится на меня. Почему нет связи? Все явственней слышны пулеметные очереди, перебивающие друг друга, наши и немецкие. Артиллерийский гром грохочет за стеной дождя, и от того, что предчувствие беды не оставляет меня, мне кажется, что мы плывем медленно, и мне противен сейчас и узкий затылок мезенцева, и суетливые движения его слабых, разболтанных в кистях рук, в которых весла то и дело вырываются из воды. Наконец, тот берег становится разничим за моим плечом. Обрыв и темный лес над обрывом. Он все ясней выступает из дождя. Лодка ударяется в песок, мы валимся друг на друга, мокрые выскакиваем на берег. Мезенцев выпрыгнул неудачно, нога подвернулась, он падает в воду. Я уже сижу под обрывом с автоматом на коленях, жадно сосу намокшую сигарету, когда, хромая, подходит мезенцев. Вода потоками течет с него. Нога подвернулась, говорит он, бледный, задыхаясь. Он садится рядом со мной на песок, через мокрую кожу сапога, ощупывает пальцами щиколотку. По лицу у меня течет вода. Я вытираю ее ладонью, сигарета сжет мне губы. Но мезенцева я не вижу. Это случается на плацдарме. Пока был на той стороне, ничего не болело. Попал на плацдарм, нога начала подворачиваться. От грохота и сотрясения берег над нами дрожит и осыпается, обнажая сухой песок, серые корни деревьев. У самой воды лежит оскаленная убитая лошадь. Дождь моет ее лоснящийся бок, волна полощет гриву. Рядом свежая воронка, залитая водой, какое-то окровавленное тряпье, обрывок бинта, из которого дождь уже вымыл кровь. Держась за щиколотку мезица у глазами и на выкате косится на этот бинт на песке, мокрое лицо его уже не бледно, а серо. Пошли! Я бросаю курок в воронку. Мгновенно два пескаря всплывают к нему. Смерть и жизнь. На фронте это всегда рядом. Разорвался снаряд, убил лошадь, ранил или убил человека. Это его окровавленное тряпье полощет дождь. И в той же самой смертной воронке, занесенной сюда волной, уже живут два пескаря. И тут же я зажмуриваюсь, сжавшись. Грохот, дым с обрыва нас обдает грязью. Мина! Пошли! Оруя, чувствую, как трудно мне сейчас оторвать себя от земли. С автоматами за спинами мы карабкаемся по осыпающемуся обрыву, хватаем руками мокрые, скользкие от глины корни деревьев, лезем по ним, как обезьяны. Вылезли, бежим, падаем, разрыв позади. Мезенцев все сильнее хромает, но не решается отставать. Кажется, он правда подвернул ногу. Вбегаем в лес. И тут встречаем первого раненого. В мокрой, натянутой на уши пилотке, он под локоть несет впереди себя забинтованную руку. На минуту опустив ее, безнадежно машет здоровой рукой. Она прет с всей силой. Закурить нет ли? Я охотно достаю ему сигарету, потому что вдруг чувствую нерешительность и даже помогаю ему закурить, заслонив огонь от дождя. Где-то я уже встречал этого пехотинца, лиц своего знакома мне. Наших там не видал? Артиллеристы, НП в дороге. На крыло! — кричит он, как глухой. — Куда там? Тяжелыми бьет. Когда-то, когда-то, аж земля сдвигается. И автоматчики из огня лезут. Я сразу отчетливо слышу стрельбу по лесу и близкие крики. С треском разрывается в вершинах снаряд, мы только успеваем присесть. Вот он! Вот что делает! — заторопившись, бормочет пехотинец. Лодки на берегу есть, не видал? И тут я замечаю затравленные глаза Мезенцева, о котором я забыл в этот момент. Они только что не кричат. В них мои мысли. То, что я самому себе не скажу, он сейчас скажет вслух. Зачем мы идем туда, когда все отходят? Там никого уже нет. И вовсе тайна. Здесь мы одни, ничем не связаны. Никого нет над нами. Оттуда уже не уйти нам. И лодок не будет. И во мне остро вспыхивает ненависть к нему. «За мной!» — яростно кричу я и бегу вперед с автоматом в руке. Стрельба все ближе. Чаще разрывы по лесу. И сильно пахнет дымом. Один раз, перепрыгивая по валеное дерево, я упал. Стою, задыхаюсь. Автомат колени, руки в жидкой грязи. Мезенцев сидит на земле, держит ногу в руках. «Не могу идти, товарищ лейтенант!» Ногу вывихнул. «Я не обманываю, честное слово!» Губы у него дрожат, капли дождя на лице, как слезы. За мной! Я чувствую, что могу застрелить его сейчас. Он тоже чувствует это и подымается с земли. Еще несколько раненых попались нам навстречу. Каждый говорит свое. Рослый пехотинец с закушенными от боли белыми губами, осколок попал ему в пах, тычет в сторону винтовка, опираясь на товарища. «С фланга обходит, сволочь!» «Минометами глушит!» «С головы не подымешь!» Голос звенящий, надорванный, товарищ отводит глаза. Этот ранен легко, пристроил сопровожать, боится, как бы не вернули. Я уже не бегу, а иду, потому что мезенца все время отстает. Я тоже выбился из сил. В облепленных грязью сапогах сердце колотится так, что в висках отдает. Внезапно дождь кончается, сразу светлеет, стрельба начинает стихать. Нестерпимо яркое солнце открылось в небе. Лучи его дымным веером валятся сквозь вершины. В лесу пар. На черном после дождя гнилом пне сидит раненый минометчик, мокрый, веселый парень, и прямо с куста, сверкающего на солнце, губами объедает малину. Капли сыплются ему на лицо, он утирает их мокрым рукавом и смеется. Другой пустой рукав висит, в расстегнутом вороте видны бинты, и под гимнастеркой обозначается рука, согнутая в локте. Единственный из всех раненых, он говорит беззаботно, а ни черта там никто никого не обходит. Но дочь же, мы разведку пустили, немец разведку пустил, чья-то разведка на мин напоролась, а может, их вовсе градом на проволоке повзрывало. Тут он с перепугу стрельбу открыл. Тут мы и напугались. Я сам шестнадцать мин пошнырял, а где разорвались, ни одно за дождем не видел. Белые ровные зубы его блестят весело, глаза блестят, и все вдруг становится понятно и просто. В спокойной обстановке всегда все понятно и просто. Мне уже стыдно, что я верил раненым. Разве можно в бою верить раненым? Когда меня ранило под Запорожьем во время немецкой танковой контратаки, и когда потом меня везли в Мецанбат, я был уверен, что наступление наше провалилось. И в Мецанбате, а там лежали исключительно раненые во время этой контратаки, все говорили, что Запорожье нам теперь не взять. Будем глядеть на него издали. Даже услышав по радио, не поверили. Мы же оттуда, мы лучше знаем. А Запорожье было взято на другой день после той самой контратаки. И, оказывается, наступление на фронте шло хорошо. Но мы не видим всего фронта. Для солдата тот фронт, что перед его окопом. И если тут дела плохи, значит, они плохи на всем фронте. А если еще солдата ранило, и он потерял много крови, и немец выбил его из окопа, ему, кажется, фронт рухнул. Он не врет, он сам в это верит. Но я-то чего верил? Жарко. Я расстегнул гимнастерку на потной груди. Наверное, и ребята живы. Накрыло. Он, этот солдат, контуженный был, оттого и кричал, как глухой. Я его про наш НП спросил, а он про себя говорил, про снаряд, которым его контузило. Мы доходим до опушки леса, и я вдруг слышу голоса своих разведчиков, а потом и вижу их. Вон они сидят под деревом и спорят, а за деревьями мокрый лук блестит против солнца, как сквозь дым. Синяков! Обрадовавшись, кричу я. Хоханюк! И бегу к ним. Живы? Они, словно испугавшись, вскакивают, стоят передо мной потупись. А генералов где? Молчат. Ни тот, ни другой не поднимают глаза. Я оглядываюсь и теперь только замечаю генералова. На мокрой траве, в метрах в двадцати пяти отсюда, он лежит навзничь. Гимнастерка на впалом животе задралась, лицо с открытыми глазами выполоскано дождем до синевы, в откинутой желтой ладони блестит налившаяся вода. Дождь хлистал в него уже лежащего, и теперь от обмундирования генералова подымается пар. Почему вы здесь? Спрашиваю я тихо. В первый момент я как-то даже не обратил внимания, что они не на НП, а в лесу, в метрах в шестистах позади него. Рад был, что живы. Почему вы не на НП? Связи почему нет? Связь есть, говорит Синюков. Почему не отвечали? Молчат, мнутся. Коханюк совершенно растерян. Садитесь. Садимся на траву. Постепенно картина проясняется. У меня не зря было плохое предчувствие. Не зря мне казалось, что должна случиться какая-то беда. Они бежали с НП. Начался дождь. Начался этот суматошный обстрел в дожде, плохой видимости. Потом у них перебила связь. Потом откуда-то прополз слушок. Немцы наступают. И они побежали. Я знаю, как это бывает. Как вдруг возникает страх, что все отойдут, и ты останешься один. А тут еще не видно никого и только сплошной губительный огонь. Может быть, вовсе и не в предчувствии дело. Когда на плацдарме сменяют, больше всего хочется скорее уйти отсюда, пока ничего не случилось, пока тебя не задержали в последний момент. Мне в этот раз очень не понравилось настроение, с которым оставался генералов, и надо было что-то сделать. А когда начался обстрел, вот это игнало меня сюда и заставляло торопиться, и мне казалось, что без меня там случится беда. Как его убило? Свои, говорит Синюков мрачно. Он оттуда стреляли. Он указывает на поле. Оказывается, им кричали. Синюков слушал. И генерал слышал, конечно, но не остановился. Все бежали. Подавленно оправдывается Каханюк. Он и сейчас не понимает, как же это так получилось. Все бежали, и все на месте, только они трое здесь. Но ведь и я, когда встретил в лесу первого раненого, и он сказал, прет всей силой, я услышал крики и близкую стрельбу по лесу, и тоже на минуту поверил, что все отходят. Каханюк не врет. В тот момент он был уверен, он своими глазами видел, что все отходят. Когда смерть рядом, когда разрывы подгоняют, и не то увидишь. Но вот за это на фронте расстреливают на месте, потому что не останови одного, и паника перекинется на всех. Это так же, как взорвется один снаряд, и от детонации взрываются другие. Тут тоже что-то взрывается в мозгу, и люди видят то, чего нет, и бегут с потемненным сознанием. А после стыд, и ничего не могут понять. Между стволов деревьев в небе стоит жаркое, после дождя дымное солнце. Пар идет от земли, от мокрой, потемневшей коры, от наших гимнастерок. В лесу еще пахнет порохом. Ветер с поля согнал сюда дым разрывов. Но сладкий запах разогретой лесной малины пересиливает его. И все после дождя яркое, молодое, свежее. Слепящий солнечный свет ломится меж стволов, и пронизанные им листья, деревьев, неподвижно лежат на воздухе. От ветки к ветке протянулась на солнце хрустальная паутинка. Капли, сверкая, дрожат на ней. После дождя и разрушений с особенной силой ко всему вернулась жизнь. И цвета, и запахи. А на сочной, молодой траве, еще не помутневшими глазами, уставясь на солнце, лежит убитый человек. И на его лице, от которого навсегда отклынула кровь, сквозь желтизну все сильнее проступает синеватая бледность. Никто никогда не упрекнет меня в его смерти. В каждой батарее, в каждом взводе может оказаться трус. Но генералов не был трусом. Я знаю это. Нелегко отправлять человека на опасное дело, особенно если сам ты в это время не подвергаешься опасности. Тебе неловко перед ним. И, как бы облегчая его, а на самом деле себя одного только, ты начинаешь сочувствовать. И этим сочувствием малодушно взваливаешь на него дополнительную тяжесть. Он уже сознает себя несчастным, как бы даже страдающим за кого-то другого. И в трудный момент, помня твое сочувствие, он пожалеет себя. И генералов пожалел себя. Я вижу его лицо, когда он, оставаясь на плацдарме, угрюмо выслушивал мое приказание и все повторял, что должны были прислать командира взвода восьмой батареи с запоминающейся фамилией. А вот прислали его, генераловам. Он не был трусом. Он им стал. Он слишком долго просидел за Днестром. Оттуда наблюдал войну, а издали она всегда страшней. И вот позорно погиб. Сидя на пушке леса под деревом, я вызываю тот берег, докладываю командиру дивизиона обстановку. «Так какого же черта они молчали до сих пор?» кричит Яценко. Оказывается, у него уже несколько раз командир полка запрашивал обстановку, а он ничего не мог доложить. Объясняю. Генералов убит. Связь была прервана. Больше не объясняю ничего. Не к чему. У генералова есть мать. Мать не виновата ни в чем. Пусть наравне со всеми получит извещение. Пал смертью храбрых. Когда притупится горе, хотя это будет утешением ей. «Ну, так ты смотри теперь», предупреждает Яценко, словно от меня. Зависит, что обстрел не повторился. И торопится закончить разговор. Он доволен, что я уже здесь, что связь восстановлена. А главное, доволен, что может, наконец, доложить обстановку командиру полка. И спешит поэтому. Пока я говорю по телефону, Синяков под громкие охи Мезенцева стаскивает с его ноги сапог, разматывает мокрую портянку. Щиколотка действительно распухла. Мезенцев сидит под кустом, упираясь руками в землю. Нога поднята вверх, она выражает укор мне. Синяков без всякой березгливости держит в своих руках ему мокрую ступню с грязными, давно не стриженными ногтями на искривленных пальцах. Ощупывает ее с интересом. Ему бы санитаром быть. И, не предупредив, друг дергает сильно. Задохнувшись от боли, с расширенным зрачками, Мезенцев хватается за свою ногу, лезет по ней вверх, хватает Синякова за руки. Но постепенно ужас и боль в его глазах сменяются чем-то другим, робким, похожим на изумление. Он еще не верит, но боли уже нет, без сил он сидит на земле. Синяков довольный свертывает над ним папироску, работа сама говорит за него. Кажется, они собрались сидеть тут до вечера. Мезенцев на правах пострадавшего греет лосую ногу на солнце и все не налюбуется на нее. Пошли, говорю я. Синяков сразу мрачнеет, гасит папироску. Куда же идти, товарищ лейтенант? Басит он угрюмо, глядя под ноги себе и почему-то особенно выделяет товарищ лейтенант. Белый день он сейчас увидит, из миноветов начнет швырять. Тогда мезенцев тоже подают голос. У меня вывихнута нога, я не могу надеть сапог. Голосы его дрожат слезы. Все видели, как он страдает, все видят, какая несправедливость с моей стороны. Я ничего не говорю, я только смотрю на него и он надевает сапог. Коханюк взваливает на спину тяжелую катушку, напрягшаяся шея его становится еще тоньше, катушку это должен был нести мезенцев, но Коханюк ничего не говорит. Оглушенный всем случившимся сегодня, на его глазах он вообще ничего не говорит и готов идти, куда будет приказано, хоть назад, хоть мы сначала идем, потом перебегаем, потом бежим, рассыпавшись, обстрел застегает нас на болоте, мины с чавканем рвутся между кочками, обдавая вонючей грязью, горячие осколки шипят в воде, и каждый раз, падая от мины в воду, я приподымаюсь на руках после разрыва, смотрю, целы ли Синяков и Коханюк, гнев мой уже давно остыл, и меня грызет сомнение, может быть, и в самом деле надо было переждать до вечера, конечно, умели бежать, умеете возвращаться, но у Синюкова дети, не помню, сколько, много что-то, они ведь ни при чем, Мизинцев не может бежать, его тащат поочередно под руки, всю войну играл на волторне, и даже теперь мы под руки ведем его воевать. В первой же воронке я приказываю бросить Мизинцева, стемнеет, по связи придете. Последний метров тридцать, пустое, голое, со всех сторон открытое место, проскакиваем пулей по одному, Синюков я Коханюк, бегу, вжав голову в плечи, в кукурузе спрыгиваю щель на кого-то, посторожней, человек зло ворочается подо мной, высвободился, рядом с моим лицом его лицо, неприятное лицо, толстые щеки, узкие, недобрые глаза, до черноты прокуренные мелкие зубы, на нем немецкая пятнистая куртка, разведчик, конечно. Квартирантов тут не требуется? Мне, чтобы ответить, надо прежде отдышаться. Сверху свешиваются еще ноги, зад Коханюк вместе с катушкой плюхается, на дно окопа. Становится тесно, сдавленный нами разведчик в углу мокрыми бинтами завязывает руку, пуля прошла ему по пальцам, один оторвала совсем, другой висит на коже, и на мясе еще два задеты только. Ты бы прежде парень спросил, чей окопе сидишь? Кто его рыл ночью, говорит Синюков. Стой на коленях, он откапывает засыпанный землей телефонный аппарат, пробует продувание, вызывает тот берег, связь есть. Хозяева, значит, вернулись, презрительно подводит итог своим наблюдением разведчик. Далеко бегали? Далеко, парень, далеко, добродушно басит Синюков. После того, как мы побывали под обстрелом, он заметно повеселел. А палец этот, гляжуя, тебе уж ни к чему. Тебе, что ли, отдать? Синюков с профессиональным интересом наблюдает, как разведчик пытается прибинтовать оторванный палец. Меня отчего-то знобит. Солнце еще жжет сильно, а я никак не могу согреться, наверное, оттого, что все на мне мокрое, и глазам больно глядеть на свет. Нет, парень, не мучься, и решает Синюков, самое лучшее тебе его отрезать. Хочешь, могу. Разведчику жалко палец, он все смотрит на него, говорят, срастается кость, если сразу на место приставить. Не до этого было. На мины мы напоролись, на нейтралке. Тут он из пулеметов полосанул. Я и не заметил в горячах, после уж гляжу, такое дело. У нас случай был, тоже вот так палец оторвало, он сразу успел, ничего, срослась кость, главное дело сразу успеть, сразу. У нас лучше был случай, голову человеку оторвало, а он, не будь дурак, схватил ее обратно на место тем же манером, прибегает Менсанбат, рукой придерживает, там ему все как полагается, пришили, приросла, так до сих пор носит, одно плохо, зубы дергать нельзя, говорит, с зубами можно голову оторвать напрочь. Про себя рассказываешь? А что, заметно? Они вместе осматривают палец, Синяков трогает его. Ну, давай. Разведчик думает, потом решается, ладно, сразу только, мою финку бери, она острая. Синяков с улыбкой учи, достает свой нож, вытирает лезвие штаны. К операции он приступает не спеша. Разведчик не отворачивается, держит руку, чик, и нет пальца, и Синяков уже бинтует ему кисть. Неожиданно Коханюка начинает рвать. Он стоит на коленях в углу, руками, лбом упирается в стенку окопа. Его выворачивает наизнанку. Мы не смотрим в его сторону. Разведчик презрительно кривит губы. Потом бледный, зеленый, с глазами мокрыми от слез, Коханюк лопаткой вычищает из окопа позорные следы своего молодушия. Синяков и разведчик, словно проднившись, сидят рядом, курят, поглядывают друг на друга. Дым сплетается над их головами, тает в кукурузе. Много времени должно пройти, ко многому Коханюк претерпится, пока выйдет из него солдат. Меня знобит уже так, что стучат зубы, и ногти на пальцах синие, и глаза болят, поднять невозможно, а когда потягиваюсь, ноют сладко все мускулы. Укрыться бы сейчас головой и дышать себе на руки. Но шинель моя, которую я оставлял генералову, на дне окопов топтана в жидкую грязь. Она теперь два дня будет сохнуть. Я сижу сжавшись, пытаясь согреться во всем мокром. Лечь даже нельзя, окоп залило дождем. Малярии прежде не болели, товарищ лейтенант, спрашивает Синяков. Я уже и сам знаю, что это малярия. Нет, прежде я не болел ею, но здесь потому что мы сидим в низине, а немцы на буграх. У них там на ветру и комаров нет. Да, многозначительно вздыхает Синяков. Кто не был здесь, тот побудет, а кто был, тот не забудет. Потом он лопаткой выкидывает из окопа грязь, пока не обнажается сухое дно. Я ложусь и, закрыв глаза, пытаюсь согреться. Я даже дышу с дрожью. Ладони я зажимаю между ног, пальцы так замерзли, что занемели, а глаза горячие. Укрыться бы, просыпаясь от духоты, весь в поту, словно меня завалили подушками, скидывая себя чью-то шинель. Над низиной, над мокрым после дождя полем розовый туман, солнце спустилось за высоты, и он подымается все выше. Кукурузия тоже туман, так что видно шагов на сорок, не дальше. Я долго пью из фляжки противно теплую воду, чьи-то маленькие хромовые сапожки качаются на весу, постукивают каблуками о стенку окопа. Скошенным глазом я слежу за ними, потом подымаю глаза вверх, колени натянувшаяся юбка портупея коса через грудь. Рита, младший лейтенант с родинкой, сидит в своем синем берете на бруствере окопа, независимой улыбается и качает ногами. Принимай окрехин болящий и, порывшись с сумки, протягивает меня на розовые ладошки две ядовито-желтые пилюли. Я беру их с ладошки губами и, пока запиваю водой, Рита пробует мой лоб. Мне неприятно, что лоб у меня потный, липкий, и она его своей рукой трогает. «Ты теперь здесь будешь?» спрашиваю я. Рита как-то странно улыбается, отвечает не сразу. «Здесь». Глава шестая Странная тишина стоит на плацдарме вот уже третью ночь. Последний раз ровно трое суток назад отгрохотал залп Катюши. Огненные кометы стремительно пронеслись под звездами в сторону немцев. И там долго рвалась и дрожала земля, а дым, освещенный снизу, стеной подымался за высотами. Потом свет погас, смолкло все, и установилась тишина. Обычно перед вечером, когда отяжелевшее солнце садится в пыль, у нас начинается приступ малярии. Потом вымоченные слабые, с болезненным блеском в глазах, мы вылезаем ночью из окопов и слушаем эту непривычную тишину. За время войны нас обострились многие чувства, которые в мирной жизни атрофируются у человека. Где-то читал я, как однажды задолго до землетрясения, когда ничего не чувствовали люди, не показывали приборы, животные начали тревожиться. В горах овцы сбились в кучи, стояли, опершись лоб в лоб, без корма, без питья, и невозможно было их ни разогнать, ни растащить. Древний инстинкт предупреждал их об опасности. Три года на фронте, в болотах, в лесах, в степи приучили нас ко многому. Мы задолго чувствуем опасность. Внезапная тишина на фронте настораживает нас. В такие моменты мы теснее держимся друг к другу и роем, роем каждую ночь, глубже зарываемся в землю. В эти ночи мы сдружились с Никольским. Всякий раз, когда стемнеет, он приходит сюда и мы разговариваем, а чаще он что-нибудь рассказывает, а я лежу на шинели, слушаю и смотрю на звезды. Первый год на фронте у меня тоже была сильна эта потребность перед кем-то раскрыть душу. Я мог влюбиться в человека, который терпеливо меня слушает. Сейчас я больше люблю слушать. Хорошо так слушать и думать о своем. Я сижу на земле, поджав под себя ноги, этому я научился о порцвании, и курю в руках. Где-то фыркает лошадь в тумане, слышны приглушенные голоса солдат, слова доносятся неразборчиво. Я люблю эти ночные приглушенные солдатские разговоры, хрипловатый голос между двумя затяжками, запах махорочного дыма. Меня почему-то волнуют они, как хорошая песня, ведь и песня дорога не сама по себе, а тем, что связано с нею, часто дорогими воспоминаниями. Можно забыть все, годами не вспомнить о пережитом, но однажды ночью по степной дороге промчится мимо грузовая машина с погашенными фарами, и вместе с запахом пыльных трав, бензина, вместе с обрывком песни и ветром, толкнувшим лицо, почувствуешь, друг, вот она промчалась, твоя фронтовая юность, и снова все ярко станет перед глазами, потому что это уже в крови на всю жизнь. Никольский приходит тот же час, что и вчера, он вообще аккуратен. Мотовилов, я, заслонив звезды, он останавливается надо мною в наброшенной шинели с погонами, отчего кажется земливысоким и широкоплечим. Шинели он никогда не застегивает, его издалека слышно, если идет по кукурузе, носит ее на плечах, как Чапаев носил бурку. Это по молодости лет, между нами правда разница, год, но я уже воюю три года. Никольский садится рядом на землю, аккуратно подобрав шинель. Он бережет ее, это первая его шинель и вдобавок офицерского покроя, наверное, хочет привезти домой. Вот в этой шинели я прошел войну. Я тоже когда-то хотел сохранить шинель, в которой первый раз был ранен. Вся пола ее, и рукав были ржавые от моей крови. Потом я хотел сохранить плащ-палатку, пробитую двумя пулями, как раз у меня между ног. Потом еще что-то берег. Все это проходит. А ты желтый стал от окрехина, говорит, Никольский смотрит на меня ласковыми глазами. Наверное, он был хороший сын у матери, отзывчивый, честный, и соседки, наверное, хвалили, такой вежливый, со своими бойцами Никольский на вы. Знаешь, сообщает он новость, в двести двенадцатом левей нас. Вчера языка взяли, тащили его через нейтралку. По голосу слышно, что Никольский улыбается. А пехотинец узбек в окопе сидел. Заснул он или испугался, вдруг стрельбу открыл. Всю очередь садил в немца. Ночь же не видно. Тут он лихо произносит короткое ругательство, которым на пронте выражает многие оттенки чувств, даже восхищение, если настроены добродушно. Но почему-то, когда произносит это слово Никольский, становится неловко. И неловко за него, что он не чувствует этого. А Никольский не чувствует и говорит волнуясь. Командир полка, когда узнал, за голову взялся. Еще хорошо успели этого пехотинца под стражу взять, а то бы разведчики ухлопали его тут же. Они пока лазали за языком, одного потеряли, говорят, будут судить его. Как думаешь, что могут дать? Он некоторое время ждет ответа, потом говорит, призвав все свое мужество. Я думаю, могут расстрелять. Я замечаю, что глаза у Никольского испуганные. Я ложусь на шинель лицом вверх. А черт его знает, что могут дать. Если бы я вот так лазал за языком, убить можно, тут многое зависит от командира полка и от обстановки. Судят ведь не за один проступок, а еще за то, в какой обстановке он совершен. В прошлом году при мне расстреляли перед строем младшего лейтенанта. Со своим взводом он сидел в боевом охранении. Подползли немцы, забросали гранатами. Он отбивался пока мог, с тремя бойцами, оставшимися в живых отошел. Не отошел бы, остался там. Он был не хуже и не труслевее других. Его расстреляли в пример другим, потому что была тяжелая обстановка и был приказ. Ни шагу назад, случись это в другой обстановке, жил бы он до сих пор. Никольский еще что-то говорит об этом солдате, но я уже не слушаю. Лежу и смотрю в небо. Какие стоят ночи? Теплые, темные, тихие, южные ночи и звезд над головой сколько? Я читал, что в нашей галактике примерно сто миллиардов звезд. Похоже на это. Наклонишься над бомбовой воронкой, они глядят на тебя со дна и черпаешь котелком ржавую воду вместе со звездами. Еще месяц назад садится солнце, а в небе обрывком белого облака уже высоко стоит луна, постепенно разгораясь и желтее. Теперь ночи стали заметно длинней, а когда немецкий снаряд разрывается за Днестром, в садах с деревьев градом сыплются спелые абрикосы. Мы пришли сюда, они еще только-только зацветали, и уже поспевает виноград, и уже замечено, что от него чаще приступы малярии. Сколько нам осталось здесь таких тихих ночей? У землянки Бабина поют на два голоса. Это горбоносый командир второй роты Маклецов и Рита. Сам Бабин не поет, если зовут его, стеснительно улыбается, у него нет слуха. Но песни любят, они поют темную ночь, я не могу слушать ее спокойно. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер шумит в проводах, тускло звезды мерцают. Я чувствую, как песня теплой рукой берет меня за горло. Уже несколько раз я давал себе слово не ходить к Бабину, но другую ночь, после того, как я вернулся на плацдарм, я по привычке пошел к комбату. Около землянки телефонист, которому он обычно играл в шахматы, рыл себе отдельную щель. У Бабина была Рита. Оказывается, она и есть та фельдшерица, которая высаживалась с ним вместе на плацдарм и ухаживала за ним, когда его ранила. И еще я видел случайно, как Бабин снимал с ее ноги сапог. Целый день и полночь Рита лазала по передовой. У каждых трех из пяти пехотинцев малярия. Вернулась вся в глине, охрипшая от усталости. Бабин посадил ее на нары, сам ухаживал за ней, снимал сапоги. Он размотал множество навернутых одна на другую портянок. В них была маленькая босая нога с розовой ступней и розовыми пальцами. Бабин ладонью обтер ступню и, держа ее в руках, улыбнулся, словно это была нога ребенка. А Рита, не стесняясь, его сидела усталая, добрая и было ей хорошо. Это я почувствовал сразу. Даже сейчас, вспомним, я заерзал на шинель и поспешно достал табак. «Знаешь, говорит Никольский, тоже слушая песню, до армии была у меня девушка, хорошая девушка, мы учились с ней вместе. Я глубоко затягиваюсь несколько раз подряд. У меня тоже до войны была девушка. Женя Остафьева. Она была хорошая физкультурница. Синий трико, синий обтягивающая майка, голубенький поясок, фигура, как у мальчишки, почти никакой груди, высокий, золотистый от загара, сильные ноги бегуна. У нее были глаза немного на выкате, близоруки и от этого как бы затуманенные. Очки носить она стеснялась. Женя жила на краю города, за военным городком, за еврейским кладбищем. Там росли старые дубы и окрестные жители, большинство их недавно переселилось сюда из деревни, перевезя избы. Воскресные дни, одевшись ярко, шли на кладбище с гармонию, как в парк. Сидя в траве среди могил выпивали полулитровочку, парни лапали девок, покойники на это не обижались и, наверное, ни один будущий житель Воронежа был зачат здесь, среди могил, в мирном соседстве с покойниками. После уроков мы учились во вторую смену, я шел провожать Женю. Вначале мы шли по асфальту, мимо ярких витрин магазинов, потом по булыжнику, блестевшему под одиноким фонарем, потом попыли вдоль деревянных заборов, за которыми, распирая их, росла сирень. Здесь уже не горели фонари, на углах улиц стояли водопроводные колонки, зимой вокруг каждой намерзал ледяной бугор, так что самой колонки не было видно, а ставни на окнах и зимой и летом закрывали сарана. Я провожал Женю темными улицами и мечтал, чтоб на нас в то время я занимался боксом, но взять Женю под руку я так и не смог решиться. Мы обычно шли независимые друг от друга, в левой руке Женя размахивала отцовской полевой сумкой, однажды в руке я написал Жене по-английски «I love you». Написать по-русски «Я люблю тебя» было слишком страшно. Ее ответ я долго переводил со словарем. Вышло что-то странное, всякому овощу свое время. Несколько дней после этого я не провожал ее домой, а потом все пошло по-старому. Я не знаю, где сейчас Женя, и если признаться, я даже плохо помню ее лицо, почти не вижу его, но я много раз мысленно ходил по улицам своего зеленого Воронежа. Трехэтажный проспект революции с веселыми звонками трамваем, синими молниями, вспыхивающими на проводах, двумя потоками людей до поздней ночи, движущихся под деревьями навстречу друг другу, шаркая по асфальту одной огромной подошвы. Ярко освещенный подъезд ДКА, дома Красной Армии, глаза девушек, празднично блестящие в свете огней, звуки военного оркестра из парка и всегда у входа в парк цветы. Вначале связанные ниткой тонкие пучочки ландышей, потом сирень, пышные букеты, потом розы, они стояли тут же на асфальте, в ведрах с водой и обрызганной водой, и парни дарили их девушкам. Ни в одном городе я не видел столько цветов, ни в одном городе летними вечерами улицы не пахнут так табаком и петуньями, а может быть это потому мне кажется, что Воронеж мой родной город? В Кольцовском сквере каждый день выкладывали цветами на зеленой клумбе год, число и месяц. Потом пришли немцы и время остановилось. Мы любили с Женей перебегать об Комовскую площадь посредине, где это почему-то не разрешалось. Торжественная и пустынная она блестела вечером под фонарями с одного края ее все в электричестве здания обкома с черными мраморными колоннами, с другого кирпичный недостроенный театр за деревьями. Отсюда к маслозаводу шла улица, как туннель. Деревья над головой смыкались с домами и балконы второго этажа были посреди зелени. А под деревьями стояли парочки и затихнув, ждали, пока мимо них пройдут. Их нет теперь этих улиц. После войны отстроят новый город, родятся в нем люди и вот таким будут знать и любить его с детства. Но тот город, в котором родились мы, бегали в школу, влюблялись впервые, того города уже нет. Он погиб под бомбами, взорван немцами при отступлении и живет только в нашей памяти. Не будет нас, не станет и его, даже если сохранятся фотографии. С холодной точностью воспроизводя вид здания, они не передают то, что знали в нем и любили мы. А главное, в новых людях, когда они со спокойным любопытством будут смотреть на эти фотографии, не вздрогнет и не отзовется то, что отзывается в каждом из нас, лишь только коснешься воспоминания. очевидно, с каждым поколением навсегда уходит неповторимая жизнь, и с каждым новым поколением рождается новая. Понимаешь, говорит Никольский, пришла она провожать меня на вокзал. Чистая такая, широкий белоснежный воротничок на платье, глаза ясные, чистые, и двух братьев за руки держит. Принаряженные мальчики, словно ничего не случилось, словно и войны нет, а тут солдаты. Девушка, санинструктор, красноармейских засаленных штанах, пробежала с котелком, так глянула на Наташу, на ее белый воротничок, на братьев, что мне стыдно стало, а Наташа, как будто ничего этого не видит, смотрит на меня спокойными, ясными глазами. Может быть, я все это наивно говорю, но когда я увидел, как санинструктор подбежала к теплушке, а оттуда сразу протянулось к ней, наверное, двадцать солдатских рук, я не знаю, как объяснить тебе, но только это и есть самое главное в жизни. Я гордился бы, если бы к Наташе вот так же радостно протянулись руки. Она чужая была там среди всех, и главное, не тяготилась этим. Мы говорили до войны порядочность, честность, а ведь на фронте все эти понятия совсем иначе выглядят. Я тебе правду скажу, с Наташей мы даже не целовались, ни разу, и никому она не позволяла себя целовать, я знаю, но я думаю, смогла бы она быть и на фронте, как та девушка санинструктор, как Рита, ведь в этом сейчас вся порядочность и честность, и для меня это сейчас главное в человеке. Он, пожалуй, красив, высокий лоб, курчавые виски, длинные пальцы одаренного человека и рост хороший, но было бы легче, если бы не Бабин нравился Рите, а вот он. За спиной Никольского постепенно светлеет, что-то горит на левом фланге, меж стеблей становятся видны комья земли, освещенные с одной стороны, свет пожара мешается с лунным светом, и хорошо в тишине слышны голоса Риты и Маклицова. Мне хочется, чтобы Никольский ушел, а он сидит и смотрит на меня. Как думаешь, немного погодя, спрашивает он, будет немец сегодня наступать? Каждую ночь на плацдарме, когда расходится спать, кто-нибудь вслух спрашивает об этом. Ведь наш плацдарм полтора километра по фронту, километр в глубину, а позади днестр. И мы стали немного суеверными. Как правило, мы не говорим наверняка «нет». На всякий случай, словно не желая испытывать судьбу, мы говорим «а черт его знает». Но сегодня у меня плохое настроение. Ни черта он не будет наступать, говорю я. Он сидит еще некоторое время и уходит наконец-то. Да, я иду к Бабину. Горбоносый Моклецов в своей фуражке на затылке сидит боком на бруствере с гитарой, наигрывает что-то неопределенное. Бабин обнял здоровое колено, с закрытыми глазами посасывает короткую трубочку, у ног его положив морду на лапы овчарка. Когда я подхожу, она приоткрывает один глаз и снова закрывает его. Я здороваюсь, сажусь. Рита внезапно потянулась всей спиной портупея косо врезалась в грудь. Хорошо здесь комбат, даже воздух другой. Знаешь, если долго лежать в госпитале, в самом деле заболеть можно. Я видела таких, на фронте водку хлистали, а там у них язва желудка открывается. Один погиб смертью храбрых от воспаления легких. Войну! У Риты зябко поежились полные плечи. Помнишь, у Островского Аркашка Счастливцев рассказывает, как жил у родственников. Час обедают, после обеда спят до пяти, потом чай пьют со сливками. И мысли «А не повесятся ли?» «А чего?» «Правильно», оживился Маклецов. «Это я по себе лично знаю. У нас в палате один лейтенант?» Бабин вынул трубку изо рта, смеясь одними глазами, спросил. «Обожди, Маклецов, ты лес читал?» «Я за войну ни одной книги не прочел», сказал Маклецов с достоинством. «Но это тебе полагалось еще до войны прочесть. А раз полагалось, значит, прочел. Все-таки читал или не читал?» «Да что вы навалились, старичка Мват, всякую инициативу сковываете?» «Лес!» «Я в сорок первом году в окружении, в таких лесах воевал, какие-то Островскому сроду не снились?» Бабин смотрел на него, любуясь, и вдруг захохотал от души. «Да нет, в самом деле, растерялся Маклецов, оглядываясь за поддержкой на меня и на Риту, я в этих лесах ревматизмом на всю жизнь запасе, а вы мне Островским глаза колите». «Молодец!» сказал Бабин. «Вот за это я тебя ценю!» Маклецов окончательно растерялся. Из землянки вышел начальник штаба капитан Забуновский с уконной фуражки, в шинели, застегнутой на все пуговицы, с замкнутым выражением лица. Сел, передвинув полевую сумку на живот, достал какие-то сведения. Сразу стало скучно. «В роте у Кондакова все больны малярией». Он поднял глаза на Риту и опустил. «В роте у Маклецова» Забуновский посмотрел на гитару, которую держал Маклецов. «Осталось не более пяти здоровых». «Можете не подсчитывать», оборвала Рита, при виде Забуновского у нее в глазах появляется электричество. «Эти пять тоже заболеют, если их не убьет прежде». Странный человек Забуновский, добросовестный очень, исполнительный на редкость, сам лазает по передовой, подвергая себя опасности. Вдобавок от малярии у него что-то с печенью, и он страшно мучится, и все же не дай Бог быть под его командованием. Есть люди, которые всю жизнь борются с непорядком в мелочах. Заметит Забуновский какой-нибудь непорядок и страдает, и зудит, и зудит, и борется, а то, что война идет, этого он как будто даже не замечает. «Непонятная постановка вопроса», говорит Забуновский терпеливо. «Я не медик, но я тоже мог бы сказать, и эти заболеют, но я так не говорю, потому что мы обязаны бороться с малярией». «А я говорю, от малярии лекарство одно, перемена места, ясно вам?» «Возьмем эти высоты, двинемся вперед, забудем про малярию». Забуновский ногтем выправил завернувшийся уголок бумаги, сказал тихо, как всегда, когда на него повышают голос. «Этой задачи командование сейчас перед нами не ставит, а с малярией мы должны бороться имеющимися у нас средствами. Есть окрехин, есть, видимо, еще какие-то лекарства». Рит спросила, «Вы женаты, Забуновский?» «Я не понимаю, при чем тут моя жена?» Помолчав, сказал Забуновский совсем тихо. «Жалко мне ее, вот что». Забуновский сложил бумаги, встал. «Я могу уйти». Бабин, который все это время посасывал трубку, опершись широким подбородком и коленом, приоткрыл один глаз. Он остро блестел. «Вот человек», сказала Рита, когда начальник штаба ушел, «обязательно перебьет настроение. Спой, Афанасий». «Это я могу». И Маклицов, закрыв глаза, сильнее зазвенел струнами. Запел он, конечно, свою любимую, про то, как оба молодые, оба пети, оба гнали немцев по полям. И один снарядом был контужен, и гранатой ранен был другой, завязали бинты ему потуже, чтобы жил товарищи дорогой. В этом особенно жалостливом месте Маклицов даже сфальшивил от усердия. Афанасий крикнула Рита, показав на свое маленькое ухо. «Я тоже заметил», сказал Бабин, обрадовавшись и боясь, что ему не поверят. «Честное слово слышал. Вот в этом месте». Он хотел пропеть, но было тихо, все смотрели на него, и он смутился. «Ну вас к черту». «Разрешите доложить, товарищ комбат». Рита сидя козырнула, приложив руку к своему беретику. «Ничего такого выслышать не могли по причине полного отсутствия слуха». «Ладно», сказал Бабин, «вольно». Но самолюбие его было задето. Я все время присматриваюсь к Бабину. Малярия здорово высушила его, лицо стало жестче, виски запали, особенно плечи похудели и руки с широкими запястьями. Он просто некрасив сейчас. Я ловлю себя на том, что мне это приятно и отворачиваюсь. Ведь есть же в нем что-то, чего нет во мне. «Давай Афанаси грустную споем», говорит Рита. «Мне тоже чего-то грустно, может, оттого, что она рядом». Вздохнув, Рита поет негромко, а моклицо мягко вторит ей. «Черние бровы, карие очи, темнее я кничка, яснее ягдень». Она сидит напротив меня на бруствере, свесив ноги в коротких сапожках, зажав руки в коленях. Глаза, затуманенные песней, влажны. Я не знаю, хорош ли голос у Риты, только что-то происходит в душе у меня. «Ой, очи, 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 девочи, да бы навчилась заводить людей. Может быть, эта ночь виновата южная, может, песня, но скажи сейчас отдать жизнь, отдам с радостью». Моклицо в ладоню зажимает друг струны, и я слышу приближающееся к нам тяжелое дыхание двух людей и шуршание плащ-палатки о стебли. Плащ-палатки расширяющийся книзу офицер невысокий в фуражке. Сопровождает его солдат с автоматом и вещь мешком за плечом. Подойдя, офицер обижал всех глазами, остановился на Бабине. «Комбат Бабин?» «Бабин». «Будем знакомиться, Брыль». «Прибыл к тебе замполитом». И Козырнов подал руку. Бабин, пожалуй, не вставая. Овчарка все время следила, подняв голову Сла. «Учти», сказал Бабин, смеясь одними глазами, и вытер мундштук трубки, блестевшей от слюны. «Три замполита было у меня. Трех пережил». «Учту», сказал Брыль. «Нарочно надуюсь и переживу тебя, особенно, если покормишь». И улыбнулся широким ртом, обнажив мелкие, тесно составленные зубы. Он явно понравился Бабинам. Есть безошибочный барометр, ординарец комбата фроликов. Обычно прижимистый по части продуктов, он вдруг появился словно из-под земли, осчастливил всех улыбкой и побежал готовить ужин. Брыль кладет на землю шинель, которую до этого нес на руке под плащ-палаткой, кивает автоматчику, и тот ставит на землю вещмешок. Здоровый с Ритой он опять казарнул. Брыль. Среди нас желтых от малярии он полнокровный, выбритый, свежий, выглядит человеком из другого мира. На плацдарме еще не были, товарищ капитан? спросил Моклецов, присматриваясь к нему. Не было, что? Значит, еще заболеете малярией, сказал Моклецов удовлетворенно. Я встал. Ты куда, Мотовилов? Окликнул Бабин. Кто Мотовилов? Брыль быстро обернулся. Ты? Я. Ну вот видишь, вполне мог забыть. Передвинув на колено полевую сумку, туго набитую, как у всех политработников, он достает два письма треугольничка. Держи! И пока он достает их и отдает мне, все смотрят на его полевую сумку и ждут. Но больше никому писем нет. Оставайся, говорит Бабин. Ром есть. Я чувствую на себе взгляд Риты. Мне хочется остаться. Спать пойду, говорю я, земнув для убедительности. И иду к себе один под звездным южным небом. А в душе все еще звучит Ой, очи, 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 девочи, дэж вы навчилась изводить людей. Глава седьмая. Оба письма от матери. Сыночка, утром искала я какую-то справку и попалась мне твоя фотография. Ты трехлетний в рейтузах сидишь на игрушечном коне и рючонками вцепился в гриву. Словно вчера это было. Так ясно помню этот зимний день из угроба и как я вела тебя фотографироваться. Ты еще не хотел надевать варежки? Я держал твою руку в своей. Такая она была мягкая, теплая. И вот ты уже на войне всю ночь ты мне снился маленький и гладил меня ладошками по щекам и я проснулась в слезах. Береги себя, родной. А дальше коротко себе. Здорово, обо мне не беспокойся. Работы сейчас на здравпункте много, да это и хорошо, пусто дома без вас. Я очень сдружилась с моей санитаркой Анной Савишной. У нее тоже сыновья на фронте. Мы и едим вместе. После приема Анна Савишна кипятит чай. Чем старше я становлюсь, тем почему-то чаще и чаще вспоминаются мне обиды, которые причинил я матери. В восьмом классе мы уже относились к ней снисходительно. Мы спорили с братом о прочитанных книгах, и если мать иногда пыталась вставить слово, мы вежливо умолкали. Она терялась. Может быть, я не понимаю? Ты таки не понимаешь, мама, говорили мы покровительственно и казались себе в этот момент очень умными. Она мало читала, но мы прочли эти книги потому, что у нее не было времени читать их, она работала на нас. Одна она растила нас двоих на свою зарплату зубного врача. Мне было девять лет, когда от фабрики, где мама работала на комнату в большом шлакобетонном доме, как раз над аркой, так что зимой пол был всегда у нас холодный. Прежде здесь помещалась какая-то контора, и когда мы переехали, пахло в комнате пылью, окурками, чернилами, дощатый пол был в чернильных кляксах, а стены на уровне спин вытерты и замаслены до черноты. Мама позвала женщину вдвоем, с ней белила потолок, разведя клеевую краску, с мукой красилась стены. Это было дешевле, чем звать маляра. Стоял ноябрь, земля уже замерзла, но снег не выпал, от этого было еще холоднее. Мама часто выбегала на улицу раздетая, потная и простудилась, она сама поставила себе диагноз воспаление легких. Приходили врачи, приходили родственники, и как-то я услышал случайно, что боятся кризиса, потому что она сильно истощена и может не выдержать. Удивительно, как в девять лет я ничего не понимал. Я тогда учился во втором классе, на уроке по труду мы, несколько человек, делали рамку для портрета, я должен был ее закончить дома, нечаянно испортил и боялся сказать. Хорошо помню, как я подумал в тот момент, если мама умрет, никто в школе не станет требовать от меня рамку. Но вечером, когда никого не было дома, а на полу стояла настольная лампа, загороженная газетой, я услышал дыхание мамы, в груди у нее все клокотало и хрипело, при странном свете с пола, от которого все тени были на потолке, она оказалась не похожей на себя, лицо было в тени, блестели только влажный лоб, скула и худые ключицы, а на одеяле лежала мамина рука с набухшими венами и плоским ногтем на большом пальце. Родная мамина горячая рука, которая всякий раз, когда я заболевал, гладила меня по лицу. Мне вдруг страшно стало, я убежал на кухню, встал в углу на колени, прижался лбом к батарее парового отопления, на которой сосед сушил валенки и молился. Впервые в жизни молился, Господи, родной, дорогой, не нужно, любимый, Господи, сделай, чтобы мама не умерла. Пусть меня ругают за рамку, только, чтобы она не умирала. То ли мы стали взрослыми, то ли мать наша постарела, но мне отсюда она кажется маленькой, нуждающейся в моей защите. Я вижу, как они сидят с санитаркой вечером на здравпункте, две матери, у которых сыновья на фронте. Лампы свешиваются на фарфоровом блоке, детстве мне все хотелось высыпать оттуда свинцовую дробь, множество никелевых щипцов в стеклянном шкафу и запах лекарств и гвоздики. Они пьют кипяток с пайковым сахаром и пайковым хлебом, 400 граммов хлеба на день. Мне не забыть, как в 42-м году на северо-западном фронте возвращался я из Мецанбата в полк. Держался еще морозец, но в небе стояло весеннее солнце, и воздух был весенний и таяло на припеке. Где-то в районе Балагова увидел я лагерь пленных. Колья, колючая проволока, размешанная ногами грязь со снегом, а около проволоки, повесив винтовку на плечо, часовой вдвоем с немцем разматывал веревочку, и оба смеялись, и немец на морозном воздухе откусывал хлеб и прятал его в карман. Я вдруг закричал на часового, уж не помню, что, помню только, он испугался, «Ты чего? Ты чего?» и стал подгонять немца вглубь лагеря, оглядываясь на меня, как на бешеного. Его война не коснулась. Всякий раз после этого, когда я видел сожженной деревни, расстрелянных людей наших, находил в карманах убитых немцев фотографии повешенных, мне вспоминался это смеющийся немец, откусывающий хлеб. Мать моя получает по карточке хлеба столько же, сколько и он, 400 граммов. Когда мы вернемся с войны, ты не будешь работать, мы посадим тебя за стол. Я не знаю, где это будет, потому что и дом наш разрушен бомбой, но мы посадим тебя за стол и будем сами ухаживать за тобой и подавать тебе. Ты достаточно поработала на нас в жизни, теперь будем работать мы, взрослые твои сыновья. При свете карманного фонарика я дочитываю на колени второе письмо. Сквозь строки тревога за меня. Как война изменила все понятия. Бывало, стоило заболеть одному из нас, сколько волнений, страхов, а вот сейчас старший брат ранен, четвертый месяц лежит в госпитале, и матери спокойно за него, больной, ранен, но жив, а я на фронте, и все тревоги за меня, родная моя. Я один из многих тысяч лейтенантов, воюющих сейчас на всех фронтах, одинаково одетых, одинаково обученных, одинаково вооруженных ваших сыновей. Ежемесячно сотни таких, как я, выпускают училища, сотни нас убивают на фронтах. Когда планируется крупная операция, заранее учитывают неизбежные потери. Об этом нельзя не думать, хотя люди эти еще живы. Это нельзя не учитывать, потому что без точного расчета нельзя воевать. И уже заранее, до начала операции, известно, примерно, конечно, не с точностью до единиц, сколько будет убито в этих боях, сколько отвезут в госпитали, сколько потом снова вернется в строй. А вместе с тем, как любая из этих единиц, я, это только я, и никто больше. Лейтенанта Мотовилова, выпущенная в таком-то году вторым Ленинградским Артиллерийским Училищем, можно заместить на должности командира батареи другим выпускником училища, и тут не будет никакой беды, но меня, рожденного тобою на свет, не заменит тебе ничей сын, пусть он лучше, способней, умней, я тебе вот такой дорог. Меня мог бы заместить на земле и в твоем сердце мой сын, но если убьет меня, его не будет. Пуля убивающая нас сегодня уходит в глубину веков и поколений, убивая и там еще не возникшую жизнь. Нас миллионы сыновей в нашей родине, готовых отдать за нее жизнь. Смерть одного из нас в бою не смертельная для нее потеря, но у тебя настолько двое, и все же я не хочу себе судьбы отдельной от моих товарищей. Мы столько раз вместе сжимались под обстрелом, вместе сидели у костров и хлеб и вода в котелке, и огонь были общими, а когда не было всего этого, мы ложились тесно и в мороз согревали друг друга теплом своих тел. Я до сих пор несу в себе тепло тех, кого уже нет в живых. Я часто думаю их мыслями, в душе моей часть их души. Я знаю, ты поймешь это. Передвинув пистолет на живот, я ложусь на нары, на свежие хрустящие кукурузные стебли. Только вчера кончили строить эту землянку, и все в ней еще не обжитое. Жирно блестят непросохшие глиняные стены со следами лопат, на косо срезанном корне выступили капельки воды, а от бревен наката, которые еще вчера ночи были деревьями, пахнет свежей древесиной. Весь потолок заслонила черная тень от головы Коханюка. С телефонной трубкой, привязанной к голове, он коленями стоит на соседних нарах, топит над свечой сало, сонными глазами, глядя на огонь. Сало трещит, брызгает синими искрами, черные от копоти капли падают в плошку и пахнет землянке жареным. Я переворачиваюсь на другой бок, снять, что ли, сапоги? Упираясь носком в задник, я почередно стягиваю их до половины, когда нога в голенище, подъем не жмет. Поправив под щекой полевую сумку, с головой укрываюсь полою шинели, чтобы свет коптилки не резал глаза. Мне часто снится один и тот же сон, голубая лунная дорога и пехота, густо идущая по ней. Завязанные ушанки, пар от дыхания, подымающиеся над ними, иней на спинах, иней на дулах винтовок, и виск, виск, множество сапог по замерзшему снегу. А высоко в небе звезды, тоже в морозном пару. Если глянуть вперед из-за качающихся спин, впереди между снежными отвалами, дорога сходится клином. Собственно, это даже не сон, это первая моя ночь на фронте, но она почему-то часто снится мне. Нас тогда выгрузили из эшелона, и всю ночь мы шли к фронту, засыпая на ходу и натыкаясь на передних. Один пехотинец выколол глаз о штык впереди идущего. Никто не знал, где Мецанбат, его перевязали тут же, и он, сразу ставший покорным, держась обеими руками за лицо, продолжал идти с нами к фронту, куда вела кем-то проложенная для нас голубая снежная дорога. К утру мы были в окопах, дорога здесь кончилась. Когда поднялось солнце, я спал, сжавшись, упершись коленями в одну спиной в другую стенку окопа, глубоко сунув руки в рукава шинели. Меня растрясли, кто-то из солдат сказал, «Погляди немцев, ты же еще не видал их?» Семнадцатилетний я выглянул из окопа. Воздухи сыпались и блестели на солнце морозные иглы, впереди лежали нетронутые снега, и в них метрах в ста от нас снежная траншея. Это и был немецкий передний край. И от одного сознания, что там немцы, место это сразу отделилось от всего окружающего, стало особенным, непохожим ни на что. Жутким чувством вглядывался я воспаленными от бессонной ночи глазами. Что-то темное мелькнуло в снежной траншеи, как мышь, и скрылось. Немец, догадался я, пораженный, немец был в ста метрах от меня. И я подумал то утро в окопе, что вся моя жизнь до сих пор это была проложенная людьми дорога, по которой я шел. Дальше дороги нет, она кончилась здесь. Ее преградили немцы, отсюда вместе со всеми эту дорогу буду прокладывать я, для себя и для тех, кто идет за нами. Спец синюков за моей спиной посапывая во сне, сквозь плащ-палатку, заменяющую дверь, слышно гудение ночных самолетов, изредка бухает на плацдарме разрыв. Мы лежим в ста пятидесяти метрах от пехоты, еще метров восемьдесят и немцы. Тут край нашей земли, тут кончаются все дороги. Сколько суждено пройти мне вперед? Шаг? Но этот шаг вся моя жизнь. Глава восьмая Далекий артиллерийский гул будет нас. В мутном бескромном рассвете мы стоим в окопах, слушаясь. Артиллерийский бой идет на севере. Там, выше по течению, у нас где-то еще плацдарм. Внезапно ракета прорезает дымный рассвет. По весну над передовой брызгает огнями. Мы ждем. У немцев по-прежнему тихо. Ракета гаснет, оставив висеть в воздухе оборванный шнур дыма. Когда за Днестром подымается солнце, первая волна самолетов проходит на север. Крылья их снизу блестят в утренних лучах. Три звена отрываются от остальных, свернув с курса, делают круг над нами и заходят бомбить немцев. Истребители вьются выше, прикрываясь воздуха. Мы вылезаем из окопов. Днем, не прячась, стоим в полный рост, смотрим бомбежку. Немцам сейчас не до нас. По всему склону погребни высот земля взлетает навстречу самолетам. Мы что-то кричим, машем руками и не слышим своих голосов. Самолеты делают еще круг и улетают. Пыль и дым растут вверх, потом ветер разносит их по плацдарму. Когда небо расчистилось, листья кукурузы, недавно еще блестевшие от росы, были рыжие и бархатистые на ощупь. До вечера не стихает дальний артиллерийский гром на севере. Мы отчего-то становимся раздражительны. Обычные разговоры внезапно кончаются ссорами. Так проходит день. Ночью от нас забирают медсанбат. К нам из-за Днестра переправляется противотанковая артиллерия. Одна батарея низких длинноствольных 57-мм пушек становится позади нашего НП. Артиллеристы, молодые, широкогрудые ребята, роют огневые позиции в кукурузе, расспрашивают нас про немцев. Хорошего они ничего не ждут. Истребители танков. Их кидают всякий раз туда, где немцы будут наносить танковый удар. Но нам с ними становится уверенней. От них мы узнаем первые сведения. Будто еще до рассвета на том плацдарме немецкие танки ворвались в медсанбат. Раненых расстреливали прямо в землянках. Те, кто выползал наружу, давили гусеницами. Говорят, врач пытался защитить их. В люке танка поднялся офицер, спокойно застрелил его из пистолета. Спаслись только две медсестры. На рассвете в одних рубашках они переплыли Днестр. Сколько километров тот плацдарм? Спрашиваю я. Одиннадцать по фронту, девять в глубину. Одиннадцать на девять это девяносто девять квадратных километров. Почти сто. По сравнению с нами целое государство. Наш плацдарм, как его ни крути, как ни меряй, хоть в ширину, хоть в глубину, полтора квадратных километра земли. Если немцы теми же силами навалятся на нас, дело наше плохо. Ночью к немцам уползает разведка за языком. Возвращаются ни с чем. В одном месте наши позиции соединяются с немецкими. Здесь когда-то мы заняли первую линию немецких траншей, вторую взять не удалось, и ход сообщения остался. Немцы устраивают в нем засаду и перехватывают пехотного повара с термосом супа. Он успевает крикнуть. Крик его между двумя автоматными очередями слышен был даже у нас. Сбежавшимся пехотинцам удается отбить повара, но уже мертвого. Всю эту ночь мы спим и не спим. Небо облачное, далекие огненные зорницы вспихивают на севере, словно там стороной проходит гроза, и в воздухе тоже тревожно, как перед грозой. Особенно неспокойно к утру. Наступление всегда начинается на рассвете. Но рассвело, и мы идем спать. Днем опять слушаем дальний артиллерийский гром. Временами кажется, он приблизился, но это всегда так, если долго вслушиваешься. Я замечаю, мезенцев становится вдруг разговорчивым. Есть люди, которые в определенных обстоятельствах становятся разговорчивы, даже крикливы. Таких я встречал в окружении. Задним числом они всегда лучше других знали, чего не следовало делать. Вот если бы их спросили раньше, все бы этого не случилось. Они громко искали виновников прошлых ошибок, только об этом могли кричать, и ничего не способны были предложить, как будто теперь это было уже и не важно. Оказывается, Мезенцев прежде еще понимал, что плацдарм наш бессмыслится даже с военной точки зрения. Это вовсе не главное захватить плацдарм. Полтора квадратных километра земли разве можно здесь отбить серьезное наступление? А если это объем, так скольких жизней будет стоить каждый метр? Разве это окупается? Все это он говорил безмолвному Коханюку. С Коханюком удобно спорить, он всегда молчит, и поскольку не возражает, можно даже понять так, что согласен. Но вхожу я в землянку, и Мезенцев сразу умолкает, беспокойно поглядывает на меня, пытаясь понять, слышал я или нет. Я ложусь на нары, при свете коптилки рассматриваю уцелевшие листы немецкого иллюстрированного журнала. Во всю страницу рисунок солдаты в порыве устремленные вперед. Трубач трубит, задрав вверх трубу, словно на ходу пьет из фляги. Один солдат отстал, подтягивая сапог, но и он устремлен вперед, а трубач призывно машет ему рукой. Я уже, наверное, десятый раз рассматриваю этот рисунок, почему-то он меня раздражает. На другом конце Нар, поджав под себя ноги, как мусульманин раскачивается и мычит синюков с закрытыми глазами, словно молится под низким накатом. Сегодня утром осколок разорвавшегося снаряда вошел ему в одну щеку, вышел из другой. Вместе с кровью синюков выплюнул на ладонь обломки зубов. Вот уже несколько часов сидит он так, зажмурясь, зажав ладонью рот, полный крови и боли, раскачивается и мычит. Даже есть не может. Я лежал однажды в черепном госпитале и видел там челюстно-лицевое деление. Жуткие мученики. Отчего-то у них часто возникает инфекция, подвязанная детской клеенкой с распухшими воспаленными нечеловечески толстыми губами, с какими-то проволочными сооружениями, не закрывающимися рту. Они обливаются потоками слюны и когда ходят, слюна тянется за ними по полу между ног. Их поет жидким, но все равно каждый раз еда для них мучения. Мне почему-то кажется, что Мезенцев, когда говорил, разве это окупается, глазами указал на Синюкова. Держа перед собой журнал, я спрашиваю спокойно. Так значит, плацдарм бессмыслица. Мезенцев молчит, он вообще остерегается меня. Я откладываю журнал в сторону. Что же не бессмыслица? Он уже не рад, но я отступать не хочу. К тому же тревожная обстановка придает смелости. Не бессмыслица, товарищ лейтенант, это жизнь, говорит он, грустно, как мудрец. Чья жизнь? Коханюк встает и выходит к стереотрубе. Мезенцев вдруг решился. Товарищ лейтенант, вы культурный человек. Подымает он меня до своего уровня. Вы сами знаете, правда выглядит иногда циничной. Но это потому, что не у каждого хватает смелости посмотреть ей в глаза. Не могу я, оставаясь честным, сказать, что жизнь вот этого Коханюка, он кивнул на дверь, дороже мне, чем моя жизнь. Да он не может ценить ее так. Что он видел? Мы сейчас все вместе здесь. И едим вместе, и спим. И когда нас обстреливают, так тоже всех вместе. И от этого возникает ложное чувство, что мы всегда будем вместе. И ложный страх. Как бы обо мне не подумали плохо. Очень важно Синюкову, что о нем думаю я, если он, может быть, никогда не сможет говорить. Синюков начинает мычать, как от сильной боли. Я молчу. Война это временное состояние, говорит Мезенца, все больше волнуясь и покрываясь пятнами. Тяжелый дальний гул толкается в дверь землянки. Я видел на базарах коллег. Их ние товарищи, которые случайно избежали такой же судьбы после войны, постесняются позвать их в гости. Кончится война и жизнь всех нас разведет по разным дорогам. Да и сейчас тоже. Что говорит, товарищ лейтенант, обстреливают нас всех вместе, а умираемые все же врозь, и никому не хочется первым. Я только хочу сказать, что человек должен управляться разумом, а не ложными чувствами. Я смотрю на него. Сколько хороших ребят погибло, пока мы шли к Днепропетровску, пока освобождали Одессу, где он до последних дней играл немцам на волторне. Они погибли, а он жив, и рассуждает о них своим грязным умишкам. Это еще он не все говорит, что думает, остерегается. А попадись таким в плен, значит, ты не связан ложными чувствами. Я уже сижу на нарах против него, и он чувствует себя беспокойно. С первых сознательных дней никто из нас не жил ради одного себя. Революция, светом которой было озарено наше детство, звала нас думать обо всем человечестве, жить ради него. Мезенцу почти ровесник мне. Он в то же время учился в школе, так же, как и все мы, сидел на комсомольских собраниях, быть может, даже выступал с правильными речами. Вот знай, пока я здесь и жив, ты с плацдарма не уйдешь, ты каждый метр его исползаешь на животе, тогда узнаешь, окупается он или не окупается. И долго еще после этого разговора во мне все дорожит. Ночью я прощаюсь с Синяковым. Их двое было стариков, в бывшем моем злоде, он и Шумилин. Теперь Шумилин только. От непрерывной боли, от потери крови Синяков сразу постарел, в глазах тоскливые, покорные выражения, как у больной собаки. Впервые называю его по имени отчеству Василий Егорович. До сих пор он был Синяков. Он уже не вернется на фронт. месяца четыре пролежит в госпитале, а к тому времени война кончится. Приедешь домой, полон рот стальных зубов, с ними лучше, по крайней мере, не болят. Он все понимает, понимает и то, что детям его, быть может, повезло даже. Неизвестно, как у нас здесь сложится обстановка. Он сам прежде любил пошутить, а сейчас только мычит и подает мне левую руку, безвольную, потную, слабую и с завистью смотрит, как каханюк, который будет сопровождать его к берегу, на корточках жадно докуривает цигарку, держа ее в ногти. Они уходят вдвоем, и мы остаемся вдвоем, я и Мезенцев. Я уже давно собирался заново проложить нашу связь по болоту, она идет везде по полю, но в одном месте линия особенно часто рвется. Если немцы начнут наступать, под обстрелом здесь чаще всего будет рваться провод, а исправить его под обстрелом днем только связисты понимают, что это значит, но мне все не хотелось переносить связь на болото, там хуже слышимость. Я зову к себе Мезенцева, приказываю взять три катушки провода и заново проложить линию по болоту, прежнюю смотать, показываю ему на карте и на местности, он принимает это как наказание, козыряет, слушаюсь, глядит в землю, на своих тонких ногах он уходит в темноту, качаясь под тяжестью трех катушек и аппарата. Начинается обстрел, бьют по болоту, мины рвутся с каким-то странным чапкающим звуком. Я смотрю на часы, по времени Мезенцев должен быть уже там. Иногда слышно, как долго воет снаряд, потом звук обрывается, разрыва нет, это фугасные снаряды. Они успевают так глубоко уйти в болотистый грунт, что уже не могут выбросить его силой взрыва и рвутся под землей почти беззвучно. Я правильно сделал, что решил проложить связь там. Провод больше всего перебивает осколками, прямые попадания редки, на болоте осколков почти нет. Обстрел длится недолго. Когда стихает, опять слышен дальний бой на севере. Меня внезапно вызывают из-за Днестра Яценко. Мотовилов, где у тебя этот, как его, ну, трубач твой? Я молчу, насторожившись. Мотовилов, куда ты пропал? Я не пропал. Что ж ты молчишь? Трубач твой, говорю, где? Музыкант этот, слышишь? Слышу. Посылай его ко мне. Да куда ты пропадаешь каждый раз? Мизенцева послать я не могу, товарищ второй. Как так не можешь? То есть, как так не можешь, когда я прика? Голос его в трубке пресекся. Словно ножку стула прижимаю к уху. Это Мизенцев, ничего не подозревая, прервал связь. Я даже рад, что так получилось, иначе я не мог бы сам поехать за Днестр. И пока иду по лесу, мысленно разговариваю с Яценко. До каких пор это будет продолжаться? Всю войну Мизенцев скрывался от фронта, сюда, на плацдарм, чуть не силой тащили. Случись, что, любого из нас предаст. И мы же еще виноваты окажемся, что доставили ему моральные переживания. В конце концов, дело даже не в нем. В справедливости дело. Люди что угодно сделают, если знают, что это справедливо. А как я могу требовать от остальных, когда он у меня на особом положении? Все же видят. Ночью явлюсь в штаб и говорю все это Яценко, горячась и волнуюсь. Противоожидание он тепеливо выслушивает и вообще кажется смущенным. Вот как ты сразу в философию ударяешься. Ох, и народ у меня в дивизионе. Ну, что мне с ними делать? Погатило. Ночью покинул плацдарм, приехал сюда учить командира дивизиона, а там в это время немцы начнут наступление. Он все еще улыбается, но как-то кисло, и сузившиеся глаза недобро блестят. Вам, собственно, кто дал разрешение покинуть плацдарм? Вы приказание мое получили? Почему не выполнено до сих пор? Почему вы здесь рассуждать научились? Смирно! И я стою, потому что независимо от того, что я думаю о Яценко, есть армия, есть дисциплина, есть вещи выше наших личных взаимоотношений и обид. За попытку невыполнения приказания командира дивизиона, за самовольное оставление плацдарма пять суток ареста. Ухожу ожесточившийся. Пять суток ареста. Напугал до смерти. Надо было спросить только, разрешите пять суток отбывать здесь? А, да что я? Ради Яценко воюю. В темноте окликнув догоняет меня Покатило, поглаживая маленькие усики, улыбаясь, идет сбоку. Он мягкий, культурный человек, умница, я уважаю его, и мне неловко, что он все это слышал и сейчас идет рядом со мной. Милый вы мой, говорит Покатило ласково, какой же вы молодой еще. Я завидовал на вас глядя. Как вы горячились и как вы еще не политичны в жизни. Мне неприятен сейчас этот его покровительственный тон. А я и не желаю быть политичным. Это легче всего сказать, но жизнь есть жизнь, от нее не отмахнешься. А между тем положение Яценко действительно сложное. Это хорошо еще, что у вас, кроме горячности и молодости, никаких серьезных доводов, а так вы и не замечали, как все время наступали ему на больную мозоль. Вы знаете, что такое приезд поверкой командира бригады, да еще когда ожидается немецкое наступление. Тут мать родную забудешь, что угодно наобещаешь, а Яценко знал его слабость. Командир бригады мечтает у себя ансамбль организовать не хуже армейского. И похвалился комбрига. У нас, товарищ полковник, музыкант есть в дивизионе, в оркестр играл. Музыкант? Пришлешь? Вот как это делается, а вы с моральными категориями. Вы правы, да только не ко времени ваша правота. Не станет же Яценко звонить теперь командиру бригады и объяснять все это. А почему не станет? Начальство беспокоит неловко. Вот так и отступаем перед подлостью. Мол, не все же такие слабодушные. Кто-нибудь да задержит. Постойте, постойте, покатила с ласковой улыбкой, смотрит на меня сбоку. Меня раздражает эта его улыбка. О чем, собственно, звонить командиру бригады? Как о чем? Нет, вы не горячитесь. Давайте разберемся все же. Что сказать командиру бригады? Что Мезенцев по своим моральным качествам должен не в тылу сидеть, а пройти весь курс наук на передовой? Хотя бы так. Но ведь это вы знаете, каков Мезенцев. Допустим, я догадываюсь, а командиру бригады откуда это знать? Он ни вас, ни Мезенцева в глаза не видел? Что вы ему скажете? Вот если вы говорили, что Мезенцев у немцев был, так миллионы людей были в оккупации, причем людей порядочных, и это беда, а не вина их, что он при немцах в оркестре играл? Так крестьянин пахал и сеял, рабочим мастерских работал, не для немцев, чтоб с голоду не умереть, и то, что Мезенцев женился в оккупации и двоих детей произвел, поверьте, это тоже суду не подлежит. Я понимаю, для вас не то главное, что он в оркестре играл, а то, что он по внутренним качествам готов был служить немцам, но именно это и недоказуемо сейчас, хотя это главное, это его суть. А почему это доказывать надо, когда это и так ясно? Вам же ясно и без доказательств? Покатило улыбается покровительственно, а потому, что, руководствуясь одними предположениями и интуицией, мы за здорово живешь, можем и честных людей укатать сколько угодно. Вы поинтересуйтесь, я вас уверяю, Мезенцева и справки есть, удостоверяющие, каким было его поведение при немцах, и вообще с внешней стороны у него все обстоит благополучно. Я в этом не сомневаюсь. Вы не заботитесь, как с внешней стороны выглядят ваши поступки. Бросили без спроса плацдарм, приехали доказывать моральную сторону дела, да если командир бригады узнает такой момент, вам же еще и влетит, а не Мезенцеву. У таких, как он, всегда с внешней стороны все обстоит благополучно, это уж будьте уверены. Ну, да что. Вы меня лет на двадцать моложе, как раз на те двадцать лет, за которые собственным опытом узнают все это. И он козырнул, прощаясь. Я тоже козырнул. У меня было такое чувство, словно он смеется надо мной. Как же так, всем ясно, что Мезенцев мерзавец, и в то же время по каким-то глупым формальным соображениям ты ничего не можешь с ним сделать. Почему зрячим людям нужно доказывать, что черное это черное, да еще выходит не докажешь, потому что есть справки удостоверяющие обратные, и умный, порядочный, симпатичный человек словно бы соглашается с этим, говорит, что жизнь есть жизнь, от нее не отмахнешься, как он не понимает, что эти рассуждения унизительны, я никогда не соглашусь с этим. Мы не только с фашизмом воюем, мы воюем за то, чтобы уничтожить всякую подлость, чтобы после войны жизнь на земле была человечной, правдивой, честной. И вместе с тем я уже понимал, что командиру бригады действительно невозможно звонить. В личном разговоре я бы убедил его. Человека легко убедить, если смотришь ему в глаза, и ты прав. Но по телефону, когда он, наверное, забыл уже о Мезенцеве, когда все мысли его сейчас сосредоточены вокруг готовящегося немецкого наступления, доводы мои покажутся ему мелкими и даже глупыми какими-то. Кричал, грозился, ты из плацдарма не уйдешь, ты каждый метр исползаешь на животе, а теперь поедут передавать ему приказания и оценка. Самое интересное, что Мезенцева заберут, но числится он по-прежнему будет за моей батареей, так что на его место даже не пришлют радиста. Я только сейчас это сообразил. Он будет играть на трубе, а оставшиеся бойцы должны воевать за него, и за себя, и за него. Вот если он проштрафится, тогда его обратно сошлют батарею по месту прописки, но Мезенцев не проштрафится. Разведчики спят, когда я вхожу к ним, только Шумилин при коптилке пишет письмо крупными буквами, сильно давя на карандаш, так что края бумаги поднялись. Он стал головой под потолок, широкий в кости, сутулый, словно огромная тяжесть, легла ему на плечи и гнетет. Лицо больного человека, а может свет такой. Собирайся, со мной пойдешь, говорю я. Он как-то сразу непривычно и жалко переменился в лице, засуетился бестолково. Проснулись разведчики, неодобрительно молча наблюдает, как собирается Шумилин. Они знали, что на плацдарме Мезенцев не понимают, почему я вдруг сменяю его, а я не имею права ничего объяснять им. Приказание есть приказание, его не обсуждают. Товарищ лейтенант обратился ко мне Васин, разрешите пойти вместо Шумилина. Я вас не спрашиваю. Я делал несправедливое дело, знал это и потому раздраж и раздражался. Но я не знал тогда, отчего так испуганно переменился в лице Шумилин, когда я приказал идти со мной на плацдарм, отчего у него был вид тяжело больного человека. Мне показалось, что он собирается медленно. Я прикрикнул на него. Долго ты будешь возиться? Много раз после, когда Шумилина уже не было в живых, я вспоминал, как кричал на него в тот раз, срывая на нем сердце. На безответных людях легко срывать сердце. Я вышел первый при общем молчании. Шумилин за мной. Молча шли мы с ним к берегу, молча сели в лодку, молча гребли на ту сторону. На середине реки что-то сильно и тупо ударило в лодку. Придержав весла, я глянул за борт. Близко на черной воде качалось белое человеческое лицо. Мертвец был в облепившей его гимнастерке в обмотках в красноармейских ботинках. Волна терла его о борт, проволакивая мимо. И тут впервые я услышал, что далекий, все эти дни тревоживший нас артиллерийский гром смолк. Непривычная стояла тишина. Неужели там севернее все кончено? Я осторожно отгреб веслом, стараясь не задеть мертвеца, приплывшего оттуда. И некоторое время мы еще видели, как, удаляясь, что-то белеет на воде. Мы высадились на берег, почему-то стараясь не производить шума. Было облачно и темно, особенно в лесу. Только смутно различалась песчаная тропа под ногами. Мы миновали землянку связистов, в которую попала бомба. Густой трупный запах стоял в этом месте. Мы прошли торопясь, задерживая дыхание. И после еще разительнее и чище были запахи леса. Издалека услышали мы глухие шаги многих ног по песку. Они приближались. Сойдя с дороги на всякий случай мы ждали. Первым, спотыкаясь о корне, шел солдат, бритый, беспилоткий, в тяжелых сапогах. Неподпоясанная гимнастерка расстегнулась на полной белой шее, голова склонена к плечу, руки заведены назад. Он шел так, словно его подталкивали в спину. За ним близко прошли два автоматчика, сумрачные, с автоматами в руках. За автоматчиками тоже беспилотки, спутанные волосы упали на лоб, высокий, бледный, наброшенный на плечи длинной шинели. Придерживая ее руками на груди, мягко ступал по песку Никольский. Он первый увидел меня, улыбнулся, испуганный какой-то жалкой улыбкой, и поторопился пройти. Прибавя шаг, прошли автоматчики с автоматами в руках, я все стоял, ничего не понимая. Потом кинулся за ним. Никольский, Саша! Нельзя, товарищ лейтенант, не положено. Отгораживая его своими автоматами, говорили конвойные не очень уверенно, а Никольский уходил, не оборачиваясь. Я видел согнутую спину Никольского, он спешил уйти, как от позора. Глава девятая. Оказывается, к нам перешел немецкий солдат. Прошел каким-то образом передовую, прошел дальше и наткнулся на спящего часового. Солдат спал у входа в землянку, огню винтовку. Немец хотел разбудить его, но испугался, что часовой застрелит, и сел ждать. А в это время в землянке, охраняемой спящим часовым, спал Никольский. Он как раз обошел посты, вернувшись, хотел написать письмо, и так и заснул с карандашом в руке, обессиленный недавним приступом малярии. Раньше всех на плацдарме малярия началась у него. Он был моложе нас и больше ослабел. Но теперь уже только одно имело значение. Он в ту ночь отвечал за посты и караулы и заснул. Несколько дней назад он сам рассказывал мне, как боец, заснув в окопе, застрелил языка, которого разведчики тащили через передовую. Как думаешь, что могут дать? Хуже всего то, что обстановка у нас неясная. Только что немцы наступали на север и готовятся сбросить нас в Днест. В такой обстановке любой проступок втрое тяжелее. Я вижу, как его вели, как он от позора торопился скорее пройти мимо меня. Неужели штраф бат? Я вхожу к себе на НП, и Мезенцев сразу же вскакивает, стукнувшись головой о низкий накат. Сапоги в какой-то болотной дряни. От мокрых штанов, облепивших худые ноги, пахнет болотом. Докладывает, что приказание мое выполнено. Глаза бегают, боится, наверное, что не отпущу. Если немцы правда начнут наступать, с каким бы удовольствием я оставил его здесь. Отправляйтесь за Днестр. У меня от омерзения даже рот полон слюны. Слушаюсь, товарищ лейтенант, говорит он тихо и сразу же начинает собираться. К Бабину я опаздываю. Немца уже привели. Его час таскали по передовой, и он на местности показывал систему обороны и огневые точки. Он сидит ближе всех к свету. Длинные редкие сединой волосы зачесаны назад, перхоть и вылезшие волосы на плечах, на воротнике, сухое лицо, погасшие, словно присыпанные пеплом глаза. В них смертельная усталость. Напротив него командир полка Афинкин, полнокровный, крупный, вместе с инженером, оживленно переговариваясь, что-то помечает на карте. Землянка полна людей, все курят, и огни трех свечей тускло видны сквозь дым. О двери я замечаю Бабина. Положив крупные руки на стол, он сурово смотрит на немца. Чего он перешел к нам? Тихо спрашиваю стоящего рядом со мной лейтенанта. Тот ответил тоже шепотом. Семью у него при бомбежке убило в тылу. Говорит, давно хотел перейти. За семью боялся. И хохотнул, обнажив желтые от табака зубы. Брешет, как все. А еще чего говорит? Говорит, наступать будут здесь. Срок точно не знает. Видел сам, как химические снаряды разгружали. Немец, в это время отвечая на чей-то вопрос, заговорил хрипло. Переводчик сосредоточенно уперший взглядом стол, напрягая лоб, переводит. Мы никогда не слышали о человечности. поощрялась жестокость, жестокость. Две тысячи лет учило христианство смирению, любви к ближнему, и ничего не добилось. Нам сказали, защищать надо сильного. Злом стали утверждать добро, и взошло зло. Кровью и ненавистью затоплен мир. Теперь эта ненависть хлынет на Германию, надо остановить безумие, охватившее людей. Кто-то рассмеялся недобро. Чего же он раньше не останавливал, когда по нашей земле шли? Немец оглядывается растерянно, не понимая чужого языка. Но Финкен поднял от карты, ставшие строгими черные на выкате глаза, и все стихло. «Пусть говорит», сказал Брыль, словно в улыбке ощеря все зубы. «Ради чего они сейчас воюют?» Немец выслушал, хрустнул пальцами, заговорил тоскливо. «Все спуталось, законы, право, справедливо то, что полезно нации, право то, что нужно Германии, но если и остальные нации скажут так, страшно, подумать». Он словно хотел, чтобы мы сочувствовали мы, потерявшие в этой войне куда больше, чем он. Стояла недобрая тишина. «Прежде-то была цель?» настаивал Брыль. Ему перевели, и немец заговорил, затравленно поглядывая на переводчик. «Мы никогда не оправдывали жестокости. Народ не может оправдывать жестокость. Мы нации, стесненные со всех сторон. Каждый год рождается полмиллиона немцев, и земля истощена. Гитлер говорил нам, «Это война за обильный обеденный стол, за обильные завтраки и ужины». Но мы не понимали это буквально. Словно испугавшись, он щитом поднял ладонь. «Мы искали в этих словах высший государственный смысл, быть может, недоступный нам. Ужасные средства, но мы верили, что есть цель, которая оправдывает их. Потому что, если это буквально, если за этим ничего нет, разум отказывается понимать. Тогда мы ужасно обмануты». Я чувствую, как у меня начинают дрожать пальцы. Они же еще и обмануты. Если бы они победили нас, ничего, насытый желудок оправдали бы и средства, и цели, и Гитлер был бы хорош. Это не сейчас за голову схватились, когда расплата нависла. Его не слова привели в чувство, бомба, убившая его семью, а пока только наши семьи погибали под бомбами. Так все вроде шло как надо, и они искали в этом высший смысл. Есть вещи, о которых стыдно сейчас вспоминать. Перед самой войной шла у нас картина «Если завтра война». Там было место, как сбили нашего летчика над Германией, и он попал в плен, и немецкий солдат, открыв ворота ангара, помогает ему бежать на самолете и винтовкой салютует ему с земли. Этой зимой у убитого немецкого солдата я нашел фотографии наших расстрелянных летчиков. Их согнали в лагерь смерти, отобрали теплую одежду в мороз. Они поняли это конец и решили бежать. Массовый побег 700 летчиков босиком по снегу без шинелей из глубины Германии. Некоторые ушли за 20 километров на распуших от холода нога. Потом их находили замерзшими. Я видел эти фотографии. Сжавшиеся на снегу люди, пытающиеся сберечь тепло. Иные в одном белье. Босые обмороженные ноги, а тех, кто еще был жив, пригнали обратно в лагерь и здесь расстреляли. Все это снято с немецкой аккуратностью. Выражение лиц, выстрелы, падающие под пулями люди, позы расстрелянных. У каждого народа самого кроткого найдутся свои садисты и выродки. Но ни одна страна не пыталась еще уничтожать целые нации, всех, до одного человека. Коммунистов за то, что они коммунисты, славян за то, что они славяне, евреи за то, что евреи. Я читал письма немки к мужу на фронт. Она жаловалась, что детская меховая шубка, которую он прислал из России, была в крови и рассказывала, как она остроумно, аккуратно, не повредив вещи, отмыла кровь и как выглядит их дочь в этой шубке. Вот цели и такие же средства. Застрелил ребенка и снял меховую шубку, словно шкурку содрал со зверяка. Не существует высоких целей, которых достигали бы подлыми средствами. Каковы средства, таковы и цели, и тут ничего не удастся оправдать. Каждому из нас столько надо забыть, чтобы начать сочувствовать, а мы не имеем права ни прощать, ни забывать. «Чего ты добиваешься?» прервал Брыль Бабин. «Не ясно тебе, какие в них цели. Ты же войну провоевал. А я с первого дня добиваюсь», говорит Брыль упрямо. «Каждого пленного расспрашиваю. Хочу понять. Не могу поверить, что весь народ такой, потому что поверить в это значит стать таким же, как они». Резко откинув плач-палатку, вваливается адъютант командира дивизии с того берега. «Пленный здесь?» спрашивает он почему-то испуганно. И, обижався глазами, увидел немца. «Срочно командиру дивизии!» Я выхожу из землянки. Со света в первую минуту перед глазами черно. Где-то поблизости разговаривают солдаты, лиц не видно, слышны только голоса. «Человек-то главное хороший был!» Кто-то засмеявшись сказал хрипловатым от мохорки голосом. «А я бы на месте лейтенанта хлопнул этого немца втихую!» И концы! Я иду к себе в землянки. Долго я в эту ночь не могу заснуть. Я думаю о Никольском, о себе, о наших ровесниках. Где-нибудь в Австралии вернуться сейчас мой ровесник с работы, ужинает себя дома. Война там в России за неоглядной далью, за снегами. О ней он знает по газетам, а свои заботы близко беспокоит каждый день. Может, не так велики эти заботы, да ведь свои. Понимаешь ли ты, мой ровесник, что это и за тебя война идет, за твоих будущих детей? Бывали и раньше войны, кончались, и все оставалось по-прежнему. Эта война не между государствами, это идет война с фашизмом за жизнь на земле, чтобы не быть тысячелетнему рабству, поименованному тысячелетним рейхом. По-разному коснулось нас это время. Ты еще учился в школе, когда мы взяли в руки оружие. Сегодня наш окоп преградил путь фашизму. В сущности, мы тоже до войны были очень беспечными, хотя и знали, что нам предстоит. Родятся после войны новые поколения и будут тоже беспечны, как беспечна молодость. Надо, чтоб они знали, какой ценой добывалась для них жизнь на свободной земле. Глава десятая. Ближе к рассвету за передовой слышны моторы немецких танков. Гудение перемещается, тревожа пехоту. Оно то стихает, то уже танки рычат на высотах и слышно лязганье и даже как будто немецкие голоса. Когда ночью метрах в трехстах от тебя танки, начинаешь сразу чувствовать непрочность обороны. Всех этих ямок, окопчиков, не везде соединенных в траншеи, по которым сидят пехотинцы с автоматами в руках. Меня вызывает Яценко. Что там у вас? Докладываю обстановку. За передовой ползают немецкие танки. Че они там ползают? Че они ползают, я тоже не знаю, но, пользуясь случаем, прошу прислать мне рацию и двух радистов. Моя рация давно разбита, а седьмой батарея есть и фактически не нужная. В этом, оказывается, спать мастера, говорит Яценко многозначительно, и делает паузу, чтоб я мог прочувствовать, что ему, капитану Яценко, известно все и случай с Никольским и многое другое, даже то, что я, быть может, надеялся по наивности скрыть от него. Ясно? Ясно. Молчит, я жду, Яценко молчит. По линии тишина. Момент, когда, наконец, надо принимать решение, никогда не доставлял удовольствие нашему комдиву. Ладно, пришлю тебе рацию. Только в такой обстановке и можно у него чего-либо добиться. Отказывает он обычно не из каких-нибудь высших, неведомых нам соображений, а просто потому, что уверен, комбатов надо держать строго, иначе они разбалтываются. И если они просят что-либо, на первый раз лучше отказать. Я посылаю на берег Коханюка встретить радистов. Часа через полтора Яценко опять вызывает меня. Ну, что у вас? За дверью в проходе радисты, оба невысокие крепыши, серьезные, лобасты, похожие друг на друга, как новорожденные щенята, уже колдуют около рации. Докладываю, радисты прибыли. Голос у меня криплый от сна. Ты что, спал? спрашивает Яценко недовольно. Почему-то начальству всегда неловко признаваться, что ты спал, даже ночью. Признаешься в этом, как в собственном упущении. Отдыхал, товарищ капитан, говорю я, помня, что в армии не спят, в армии отдыхают, в лучшем случае. Танки как себя ведут? Ползают. А ну, дай по ним три снаряда, чтоб не ползали. Три раза красный огонь вскидывается на высотах, гуденье стихает на время. У меня еще в глазах огни, когда из темноты является бабин. С полкой в руке хрома и он подходит веселый, молодцеватый, по передовой лазал. А вид такой, словно этой палкой зайца в траве гонял. За ним тенью автоматчик с автоматом. Ты стрелял? Я. Молодец. Пехоте веселей, когда артиллерия не спит. Курить есть? Он садится на бруствер, выколачивает трубку о рукоять палки. Обчарка бесшумно возникнув из темноты, ложится рядом с ним, вытянув передние лапы. Раздал свой табак. И вот его ограбил. Бабин кимнул себе за плечо на автоматчика. Потом говорит ему, закури и можешь идти. Автоматчик ушел. Приминая табак в трубке, Бабин сидит, задумавшись. Старик мне там попался, наш архангельский. Покурили мы с ним? Я бы так ордена давал, сказал Бабин неожиданно. Пехотинец? Пехотинец. На! И больше бы ничего не спрашивал. Вот это и весной, днем в окопах по колено талой воды. Но люди же, глянишь, один другой вылез на бруствер, обсохнуть на солнышке. Тут обстрел. Попрыгали, как лягушки, в грязь, а ночью все это замерзает в лед. Вот что такое пехота. Вот она кому вливается война. Мы здесь покуриваем, а он даже оправляется в окопе, если днем. Потом саперной лопаткой поденет землю и выкинет за бруствер, чтоб ветер не в его сторону. Бабин прикурил, загородясь. Я видел, что он волнуется. Как-то в поезде с госпиталя ехал. Слышу, рассказывает один, сколько раз он в атаку ходил. Брехня, больше трех раз пехотинец в атаку не ходит, либо в чистую, либо в госпиталь. Опять за передовой слышны танки. Да, еще снарядов несколько, просит Бабин. И пока я передаю команду, он неодобрительно наблюдает за радистами. Не люблю я эту вашу музыку, говорит он, кивая на рацию. Радисты дисциплинированно молчат. Как бой, так у нее питание садится. Связи ни черта не добьешься. Только немцев привлекает. Один раз из-за такой шарманки засекли мой капе. И с детским любопытством идет посмотреть в стереотрубу, как будут рваться снаряды. Ты что до войны делал, спрашивает Бабин, когда мы отстрелялись. Учился? Учился. Он опять садится на бруствер, концом полки сбивает головки трав в росе. Он в каком-то бесшабашном настроении. Такое бывает перед боем, когда случайно оказавшемуся с тобой в окопе человеку можно вдруг рассказать всю свою жизнь. В жизни, говорит Бабин, я тех людей уважал, которые что-то умели. Чего я не умел. Жил у нас охотник, немец, Егор звали. Сколько он за сезон тюлени набьет, никто столько не мог. Было мне двенадцать лет, и вот стащил я у отца винтовку, и погиб бы в тот раз, если бы рыбаки с льдины не сняли. Целый день насело меня на ней помолю. А все же двух тюленей добыл. Я почувствовал, ему и сейчас приятно вспомнить об этом. Другой раз позавидовал я крановщику. Удивительный был крановщик в порту. Так я на него ходил смотреть, всю шею выломал, а когда подрос, оказалось, это, в общем, дело несложное, но все равно я ему и сейчас благодарен. Много таких дел встречалось мне в жизни. Встретиться про все забуду, пока сам не одолею. Бесшумно бродит пони луч прожектора. Белый отцвет его падает на землю. Когда луч оказывается над нами, хорошо видно лицо бабина, смелые сощуренные глаза, следящие за концом палки, в них затаенная усмешка. Я понимаю сейчас риту. Больно, а понимаю. Много вперед простил я ему в эту неспокойную ночь, когда по небу бесшумно бродил луч прожектора, а за передовой метрах в трех стах отсюда слышны были моторы немецких танков. Все же одно дело так мне не далось, сказал Бабин, вкось ударив по траве так, что воздух запурчал под палкой. Хотел я научиться на аккордеоне играть. У моряков это вообще принято, море без песни не живет. Другой раз запрусь в каюте, слушаю сам себя, получается. Оказалось, слуха нет. Ну, ладно, нет, так развить можно, как считаешь? И он глянул на меня подозрительно и самолюбиво, словно боясь насмешки. Меня опять вызвали из-за Днестра, и я долго докладывал обстановку, когда отдал трубку, Бабин спросил вдруг, кто у него дома остался. Я понял, что он спрашивает о Никольском. Мать у него, сестренка, отца нету, отец полковник, на первом украинском воюет, соседи почти что. Что ж он к отцу из училища не поехал? А ты бы поехал? Бабин долго рисовал палкой. Луч прожектора то освещал его, то уходил за Днестр, потом лучу, присоединился второй. Они встретились в одной точке, замерли, гигантский голубой циркуль встал за Днестром, концами впившись в землю. Это еще недорого стоит, к отцу в адъютанты не пойти, хуже, когда оселенок не рассчитаешь, размахнешься широко, да один замах и останется. Я мальчишкой был, мне война по песням в виде тачанки представлялась. Конь и гривы тачанка несется, как бешеная, а в затке я строчу из пулемета по белякам. И до того мне на войну хотелось, сказать тебе не могу, а война, видишь, какая. Скажем, на Донце ходил я со своим батальоном в разведку боем, потерял тридцать шесть человек, а добыл, знаешь что, немецкую солдатскую книжку. Как же так это покажется, тридцать шесть жизней, и все ради одной солдатской книжки, да в наступлении их сотнями валяется, так? А вот теперь с другой стороны поглядим, что оно значит на самом деле. Добыли мы книжку убитого солдата эсэсовской танковой дивизии «Мертвая голова». Дивизии этой на нашем участке не было, появилась недавно. Что это значит? На девяносто процентов с уверенностью можно сказать, что он тут наступать будет, и правда на четвертый день ударил. Так мы уже знали, готовились, а не добудь мы этой солдатской книжки, посчитай, сколькими жизнями расплатились бы. Я это говорю к тому, что не всем на войне достается флаги водружать. Больше воюют безвестно, хотя у них имена есть, и люди они не хуже, и смелости у них не меньше. Мы тут тоже сидим вроде бы на задворках войны. Другому в трудный час покажется. Господи, да что мы их держим, эти полтора километра? По сто километров отдавали без сбоя, а тут цепились зубами, метра отдать не хотим. А наш плацдарм немецкой обороне как нож в теле. Куда он не сунется, чувствует себе этот нож, и рад бы выдернуть, и не может, и руки связаны. А попробуй без такого плацдарма сходу форсировать днест, и в наступление. Знаешь, сколько дивизий положишь тут? Во скольких концах России загласят по убитым мужьям, сыновьям? Никогда после, ни до этих пор не говорили мы с ним столько. Он все сидел, и ему не хотелось уходить. Спросил вдруг, у тебя брат есть? Есть. Вот в этом я тебе завидую, сказал Бабин, как говорят о сокровенном. Друг, а когда рядом брат, родная кровь, я один, убьют, на мне фамилия кончится. Мать у меня молодые годы здоровая, была веселая, у нее детей много могло быть, а как-то шли они с отцом из гостей, мороз, по реке шли, по льду, отец пьяный был, он вообще-то отчаянный, а когда выпьет, одна мать с ним справлялась и провалился в прорубь. Не будь матери утонул бы в тот раз. Привела она его обмерзшей, как льдина, раздели, выпил стакан спирта, укрыли всеми шубами. Утром встал хоть бы что, а мать застудила себя. Все болело с тех пор, и уж больше детей не было. У нас в деревне я вообще не замечал, чтобы жен жалели, но отец жалел ее, корову сам доил. Женился он рано и с молоду себя не обижал. Бабы из-за него в открытую дрались, а рыбаки побаивались. Человек он был суровый и здоров страшно. Ни одну слезу мать из-за него пролила, а тут как подменили. Идет утром с подойником хоть люди, хоть кто, ничего ему не позор. Только одно просил. Выпит, вернется поздно, станет перед матерью на колени. Маша. Может, одного еще, а? Сына в руках подержать. Проснусь ночью, слушаю, тогда же мороз прохватит, а мать с ним сурово говорит, с пьяным. Мне вдруг захотелось сказать ему с внезапным самоотвержением, что я понимаю Риту, но я сдержался и только спросил, жив отец? Утонул. Рыбаки редко на берегу умирают. Рассказывали, лодку их перевернула килим вверх. Болтала их, болтала так, потом льдина показалась недалеко. Отец хорошо плавал, видит, остальные выбились из сил, взял бичеву в зубы, поплыл, чтобы их после на льдину вытащить, а был в коневых сапогах. Вот до сих пор. Они-то его и утянули, а тех спасли. Собака унок его внезапно подняла голову слаб, предостерегающе зарычала. Кто-то шел к нам. Мы всматриваемся. Маклецов, Афанасий Маклецов. Прошлой ночью его, раненого в плечо, увезли с плацдармом, и он ругался и скрипел зубами, пока Рита перевязывала его. И вот уже возвращается. Маклецов подходит, останавливается над нами, нерешительно поглядывает на Бабина. «Сапоги жмут», говорит он, и, проворно сев на землю, начинает разуваться, помогая себе здоровой рукой. При этом ворчит. «Черт, того старуха приказала мне сапоги не давать». «Ты собственно чего вернулся?» спрашивает Бабин холодно. «Чего?» «Вы, значит, здесь, а я, значит, там сиди?» «Ну и что?» «Ну и нет, ничего, только перевелись дураки». Она, эта старуха, два часа воника по какой-то спицей ковырялась. Знаю о таких любознательных. Ей, дай волю, начнет людям головы пересаживать. У одного срежет, другому пришьет. «Ну, ты при этом факт не прогадаешь?» «Ладно, прогадаю, не прогадаю, желаю при своей оставаться». Стряхнув портянки, Моклецов шевелит пальцами. В воздухе пахнет его босыми ногами. Он все же побаивается, как бы Бабин не отправил его обратно, оттого сидит надутый, словно его оскорбили в лучших чувствах. Бабин вдруг начинает хохотать, и сразу Моклецов превращается в дурашливого мальчишку. «Слушай, комбат, будь другом, дай сапоги. У тебя в землянке запасные стоят, я знаю, а то не авторитетно в роту босиком идти. Я ж командир роты все-таки, и немец завтра наступать начнет. Какая у бойцов может быть устойчивость, когда командир уже заранее разулся? Тебе это откуда известно, что он наступать начнет? А вы что, не знаете?» Моклецов смотрит на меня, смотрит на Бабина, снова на меня. «Вы в самом деле не знаете?» Из землянки показался радист. Моклецов махнул на него. «А ну, скройся!» Подождал. «Завтра немец наступает. Вы разыгрываете меня или правда не слышали?» «Медсанбате всех говорят. Я как узнал, думаю, буду я теперь здесь лежать. Подзываю санитарой. Есть у них один, всю войну при медсанбате воюет. Прижился как кот в тепле. А ну, говорю, иди сюда, милый, табачок есть, закурили мы с ним, между прочим, курит офицерский. Теперь, говорю, снимай сапоги». «Он был и туда, и сюда. Тихо, тихо, а то я могу тебя самого к себе в роту взять». Тут он добровольно разулся. Бабин смотрит на него смеющимися глазами. «Эх, Махлецов, Махлецов, характер у меня мягкий. Вот это тебя спасает». «Значит, дашь», заключил Махлецов. «На правой фланге начинают строчить пулеметы, немецкие наши. Сразу взлетает несколько ракет». Бабин встал. «Ну, бывай. Рука у него большая и сильнее моей, наверное, потому, что я моложе». Он спросил друг. «Ты как, в предчувствие веришь?» «А что, говорю я, предчувствие другой раз, не обманывает. Вот же, скажем, животное чувствует опасность задолго. Я думаю, наука это еще объяснит». «Считаешь, объяснит», сказал он, упрямо думая о чем-то. И глянул мне в глаза. «Не нравится мне немец сегодня. Я уже командиров взводов предупредил. Как бы он там к утру не устроил сабантуй». так договорились. Снарядов не жалей, чтоб пехота поддержку чувствовала. Он уходит в призрачном свете ракеты, идет по кукурузе, почти не хромая, с палкой в руке. У ноги его бесшумно серой тенью скользит собака. Моклецов идет за ними, здоровой рукой несет за ушки сапоги, шаркает босыми ногами поросе. Крупная желтая звезда, поднявшись высоко, горит над черным лесом. Как-то однажды Моклецов наигрывал на гитаре, а Рита сидела на бруствере, зажав ладони в коленях, закрыв глаза. Она еще не пела, но песня уже звучала в ней. И вот эта желтая звезда низко стояла над землей. Я ее запомнил с тех пор. Она ярче и крупнее других звезд и всходит каждую ночь. Я люблю смотреть на нее. Перед утром темнота сгущается, танков не слышно, повсюду на плацдарме стрекочут в траве кузнечики и воздух звенит от них. Постепенно небо над высотами отделяется от земли и становятся различимы какие-то странные предметы, похожие на наклоненные телеграфные столбы. Поднялся ветер, мигают и меркнут звезды. Один радист спит, свернувшись в окопе, другой борется со сном у щитка рации, и лицо его после ночи кажется измученным и бледным. Начинает рассветать, воздух посвежел от росы и влажен. Это чувствуется лицом. И шинели наши, и волосы влажны, а когда я провел по холодному стволу автомата, ладонь стала мокрой. Теперь уже можно различить, что это не столбы, а пушки с задранными вверх стволами. Они стоят открыто на высотах, как никогда не стоит артиллерия. И вот первый луч солнца из-за Днестра вспыхнул на стволе пушки, и мы видим, что это не немецкие, а наши. Сто пятидесяти двухмиллиметровые орудия, а на их задранных вверх стволах повешены артиллеристы. В стереотребу они хорошо видны, распоясанные, босые, как будто старающиеся достать землю пальцами ног, с опущенными вдоль тела руками, головы склонены к плечу, они мерно покачиваются на ветру, поворачивая к нам свои мертвые лица, освещенные восходящим солнцем. Это, наверное, с того плацдарну приволокли захваченную батарею, втащили на высоты и на стволах, захлестнув веревки за дульные тормоза, повесили батарейцев в устрашение нам. Пять часов тихо я спускаюсь в землянку. Над столом на стене ходики. Разведчики привезли нам их из-за Днестра. Над циферблатом пара глаз со сверкающими белками. Качается маятник. Слева направо бегают веселые белки. Тик-так, тик-так. Я вдруг замечаю, что сижу, опершись локтями о колени, сжав ладонях виски. Поспешно достаю табак, скручиваю папиросу. Как я все же не умею владеть собой при людях. Ложусь на спину и курю. Над моим лицом накат в одно нетолстое бревно, выше слой земли. Мину он еще выдержит, и то легкую, снаряд разнесет его. Неужели на том плацдарме все кончено? Я представляю себе, как их вешали. По времени это очевидно было тогда, когда мы сидели с Бабиным и разговаривали, а в полукилометре отсюда им надели веревки на шеи и подъемным механизмом начали поднимать ствол, как это обычно делают при стрельбе на дальнее расстояние. Они стояли босые. Сначала поднимался один ствол, потом натянулась веревка, потом человек начал отрываться от земли. Почему в такие минуты люди стоят? Им дают лопаты и они сами роют себе могилу. Ведь у них железные лопаты в руках. Что это покорность и великое презрение, люди умирают с песней, кричат под залпами вещи и слова, которых не слышно за выстрелами. Почему не борются? Или есть что-то такое, что не может переступить человек, оставаясь человеком? Фашисты переступили. Рассказывают даже в газовых камерах, люди оставались людьми. Матери сдавливая друг друга телами, пытались освободить детям место, чтоб им не тесно было стоять. Там, в темноте, когда пускали газ и смерть душила людей, с какой яркой силой среди них, обреченных, вспыхивали человечность и любовь. И немцы учли это. Потом они уже казнили детей отдельно, потому что матери, видя смерть своих детей, становились опасны. даже это они учли. Бывала холера, бывала чума. Это фашизм. Я стараюсь не смотреть на часы поминутно. Хорошо, долго не смотреть, а потом глянуть сразу, когда пройдет много времени. Я жду, пока пройдет много времени. Потом смотрю на часы, прошло шесть минут. Начнет он сегодня или не начнет. Если семь не начнет, значит все. Надо дождаться семи. Интересно, какие калибры немецкой артиллерии я помню? Пятидесяти миллиметровая танковая пушка. Семидесяти пяти. Нет, семидесяти пяти. Это французская пушка. Мы однажды захватили такие. Впрочем, и у немцев есть. А какая пушка на Фердинанде длинный ствол, дульный тормоз, как кулак прицельный огонь. А калибры не помню. Интересно другое. Сколько у них здесь танков? Никогда не забуду, как этой зимой немецкие танки купали нас пятерых в воронке от авиабомбы. Там было целое озеро, лед разбитый минами. Мы спрыгнули тогда, скроемся под водой, выглянем. Стоят. Один танк вообще встал у края воронки и ведет по ком-то огонь. Жизнь бы в тот момент отдал за одну противотанковую гранату. Ровно без десяти минут семь над нами тяжелые гудения самолетов. Я выскакиваю с землянки, двенадцать двухмоторных петляковых проходят над плацдармом. Первые тяжкие удары, столбы земли и дыма у немцев. Немецкая передовая скрывается в дыму. У нас пехота тоже попряталась. Она уже ученая наша пехота. Знает, что бьют по немцам, а попадают иной раз по своим. Зато на командных пунктах все выскочили из ровиков. Моглецов у себя открыл стрельбу вверх из автоматов, салютует бомбардировщиком. Мы тоже выпускаем вверх по целому диску. Петляковы долго бомбят передовую и что-то еще за высотами. Когда они улетают, мы опять залезаем в окопы. Восемь часов. Солнце уже припекает, воздух сухой и небо с утра выцветшее. День будет палящий и, как всегда, перед жарким днем головомутная усталость во всем теле и сильно сохнет во рту. Пью и не могу напиться. Девять часов. Жду еще полчаса и иду спать. Я так и не понял, заснул я или нет. Я вскочил от того, что ясно услышал орудийный залп. В следующий момент я сидел с бьющимся сердцем, слушаясь, но даже пулеметы не стреляли на передовой. Наверху в сухом от солнца окопе радист пробовал самодельную дудку, старательно выводя на ней белорусскую перепелочку. Как раз это место, а у перепелочки ножки болят. Ты ж моя, ты ж моя перепелочка, ты ж моя, ты ж моя невеличкая. Звук камышовой дудочки, тонкий и печальный, дрожал в знойном воздухе. Что же это? Я только что отчетливо слышал орудийный залп, или когда я задремывал, он раздался в мозгу у меня, словно лопнула до отказа натянутая струна. Я вышел из землянки, ладонью растирая затекшую щеку, сухой слепящий свет ударил в глаза. Над лесом дыбом стояла лиловая туча, и на фоне ее свет солнца был разительно ярок. Клубящийся верхний край тучи снежно белел, он уже достиг солнца, а тень холодком ползла по земле. И этот резкий свет и надвигающаяся на него тень все было какое-то предгрозовое. Тень закрыла передовую, начала краем взбираться на высоты. И когда она перевалила их, короткими молниями сверкнули артиллерийские залпы. В тот же момент воздух с шумом стал раздираться множеством летящих снарядов. Сжавшись в окопах, мы ждали, зажмурясь, упираясь лбами в колени. Грохот обрушился сверху, в дыму и пыли, потопив все. Насколько рассчитана артподготовка? На полчаса? На час? Надо пережить. Когда она окончится, начнется главное. Пойдут танки, а позади километр земли, обрыв и Днестр. Глава одиннадцатая. Оглохшее, засыпанное землей, мы подымаемся в полуобвалившихся окопах, воспаленными глазами вглядываемся из-за бруствера. Танки. Они идут, обтекая высоты, в пыли и дыму. Танки. В бинокль я вижу, как движутся над кукурузой, бронированные желтые башни с длинными стволами, а позади по примятым просекам бежит пехота, сквозь дым блестя касками. Я смотрю и не могу оторваться, у меня наступило какое-то торможение. Рев моторов движется на нас и ни одного нашего разрыва на всем поле. «Связь!» кричу я наконец. Шумилин подает трубку. Мельком вижу его лицо, землистое от въевшейся глинистой пыли. Сухие землистые губы. Рядом Каханюк ставит стереотрубу. Она валится ему на руки. Снова ставит, снова валится, глядит на меня испуганными глазами. «Ножку выпусти!» кричу я ему. И тут же забываю о нем. Первый разрыв мой встает на поле. Значительно впереди. «Товарищ лейтенант!» кричит нерадист. Кажется, теплов. Я еще не запомнил их хорошенько. Большие косящие от волнения глаза, пыльные ресницы указывает на поле. В пехотной траншеи происходит какое-то движение. Один пехотинец выскочил, ползет на четвереньках. «Сволочи, что делают?» Пехотинец вскочил, путаясь в полых шинели, бежит к нам. Упал, больше не встает. «Трах!» Меня обдает землей. Радист, только что стоявший рядом, слепо ползет по дну окопа. Голова уперлась в стенку окопа, а он все ползет, словно хочет зарыться в землю. Дернулся, вздрогнул, затих. Одна нога остается поджатой к животу. Трах! На минуту глохну, рот полон теплой, тошнотной слюны, и тут же вижу свои разрывы. Перед танком взлетела вверх черная земля. Огонь! Уже все поле в разрывах, мгновенные вспышки в дыму. Меликнув, исчезают автоматчики и снова возникают, справа, оглушая, хлопают противотанковые пушки. Огонь! Кто-то дергает меня за ремень. Пригнитесь, товарищ лейтенант. И тут вижу, как впереди бруствера все расчистилось, и только мгновенно возникающая пыльца и треск разрывных пуль. Кукурузу точно сбрило. Пробив дым разрывов, выскакивает танк. Орущая толпа автоматчиков. Огонь! Что-то говорит Шумилин. Вижу, как шевелятся его серые губы, и ничего не пойму. Хватаю трубку. Нет связи. Шумилин стоит у аппарата точно приговоренный. Второй радист возится на дне окопа у своей рации. Спешит. Сейчас, сейчас, товарищ лейтенант. Пальцы от поспешности дрожат. Ну, сейчас, сейчас. Он готов заплакать. Чертова техника. Пока боя нет, хоть последнее известие слушай. Как бой? Отказывает. Быстро по связи кричу Шумилину и стараюсь не смотреть на поле, чтобы не видеть приближающийся танк. Шумилин хватает аппарат, катушку и только подымается над бруствером. Трах! Еле успеваем присесть. Он оборачивает ко мне странно изменившееся лицо, с посветлевшими, какими-то отчаянными глазами, хочет что-то сказать, но говорит только «Стреляют!» растерянно и жалко. «Связь давай!» кричу я на него, боясь поддаться жалости. Засуетившись, он поспешно лезет из окопа. Последними уползают за бруствер его длинные в глине сапоги. «Провод дерните!» кричит он уже оттуда. «Чтоб не спутать мне!» И едва успевает отползти «Трах!» Шумилин! Высунувшись, ищу его глазами. «Нету!» Потревоженная кукуруза указывает след. «У меня отлегло от сердца. Жив!» «Товарищ лейтенант!» Зовет меня радист. Он нашел повреждение. Повернув рацию, задней стенкой ко мне, показывает дыру от осколка. Всовывает в нее палец. Лицо радостное, он не виноват. Стискиваю зубы, чтоб не обругать его. И тут замечаю Коханюка. Сидит в углу окопа, острый носик в крупных каплях пота, широко распахнутые вздрагивающие глаза. Вот Бог послал разведчика. С ним не воевать, нос ему утирать. Гранаты неси, кричу на него, чтоб не видеть его рядом. В кукурузе артиллеристы разворачивают пушку. Успеют или не успеют. Оттого, что я ничего не делаю в такой момент, меня все раздражает. И Коханюк, и Радист, набрасываюсь на Радиста. Выкинь ты свою рацию к чертовой матери. Не отрывая от меня испуганных глаз, он пятится в землянку, уволакивает рацию за собой. Какие-то стекла пересыпаются в ней и гремят. Трах! Я успеваю заметить, откуда бьет. Это из посадки справа. Фердинанд. Высунется, выстрелит и упятится назад. Если его не уничтожить, он эти пятидесяти семи миллиметровки в кукурузе расщелкает по дной, а у меня связи нет. Связь, кричу я к Коханюку, ну быстро! Тут сзади наклоняется в окоп чье-то незнакомое грязное лицо. Артиллеристы? Ну, девятьсот шестнадцатого полка? Ну, говори! Связи с ваш там, воронки, раненой! Хватаю автомат. Ждите здесь! Выскакиваю из окопа. Петляя бегу между разрывами, кукуруза кончается, пустое, голое место, низкая трава, разрыв, падаю. В бомбовую воронку скатываюсь головой вниз. На дне ее, на чьей-то шинели, лежит Шумилин, голый до пояса. Рядом мальчишка-пехотинец, тоже раненый и перевязанный уже. «Да лежить вы, дядя!» просит он плачущим голосом, беспокойно оглядываясь и удерживая Шумилина. Но тот опять пытается встать, хрипит. «Помощь мне!» И вдруг увидел меня. Глаза горячечные и сухие потянулись ко мне иступленно. «Помощь мне, товарищ лейтенант! Жена умерла, получил письмо. Нельзя умирать мне, детишек трое! Помощь мне надо!» «Лежачего смерть одолеет его!» «Сейчас перевяжу, лежи!» А вижу, что ему уже ничего не поможет. Руки, ребра, перебито все, даже голенище сапог исполосованы осколками. Он истекает кровью, снаряд видно разорвался рядом. Как он жив до сих пор? Наверное, одним этим сознанием, что нельзя ему умирать. Сейчас, сейчас, говорю я, и не могу выдержать его просящего взгляда. «Намучився я с ним», жалуется пехотинец, «тут так и роботся, а вин належить». «Начулы, товарищ лейтенант, отбили немца?» «Отбили». Я рву рубашку Шумилина на широкие полосы, бинтую, и они сразу же намокают кровью. Так вот, почему Шумилин не хотел идти на плацдарм? «Дети!» «Это я еще не понимаю, но чувствую, что ради детей на все можно пойти, даже на унижение, и все-таки он ни на кого не переложил свою судьбу». По краю воронки, загораживая небо, пробегает боец, от его сапог сыплется в низкомье глины, еще один пробегает, все туда, гнестру. Пехотинец смотрит на них снизу, оглядывается на меня, потом карабкается из воронки, цепляясь за земли здоровой рукой. Я его не удерживаю, сам не знаю, чего вдруг пожалел. Шумилин дышит неровно, широкие ребра то проступают сквозь кожу, то опадают, и все ближе, слышней клокотание в горле. «Снаряд» в ногах разорвался, говорит он сквозь это мокрое клокотание. «Станка» не слыхал даже. «Там» и пытается показать рукой, но только чуть шевелит голым плечом. Перебитая рука, обескуровленная, с белыми синеющими ногтями, остается бессильно лежать на земле. «Порыв где? На болоте?» «Не проложил он», стонет Шумилин. «Как не проложил? Я сам посылал туда Мезенцева проложить по болоту связь. Вернулся дрожащий, мокрый еще. Сознание то разгорается, то меркнет в глубине зрачков и взгляд у Шумилина ускользающий. Кажется, он уже не понимает меня, только столит. Там нитка наверху и все пытается показать рукой. Понятно, лежи. Наверху происходит что-то странное. Отсюда видно только желтое от пыли небо и вспыхивающий в нем ослепительно белые разрывы зениток. Но стрельба явно приблизилась. Я не могу бросить Шумилина живого и не могу больше оставаться здесь. Тряпки под моими руками уже все напитались кровью. Глупо, но мне кажется, что они вытягивают из него последнюю кровь. Ее невозможно остановить. Зрачки Шумилина закатываются под верхние веки, но он усилием возвращает их назад, словно не давая себе уснуть. Я закрепляю последний бинт, беру его катушку, аппарат. Шумилин, стоя над ним, говорю я громко, чтобы он слышал меня. Сейчас я пришлю санитаров, понял меня? Минут двадцать обожди. Он начинает беспокоиться, сознание сразу возвращается к нему. Не оборачиваясь, лезу из воронки. Рыхлая земля едет под сапогами вниз, крошится в руках. Уже сверху оглянулся. Шумилин селился встать, кровь пошла у него горлом, течет по небритому подбородку, по голой груди на бинты. Он захлебывается ею, но расширенные, как от удушья испуганные глаза, пытаются остановить меня. Понял, что я бросаю его. Много раз после я вспоминал, как смотрел на меня умирающий Шумилин. Я и до сих пор вижу его глаза. И уже никогда ничего не смогу ему объяснить. Но за Днестром стояли мои пушки и не стреляли, потому что не было связи, а немецкая артиллерия с закрытых и открытых позиций крушила все на план с дарми. Мне нужно было воевать. И, отвернувшись, чтоб не видеть, я выскочил из воронки. С аппаратом в руке, согнувшись, бегу по полю. Мию! Из-за края поля нарастающей вой мины. Падаю, прижимаюсь щекой к жесткой, щетинистой, сухой и теплой щеке земли. Разрыв! Прижимаюсь изо всех сил, как трудно от нее оторваться. Еще разрыв! отрываю себя от земли. Среди многих проводов, ползая на коленях, ищу свой провод. Отсюда поле подымается постепенно, и мне не видно, что там происходит, кроме стоящих дымов, разрывов. Изредка в кукурузе появляются люди, бегут вниз стороной, словно скрываясь от кого-то. По частой стрельбе противотанковых пушек, по сплошной трескотне пулеметов и автоматов, чувствую, каков накал боя, и, кажется, он приближается сюда. В одном месте, зажав кулаке провод, лежит пехотный связист в обмотках. Рядом воронка мины. Голова связиста втянута в плечи. Успел только сжаться во время разрыва, и так и остался уже. Не зная, чей это провод, я соединяю концы и ползу дальше. Вдруг точно такая же связь, как моя, попадается мне, красный глянцевый провод. Но мой должен идти по болоту. Я все же подключаю аппарат, кричу, кричу, и на том и на другом конце провода молчат. Неужели в обе стороны порыв? Взяв провод в руку, бегу по нему к днестру. Порыв оказывается близко. Нахожу второй конец. Лежа срываю зубами изоляцию, подключаюсь. Щука, щука, я карась. И радостный голос из-за днестра. Товарищ лейтенант, это мой провод. Значит, Мезенцев не проложил тогда связь, сволочь. Теперь я вспоминаю, как раз тогда начался обстрел по болоту. Я еще подумал, неплохо, пусть поучат его. Такого поучишь. Пересидел где-то, отключившись, и вернулся мокрый, будто по болоту лазал. Вот он отчего беспокоился, в глаза не смотрел. Товарищ лейтенант, вы же культурный человек, недаром я всегда ждал от него подлости. Нагадил и скрылся, а Шумилин убит, всю войну провоевал, и детей трое, за кого-то теперь сиротами. Я лежу под обстрелом, сращиваю провод, в трубке уже голос Яценко. Мотовилов, где ты провалился? Черт бы тебя взял. Что у вас там происходит? Связь перебила? Связистов по линии гони. Жалеешь их? Кричит он оттуда. Несколько мин обдают меня землей. Проклятое место от грохота уши точно заложило. Чей-то связист, рыскавший пополю на четвереньках, валится набок, и вдруг что-то взорвалось во мне. Чего вы кричите, оруя в трубку, стараясь перекричать все, что творится вокруг. Вы на меня сейчас не кричите, ясно? С тяжелым гулом, придавив на земле все звуки боя, проходят над плацдармом наши бомбардировщики. Я еще долго не могу говорить, во мне все дрожит, потом докладываю обстановку. За гребнем уже черной стеной встает дым, и земля подо мной вздрагивает от бомбовых ударов. Отключаюсь и иду туда. Под ест лицо, щиплет потрескавшиеся губы. Внезапно в кукурузе часто и глушительно захлопали противотанковые пушки, раздались крики, и мгновенно возникший несется сюда рев мотора. Набегу стягиваю через голову автомат. Ремень зацепился за пилотку, пилотка падает. Подбираю ее и вижу вдруг низко над кукурузой, распластав крылья, вспыхивающие мгновенным огнем идет на бреющем полете наш штурмовик. Под ним, стремясь уйти, ломится меж стебле немецкий танк прямо на батарею, и видно, как артиллеристы, стоя на коленях за щитами, торопятся. Пак, 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 чистят пушки. Из кукурузы, пригнувшись, выскакивает несколько пехотинцев. Стой, кричу я! Над нами, толкнув ревом мотора, проносится самолет. Один пехотинец, не видя, набегает на меня. Раскрытый задыхающийся рот, опустошенные страхом глаза. Стой! Он останавливается. Ложись! Двое других тоже ложатся. Близкий взрыв. Танк стоит, развернувшись в обратную сторону. За мной! И первой бегу по кукурузе, обвешанной катушкой, телефонным аппаратом, биноклем. Аппарат, сползая на живот, бьет по коленям. Автоматная очередь. Падаю. Отползаю в сторону. Еще очередь. Горячий удар по ноге, выше колена. Прижимаюсь к земле. Сверху падает на меня срезанный пулями кукурузный лист. Земля сухая, теплая, лезет в нос. Осторожно оглядываюсь. Пехотинцев уже нет. Смылись все-таки. Чувствую, как кровью намокает штанина и от этого сразу слабею. Тошнота подкатывает к горлу. Немец где-то рядом и видит меня, а мне он не виден. Над нами самолет делает круг. Я лежу ничком. Катушка на спине, по ней меня сразу можно заметить. Осторожно отстегиваю лямки, шевелю плечом, катушка сваливается на землю. Немец не стреляет. Это должно быть танкист. Ему надо пробиться к своим. Я тихонько просовываю приклад автомата меж стеблей, трясу слева от себя кукурузу. И сейчас же очередь. Не видит меня. На шорох бьет туда, где шевелится кукуруза. Немного погодя, трясу стебли правее. Их сейчас же срезает. Вот он откуда бьет. Метрах в шестидесяти от меня, озираясь, отползает с автоматом в руках танкист в черном, вываленном в пыли амбундировании. Прижимаясь к рыхлой земле, осторожно ползу за ним. Раненую ногу жмет, колено мокрое от крови. Немца уже плохо видно, только мелькает за стеблями. Плечом вытираю потную щеку. Прикладываясь к автомату, пот заливает глаза. Немец то возникает на мушке, то исчезает, не разглядеть. Тогда резко свищу. Шевеление стихло. Потом за стеблями понемногу приподнимается светловолосая голова. Даю очередь. Голова падает. Жду. Тихо. Подношу глазам бинокль. Приближенный десятикратно танкист лежит затылком ко мне так близко, что кажется дотянешься рукой. Крови не видно. Несколько стеблей у самой головы срезано пулями до основания. Торчат низкие пеньки. Не попади первый. Вот так бы я лежал сейчас. Недалеко от танка в широкой борозде оставленной гусеницей валяется другой танкист без бундира в нижней рубашке. Сколько их было? Трое? Четверо? Выскакивали, видно, через нижний люк. Танк стоит совершенно целый, пятнистый, как немецкая плащ-палатка, только без гусеницы. И спереди оплавившаяся дыра. Если забраться под него, лучше НП не выдумаешь, немцы по нему стрелять не будут. Бросив катушку и аппарат, хромая, бегу по кукурузе в свою землянку. Каждый шаг горячей болью отдается в ноге. Пули уже посвистывают густо, сшибая верхушки стеблей. Бегом, ползком добираюсь, спрыгиваю в траншею. Пусто. Ни Каханюка, ни второго радиста нет, все брошено, только убитый по-прежнему лежит в углу, засыпанный по плечи землей. Ждали, наверное, меня. Приказаний никаких нет, танки, обстрел, быть в бою и не стрелять ни у всякого нербы выдержат. Забегаю в землянку. После жары и солнца сыроватый дух погреба. Плащ-палатка снар содрана, шинели моей нет, только фляжка висит на колышке в битом стену. Срываю фляжку, пью, перевожу дыхание и снова пью. Вода выходит из меня потом. Пустую фляжку бросаю на нары. Прислушиваюсь к стрельбе сверху, расстегиваю брючный ремень, рано пустяковое, но перевязывать трудно. Такое место, что повязка едет вниз на колено. Вот если немцы захватят в таком положении с подолом гимнастерки в зубах. Кое-как закрепляю бинт, поспешно застегиваю ремень и сразу чувствую себя уверенней. В тугой повязке рано спокойней. Передав на тот берег, что буду менять НП, отключаюсь, с автоматом в руке перемахиваю через бруствер. Кто-то тяжело дыша лезет ко мне под танк. Отрываюсь от бинокля. Сержант с красным потным лицом. Воротни гимнастерки расстегнут, пыльный чуб торчит из-под пилотки, веселые глаза подмигивают дружески. Молодец, лейтенант! Хрипит он и шея надувается. Самый мировой НП! В трубке докладывают мне с огневых позиций. Выстрел! Два мощных разрыва встают кукурузе перед Фердинандом. «Твои?» хрипит сержант. «Мне некогда ответить. Самоходка пятится, сейчас уйдет в посадку». Кричу новый прицел. Разрыва жду с замерзшим сердцем. Взлетела земля. Уходит. Пять снарядов, беглый огонь! Взрывы, дым, огонь, черные смерчи земли. Когда опять становится видно, Фердинанд стоит на оголенной перепаханной земле, как будто даже не подбитый. Стоит и не шевелится больше. «Сволочь!» говорит сержант. «Это он мою пушку подбил. Расчет накрыло». «Сволочь!» говорит сержант. «Это он мою пушку подбил. Расчет накрыло». От самоходки, пригибаясь, бегут три черные фигурки. «Дай по ним!» «Ну да», говорю «снаряды тратить». Мы смотрим друг на друга и смеемся. И отчего-то вдруг легко становится, словно груз с плеч. «Житуха вашим огневикам», завидует сержант, «детей нарожать можно». Так и сидят за Днестром. Так и сидят. Под танком бензиновая вонь, а в стеклах бинокля слепящее солнце, желтая кукуруза, зной, по всему полю встают дымы разрывов. Среди них отползают рассыпанные цепи немецкой пехоты. Пулеметы захлебываются. Уже ясно, что обороне не устоять. Сейчас немцы перегруппируются, полезут снова. Сержант куда-то исчез. Возвращается с буханкой хлеба и какими-то бумажными стаканчиками. Лезет под танк, прижимая их к груди. Хрипит. «Рубать хочешь?» «Двоим нам тесно под танком, но веселей». «Ты где голос потерял?» «Танки шли». Он распечатывает один стаканчик. Мед. Вот бы чего сейчас. Холодной колодезной воды, чтоб зумы ломило. У меня до крови растрескались губы, язык распух, даже слюны во рту нет. Сержант опять исчезает. Вижу, как он по широкому следу гусеницы ползет к убитому танкисту. Что-то делает около него. Возвращается с фляжкой. Лежа на животе, задрав голову, на здоровой шее напрягаются все мускулы, пьет, потом передает мне. Ром. Все же пью. Растрескавшиеся губы щиплет, как от спирта. Сержант финкой достает тянущийся мед из бумажного слаканчика, ест, подмигивая мне хитрым глазом. Так воевать можно. И хохочет. Зубы у него влажно блестят сладкой слюной. Мне становится завидно. Беру второй стаканчик, отламываю хлеба, лежа под танком плечо в плечо, едим и наблюдаем. Мед белый отдает каким-то лекарствам. Он у них искусственный, говорит сержант. Он все знает, синтетический. И опять подмигивает. Это у него привычка. Оказывается, я здорово хотел есть. Жую хлеб, и песок хрустит на зубах. Сухая земля и трава и хлеб. Все под танком воняет керосином. С полным ртом прожевывая, сержант кивает вверх на днище танка. Не пробовал? Башню не заклинило? Не пробовал. Снаряды видел? Есть. Мне тоже пришла в голову эта мысль. В стрелять из танка. Сержант ест, напряженно думает. Ты пушку ихнюю знаешь? Сообразим, говорит он. Наводчик же. После меда горло дерет от сладкого, невозможно без воды. Проткнув пустой стаканчик пинга, сержант кидает его за плечо. Запасливый народ, немцы, покоромили и снаряды оставили. Он пучком травы вытирает лезвие, поплевав на него. И тут слышим мину. Она разрывается метрах в двадцати от нас. И сейчас же вторая, за танком. Отползаем вглубь, закрываем головы руками. Неужели заметил? Еще несколько мин рвутся вокруг нас. Железные осколки со звоном бьют по броне, по гусенице. Дым. Ничего не видно. Когда редеет дым, видим танки. Пятнистые в желтой кукурузе, они движутся со всех сторон, выплескивая стволов длинные молнии. И по всему полю резво бежит пехота. Хватаю трубку, дую, кричу. Перебила связь. Лейтенант! Хрипит сержант откуда-то сверху. Э, друг, давай сюда! Лезу к нему в нижний люк. Ударяюсь головой о какой-то железный угол, слепой от боли шарит пилотку в темноте. Руки натыкаются на что-то скользкое и мокрое. На минуту годливое чувство. Вытираю ладони от репьё. Впереди в низком сидении запрокинутая голова танкиста, слипшиеся в крови волосы. Порядок! Сержант лязгает затвором. Мы разворачиваем башню, ждём, чтоб не открывать себя раньше времени. Видно только вперёд и немного вбок, и мы плохо понимаем, что происходит. Танки идут не все. Штук пять остановились в низине и оттуда ведут прицельный огонь. Чьи-то самолёты ревут над нами. Давай! Выстрел глушит. Подаю снаряд. Танк наполняется газами. Трудно дышать. Он целится долго. Мне ничего не видно. От этого я нервничаю. Мне кажется, он пропустит танк. Давай! Он ждёт. Потом выстрел. Падает к ногам горячая гильза. Торопясь стреляет. Стою за рядом в руках. Выстрел. Снаряд. Танк где-то близко. Не вижу, чувствую только. Стреляй же! Спина его как каменная. Вместе с выстрелом отклоняется. И сейчас же приникает опять. Кричит что-то. Что? Он отклоняется, и я вижу, в кукурузе горит танк. Сержант гладит казённик пушки. Смеётся. Чёрный от копоти рука вздрагивает. И тут вижу, левее нас посадки сбилась наша пехота. Над головами чата рука трясёт пистолетом, а сверху пикируют на них мессершмитты. И два танка, обходя горящий, стреляя сходу, мчатся сюда. Стреляй! Когда он приникает к пушке, и я перестаю видеть, мне опять кажется, что он медлит. Выстрел! Глохну! Снаряд! Выстрел! Поле сквозь узкую прорезь всё в разрывах. Солнце перевалило высоты, слепит глаза, и трудно стрелять. Раскалённое солнце и дым, и кажется, всё в танке раскалено. Сержант рукавом размазывает по лицу грязь. Мы стреляем, стреляем, оглохши, и что-то кричим, не слыша своих голосов. Это преступление. Ещё один танк горит в кукурузе. Кто подбил? Быть может, мы. Подавая снаряд, слышу частую стрельбу противотанковых пушек. Кукуруза горит, и дым всё сильней. Клоками его несёт через нас. Откуда дым? Он уже слепит и пахнет гарью. Мы уже плохо видим друг друга. Это где-то близко горит. Я подаю снаряд и кричу ему в ухо. Погляжу, где горит. Не отрываясь, он дёргает головой. Я выползаю через нижний люк. Горит кукуруза позади нас. Горит земля. Сплошной чёрной полосой. Дым уже накрыл противотанковую батарею. Она стреляет оттуда, из дыма. Ветром огонь несёт к нам. Едкий белый дым ползёт по земле. От танка до кукурузы метров сорок. Сухая трава. По ней огонь пойдёт как по шнуру. В танке горючее в баках и снаряды. Спасение одно, перекопать землю. Но ничего не успеем и нет лопат. Нам уже не уйти. Я возвращаюсь в танк. Что там, кричит сержант, обернувшись, протирая слезящийся глаз. Не отвечаю, беру снаряд. Горит где? Стреляй! Глаза наши встречаются, и он понимает всё. Сузившимися, похолодевшими зрачками смотрит на меня. Больше мы не говорим. Стреляем, стреляем, как одержимые. Солнце раскалённое, огненное, кашель рвёт горло, и голова пухнет, и ярость подымается в душе, и отчего-то обидно, не знаю на что, но так обидно, никогда ещё не было в жизни. Осколки бьют в броню, как в колокол. Разрыв! Разрыв! Потом сразу резкий свет, словно вспыхнуло всё, ударяясь обо что-то твёрдое и пустота. Подымаюсь на дрожащих ногах. Сержант стонет, держась за живот. Переступая по выскальзывающим из-под ног гильзам, подхожу к пушке, стою, держась за неё. Перед глазами всё плывёт, слабыми руками пытаюсь развернуть её, заклинило. Сержант сидит внизу, белый, сжав губы, по пальцам течёт мокрое чёрное. Я наклоняюсь к нему, он пытается улыбнуться. Хана! Как в тумане тащу его через нижний люк, и когда вылезаем, вижу, горит весь плацдарм, а из огня всё ещё стреляет противотанковая батарея. Цельной обороны уже нет, в разных местах вспыхивает, перемещаясь стрельба. Только немецкие танки, стоя открыто, стреляют в огонь из длинных стволов, добивая тех, кто ещё сопротивляется. Пытаюсь взвалить сержанта на бедро. Он тяжёлый, обмякший, у меня не хватает сил. Разрыв! Сержант перестаёт стонать. Сейчас, сейчас! Я тащу его ползком. Трава уже дымится, огненные искры, красные хлопья, сажи летят в лицо. Замечаю, что гимнастёрка на мне тлеет. Прихлопываю ладонями огонь. Дым ест глаза, прижавшись лицом к земле. Дышу и ползу опять. В ушах звон, и отовсюду пересекающиеся огненные трассы. Сейчас, сейчас! Я повторяю это как беспамятствие. Сердце колотится в висках, кто-то хрипят, дышит рядом. Оглядываюсь, это я дышу. Кашель душит, посовываю два пальца за воротник, дергаю, обрывая пуговицы. Нет воздуха, сердце выскочит сейчас, и тащу, тащу его на себе, ничего не соображая, задыхаясь, с разъеденными дымом, слепыми от слез глазами, через огненные искры, через трассы пуль, с шипением впивающихся в землю. Руки мои проваливаются, окоп, и сейчас же страшный взрыв там, где была батарея. Больше она не стреляет, втаскивая за собой сержанта, волоку по ходу сообщения. Чья-то брошенная землянка. Солома на нарах, вся шевелится, кишит мышами. Они бегут сюда-отовсюду, списком, выскакивают из-под ног. Огонь и дым гонят их сюда. Я разрываю на сержанте гимнастерку, он лежит безжизненно, отвернув голову, и тут вижу крошечную ранку над ухом и кровь. Я тащил его уже мертвого, и руки мои в его крови. Кто-то в тлеющей шинели сваливается сверху, сидя на дне окопа, с обезумевшими страшными глазами, размазывает по лицу копоть кровь и пот. В сухой рыдании как спазма рвет его горло. Пропали! Горит! Все! Я глянул вверх и увидел над собой солнце. В черном дыму стояло над плацдармом слепое расплывшееся солнце. Уже в сумерках мы контратакуем. Гаснущее за высотами неспокойное заря светит в лицо на. После короткой артподготовки, поддержанной минометами, мы выскакиваем из леса и нам удается сбить незакрепившихся немцев. Мы гоним их по черной, покрытой пеплом, кое-где дымящейся земле. Поле перебило у меня автомат, и я бегу с одним пистолетом. Около брошенных артиллерийских позиций среди убитых коней зарядных ящиков, разрытой снарядами земли, завязывается рукопашный бой. Новая волна немцев накатывается на нас. Они выскакивают из-за гребня, черная со стороны света. Длинный немец, занесенный рукой, в ней что-то блеснувшее, набежал на меня. Я успеваю скрестить над головой руки, удар приходится в них. Поймав закисть, удерживаю другой рукой, выламываю запястье, близко задохнувшиеся от боли расширенные зрачки, табачная вонь чужого рта, сдавленный крик. Зверея мы ломаем друг друга. И тут страшный удар сзади. И все кочнувшись повернулось перед глазами немец и накренившаяся полоса заката. Удар о землю на минуту вернул сознание. Я вижу, как множество ног в обмотках, только что бежавших вперед, с той же быстротой мимо, мимо меня бегут обратно. Выстрелы, крики, дым близкого разрыва. Я пытаюсь ползти за ними, кричу, кто-то, дышащий с хрипом, пробегая кованым ботинком, наступил мне на руку. И с облегчением чувствую, как беспамятство наваливается на меня. Никогда я не видел такого холодного, пустого, далекого неба, какое было надо мной в эту ночь. Я очнулся от холода на земле, знобило. Во рту был железистый вкус крови. Где-то отдаленно стреляли, и красные пули цепочками беззвучно летели к далеким звездам и гасли. Я осторожно потрогал затылок, вспухший и мокрый. Боль обожгла глаза. Лежа на земле я плакал от слабости, и слезы текли по щекам, а свет звезд дробился в глазах. Потом я почувствовал себя тверже. Недалеко от меня темнела убитая лошадь. Стертая металлическая подкова голубовато блестела на торчащей вверх задней ноге. Я вспомнил, что тут артиллерийские позиции и сообразил, что сюда придут. Пошарил около себя на земле пистолет. Его нигде не было. Одна граната уцелела на поясе. Встав на четвереньки, пополз, часто останавливаясь от слабости и прислушиваясь. Две черные тени в касках, хорошо видные на фоне неба, двигались стороной бесшумно. Иногда они останавливались там, где слышался стон. Красный огонь, удар выстрела, и, постояв, они двигались дальше. И снова останавливались, снова вспышка, выстрел, и дальше шли. Переждав, я пополз со всей осторожностью. Ладонями по временам я чувствовал теплый пепел, земля еще кое-где дымилась и ветром раздувала красные угли. Я полз по своей земле, где каждая тайная тропочка, любой бугорок знакомы, памятны, не раз укрывали от пули. Тут по ночам вылезали мы из щелей блиндажей, и те, кто жив сейчас, и те, кого уже нет, ложились на траву, дыша полной грудью, расправляли затекшие за день суставы. Сколько раз сходил из-за леса молодой месяц, старел, наступала глухая пора темных ночей, лучшее время для разведки, снова нарождался молодой месяц. На наших глазах поднялась здесь кукуруза и скрыла нас от наблюдателей, потом она стала желтеть, и это тоже было хорошо, не нужно было обновлять маскировку. И вот пепел, и земля эта, чужая, и я уползаю с нее один, а недалеко черными тенями движутся немцы и достреливают раненых. И так же, как всегда, светят над землей звезды, и уже показался из-за леса желтый рог молодого месяца, но свет его сейчас опасен мне. Уже близко уцелевшая кукуруза, за ней дорога, а там лес, важно скрыться в лес. Я узнаю это место, здесь когда-то пехотный шофер пытался проскочить днем на вилесе, крутанул резко, и вывалил полковника. Внезапно близкий щелчок заведенного курка, вздрогнув, припав к земле, оглядываюсь, пепельное небо, черные стебли кукурузы, кто там? Наш? Немец? Но немцу зачем прятаться? Может быть раненый? Мне кажется, я слышу дыхание, или это кровь шумит в ушах, земля подо мной начинает дрожать, идут танки, два немецких танка и бронетранспортер приближаются по дороге, если в кукурузе немец, все, он крикнет, танки проходят освещенной луной, в башнях стоят танкисты, в косом свете вспыхнувшего фонарика пыль, как дым, лежа снимаю гранату, не кричит, и уже шелохнулась надежда, наш, за танками не густо валит пехота, короткие сапоги, вздымающие пыль, тускло блестящие каски, расстегнутые мундиры, засученные рукава, некоторые несут автоматы, положив поперек шеи, держась руками за ствол и запрекла, задние идут по плечу в пыли, и еще один танк, замыкающий, за рокотом и лязганьем не слышно шагов, мы лежим затаившись, вжимаясь в землю, я и тот в кукурузе, это наш, наверное, такой же, как я, раненый, я осторожно ползу к нему, не стреляй, свой, человек приподымается земли, Панченко, ползить сюда, товарищ лейтенант, и ползет мне навстречу, неловко он пытается обхватить меня за спину, постой, я сам, неосевшие пыли, мы проскакиваем дорогу, скрываемся в лесу, не отдышавшиеся, сидим в кустах в тумане и шепчемся, как гуси в камыше, мышко, Панченко, я говорю какие-то слова и точно слепой, трогаю его лицо руками, глажу по щекам, я чувствую, могу разреветься, а он жмется, неловко ему, и мне уже неловко, и мы молчим, смотрим друг на друга и молчим, и хорошо бы закурить сейчас, мы только что могли пострелять друг друга, мышко, черт окаянный, ты знаешь, как ты меня напугал, я сам взлякався и улыбается, а ты искал меня? Искал, оказывается, ползал по полю от убитого к убитому, переворачивал лицом к свету и полз дальше, пехотинец какой-то сказал ему, что видел, как убило меня, и он полез сюда, из всех людей в эту ночь он один не поверил, что я убит, и никому не сказав, полез за мной, это мог бы сделать брат, но брат, родная кровь, а кто ты мне? Мы породнились с тобой на войне, будем живы, это не забудется, мне отчего-то ничего не страшно сейчас, самое большее, что могут сделать немцы, это убить нас, но это, в конце концов, не самое страшное, сколько уже лет ведут они бесчеловечную войну, а люди остаются людьми. дышь, ваша пилотка, Панченко уже критически осматривает меня, нету пилотки, мне всегда доставалось от тебя за непорядок, ругаясь сейчас, я не понимал прежде, что это приятно, когда тебя ругают, и галифе в крови, вот видишь, опять виноват, не сердись, мышко, наживем новое, галифе, и пилотку наживем, было бы на что надевать, да вы ж и ранены, наверное, не буду больше, он укоризненно смотрит на меня своими маленькими, как бы томящимися от усилия мыслей глазами, а мне расцеловать хочется его длинноносую, угрюмую, милую морду, дайте ж перевяжу, пошли, и мы след в след, так, чтобы не хрустнуло под ногой, пробираемся по лесу, туман подымается из кустов, пахнет близкой рекой и туманом, он скрывает нас, в сыроватом воздухе я чувствую от своей гимнастерки, от рук запах гари, лес полон немцев, мы слышим их голоса, шаги и несколько раз затаившись, пережидаем, пока не пройдут, где-то близко стучит пулемет, немецкий, короткими очередями ему отвечает наш, в тумане звук его глуховатый, мы идем на этот звук, луна уже высоко над лесом, когда мы в тумане переходим к своим. Глава двенадцатая натянув на уши воротник шинели, я лежу под берегом головой в песок, руки заледенелы, а дыхание горячее, и мерзнет спина, никак не могу отогреть спину, кутаюсь плотнее в шинель, сжимаюсь, чтоб не дрожать, и от того, что сжимаюсь все время, болит затылок, болят все мускулы, ломит икры ног, а глаза горячие, невозможно поднять, кто-то осторожно трясет меня за плечо, стягиваю с лица шинель, белый свет режет глаза, нате вот, пейте, Панченко, сидя на собственных пятках, протягивает мне пляжку, из горлышка идет пар, беру ее озябшими руками, кипяток с ромом, пью, обжигаясь, яркий сон соответственно стоит над головой, а я в шинели не могу согреться, от сверкания воды в Днестре у меня из глаз на небритые щеки текут слезы, вытираю их плечом, чтоб Панченко не видел, он сидит, отвернувшись, за двое суток на плацдарме он похудел и почернел, лицо стало шершавое, скулы заострились, кто-то рядом в ржавой от крови ссохшейся на груди гимнастерки шепчет, как бреду, Ванюшку Сазонова взяли в лодку, а мне места не хватило, не пустили. Тот берег близкий, зовущий к себе, как жизнь, отрезан от нас водой. Я стараюсь не смотреть туда, отдаю Панченко фляжку, лечу, крыться с головой и не смотреть. Шум ссоры привлекает меня. Близко от нас водомоине, проточенный в песке ливнями сверху, два бойца ссорятся из-за места и уже толкают друг друга. Один щуплый, молоденький, в накинутой на плечи шинели, другой мордатый, в одной бязевой рубашке, с болтающимися у горла завязками. Он, видно, пришел сюда позже, но посильнее толкает щуплого в грудь. Тот не защищается, только при каждом толчке подхватывает спадающую из плеч шинель. Я же раньше занял. Вырой себе, говорит он звенящим обидой голосом, и губы у него дрожат. Мордатый сопя ненавистно отталкивает его в грудь, молча, тупо, вдруг, исказившись, бьет левой сжатой кулак рукой лицо. Тот зажимает лицо ладонью, и только незащищенные глаза, полные ужаса, обиды, боли, не отрываясь, смотрят на Мордатого. За что? Я подымаюсь с песка с похолодевшими щеками, от волнения начинаю плохо видеть, и в тот же момент виии-у-бах, оглушенный, осыпанный песком, отряхиваюсь. Ко мне под обрывом бежит Фроликов, заслоня голову рукой, кричит издали, товарищ лейтенант. Мордатый уже отполз в сторону, и в отвесной стене песка обеими руками по собачьей скребет себе нору, озираясь. Там, где они толкались недавно, лежит распластанная на песке шинель. Панченко, подойдя, приподнял ее, потрогал что-то и опять накрыл шинелью. Возвращаясь, он вытирает пальцы о голенище сапога. Товарищ лейтенант, подбежал задыхающийся Фроликов. Комбат велел вам идти к нему. Проходя мимо водомоины, я глянул туда. Из-под шинели торчали большие солдатские растоптанные сапоги и худая рука с детской вывернутой вверх грязной ладонью. А мордатый рыл уже по локте углубясь в песок. С минуту стоял я над ним, сдерживая желание ударить сапогом. Затихнув, он ждал. Я перенес через него ногу как пьяный и долго еще ладонью прижимал щеку, расправляя мускул сведенной судорогой. У Бабина уже собралось несколько командиров. Рядом с ним, подогнув под себя маленькую ногу в хромовом сапоге, Караев, замполит соседнего полка. Он горбоносый и по глазам видно горячий. Большая голова в жестких курчавых с проседью в волосах, несоразмерно узкие плечи, весь маленький с маленькими желтыми кистями рук. Когда я подхожу, Караев кричит кому-то, волнуясь, от этого сильнее чувствуется гортанный акцент. Не бывает отчаянных положений, бывают отчаявшиеся люди. Командиры сумрачно молчат, землисто-серые лица. Воспаленные глаза, от того, что в щетину набилась песчаная пыль, лица кажутся сильно заросшими. На многих бинты, запекшись черной крови, и мухи липнут на кровь. Кивнув знакомым, сажусь. Мне почему-то неприятны сейчас слова Караева, как всякие красивые слова в такой момент. Здесь люди, прошедшие войну, а на войне бывают и отчаянные положения, и отчаявшиеся люди. Все бывает, на то и война. Позапрошлой ночью при мне немцы добивали раненых, и я видел и лежал, затаясь и ждал, что вот сейчас меня тоже заметят. Кончится война, останусь жив. Так, наверное, еще не раз мне это будет по ночам снится. Рядом со мной пехотинец, по виду из пожилых солдат, в солдатских ботинках, перематывает обмотку. На плечах его пузырями сдулись мягкие офицерские погоны с одним просветом, но без звездочек. Завязываете семку, говорит, не подымая глаз. Этой ночью, когда раненых перестали переправлять, пятеро у меня сразу померло. И раны не очень, чтобы так уж. Могли бы жить. Кто-то выругался тоскливо сквозь зубы. Командир пешей разведки в зашнурованных на икрах брезентовых сапогах, с нервным лицом глянул на него темными раздраженными глазами и, подняв финку, опять швырнул ее в песок. Он начертил круг в песке между параллельно поставленных подошв, положил в центре щепку и, подымая финку за конец, швыряет ее натренированной рукой и раздражается, что не может попасть в центр. Слышно, как у ног Бабина дышит обчарком. Высунула мокрый дрожащий язык и часто носит боками. Жарко. А я не согреюсь в шинели. И еще двое, трое таких же озябших от малярии, словно зимой кутаются под воротники. Позади нас сплещется Днестр, блестящий на солнце, желтый песок того берега, зеленые сады, заслонившие хутор, синее чистое небо. Днестр в этом месте не широк, но жизни не хватит переплыть его. Я смотрю, как Рита в яме, вырытой под корнями дерева, водкой промывает Моклецову плечо. Моклецов тяжело дышит, у него сохнут воспаленные распухшие губы, он то и дело облизывает их. Лицо желтоватого нехорошего оттенка, глаза неспокойные. Мне кажется, у него началось заражение крови. Трое суток назад, убежав из медсанбата, он переплыл Днестр. Я и сейчас вижу, как он шел за Бабиным по кукурузе, неся в руке сапоги, которые снял санитара. Неужели это было только трое суток назад? Рита стоит перед ним на коленях, юбка обтянула ее бедра, и многие поглядывают на нее. Трое суток назад нас было два полка, еще минометы, противотанковая дивизионная артиллерия, тылы, верных четыре тысячи человек. Четыре тысячи. Остатки двух полков жмутся под обрывом по берегу. Выгоревшая добела гимнастерки, бязевые рубашки, обмотки, бинты, бинты, а сверху немцы. Нет окопов, только норы в откосе. Какую сторону не посмотри, все роют, роют, саперными лопатами, обломками досок, скребут руками, крышками котелков, зарываясь в песок. Мы так тесно сбились под берегом, люди, повозки, лошади, техника, что каждый снаряд попадает, песок у воды в свежих ранах воронок, волна лениво зализывает их. Наша артиллерия с того берега бьет через нас, при каждом разрыве сверху валится комья земли. Немецкие снаряды, провизжав над нами, рвутся внизу, и все живое снизу теснится на берег, в мертвое пространство, хоть радиатором, хоть колесом, хоть краешком попасть сюда. На минуту затихает возня, потом гуще разрывается снаряд, и все опять приходит в движение. Повозки, машины, кухни, сдавливая друг друга, лезут под берег. Крики, треск, матерная брань, пронзительное лошадиное ржание. Мы прижаты к гнестру. Ни от нас, ни к нам переправы нет, даже раненых нельзя переправить. От связи остались клочья. Только теперь я понимаю, как это было на том плацдарме. Вот так же все сбились под берегом, прижатые к воде, потом арт-подготовка. Мы только слышали ее, а ночью в мою лодку толкнулся мертвец. На левом фланге снаряд поджигает грузовую машину. Она горит при ярком солнце, стоя всеми четырьмя колесами в воде. Овчарка у ног бабина начинает скулить, оглядываясь на людей. Близкий огонь тревожит ее. Ко мне подсаживается Рита. Нагнись, дай голову посмотрю. Она руками наклоняет мою голову, начинает разматывать бинт. Через одинаковые промежутки на нем повторяется все увеличивающееся кровяное пятно. Сжимаю губы, когда она отрывает от живого. Потом сижу, нагнув голову с бинтом в руках, она трогает пальцами края раны, и мне это приятно. В натянувшихся поберег складках юбки песок, между юбкой и голенищами сапог, голые ноги, грязные колен. Одно колено сажено до крови, сочица, и песок прилип к нему. Оторвав влажный окровавленный конец и бросив, Рита тем же бинтом делает нетугую повязку. И когда бинтует лицо с поднятыми вверх, косящими от близкого расстояния глазами, рядом с моим лицом, она дышит носом, чуть сопя, я чувствую легкое дыхание и задерживаю свое. Две тонкие усталые морщинки легли у губ. Я их не видел прежде. И что-то сжимается во мне. Ты бы колено себе перевязала, говорю я, когда она уже застегивает санитарную сумку. Рита равнодушно глянула на свою ногу, ниже натянула юбку. Последним приходит брыль с левого фланга. Когда он прибыл к нам несколько дней назад, румяный, крепкий, он казался человеком из другого мира. Сейчас у него землистое от усталости лицо, провалившиеся глаза, говорит шепотом. Всю эту ночь он с пулеметчиками сдерживал немцев и сорвал голос от крика. Садится на песок, просит соседа, едва слышно сипя, при этом на шее от напряжения вздуваются все вены. Дай покурю. Когда я вскоре глянул его сторону, брыль уже спал, уронив голову, в желтых от табака пальцах дымился газетный обслюлявленный окурок. Что делать будем? спросил Бабин, обведя всех тяжелым взглядом и остановившись на брылье. Сосед толкнул его. Сдрогнув, брыль поднял мутные, налитые кровью глаза, потряс головой. С этой ночи командование на плацдарме принял на себя Бабин. Еще в первый день убило Финкина. Вместе с начальником штаба его задавило на НП взрывом бомбы. На той стороне в хуторе у Финкина жена. Когда командира другого полка раненого автоматной очередью в живот переправили с последней лодкой, она просила, чтоб ее пустили сюда с того берега. Ее не пустили. Несколько мин разрывается внизу одна за другой. Виу-бах! Виу! Еще воет над головой, а внизу уже рвется. Трах! 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 Это еще у него мартир нету, говорит кто-то, пригнувшись. Осколки долетают сюда, а топ он нам давно навел концы. Один еще теплый осколок я поднял. Он был синеватый, острый, зазубренными рваными краями. Я глянул на него, глянул на полную спину Риты, сидевшей рядом, и внутренне содрогнулся. Вот так и там было. Бабин кивнул на север. Прижали к гнестру и арт-подготовка. Арт-подготовки здесь мы не выдержим. Мы молчим. Выход один. Вырваться из-под огня. Как только он начнет арт-подготовку, рвануться вперед. А пушки? Это спросил начальник артиллерии полка, высокий, с бескромным лицом и забинтованной головой. Пушки бросим, и тут в нас прорывается ожесточение этих дней. У него танки, а мы с этим на танки лезть. Маленький ощеренный лейтенант трясет в воздухе автоматом. Кто-то хохотнул зло. Два полка было. У меня в роте двадцать шесть человек. Рядом со мной пехотный старший лейтенант с остановившимися глазами, что-то шепча, вынимает из кармана бумаги, рвет и закапывает в песок. Слепым от ожесточения нам нужен сейчас виновник. Старший лейтенант вскакивает, выхватив пистолет, кидает его под ноги в песок. Не поведу людей на смерть. Умирать так здесь и вдруг молчать. В нависшей тишине Бабин поднявшись идет к нему бледный с черными страшными глазами. Сапог наступает на пистолет, вдавливает его в песок. Тихо. Слышно только дыхание Бабина. Иди! Туда иди! Повернув, он толкает старшего лейтенанта в спину. Плыви на ту сторону! Один! Спасайся! Опять внизу разрывается снаряд, самый гуще среди повозок. Пронзительное предсмертное лошадиное ржание. Из черного дыма вырвалась пара коней. Волоча разбитую повозку, устремилась в Днестр. Еще несколько лошадей, обезумев, кинулись за ними. Повозочные задерживают остальных, лещут по глазам. Последним подбежал к воде рыженький тонконогий жеребенок. Волна окатила его бабки, он отпрянул назад на берег и оттуда заржал. Мать ответила ему из Днестра, но другая лошадь продолжала плыть, увлекая ее за собой. Лошади плыли тесно, волна окатывала их мокрые спины, течение сносило их вниз вместе с повозками. И все дальше и дальше уплывало ржание, а жеребенок метался по берегу. Наверху начал работать немецкий пулемет. Всплески появились на воде, слева направо, справа налево, вначале далеко впереди, но постепенно приближаясь. Одна лошадь ушла под воду, другая, широкая, рыжая, мокрая спина, несколько раз показалась из воды на середине, потом волны сомкнулись над ней. Пулемет наверху еще некоторое время сеял по воде всплески. Наконец и он смолк. Только жеребенок бегал по берегу, пугаясь волн, и ржал жалобно. По-прежнему блестел на солнце Днестр, словно ничего не случилось, а место внизу, где разорвался снаряд, уже было занято другими стеснившимися повозками. — Я не умею плавать, товарищ капитан, сказал старший лейтенант, странно прозвучавшим потерянным голосом. У него дрожали губы. Я вдруг увидел, что у него молодое лицо, светлые, налитые тоской глаза. Бабин отошел, тяжело сел на место. А старший лейтенант все стоял рядом со своим затоптанным песок-пистолетом, не решаясь поднять его, ни на кого не глядя, и все старались не глядеть на него. Что-то незримое отделило его от нас. — Снять с него погоны, — приказал Бабин хрипло. С песка поднялся брыль. Подойдя к старшему лейтенанту, был он на полголовы ниже его, жмурясь брезгливо и жалостливо, дернул раз, другой, оставя на плечах клочья порванной гимнастерки. И оба раза старший лейтенант качнулся. Мертвенно-бледный он стоял как неживой и, казалось, сейчас упадет на песок. Брыль сложил погоны звездочками внутрь, словно складывал вещи покойника. Поднял пистолет, обдув от песка, оглянулся, как бы не зная, куда деть. — Пусть идет, — сказал Бабин, все так же не глядя. — Пусть один воюет. И мы все видели, как старший лейтенант ушел. На минуту дым разрыва закрыл его, но тут же он снова показался. Он шел у воды по мокрому песку среди обломков и разбитых машин куда-то на левый фланг. Бабин пальцами помял горло, заговорил не сразу, и голос был хриплый. Как только начнется артподготовка, командирам рот, командирам взводов поднять бойцов. Коммунисты, вперед, вперед, не останавливаясь, не лежать под огнем. Когда сзади смерть, люди на пулеметы полезут. Сузившиеся глаза его горят холодно и яростно, и я чувствую, как его возбуждение передается всем. Я начинаю дрожать. Это уже не от малярии. Смешаться с немцами, гнать, не отрываясь, взять высоты. И ни черта нам танки не сделают, не могут они давить своих. Он повернулся к начальнику артиллерии. Орудие выкатить, по пять пехотинцев на орудие хватит? Хватит. Командиры рот, дать по пять человек на орудие, выкатить на руках огнем, поддерживать пехоту и вперед, вперед, другого спасения нет. Мы уже вскочили на ноги. Командир пешей разведки сунул финку за голенище брезентового сапога. В лице его отчетливо проступило жесткое решительное выражение. Я к ребятам пошел. Примешь его роту, Бабин кивнул на то место, где стоял старший лейтенант. Кричит поверх голов. На левом фланге брыль, справа караев, в центре поведу я. Нас охватывает нетерпение. Не спавшие по нескольку ночей, измученные, ожесточившиеся, прижатые к гнестру, мы ждали последнего боя с мрачной решимостью. Пути назад не было. И надежды тоже не было. Сейчас нам начинает казаться, что это возможно, прорваться сквозь огонь. Сколько осталось до артподготовки? Никто не знает. Может быть, она начнется сейчас. Торопясь, мы расходимся. В последний момент Бабин задерживает меня. Останься. Проликов на песке вскрывает банку мясных консервов. Слышно, как дышит Маклецов. Жар сжигает его. Он все время пьет из пляжки и тут же опять облизывает сухим языком вспухшие лоснящиеся губы. Они у него какие-то багровые. Мне кажется, это от жары и солнца у него быстрее идет заражение. Глаза от температуры маслянистые в них неспокойный горячечный блеск. Поведешь его роту, говорит Бабин мне. Маклецов пугается. Комбат, я могу еще. И, пересилив себя, сел, опираясь руками. Белый даже глаза посветлели от боли. Да лежи ты, не выдерживаю я. Он ложится без сил, дышит часто, на висках выступил пот. Мы стараемся не глядеть на него. Близко разрывается снаряд. Фарча проносятся осколки, стон. Придерживая туго набитую санитарную сумку, Рита бежит туда, мелькая пыльными голенищами сапог. Не добежав, останавливается. Пехотинцы уже волокут убитого вниз спиной по песку. Если так продлиться, он выбьет нас по одному. Посади меня, попросил Маклецов. Я сажаю его спиной к откосу. Он смотрит на Днестр, смотрит на тот и близкий, и далекий берег, где ему уже никогда не быть. Не верил я, что меня убьют, говорит он. Брось, Апанаси, говорит Бабин. Что ты, первый раз, что ли? Кто раньше, кто позже, это мы вот после боя поглядим, кому какой черед. Я тоже говорю что-то в этом роде, стараясь не встречаться глазами. Вернулась Рита, Проликов ставит раскрытую банку консервов, в коричневой жиже крошки желтого жира и мясо крупными волокнами. Есть будешь? спрашивает Бабин. Я не хочу есть. Во время приступа малярии меня от одного вида мяса тошнит. Рита тоже не хочет есть. Бабин ест один. Достает мясо пальцами и жует без хлеба, прислушиваясь к выстрелам наверху. Виски то западают глубоко, то надуваются. А Рита смотрит на него. Как смотрит? Кто она ему? Жена? Мать? Вот такого худого, желтого, вымученного лихорадка, и она любит его еще больше. Я не могу видеть, как она смотрит на него. Отворачиваюсь и смотрю на днестр. К берегу прибило труп немца. Ноги раскинуты на песке подошвами в нашу сторону, а сам в воде до пояса. Накатывается волна, подпирает его под затылок, под спину, и немец как будто силится сесть. Потом волна отходит, он падает навсничь, раскинув руки. Я не могу приказать Рите, потому что у меня нет власти над ней, я говорю бабину. Она с нами не пойдет, скажи ей, комбат, пусть здесь остается. В конце концов здесь раненые. Рита живо повернулась на песке в мою сторону, белой от злости. Тебе что надо? Скажи ей, комбат, ты что лезешь? Бабин поднял на нее нахмуренное лицо, ничего не сказал. Ну и черт с вами. Стою и иду в роту Маклецова. По крайней мере не видит все это. Рота человек сорок пять сжавшись ждет под песчаным обрывом. Потом приползают еще восемь раненые. В окровавленных бинтах многие без гимнастерок. Один разорванной тельняшки прижав с животу забинтованную руку раскачивается взад-вперед словно ребенка укачивает. Рядом с ним пехотинец вытянув длинные худые ноги в обмотках щелкает затвором винтовки. Ближе ко мне Саянка с автоматом на коленях. Затяжка за затяжкой сосредоточенно досасывает мокрый окурок и поглядывает на него словно боясь не успеть. Их трое моих здесь Панченко Саянка и Радист. Каханюка видели в первый день на берегу нес перед собой забинтованную руку как пропуск. С ней и вошел в лодку. А эти двое Панченко и Саянка сами переплыли ко мне с той стороны как только узнали что отсюда никого не выпускают. Опасность лучше всякой проверки сортирует людей и сразу видно кто кто. Над нами появляется корректировщик двухфюзеляжный и фокель вульф. Прекращай шевеление кричат по плацдарму. Гасят цигарки мы жмемся под откосом выгоревшие гимнастерки сливаются с песком и вправо и влево по всей кайме берега перестав рыть сжались в песке люди ждем труднее всего ждать сейчас он начнет у меня сразу пересыхает во рту корректировщик все кружится то одним крылом то другим блеснет в белесом небе вдруг словно подземный толчок почувствовали мы и сейчас же заглушая хлопки выстрелов в воздухе приближающийся вой и шипение в последний раз оглядываюсь на берег на котором лежу и таким спасительным надежным показался он мне в этот момент следующий момент мы уже скакиваем вперед яростные лица разинутые рты рушатся первые разрывы дым пыль мельком вижу на обрыве слева овчарку крутятся заглядывает вниз с автоматом на шее прыгаю на откос хватаюсь за корни лезу лезу держась за них корни обрываются падаю спиной вниз внизу Саенко бьет кого-то в дыму сапогами тот сжался на песке не встает только закрывает руками голову Саенко срывает с плеча автомат дальнейшего я не вижу лезу на отвалившийся откос впереди карабкается пехотинец в обмотках один за другим возникают над краем откоса солдаты и сейчас же исчезают за ним согнувшиеся с автоматами в руках взрыв сверху падает пехотинец в обмотках переворачивается через спину чуть не сбивает меня винтовка его воткнувшись штыком в песок раскачивается упруга и еще один пехотинец уже наверху вцепился побелевший рукой в траву лежит ничком я выскакиваю над кос свиу падаю нечем становится дышать чувствую его спиной лопатками вот он закрываю ладонями голову ха х мимо вскакиваю вперед из двух пехотинцев лежавших рядом встает один бежит шатаясь левее мелькнули за дымом бабин и рита не бегут идут за ними ползет собака оставляя широкий кровавый след где саянка где панченко никого не вижу врываемся в лес и вдруг та-та-та-та-та-та-та стою за деревом боком вытянувшись пули низко стукают со стволы оглядываюсь осторожно повсюду за деревьями за кустами лежат пехотинцы мы вырвались из-под снарядов только не лежать иначе уже не оторвешься от земли пулемет торопливо дожевывает ленту осекся за мной какой-то солдат в распахнутой телогрейке бежит впереди меня размахивает яростно автоматом держа его за ствол как дубину слева ударил пулемет и смолк внезапно за деревьями мелькают немцы они бегут навстречу нам солдат исчезает из-за него выскакивает немец засученные рукава ощеренные как будто улыбающееся лицо стреляю Саенко обгоняет меня еще чья-то широкая спина в тельняшке в голый с перевязанным локтем загорелой руке немецкий автомат лес кончился впереди меня согнувшись бежит немец никак не могу его догнать бегу стреляю по нему и что-то кричу автомат дрожит в руках как живой потом перестает дрожать а я все жму на спусковой крючок внезапно немец оборачивается помертвевшее маленькое лицо подымает автомат страшно медленно а я не могу остановиться бегу на него и все это как во сне и ноги сразу становятся слабыми задохнувшись вижу вспышку перед глазами успеваю упасть когда подымаю голову Саенко что-то делает с немцем придерживая кубанку рукой на те кидает мне запасной магазин к автомату сзади накатывается ара разгоряченные лица кричащие рты все поле в бегущих людях ботинки обмотки пехота набежав обгоняет нас стоя на колене перезаряжаю автомат потом бегу за ними и тоже что-то кричу и от того что кричу легче бежать окопы наши позади чьи-то знакомые брезентовые сапоги мелькают удаляясь под ногами каменистая осыпающаяся земля галька бежать становится тяжело это высота и вдруг пусто я тоже лежу на земле и только та-та-та-та-та-та и ветер над спинами и пули чив-чив цвик это бьет сверху из немецких окопов лбом грудью вжимаюсь в землю нет ни укрытия ни воронки весь на виду зжжжжжж как жук рикошетит надо мной расплющенная пуля рядом хрипит кто-то и стонет предкрываю глаз нога в ботинке дергается впереди меня скребет под кокой каменистую землю я упал на правую руку пытаюсь незаметно достать под собой гранату на поясе надо кидать из-за спины лежа Ногти царапают ребристый бок. Ускользает. Каждый раз, когда надо мной, проходит пулеметная очередь. Сжимаюсь сильней. Нога впереди меня дергается реже. Тянусь, тянусь, зачем-то задерживаю дыхание. Пальцы потные, граната выскальзывает. Несколько мин беспорядочно разрывается по склону. Сейчас немцы придут в себя, и вдруг крик — дикий, страшный. — Танки! Мгновенно обессиленный этим криком, я слышу, как кто-то уже отползает. Сейчас вспыхнет паника. Люди хлынут вниз, а там танки и пулемет сверху. Это истребление. — Лежать! — хреплю я в землю. Кто-то вскочил. Бежит вниз. Очередь. Я успеваю сорвать с пояса гранату. Взрыв! — Это кинул кто-то раньше. Вскакиваем. По осыпающейся из-под ног гальке бежим вверх. Из дыма на меня что-то искаженное лицо. Ударяю гранатой. Глаза над бруствером. Огромный хрипящий саянка валится на них. — Прыгаю в траншею. Командир пешей разведки в дыму крутит немцу руки. Молча. У обоих бледные ожесточенные лица. Какой-то солдат возится над пулеметом. — Давай скорей! — солдат подымает лицо. Панченко. Оттащив в сторону убитого пулеметчика, бежим с пулеметом по траншеи. И только устанавливаем на другую сторону, немцы, лезут вверх по склону, стреляют из автоматов, водя ими перед животом, падают, переползают, выскакивают из кустов. Пулемет дрожит у меня в руках. Белые вспышки пламени бьются перед глазами. Сквозь эти вспышки мечущиеся фигурки немцев. Бегут. Пропадают. Бегут. Откуда-то через нас начинает бить артиллерия. — Ленту! — кричу я. Панченко исчез куда-то. Вместо него Саенко. Из-под кубанки на ухо по потной щеке течет кровь. Хочу крикнуть ему, но челюсти свело, не могу разжать. И тут же забываю о нем. Опять лезут немцы, ползут по виноградникам отовсюду. — Разрыв. Вжимаю голову в плечи. Разрыв. Разрыв. Это танки. Слышно, как они ревут. Кто-то, тяжело дыша, пробегает по траншеи за спиной у меня, матерится, кричит. Гранаты! Надо снять пулемет. Свист. Вой. Грохот. Стремительно налетевший сверху гул обрушивается на голову, оглушает. Конец. И не могу оторваться от пулемета. В тот же момент из-за голов наших, как снаряды, выскакивают штурмовики Ил-2, и немцы катятся вниз по склону. Потом я сижу без сил на дне траншеи на пулеметных гильзах. Несколько бойцов сидят рядом. Дышат. Лица мокрые от пота. Правее ложатся разрывы. А где же танки? Сверху сваливается Панченко, почему-то босой. Хрипит пересохшим горлом. Пить! На черном лице одни глаза. Кто-то дает фляжку. Пьет, задыхаясь с остановившимися зрачками. Левая щека в пыли. Сквозь пыль сочится ссадина. Над головой у нас гудение самолетов и пулеметные очереди. Дрр! Дрр! Глухо за толщей воздуха. Почему Панченко босой? Я смотрю на него и что-то ничего не могу сообразить. Перед глазами туман. У меня, кажется, жар. Это малярия. И слышу плохо. Где танки? Мой голос доходит до меня, как сквозь вату. Панченко отрывается от фляжки. Блестят мокрые зубы. Вот они, танки. И указывает фляжкой назад. Позади нас, за высотой, подымается густой черный дым. Панченко смеется и опять пьет. Мне тоже хочется пить. Беру у него фляжку. Вода почему-то горькая. По траншее быстро идет брыль. Собрать оружие, патроны, гранаты. Сейчас опять полезут. Мы подымаемся. Глядя на него, я вдруг вспомнил о Бабине. Впервые за весь бой. Беру его за портупею. Бабин где? Там. Он кивает головой назад вдоль траншеи, торопится пройти. Но я удерживаю его за портупею. Я хочу спросить о Рите и боюсь. Словно поняв, брыль говорит. Все там. Живы. И, рожа в мою руку, уходит быстро. Уже издали, за поворотом траншей. Опять слышен его голос. Собрать оружие, гранаты. Сейчас снова полезет. Отчего-то во рту у меня вкус крови. Плюю на ладонь. Кровь. Глава тринадцатая. Ночь проходит тревожно. С вечера мы отбиваем еще две атаки. У немцев, не переставая, работают пулеметы, рассевая над черной землей огненные трассы пуль. Они с шипением вырезаются в бруствер. Из низины, затопленной туманом, часто бьет скорострельная пушка, прозванная Геббельсом. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. И оттуда вылетают вверх прерывистые струи огненного металла. По временам ржаво скрипит шестиствольный миномет. У нас все дрожит и трясется от взрывов, и земля осыпается. Небо низкое, тучи глухо обложили его. Южнее нас и на севере, где был плацдарм, а может, уцелел он, облака безмолвно сдрагивают. Это отцветы боя на земле. Там давно уже слышен небывалой силы артиллерийский гром, и воздух дрожа неприятно действует на уши. Всю ночь к нам прибывает пехота с того берега. Люди идут сюда по выжженной земле, на которой еще остались неубранные трупы, и чернеет остров сгоревших танков. Попав теперь в наши окопы, где не выветрился дух немцев, они говорят отчего-то в полголоса. Усталость валит солдат с ног, засыпает с открытыми глазами посреди разговора с недокуренной цигаркой в руке. У пулемета спит пулеметчик, ткнувшись лицом бруствер, не разжимая рук. Приехала кухня, но даже запах еды не будет людей. Сильней сего сейчас сон. Полночь, отправив Панченко на тот берег за связью, я оставляю за себя пехотного лейтенанта и спускаюсь в блиндаж. Воздух спертый, надышено и накурено так, что немецкая свеча в плошке, задыхаясь, едва мерцает сквозь дым, спят от порога, в проходе на нарах повалку. Табачный дым ест глаза, а может быть это от усталости? Колеблюсь минуту, потом втискиваюсь между двумя храпящими телами и засыпаю, будто проваливаюсь в темную воду. Последнее, что слышу, немецкий пулемет, где-то близко. Будет нас громкий крик. Подъем! Немцев проспали! Подымаю тяжелую мутную сосна голову, все тело болит, как избитые. В глазах от многих бессонных ночей будто песок насыпан. Кругом меня шевелятся соломи солдаты, злохмаченные, у многих подятые воротники шинели. Голоса хриплые с просони, ругаются, кашляют, сворачивают курить. Кто-то опять укладывается спать. Подъем! Парень в дверях, подняв автомат вверх, дает очередь. Снаружи тоже слышна суматошная стрельба и крики. Выскакиваю из блиндажа. Наверху творится странное что-то. Солдаты открыто ходят по высоте, палят вверх из автоматов, бухают из винтовок, словно война кончилась. Немцы где? Проспали немцев. Оказывается, лазала разведка и никого не обнаружила. Всю ночь пулеметчики прикрывали отход немцев, а когда туда полезли перед утром, и пулеметчики смылись. С пехотной разведкой лазал Саенко по доброй воле. Вернулся, обвешанный трофеями, приволок откуда-то ящик яиц. Мы пьем их сырыми, разбиваем с одного конца и пьем, запрокинув голову. Где же все-таки немцы? Никто ничего толком не знает. Нет немцев, и все. Саенко достает из обоих карманов вискозные парашютики от немецких осветительных ракет. У нас они идут вместо носовых платков. И раздает всем желающим, стоя в шикарной позе. Лицо его самодовольно лоснится. Вы бы поглядели, товарищ лейтенант, какая-то огневая позиция. Сто пяти. Я ее сразу узнал. Наша цель номер шесть. И подмигивает мне узким глазом. Все не верят нам. Разделали, как бог, черепаху. Пойдете глядеть? Стой, говорю я. Остались еще яйца? Есть. Грузи на плечи и шагом марш в гости. И мы идем к Бабину. По дороге снимаю грязный бен с головы и чувствую облегчение от того, что ветерком обдувает подсыхающую ссадину. Бабин стоит на насыпи своего блиндажа, расставив ноги, в сапогах, голый по пояс, а Фроликов с полотенцем на плече льет ему на спину из котелка. Комбат, задыхаясь под холодной струлей, изгибается, шлепает себя ладонями по мокрой груди. Ух! Ух! И с пуганными глазами показывает себе на спину между лопаток, и Фроликов льет туда. Ах, хорошо! Комбат! Кричу я еще издали. У тебя кто-нибудь яичницу жарить умеет? А война? Вода потоками заливает ему лицо, он жмурится от мыла. Обождет война. Давай яичницу есть. Фроликов цели струей из котелка Комбату на затылок улыбается. И часовой у входа в блиндаж улыбается и чешет мясистую в мозолях ладонь об острие штыка. Над нами, заглушив голоса, низко проходят наши бомбардировщики. Идут спокойно куда-то далеко. Бабин, не разгибаясь, чтобы вода по желобку спины не затекла в брюки, что-то кричит и весело указывает на самолеты снизу. С мокрого локтя бежит струйка воды. Я с удовольствием и даже с завистью смотрю на его мускулистые тела. Он пожелтел от окрехина, малярия подсушила его, а вид населен был очень. Под правой лопаткой у Бабина старый затянувшийся коричневой кожицей широкий шрам. На плече круглая вмятина толщиной в палец, след от пули. Когда он мает руку, вмятина становится глубже. Весь послужной список на теле. Стоит только рубашку снять. Фроликов, сорвав с плеча, кладет ему на руки чистое полотенце. Бабин трясет мокрыми черными волосами и разом зажимает полотенцем лицо. — Ты вообще понимаешь что-нибудь во всем этом? — говорю я, когда гул самолетов отдаляется и снова становится возможно говорить. Бабин растирает суровым полотенцем выпуклую без волос грудь, смеется. Галифе пыльные сапоги в брызгах воды, она сверкает на солнце. — Передавали. Он кивнул под ноги себе на нас от землянки, где был телефон. Два фронта наступают, наш и второй украинский. С двух плацдармов рванули. Танки второго украинского говорят. В Румынии уже немцы их догоняют. Вот как война двинулась на запад. Впереди наши танки путь указывают. Сзади немцы. — Сзади немцев мы. Вчера бы нам это сказали, а? — Да, если бы вчера нам это сказали. На войне никогда не знаешь дальше того, что видишь. Откуда-то возникает звук летящего снаряда. Он долго воет, приближаясь и разрывается у подножия высоты. — Понял, где немцы? — говорит Бабин. Даже выстрела не слышно. Голый по пояс он берет у Фроликова бинокль с болтающимся ремешком. И мы оба смотрим в ту сторону. Солнце — желтое от зноя степь. И по краю степи за деревьями медленно движется сильно растянувшаяся колонна маленьких отсюда грузовиков. — Тебе связь еще не подтянули? — спрашивает Бабин быстро. — Какая теперь связь? Наши, наверное, уже с огневых снимаются. Жаль. А то бы дать по ним разок, чтоб не ездили. Из блиндажа выскакивает Рита. Потянув юбку над коленями, раскрасневшаяся, с оживленно блестящими черными глазами, вылезает из траншеи, кидает Бабину чистую рубашку. На, надевай. Обриться. Бабин проводит рукой по щекам. Спорить трудно. — Господи, что бы вы, мужчины, без нас делали? Определенно пришли бы в упадок. — Из-за пустения, — добавляю я. Рита сочувственно качает головой. — Острить пытаетесь. Вам только это и остается. И строго Бабину. Сейчас же снимай себе все и надевай чистое. Стирать буду. — Понимаешь, — говорит Бабин, — у нас тут идея возникла. Позавтракать раньше всех дел. Его, например, он указывает на меня, могут в любой момент забрать у нас и кинут, поддерживать другой полк. Меня ваша мощная идея не трогает. Я хочу стирать. Хочу голову мыть в Днестре. Хочу тебе обед готовить. Посмотри на себя. От тебя половина осталась. Сегодня сварю тебе настоящий украинский борщ со старым толченым салом для запаха. Учти, Проликов, нужно старое хлебное сало. Я тебя быстро откормлю. И пусть он тоже приходит борщ есть. А кто нам пока что яичницу зажарит? Фроликов, Родина призвала его на эту должность. Пусть жарит. Ладно, — говорю я, — завтракать все равно придем. У нас еще одно дело есть. И мы уходим с Саенко смотреть свою работу, бывшую нашу. Цель номер шесть. Когда ведешь огонь по батареям, стоящим на закрытых позициях, редко видишь результаты своей стрельбы. О них догадываешься. Прекратила батарея стрельбу, подавил. Видишь, как там что-то рвется. Уничтожил. И часто эта уничтоженная батарея после ведет по тебе огонь. Тогда говорят, что она ожила. Моя батарея за войну тоже много раз оживала. Мечта каждого артиллериста — близко поглядеть результаты своей стрельбы. Но даже в наступление это не всегда удается. Идешь где-то стороной, видишь чужую работу. Я с удовольствием хожу по брошенным орудийным окопам, считаю воронки. Наши. Их не спутаешь. Несколько прямых попаданий в окоп. Во мне поднимается профессиональная гордость. Все разбито, брошены зарядные ящики, но пушки увезены. Металлолом повезли, говорит Саенко. Я не спорю. Куда бы не повезли, раз такое наступление, недалеко они уедут. Отправив Саенко встретить связистов, я иду на левый фланг. Кто-то говорил, что там действовали штрафники, но штрафников уже нет, и никто ничего не знает о Никольском. Я возвращаюсь по тем местам, где была наша оборона, и мне несколько раз попадаются похоронные команды. Все здесь такое памятное и уже чем-то чужое, опустевшее без нас. Окопы, брошенные землянки, в которых живут теперь воспоминания. Я нахожу свой первый НП, щель в дороге. Около него, в закаменевшей земле, мелкая воронка от мины, и ничком лежит убитый немец, серый, как земля под ним. Сколько дней просидели мы здесь? Недалеко от щели, разбитой осколком, обгоревшая уже ржавая винтовка. Это здесь убило миной двух пехотинцев, утром, когда мы с Васиным собирались завтракать. А вот там я полз шестьдесят метров, и оттуда бил пулемет. Разве расскажешь когда-нибудь тем, кто не был здесь, что значило проползти шестьдесят метров? Странно все же устроен человек. Пока сидели на плацдарме, мечтали об одном, вырваться отсюда. А вот сейчас все это уже позади, и почему-то грустно, и даже вроде жаль чего-то. Чего? Наверное, только в дни великих всенародных испытаний и великой опасности так сплачиваются люди, забывая все мелкое. Сохранится ли это в мирной жизни? Мимо меня, подскакивая на кочках, мчится пехотная кухня. Чубатый повар в колпаке держит в вытянутых руках вожжи. На высотах встает разрыв. Ни черта! Правит прямо на разрыв, нахлестывая коней. Вон какая война пошла. Еще издали проликов, замечает меня. — Иди скорее, товарищ лейтенант! — кричит он. На двух камнях стоит у него огромная сковорода, и в ней пузырями вздувается великолепная яичница с салом, с зеленым луком. Проликов жарит ее, используя подручные средства. Распорол немецкий заряд и кидает в огонь длинную, как макароны, взрывчатку. Она горит химическим желтым пламенем, жирная копоть хлопьями садится на яичницу, он выковыривает ее ножом. Лень тебе хворосту набрать? Лень! И смеется. Рита коленом решительно уминает на земле узел с бельем, связывает ее рукавами гимнастерки, бабин в ослепительно белой рубашке кончает бриться перед зеркальцем. Оттянув кожу на похудевшей шее, водя бритвой по ней, подмигнул мне в зеркало. Видал, что делается? Садись быстро брейся, говорит он. Артиллерист должен быть всегда выбрит и слегка пьян. Рита подняла красное лицо с упавшими волосами, черные глаза оживленно блестят. На верхней губе капельки пота. А ему нечего брить. А мне нечего брить. Не слушай ее. Она, видишь, настроена яростно. Какую-то стирку выдумала. Не слушай меня. У тебя шикарные усы. Я даже могу их поцеловать. И вдруг в самом деле целует меня. У губы. Влажными горячими губами. Сумасшедшая девка. Ну что требовать, когда сумасшедшая? Я бегу за водкой. Говорю я. Чувствую, что краснею. Он мужчина. Он не может без водки. И Рита хохочет. Я бегу в свой окоп и слышу, как она хохочет. Потом слышу далеко вознесший звук снаряда. Спрыгиваю. Хохот обрывается раньше. Потом разрыв. Я выскакиваю с фляжкой. И тут какой-то животный крик Риты. И вместе с этим криком во мне все обрывается. Помертвев, чувствую только, что уже ничего изменить нельзя. Бегу туда. Рита стоит на коленях. Когда я подбегаю ближе, она падает на что-то. Я хватаю ее за плечи, тяну к себе. Рита! Она вырывается, а я тяну. Куда тебя, Рита? И вдруг я вижу ее глаза. Безумные, не видящие ничего. Но она жива. Жива! Я сажусь обессиленный. У меня дрожат губы. От испуга за нее со мной что-то случилось. Не могу встать, рукой не могу пошевелить. Отнялись ноги. Я все вижу и ничего не соображаю. Чья-то широкая в кисти страшно знакомая рука лежит на земле. И тут слышу Ритин захлебывающийся голос. «Где? Где?» «Алеша! Родной! Куда?» Я почему-то забыл о бабине и теперь понял, что ранен он. Жав губы, отстраняя Риту рукой, он силился подняться с земли с напряженным, нахмуренным лицом, слушаясь во что-то слышное ему одному. Потом что-то сломалось в нем. Кровь потекла у него из угла рта, а он, захлебываясь, пытался улыбнуться крупными синеющими губами, словно стесняясь, что напугал нас. И это было несовместимо и страшно. Взгляд его наткнулся на меня. Мне показалось, он меня зовет. После я понял, зачем он звал меня. Он умирал, чувствовал это. И беспомощно и глазами просил меня помочь Рите в этот первый, самый страшный для нее момент. Это ее пытался он ободрить вымоченной улыбкой. Но со мной что-то случилось от пережитого испуга. Счастливый начатый день, то, что мы должны были сейчас завтракать, внезапный снаряд и все это сразу происшедшее, во что я еще не мог поверить. Перемешалось в моей голове, и я только тупо стоял с фляжкой. А уже бежали сюда люди тесно обступали нас на всю жизнь. Запомнится мне последний, заставивший всего меня вздрогнуть. Жуткий в своем одиночестве среди людей крик Риты. «Алеша!» Мы хоронили бабина жарким августовским полднем в лесу. В невеселой песчаной земле, обрубив лопатой корни, вырыли ему могилу. Лес теперь был редкий, и солнце жгло в нем, как в поле, а уцелевшие деревья, все сплошь израненные осколками, были в горячих потоках смолы. И сильно пахло потревоженной сырой землей и свежим деревом. Без пилоток мы тесно стоим, окружив могилу, а двое солдат с лопатами что-то еще подрывают в ней, торопясь, чувствуя на себе взгляды всех. Бабин лежит на свежей насыпи, завернутой в плащ палатку, черноволосый, неестественно желтый, запекшийся на синих губах кровью. На левой щеке его ниже уха клочок недобритых волос. Я стараюсь не смотреть на него. Кто-то шепотом говорит, что орден Красной Звезды тоже надо было снять и сдать в штаб. И все почему-то говорят шепотом, стесняясь своих голосов. Рядом со мной Брыль тихо рассказывает кому-то, как он пришел в батальон и, ничего не думая тогда, пообещал пережить Бабина. И вот получилось. Пережил. Солдаты выпрыгивают из могил, подобрав лопаты, скрываются за спины стоящих. И сейчас же на насыпь поднялся Караев. Голос его в тишине показался мне резким. «Товарищи, бойцы и командиры! Сегодня мы хороним...» Я вздрогнул и оглянулся, ища глазами Риту. Ее не было. Я почувствовал облегчение. Сегодня утром Фроликов поливал ему на спину, и Бабин просил еще. И ухал под холодной водой, и шлепал себя ладонями. Веселый, мокрый, живой. А я с завистью смотрел на его мускулистые тела и считал рубцы. Вот так кончится война, и кто-то еще погибнет от последнего шального снаряда. И с этим разум не примириться никогда. Незнакомый майор, проталкиваясь в первый ряд, задерживая дыхание, толкнул меня. Я посмотрел на него и случайно увидел над ним, на дереве серую, сдувшуюся от дождей пузырями, фанерную дождичку и почти смытую надпись на ней. С трудом, различая буквы, я прочел. Из одного дерева можно сделать миллион спичек. Одна спичка может сжечь миллион деревьев. Берегите лес от огня. Стертым артиллерийским огнем лесу эта довоенная надпись внезапно поразила меня. Неужели все, что произошло и пылает уже четвертый год, возникло от крошечного огонька, который вначале не затоптали, а потом уже невозможно было погасить? Крылева сменяет на насыпи майор, который проталкивался в первый ряд. Мне уже неспокойно становится, что Риты до сих пор нет. Я осторожно выбираюсь из толпы и иду искать ее. Несколько солдат, торопящихся туда, попадаются мне навстречу. Один бежит со смущенной и счастливой улыбкой человека, который боялся опоздать, но в последний момент увидел, что успеет. Я долго ищу Риту, и когда уже начал не на шутку тревожиться, вдруг увидел ее. Она сидела на поваленном дереве. Не решаясь подойти сразу, я смотрел на ее спину, на косой, залоснившийся след протупея от плеча к ремню. Потом сел рядом виновата. Надо было что-то сказать ей. Но что сказать сейчас, когда нет таких слов? Она смотрела перед собой пустыми погасшими глазами. Щеки ее горели, на них следы высохших слез. Я вдруг понял, почему она не пошла туда. Она была бабину женой и другом, самым близким человеком, прошедшим с ним через все. Но там, на могиле среди незнакомых офицеров, и сама она, и ее слезы выглядели бы иначе. А может быть, она и не думала об этом? — Рита! — позвал я осторожно. Она не обернулась, быть может, не слышала, продолжая все так же смотреть перед собой. Я подождал и опять позвал ее. — Рита! — тогда она живо повернула голову, и в первый раз глаза ее блеснули. Они блеснули на меня открытой ненавистью. Я ни в чем не был виноват перед ней. Если б я мог сейчас умереть вместо бабина, я бы сделал это. Но это не зависело от меня. Позади нас раздался недружный залп. Я видел, как спина Риты вздрогнула. Она поднялась и быстро пошла отсюда, торопясь уйти дальше. Но второй залп догнал ее и толкнул спину. Я еще долго сидел один на поваленном дереве. Только теперь, когда Рита ушла, я понял, что весь этот горький день во мне жила смутная надежда. Я почувствовал ее, когда потерял. Ночью снимается с позиции и уходит вперед пехота. Рита уходит вместе с батальоном. Я даже не иду прощаться. Так тяжело на душе. И так за нее больно. Всю ночь над высотами все так же впереди нас ярко горит желтая звезда. И я смотрю на нее. Наверное, ее как-то зовут Сириус, Орион. Для меня это все чужие имена. Я не хочу их знать. Глава четырнадцатая. Мы лежим у дороги, босиком, на пыльной траве. Саянка, Васин, Панченко и я. Саянка разбросал толстые ноги смесистыми ступнями, по ним ползают мухи, лицо накрыл от солнца черной кубанкой и спит. Панченко тоже спит на боку, головой на вещь в мешке с продуктами, охраняя их даже во сне. А от кого, неизвестно. Словно едет в вагоне поезда, где по военному времени всякое может случиться. Он и воюет, как будто между дел. А главным образом добывает продукты, готовит, кормит. Хозяйственные дела одолевают его даже во сне. Лицо у него озабоченное, а на ремне вместо гранат три пляшки. Мы одновременно смотрим на него, Васин и я. Уравновешенный, знающий себе цену, как всякий мастеровой человек, Васин относится к Панченко со сдержанным юмором. Мы встречаемся глазами, и Васин улыбается. Я впервые замечаю, что глаза у него на солнце рыжие. А вообще красивый парень, смуглый, брови черные, как нарисованные углем. И шея крутая, гордая, сидит, поджав под себя босые ноги, что-то выстругивает из палки, опустив длинные рыжие на концах ресницы. Он хотя и мал ростом, но наивного высокого глянет, будто сверху вниз. А ведь скоро мы все расстанемся. Ленивый, гладкий, богатырский, спокойный Саенко утруждать себя, изнурять работой не привык. Ему легче к немцам в разведку слазать, чем вырыть окоп. За этого я не беспокоюсь. Жизнь у него будет, как августовский, разморенный от зноя полдень, когда в тени и то шевельнуть рукой лень. Бабы его любят, у него к ним тоже характер мягкий. И жененка попадется на ему, наверное, худая, сердитая. Таких, кто много перебрал, под конец самого приберут к рукам. И причем какая-нибудь невзрачненькая, будет денно и нощно не прощать ему, что прежде за другими ее не замечал. И точить его, и точить, и ворочать за него в хозяйстве. Но Саенко — такой козак, что растолковать его трудно. Между прочим, из всех моих разведчиков он один ни разу не ранен, хотя на фронте с начала войны. Лучше всех я представляю себе жизнь Панченко. Этот трудяга вернется к себе в колхоз и будет работать честной, упорной до невозможности, а через несколько лет уже и многодетный. Таким трудягам почему-то нелегко в жизни, и живут они не очень богато. Мне даже грустно становится, что придет час, когда все мы разъедемся. И не будет уже того, что связывало нас, и каждого из нас делало лучше, чем он сам по себе в отдельности. Эх, да о чем это я? До конца еще надо дожить. Я ложусь на спину, чувствую щекой нагретый ворс шинели, с удовольствием шевелю на солнце пальцами босых ног. Солнце стоит в зените, небо синее, безоблачные, хорошо видны сияющие дали, и только по самому горизонту тают тонкие встающие дымы. Там далекое, непрекращающееся гудение, тяжелое артилея глухо кладет разрывы. Гук-гук, вот уже куда-то двинулся бой. Над нами гудит наш самолет очень высоко, то взблескивая на солнце серебряной мухой, то исчезая в синеве, и тогда только по звуку можно за ним следить. Одним глазом из-под пилотки я наблюдаю за ним. И впервые завидую летчикам. Хорошо должно быть купаться вот так в синем солнечном небе, то взмывая вверх, то переворачиваясь через крыло. Я засыпаю под гул самолета, не прячась от бомб, только накрыв лицо пилоткой от солнца. Когда просыпаюсь, Панченко уже нет рядом, Васин, сидя, натягивает сапоги. Поблизости от нас у дороги расположилось семейство молдаван. Согнанные войной с родных мест, они теперь возвращаются от немцев и сели отдыхать. Рядом с нами им, видимо, спокойней. Оказывается, только что проехал командир бригады, и сейчас по дороге движется мимо нас штаб. Я замечаю среди других Мезенцева на рыжем высоком коне. Он тоже видит нас и хочет проехать незаметно, но в последний момент, заторопевшись, вдруг подъехал. — Здравствуйте, товарищ лейтенант! У Саенко, который спал, накрыв лицо кубанкой, заблестел один глаз. Под Мезенцевым лоснящийся от сытости конь. Я босиком сижу у дороги в пыльной траве. Солнце сверкает на глянцевом крыле седла. Мне кажется, я на расстоянии ощущаю запах нагретой солнцем новой кожи и конского пота. А за спиной Мезенцева в защитном чехле труба. Она раз в десять легче рации, которую он прежде таскал на спине. — Трубишь? — он пожал покатыми плечами. — Пожалуйста, пусть другой, кто умеет, берет мою трубу. Я не напрашивался. — Знаете, товарищ лейтенант, — говорит он миролюбиво, заметив, что еще двое на конях свернули к нам. — Кому-то ведь и трубить нужно. Я побыл с винтовкой, знаю. А вообще, вы не думаете, что в бригаде легко? Тоже ни дня, ни ночи. Во взводе, по крайней мере, свободнее было. — Да, вот так и скажет после войны. Я побыл с винтовкой, знаю. Кто воевал, тот не скажет, а этот скажет. И в нос ткнет. Я смотрю на него снизу. Он во всем новом, еще не стираном, не потерявшим цвета. И ремень на нем новой, светлой кожи. И маленькая кожаная кабура на боку. На коне, подогнанном омбундировании, мезенцев уже не выглядит таким сутулым и тощим. Только шея все такая же длинная, с торчащим кадыком, словно выгнутая вперед. А старика Шумилина нет в живых. Я чувствую мезенцеву беспокойно среди нас. Конь под ним вертится, он удерживает его, но почему-то не отъезжает. С каким легким сердцем вздохнул бы он, если бы узнал, что и нас тоже нет на свете. Наверное, в прошлой его жизни немало есть людей, с кем бы он не хотел встретиться. Впрочем, он уже почти оторвался от нас. Главное, и в будущем успевать вовремя отрываться, чтоб нежеланные свидетели оставались позади и ниже. К мезенцу подъезжают конные. Передние, раскормленные и крепкие, с сильными ногами в стременах и толстыми ляжками на седле, с серебряной медалью на полной груди, вытирают платком лоснящиеся от пота, как будто сальные щеки. Пот на руке поводья. Это тоже из ансамбля плясун, кажется. Я уже давно заметил, что у таких вот нестроевиков и выправка и вид самые строевые, и амбудирование сидит на них, как влитое. Взять его затянутого в ремне, украшенному медалью и моего панченка в засаленных брюках, в стиранной, перестиранной белой от солнца гимнастерке, в пилотка, за отворотом которой вколотые иголки с черной, белой и защитного цвета нитками, да отправить обоих в тыл, да показать девкам. Скажут девки, что панченка где-нибудь всю войну отирался при кухне, а вот этот и есть самый настоящий фронтовик. Корешков встретил сеплым от жары голосом, спрашивает он у Мезенцева, покровительственно кивнув нам с высоты седла. И все трое смотрят на виноград, который принес панченка в плащ палатки и сейчас раскладывает. — Друг, а ну подай кисточку! — нетерпеливо, ерзая штанами по гладкой коже седла, кричит он сверху. Панченка продолжает нарезать хлеб, стоя коленями на плащ палатки. Он как будто не слышит. — Слышь, солдат! С земли встает Саенко, надев кубанку на встрепанные волосы. Распоясанный идет к нему, оставляя в поли дороги широченные босые следы. Полядя охлопывает лошадь ладонью, словно любуется. Хлопает по заду, подкованные копыты переступают около его босых ног, вдавливаясь шипами. — Вот конь! Так-то правда конь-огонь! На таком коне еще бы шашку да шапку добрую! И делает что-то неуловимое. Взвившись, конь диким галопом, боком несет вояку по дороге. Еле удерживаясь в седле, тут издали грозит и кричит что-то. Саенко хохочет, стоя посреди дороги босой. — Эй, солдат, лови! — кричит он и, взяв с плащ палатки, кидает кисть винограда. Музыкант ловит ее на лету, но все же обижен. А Саенко, великодушный, как победитель, спрашивает третьего музыканта, самого скромного на вид. — Представлять, когда будете? — тот смущенно пожимает плечами, мол, от нас не зависит, наше дело такое, как прикажут. Саенко ему дает виноград. Один только Панченко за все это время даже не повернул головы, словно и не было ничего. Он резал хлеб. Характер у него железный. Больше мы не говорим о них. Лежа на животе вокруг плащ палатки, голова к голове, едим виноград. Я лежу чуть боком, чтоб удобнее было раненой ноге. Мимо нас по дороге мягкой густой пыли проносятся машины, ветер сбивает пыль на ту сторону, и трава там вся пепельная. Только мы не спешим. Наши пушки утром переправились через днестр и еще не подтянулись. Все это стремительно и весело мчащееся к фронту на рассвете завтрашнего дня, когда мы вступим в бой, будет позади, а мы впереди. И мы не спешим. Все-таки я надеваю сапоги, розетчики тоже обуваются. Дорога уже небезлюдно и лежать так неловко. Мы едим черный виноград, каждая ягода словно дымком подернута, а сок теплый от солнца. Подносишь ко рту тяжелую гроздь и на весу объедаешь губами. Сок винограда, пшеничный хлеб, солнце над головой, сухой степной ветер. Хорошая штука жизнь. Позади нас останавливается машина, резкий, сепловатый сигнал. Оборачиваемся. Командир Яценко вылезает из кабины полуторки с брезентовым верхом, голенища его сапог сверкают сквозь пыль. Кузове машины покатило. Он улыбается, поглаживает двумя пальцами усики под носом. Кивает дружеский начальник разведки дивизиона Коршунов в накинутый на спину от ветра шинели с поднятым воротником. С ними несколько разведчиков. Оправляя гимнастерку под ремнем, подхожу к командиру дивизиона. Он стоит у подножки, тонким прутиком похлестывает себя по голенищу. Подбритые брови строго сдвинуты, тонкие сомкнутые губы, смелый взгляд. На нем его парадный суконный костюм, лаковый козырек, фуражке, бросает на лоб короткую тень. Загораете? Левой рукой застегиваю пуговицы у горла. Чего же ты говорил, что днем на плацдарме головы не поднять? Не поднять, а мы в машине едем. И оценка хохочет громогласно и оглядывается за одобрением наверх в кузов. Стою перед ними по стойке смирно. За спиной моей шепотом ругаются два ординарца, мой и его, прибежавший с двумя котелками. — Лень тебе самому набрать? Вон его сколько на виноградниках. Привык на чужом горбу в рай ехать. — Ладно, ладно, — урезонивает Панченко, вышестоящий ординарец. — Вы тут загораете, а мы вон едем новое НП выбирать. Сходишь еще, не разломишься. Меня вон машина ждет. Яценка ставит сапог на подножку, расстегивает планшетку на колени. Под целлулоидом карта. Правая половина с днестром затерта до желтизны, вся в условных значках и пометках. Левая, западная, новенькая, сочные краски, на нее приятно смотреть. Там кондратек подтягивается, строгий взгляд в мою сторону. Мол, смотри, случится что? Не с него с тебя спрос. — Кондратюк справится, — говорю я. — Так вот, высоту 137, видишь? Он показывает на карте. В ноль часов тридцать минут вот в этой балке за высотой сосредоточишь батарею. Задача ясна. Дальнейшее приказание получишь от меня там. — Слушаюсь. Покатило из кузова, показывает рукой за кабину, машет туда. Мол, там и встретимся. Я чувствую к нему душевную близость. Ординарец Яценко пробежал, лезя через борт с двумя котелками, полными винограда. Вдруг я замечаю у колеса машины незнакомого, скромно стоящего младшего лейтенанта. Первый момент, когда я глянул на него, это было как испуг, мне показалось никольский. Словно возникло что-то в стеклах бинокля, отодвинулось, затуманилось, как при смещенном фокусе. И на том же месте близко резко увидел я совершенно другого человека. — Товарищ капитан, — спросил я, полностью овладев голосом, — левее нас штрафники действовали. Не слыхали, как у них? Где они сейчас? — Штрафники? — Яценко щелкнул кнопкой планшетки, откинул ее за спину, снял с подножки сапог. — Слыхал, тряхнули их немцы, — сказал он, блеснул глазами. — Так что многие искупили. А тебе, собственно, штрафники зачем? Ищурится на меня, испытывающий, знает еще что-то, но не говорит, ждет. — А о дружке беспокоишься, который спать здоров? — Ладно уж, открою секрет, хотя и не положено. Не успел он попасть в шрафбат, легким испугом отделался. — Победа! — Все добрые, небось уже своих догоняет. — Егоров! Младший лейтенант подошел к Козырну. — Вот тебе новый командир взвода в батарею. Вчера прислан. Одно с тобой училище окончил. Почему-то младший лейтенант смущается от этого сопоставления и опять козыряет. — Так все ясно! — уже из кабины выставил локоть, кричит Яценко. От заведенного мотора крылья полуторки трясутся. — Действуй! И машина тронулась рывком. Покатило и Коршунов стукнули спинами о кабину и тут же скрылись в пыли, поднятые над дорогой множеством колес. — Значит, второе ленинградское краснознаменное артиллерийское училище окончили? — Второе ленинградское краснознаменное артиллерийское училище, товарищ комбат. Оно теперь еще ордена Ленина. Второе — Лолкау. Нет, он не похож на Никольского. И все же что-то общее в облике есть. Мы идем с ним к плащ-палатке. Разведчики, вскочив, тянутся. За них можно не опасаться. Службу знаю. Это потому, что посторонний человек со мной. Что ж, мне приятно. Я, представляя разведчиков, новому командиру взвода, садимся на плащ-палатку. Он с краешку стесняясь и их, и меня. Держится напряженно. Слишком резкая для него перемена. Недавно еще училище. До этого дом. Наверное, мама волновалась, когда поздно возвращался домой. И вдруг садились машины на полдороги. Вот твоя батарея, воюй. Так в эти годы все мы вступали в самостоятельную жизнь. Еще хорошо, что попал он к нам во время наступления. Я попал в пол, когда отступали. Это было хуже. Где же оно теперь, наше училище? Я его в Светловодске кончал. Оно и сейчас в Светловодске, товарищ комбат говорит, не очень уверенно, как бы опасаясь, что разглашает военную тайну. Да, Светловодск, река светлая. Только чего-то светлая была тогда вся в нефти и пахла нефтью. И когда мы стирали в ней амбундирование, на все про все вместе с портянками полагался кусочек мыла в двадцать граммов, гимнастерки после были в нефтяных пятнах. Она и сейчас в нефти, говорит младший лейтенант, почему-то обрадовавшись. Как интересно. Ничего не изменилось. Те же выходы в поле зимой, сорокоградусный мороз, когда замерзает смазка на орудиях. Но командир батареи идет впереди в легких хромовых сапожках. И курсанты, которые прибыли в училище прямо со школьной скамьи, поражаются такой его нечеловеческой выносливости, не подозревая, что в сапогах у командира батареи шерстяные носки, пальцы обернуты газеты и еще две пары теплых портянок. Те же тактические занятия, похожие на войну, как игра. Мы прибыли в училище с фронтом. Многое уже повидали и во время тактических занятий, когда не видела начальство, старались перекурить. Была еще светловодская река Мата. Река Мата, как она значилась на топографических картах. На этой реченке в редких кустах выбирали мы огневые позиции. И многие поколения курсантов до нас и после нас выбирали там огневые позиции. И, наверное, кто-то и сейчас там выбирает их. И так же, как я, когда-то прибыл в часть младший лейтенант. Только отчего он такой молодой? От того, наверное, что много времени прошло с тех пор. И столько уже позади и километров, и друзей, вот уже и плацдарм позади. Как это просто до войны говорилось, ни пяти своей земли не отдадим. Вот она, пять нашей земли. И каково это, не отдать ее? Ну что ж, лейтенант, принимаем взвод. Вот твои разведчики. Панченко, сразу говорю, забираю с собой. А больше никого из взвода не отдавая. То и Саенко последнего разведчика заберут. Связисты придут сейчас, они связь сматывают. И командир отделения с ними. Радисты нам по штату положены. Нету ни одного. И рации нет. Придется тебе заводить. Да ты еще ешь виноград, а то сейчас потянутся пушки и двинем вперед. Это отсюда фронт далеко, кажется. А ночью уже там будем. Ешь, пользуйся случаем. Выбирать НП пошлю тебя. Он говорит спасибо, товарищ комбат, и вежливо берет одну ягодку. Он все время поглядывает на мои штаны. Что такое? Я тоже смотрю и замечаю на штанине старую засохшую кровь. На нее-то он и смотрит с волнением. А черт давно надо было бы отдать постирать. Ему это, конечно, все в героическом свете представляется. Мимо к фронту, к фронту мчатся грузовики с прицепленными сзади, подскакивающими на дутых шинах минометами. Солдаты все молодые, хорошо обмундированные, сидят по бортам машин. Какую-то новую часть вводят в прорыв. А от фронта по этой стороне дороги между машинами и нами гонят сквозь пыль пленных. Минометчики перегибаются через борта, чтобы разглядеть их. Мы сидим, ждем. Уже видны лица, бронзовые от жары и солнца. Пот течет с висков. Расстегнуты мокрые шеи. Идут толпой. Молодые, крепкие, невзрачные, в очках, высокие, маленькие. На одних лицах все погасила серая усталость, другие возбуждены, словно только что выхвачены из боя. На третьих страх. Мундиры, кепки с длинными козырьками. Непокрытые головы, пропыленные, черноволосые, светловолосые, стриженные, лысые. Ноги в коротких сапогах шагают нестроенно, в разнобой частя. Под жара пыль. От колонны, придерживая рукой автомат, подбегает к нам конвоир. Воротник гимнастерки промок, под мышками темные круги, до карманов. Глаза просят пить. Мы даем ему фляжку, и он долго пьет, задыхаясь. Немцы проходят, скашивая глаза. Другие стараются не смотреть. — Спасибо, товарищ лейтенант, — говорит боец, напившись. А то от жары голос потерял. И вытирает пилоткой сразу вспотевшее лицо. Мы насыпаем ему полную пилотку винограда. Он благодарит еще раз и и убегает. А пленные все идут. Егоров смотрит на них, и многие чувства сменяются в его глазах. Четвертый год войны. Он в первый раз видит немцев. Из толпы пленных кто-то кричит нам и подымает над головами сжатые руки, словно приветствуя. На минуту мелькает улыбающееся чернявое лицо. В этом месте среди дымчато-синих мундиров немцу видно зеленое обмунирование румын. И тогда мы разбираем, что оттуда кричат. — Руно-меш ты! Руно-меш ты! — Что и медаль за это, — говорит Саенко. Я тоже ничего не понимаю. Словно очнувшись, Егоров отрывает взгляд от пленных. Видите ли, — говорит он, — дело в том, что Румыния вышла из войны. По радио передавали. Вот, оказывается, какое событие сотворилось в мире. А над головами пленных еще несколько раз подымается и исчезает удаляющееся чернявое веселое лицо. Васин заметил, что один из немцев несет, прижав к груди, четыре большие банки консервов. Подойдя к нему, он молча отбирает, делает это спокойно, серьезно, как все, что он делает, и несет консервы семейству молдаван. Пленных уже прогнали, а он все еще стоит там, и молдаване что-то говорят ему. А Васин, небольшой, коренастый, весь освещенный солнцем, смеется и отрицательно качает головой. Возвращается он оттуда, ведя за руку мальчика лет пяти. Вот, выменял и смеется. На мальчонке короткая, разорванная на животе рубашонка. Короткие, обтрепанные штаны до колен. В теплой пыли черные от загара и грязи босые ноги, стуга торчащими маленькими пальцами. Шапка спутанных смоленных волос, они даже не блестят такие пыльные, а лицо тонкое и большие, как черные мокрые сливы, печальные глаза. Они чем-то напоминают мне глаза порцваний. Я подзываю его к себе, сажаю на здоровое колено. Он дичится вначале, но мне тоже когда-то было пять лет. Я знаю, чем его привлечь. Я отстегиваю от пояса большой кинжал в лаковых ножнах и даю ему. Несмело поглядывая на меня, он тянет кинжал за рукоятку, и когда из ножен блеснуло широкое лезвие, он забывает обо мне, а я тем временем глажу его волосы, которые легче состричь, чем расчесать. Далеко у края степи, как снеговые горы, лежат облака, осиянные солнцем. Там встают все новые дымы разрывов. Дорога уходит туда. Если суждено мне пройти ее до конца, я хочу, чтобы после войны был у меня сын. Чтобы я посадил его на колено, родного, теплого, положил руку на голову и рассказал ему обо всем. Прогоняют еще группу пленных. Мальчик сидит у меня на колене, я тихонько глажу по волосам его спутанную, теплую, от солнца к голову, а он играет моим оружием.